Каждый человек о чём-то мечтает. Мечтает о путешествиях. Мечтает о богатстве. Мечтает о приключениях. Мечтает не пропустить самого главного. Мечтает увидеть звёздное небо. Мечтает о признании. Но больше всего человек мечтает быть счастливым. Не мечтайте. Действуйте. Давайте поговорим о счастье. Наверное, один из главных вопросов современности «Что нужно мне для того, чтобы быть счастливым?» Здоровье? Деньги? Слава? Как насчёт дорогого авто или собственного вертолёта? У каждого свой ответ. Мы выбрали для вас пять историй. Пять историй о людях, чья жизнь резко изменилась. В конце, в начале, в середине пути. Пять историй о людях, которые нашли своё счастье. И, возможно, совсем не там, где мы бы этого ожидали. История первая. Том Шедек. Знаменитый режиссёр, чьи искромётные комедии сделали звёздами Джима Керри и Эдди Мёрфи. Именно Шедек пригласил их участвовать в таких картинах «Чокнутый профессор», «Лжец-лжец» и «Брюс всемогущий». Фильмы оказались по-настоящему популярны. Том Шедек, казалось, получил всё, о чём может мечтать режиссёр – славу, деньги, блестящие перспективы. А в 2007 году он просто пропал с радаров. Спустя три года молчания на экраны вышел фильм «Я», поражающий контрастом с прежними картинами режиссёра. Вместо голливудской комедии – документальная лента. Вместо лёгкого семейного кино – попытка заглянуть внутрь себя. Режиссёр объяснил эту перемену тем, что этот сюжет основан на его личном опыте. В 2007 году Том попал в аварию и оказался прикован к постели. Он не знал, сможет ли когда-нибудь подняться. Не знал, как жить дальше. Постоянная боль, непрекращающийся шум в ушах мысли о суициде. Это было страшное время, но именно оно дало Тому пищу для размышлений, которые легли в основы фильма. Авария изменила жизнь Тому навсегда. Режиссёр продал большую часть имущества, значительную долю средств пожертвовал на благотворительность, открыл приют для бездомных и отдалился от киноиндустрии. Сейчас Шэдик преподает в университете и ведёт непубличный образ жизни, скромно заявляя, что ничего другого он для себя не желает. История вторая. Рут Флауэрс. Когда муж Рут умер, ей было 58. Чтобы отвлечься от боли, чтобы занять себя хоть чем-то, она начала давать музыкальные уроки и читать лекции, а спустя 10 лет её жизнь перевернулась. Всё произошло спонтанно. Внук позвал Рут на свой день рождения, проходивший в клубе. На входе в заведение ухмыляющийся охранник высмеял желание бабушки повеселиться с молодёжью. В тот вечер Рут сказала себе, либо она станет диджеем, либо перестанет себя уважать. Удача улыбается смелым. Буквально через несколько дней состоялось знакомство с Ореолом Саймоном, молодым французским диджеем, которого вдохновила решительность Рут. И в течение следующих двух лет женщина погружалась в новый для себя мир. Училась сводить треки и составлять диджейские сеты. У Ореола долго не получалось найти достойную площадку, которая согласилась бы принять его необычную протаже. Но в итоге выступление Рут удалось включить в одну из вечеринок Каннского фестиваля. И этот дебют стал триумфом. Всего за год маме рок получила мировую известность. Она гастролировала по всему миру, частенько сразу после дискотеки прыгая в самолёт и отправлялась дальше. Вечеринки, аэропорты, музыка и движения, по словам Рут, делали её счастливой. Девизом её диджейской жизни были слова. «Я лучше подпишу контракт со звукозаписывающей компанией, чем запишусь в дом престарелых». История третья. К счастью идти к цели. Карл Джозеф. Четвёртый из десяти детей матери-одиночки. Одинокий ребёнок-инвалид по прозвищу Сахарная нога. Карл с юности мечтал стать спортсменом. В детстве Карл носился по улице, играл в мяч и участвовал в драках, ничем не уступая сверстникам. В седьмом классе он прошёл в школьную команду по баскетболу, где на одной ноге допрыгивал до линии кольца и с лёгкостью забрасывал мяч. В старшей школе дошло до того, что Карл ставил рекорды почти в каждом виде спорта. Невероятно, да? Но дальше больше. Карл стал средним полузащитником в баскетбольной команде университета Битьюна Кукмана. Благодаря его вдохновляющему примеру, стойкости и упорству несколько участников этой команды перешли в Национальную футбольную лигу США. Однажды репортер задал Карлу вопрос о том, какие у него есть ограничения. Тот ответил – никаких. Сейчас Карл – счастливый семьянин, отец девятерых детей, тренер команды по американскому футболу в средней школе. А кроме того, он участвует в телепередачах и посещает спортсменов, которые получили тяжёлые травмы и упали духом. История четвёртая. Хейдемари Швермер Успешный немецкий психотерапевт Хейдемари Швермер часто работала с людьми в кризисных ситуациях. И к середине 90-х она пришла к выводу, в мире, так прочно стоящем на материальной основе, осталось слишком мало места для доброты и взаимопомощи. Тогда Хейдемари основала сеть «Отдавай и бери». Суть проста. Никаких товарно-денежных отношений между людьми, лишь обмен услугами, предметами и прочим необходимым. Через два года после основания сети Хейдемари решила радикально изменить свою жизнь, полностью отказавшись от денег. Она раздала большую часть имущества и расторгла договор о найме жилья. В обмен на еду и ночлег 52-летняя женщина бралась за любую работу. Выгуливала собак, мыла окна, помогала по хозяйству. Вскоре они заговорили в СМИ, а университеты стали приглашать её читать лекции о том, как отказаться от материальных благ и при этом быть счастливым. Изначально Швермер планировала прожить без денег всего год, но эксперимент затянулся на 20 долгих лет. «Жить без денег и имущества вполне реально и очень приятно», говорит Хейдемари. История пятая. Карл Рабидер. Предприниматель из Австрии, Карл Рабидер, создал некоммерческую благотворительную организацию, которая боролась с голодом в странах третьего мира. А в 2010 году Карл шокировал мировую общественность, отдав всё своё грандиозное состояние на благотворительность, продав супер-престижную недвижимость, автопарк и коллекцию планеров. Его идея заключалась в том, что деньги не приносят никакого счастья. В одном из интервью Рабидер говорил, что постепенно он хочет раздать всё, действительно всё, и ничего не оставить себе. Это ему принадлежит знаменитая фраза – деньги контрпродуктивны, а не мешают прийти счастью. Из почти 400-метрового дома Карл Рабидер переехал в деревянный домик, где живёт всего на 1000 евро в месяц. Похоже, свой способ быть счастливым он действительно нашёл. Люди способны на удивительные вещи. Кто-то строит головокружительную карьеру, как будто за тем, чтобы отказаться от славы. Кто-то словно нарочно выбирает путь, пройти который кажется невозможным и преодолевает все препятствия. Кто-то начинает жить только тогда, когда всё потеряно. Кто-то бросает всё и находит себя. Что же делает людей по-настоящему счастливыми? В своём, возможно, самом длинном подкасте в истории человечества Оскар Хартман вместе с гостями, экспертами в самых разных областях, постарается понять, как найти то, что делает нас счастливыми. Слушайте подкаст «Перформанс» Оскара Хартмана и станьте свидетелями создания универсальной формулы пути к счастью. Оскар Хартман Броуфис, всем добрый день. Я очень счастлив, что мы начинаем. Торжественно всем, кто принимал участие, огромное спасибо сразу. Я абсолютно убеждён, что человек рождён для счастья, чтобы быть счастливым. Это то, что мой отец мне всегда говорил, и его отец говорил ему. Это так передавалась, такая мудрость, что человек рождён, чтобы быть счастливым. И я также верю, что на это можно повлиять. Есть детерминисты, которые считают, что всё фиксировано, и невозможно ничего изменить. Что то, что с тобой происходит, это и есть то, что с тобой происходит. Но я абсолютно противоположность этого философии. Моя философия, что на самые важные вещи можно влиять, можно изменить. У тебя есть свобода воли, и можно действительно однозначно пользоваться знанием науки. Наука уже очень много знает про человека из разных сфер, не только из философии, психологии, также из антропологии, социологии. И вообще очень много сейчас про работу, как работает ум, почему человек делает то, что делает, почему не делает то, что хочет делать. Есть очень много уже вещей, которые однозначно верны для всех людей, для всех homo sapiens, потому что тоже есть такое понимание, что счастье у каждого своё. На самом деле есть очень много того, что у нас объединяет. Да, действительно, это очень индивидуальный вопрос, это искусство. Но есть очень много вещей, которые также как в здоровье действуют на нас всех одинаково. И был бы грех не пользоваться. И самое интересное, что многие из этих вещей контр-интуитивные. Они, наша интуиция, у нас есть очень много умственных искажений, она часто нас подводит и наводит не туда. Мы часто думаем, вот эти вещи сделают меня счастливым, а потом фактически эти вещи, когда мы их достигаем, не делают нас счастливыми. А другие вещи, которые на самом деле делают нас счастливыми, часто у нас идут либо по остаточному принципу, либо вообще в слепой зоне. Поэтому очень хорошо доверяться своей интуиции, но не в тех моментах, когда она тебя заводит в заблуждение. Поэтому я верю, что есть однозначно вещи, которые можно делать, чтобы существенно улучшить своё ощущение жизни, оценку своей жизни, то, что можно, чтобы тебе нравилось, то, что с тобой происходило. И это однозначно десятиборье. Это десятиборье, потому что очень часто мы пытаемся всё упростить до одной фразы. Счастье – это просто количество счастливых глаз вокруг тебя и в инстаграме, и в социальных медиа. Часто можно какие-то афоризмы или что-то прочитать. Вот один какой-то фрагмент – это как один маленький метеорит из всего космоса. Да, это классная мысль, но она не объясняет всё, она не сделает. Если ты будешь фокусироваться только на это, это не получится. Соответственно, у нас как минимум есть много тем, может быть, я думаю, что их десять, потому что я люблю десятиборье, но как минимум их больше пяти. И игнорируя каждую из них, мы получим огромное количество боли. Мы не будем удовлетворять самые фундаментальные потребности, которые есть у человека. И поэтому эта тема, она десятиборья, она сложная, и она требует много времени, что разобрать. Одна из проблем социальных сетей, социальные сети – это прекрасно, но одна из проблем, когда мы учимся в социальных сетях, мы получаем очень фрагментарно какие-то фрагменты мыслей от разных людей. И вот это много разных людей, которые на самом деле проповедуют разные философии и разные фрагменты, они не складываются в одну общую картину. И это на самом деле часто приводит к тому, что человек разобран или еще более неструктурно мыслит. И вот эти все фрагменты, они не создают вот то, что капля в море, и потом набирается море. Нет, море не набирается. Это огромное количество отдельных озер, которые не собираются в море. Поэтому очень важно, я всегда переживаю, вот если для каждого контента есть правильный формат, что-то есть, книга правильный формат. Вот моя книга, например, она читается за 6 часов, как бы ей пост читается за пару секунд, в ТикТоке у нас какой-то фрагмент внимания. В Ютубе в среднем люди смотрят видео 10-15 минут. Но этого недостаточно, чтобы раскрыть. Я всегда переживаю, потому что хочется, когда я снимаю Ютуб-видео, я всегда переживаю, что хочется в глубину идти, не поверхностно обсудить какие-то, и очередной раз капнуть и все. Хочется иногда какую-то взять тему, например, дружба, и просто целый час или полтора часа говорить только про дружбу. Как формируется дружба, как удерживается, как теряется дружба, как формировать дружбу в более взрослом. И вот просто действительно раскрыть какую-то тему вглубь. Но часто это трудно сделать, поэтому я всегда думал, а как если вот прям сделать вот эту тему одну тему и разобрать ее во всей своей сложности и потом опять собрать в какую-то абсолютно точную как бы систему, которая может быть фундаментом для действия. И для этого нужно там от 60 до 100 часов. В зависимости от темы, есть темы, которые требуют 500 часов, 1000 часов. Но есть тема человеческое счастье. И я когда сел и думал, сколько часов нужно, чтобы ее разобрать, у меня получилось 60 часов. Это получается полное. Это не так, как обычно в курсах. Вы сейчас получили только 10%, а вот здесь следующий курс, где вы за 10 тысяч долларов узнаете. Нет, здесь все бесплатно, никакого апсела. И все это, вот эти 60 часов, я буду пытаться, как минимум 90% из того, что зная там топ 100 книг про счастье, топ 100 видео про счастье, топ все, что есть, топ 100 экспертов во всех темах, я это будет все содержаться в этом подкасте. Это будет целостная вещь, которую просмотрев или прослушав ее, ты действительно, можно сказать, закончил вот курс 1.0.1 про то, что нужно человеку, чтобы быть счастливым. И поэтому, конечно, я сам справлюсь как ученик. Одна из моих любимых книг это «Альхимик». И вот «Альхимик» он идет в книге, его путешествия, и он встречает разных людей, которые ему дают новые мысли, которые его потом в конце возвращают к тому, что на самом деле у него то, что он искал, уже было с самого начала. Но я тоже как «Альхимик», пойду вот в этот путь и ко мне будут приходить самые лучшие учителя. Мы их проинструктировали так, что есть такое видео, где умирает слониха, и она знает, что она умрет через 3 дня, и у нее ребенок. И она все 3 дня, у нее осталось только 3 дня, и она все 3 дня учит ему ребенка всему, что нужно знать, чтобы выжить. Она показывает ему, где вода, вот здесь где еда, и вот она его толкает, пинает, пинает. Слоненок не знает, что с ним происходит, потому что мама, и потом она умирает, и хочет, чтобы он был жизнеспособный. Примерно так же будут делать наши спикеры. Соответственно, они будут пытаться мне передать, как будто жизнь от этого зависит, как будто вот ты хочешь перед смертью своим детям оставить самые ценные знания про жизнь, жизненной мудрости. Всегда говорят, не учи людей, как жить. Это говорят, потому что твоя формула, скорее всего, не подойдет другим. А кто тогда учит? Кто тогда учит? Потому что все как-то учатся. Кто тогда заполняет эту пустоту, если никто не учит? Родители, конечно, должны учить детей, они всегда хотят передать самое ценное. Я думаю, есть чему научиться и лучше всего, конечно, учиться у тех людей, которые прожили такую жизнь, как ты хотел бы прожить. Это те учителя, у которых действительно стоит учиться о самом важном. Что может быть важнее, чем сама жизнь? Что может быть интереснее, чем разговор о самом интересном, про саму жизнь? Поэтому наши учителя, мастера, альхимики, которые к нам будут приходить, они будут приходить в таком настроении, что в очень честном, дружеском разговоре. Поэтому мы вот в этой студии убрали все лишнее, абсолютно минимализм, чтобы был фокус только на человека, только на мысль. Мысль и общение – это главная ценность нашей жизни, общение. И мы поэтому оставили только общение, никаких отличий на заднем фоне, ничего не будет происходить. И, естественно, когда я так все продумал, что это будет 60 часов, мне стало интересно, какой же вообще мировой рекорд, какой же мировой рекорд вообще в принципе самого длинного, бесперерывного разговора, самого большого количества интервью подряд и так далее. И выяснилось, что текущий рекорд, самый длинный подкаст в истории, который когда-либо один человек снимал, это 36 часов. Соответственно, если я достигну цель, это однозначно будет как минимум рекорд, самый длинный подкаст в истории. Это как минимум интересно. Я всегда хочу, чтобы прожить максимально интересную жизнь. Меня это мотивирует, мне это дает вспышку, что-то срабатывает, какие-то 80 миллионов нейронных связей, которые мне говорят о том, что это правильная мысль. И потом я посмотрел вообще, ну все, что делалось без сна, в длину, и есть там люди, которые делали, несколько людей, командой снимали, там беспрерывно подкасты и делали это 55 часов. Соответственно, если цель будет выполнена, больше 50 часов, это будет официальный мировой рекорд. И, естественно, все, кто будет слушать это время, это тоже будет, наверное, мировой рекорд по слушанию. У нас будет отдельный розыгрыш для всех, кто будет слушать и будет каждые полчаса дать знак жизни, какой-то комментарий писать. Мы потом посмотрим тех людей, которые написали один комментарий, каждые полчаса минимум, можно больше, но не меньше. Соответственно, они будут участвовать в особенном розыгрыше и получат очень интересный приз из этого подкаста. Пожалуйста, пишите в комментариях, общайтесь между собой, перебирайте эти темы, это очень интересно на самом деле, чтобы вы тоже участвовали. Я тоже буду частично читать всю эту переписку и использовать ваши мысли или ваши вопросы в наших беседах. Соответственно, вы тоже влияете и являетесь неотъемлемой частью этого нового рекорда мира, но который еще предстоит установить. Это будет нелегко. Я не знаю, как мой организм, в первую очередь, мозг отреагирует, потому что это интеллектуальный продукт. Здесь нужно не просто не спать, а здесь нужно быть очень сфокусированным. Поэтому мы каждые три часа будем делать замер специальным оборудованием, которое замеряет волны мозга по поводу усталости, сфокусированности. Будем смотреть вообще, как меняется мое состояние в протяжении всего подкаста. И это однозначно пиковый опыт. Я люблю делать пиковые опыты, вот такие вещи, которые ты до конца жизни запомнишь и которые ты всегда... Есть вещи, которые делят нашу жизнь на до и после. И я очень мечтаю, чтобы этот подкаст стал для меня таким событием, потому что всю жизнь до сегодняшнего дня я могу сказать и признаться честно, что у меня все-таки была немецкая философия, немецкая философия заключается, наверное, в том, что, как минимум моя, что продуктивность, твоя продуктивность стоит высшим приоритетом твоих чувств и ощущений, включая счастье. Соответственно, для меня самое главное было создавать много ценностей для мира, создавать, быть очень производительным человеком, поэтому я заставлял себя много через боль. И даже этот подкаст, как ни странно, парадокс. Вся жизнь парадокс, и в счастье много парадоксов. В этом подкасте тоже есть парадокс, что такое длительное время без сна это однозначно подвиг. Это, наверное, противоречит каким-то вопросам, которые мы будем обсуждать здесь. Поэтому я очень люблю, я очень люблю, все равно не могу, да, я даже, наверное, готов пожертвовать пару лет жизни на данный момент, чтобы сделать что-то вот такое яркое, интересное, и так я жил всю жизнь, да, соответственно. Счастье было в топ-5 ценностях, оно есть в приоритетах, ну, порядок ценностей, он очень сильно определяет. И, может быть, после этого подкаста я, кстати, смогу поменять приоритеты, может быть, как раз на первый приоритет выйдет все-таки счастье семьи, благополучие семьи. Вот не я, как отдельная стоящая, а вообще вот, можно сказать, комбинация людей, часть которой я себя ощущаю, чтобы она была максимально наполнена в жизни счастливыми чувствами. Соответственно, что мы будем обсуждать 60 часов? Хороший вопрос. И мы опираемся на науку, поэтому самые длинные исследования человеческого счастья показали, что есть факторы, которые влияют намного сильнее других, и поэтому мы будем пытаться вот в соответствии с наукой выбирать темы. И самое сильное, что влияет на... Если взять всю человеческую жизнь, нет ничего, что влияет сильнее. Кто-то говорит на 60%, кто-то на 80%, определяет чувства, которые будут нас наполнять. Это наши топ-10 отношений в жизни. Соответственно, партнер, супруг, супруга, дети, родители, братья, сестры, друзья. Друзья – это как родственники, которых мы сами выбрали. И все другие люди, учителя, менторы, наставники, кто сыграет в ключевую роль в нашей жизни. Это то, что определяет больше всего, и это мы будем обсуждать очень глубоко, какие есть... Почему мы так мало? Почему мы... Если это самый главный фактор, почему мы этим фактором управляем не так профессионально, как, например, рабочими вопросами? Для меня это парадокс, все как-то по остаточному принципу как будто это само собой произойдет. Это не произойдет само собой. Я, например, являюсь крестным шести детей. Если я не буду как-то системно к этому подходить, я буду все забывать, потому что кроме них у меня есть еще много другого. И как сделать свою систему управлением вот этого блока? Это вообще... Какие есть там факторы? Дружба, жизнь с лучшим другом и жизнь без лучшего друга? Это две разные жизни и много другого интересного в блоке отношений. Конечно, посмотрим на это с точки биохимии и с точки зрения философии и поговорим с разными людьми из этой сферы. Дальше невозможно эту тему обсуждать без второго фактора. Второй блок это будет все, что касается здоровья, витальности нашего тела, энергии. если особенно смотреть на всю жизнь, в молодости часто люди принимают это как самим собой и только после утери понимают, что оказывается мы все были миллиардерами, когда это уходит, все осознают, какие же активы у них были раньше. Соответственно, это, это, конечно, будем обсуждать и через призму биохакинга, как можно на свое тело воздействовать, чтобы дольше жить, чтобы более правильно была биохимия, чтобы она вызывала эти чувства. Потому что, конечно, когда болит сильно спина, ну, как бы, качество жизни сильно падает. И когда люди теряют здоровье и они тратят всю свою силу на реабилитацию, потому что, естественно, это абсолютно необходимый фактор. И в том числе не только болезни. Болезни – это важная часть тоже жизни. Каждому рано или поздно вылетает какой-нибудь диагноз, к сожалению. Но также есть проактивная, проактивная, как бы, работа, чтобы предвращать эти болезни, чтобы быть в ресурсе, в энергии. Потому что, конечно, самый большой предсказатель вообще человеческого, там, продуктивности и счастья в том числе – это наполненность энергии. Когда мы смотрим на людей, это обычно… Вообще, представьте себе вот сейчас коротко счастливого человека. это всегда энергичный человек. Дети, когда счастливые, они очень много двигаются, они радуются, они вот… Ну, представьте себе вот танец победителя. Это всегда, это всегда энергия, это всегда выход энергии, поэтому это будет важная тема в блоке здоровья, витальность, энергия. Это второй блок. Соответственно, чтобы соблюдать как бы логику курса, да, дальше мы будем, естественно, обсуждать то, что все любят обсуждать больше всего, когда мы говорим про эту тему, в основном обсуждается этот блок. Это успех, бизнес, проекты, проекты нашей жизни, все, что мы строим, все, что мы делаем, это… это очень важная часть. Так же, как здоровье и отношения, наука доказала, что если у человека отсутствует в жизни проект, если в голове нет проекта какого-то, над которым ты работаешь своими руками, вот, и ты понимаешь, что это нужно людям, это очень сильно, очень сильно тянет тебя вниз, это наполняет человека бессмысленно, сложная там схема, как она срабатывает, мы это точно будем обсуждать, точно будем обсуждать, как решить финансовую проблему в своей жизни, потому что если финансовая проблема не решена, обычно это отражается на всех остальных блоках, сколько у нас ссор родственников из-за наследства, квартиры, сколько у нас ссор из-за каких-то сумм меньше миллиона рублей, когда люди готовы жертвовать и здоровьем, и отношениями, и чем угодно, чтобы заполучить эти деньги, потому что в жесткой нехватке, конечно, начинаются очень отрицательные эффекты человеческой психологии, и поэтому невозможно это не обсудить, я каждому желаю эту проблему решить, но там после того, как эта проблема, финансовая проблема решена, когда человек тратит на жизнь своей мечты меньше, чем он получает, в постоянном порядке, все равно потом начинается так охота, где же магазин счастья, куда сходить на шопинг, чтобы купить себе это счастье, начинается приобретение огромного количества вещей, которые нам продают, как вещи, которые нам дадут вот это счастье, и, конечно, реклама просто наполнена, она за монополия, просто благотворительные проекты, другие проекты не могут конкурировать с бюджетами, с такими организациями, естественно, есть огромное количество вещей, которые должны нам принести счастье, мы обсудим на самом деле, что из этого да, приносит, что из этого не приносит, что, где ложь, где истина, на что стоит сфокусироваться, где же, на самом деле, магазин счастья существует, да, есть, просто надо знать, где ходить на шопинг, и часто это продукты, которые не рекламируются, нет рекламы этих продуктов, вы можете только сами их обнаружить, поэтому, естественно, этому блоку тоже будет посвящено много времени, дальше, все знают, что есть внешний мир, есть внутренний мир, да, и внешний, внутренний мир влияют, но на как сильно влияет мышление, как сильно влияет настрой мышления и твое состояние, настрой твоего ума, настрой твоего состояния, соответственно, как это влияет на то, что с тобой происходит, какие есть системы мышления, которые людям в постоянном порядке дают ощущение счастья, какие есть системы мышления, которые в постоянном порядке создают страдания, несчастье только 20 процентов населения россии и ну как бы в мире там не недалеко эта цифра в принципе россия где-то посередине находится мировых цифр и вообще весь постсоветские все постсоветское пространство но там посередине колебается никто там сильно не отличился поэтому кстати мы тоже поговорим про то как измерять вообще это возможно это можно и мерить мы потом дадим в конце мы дадим прям это метод методику как можно раз в месяц или раз квартал прям какие вопросы можно задавать чтобы смотреть уровень своего счастья и управлять что управлять можно только тем что ты замеряешь и есть способы замерения есть разные способы замерения они мы про это тоже поговорим с людьми которых разработали на какие вопросы можно себе отвечать чтобы к этому прийти поэтому мышление состояние важнейший блок будем обсуждать как бы абсолютно все ключевые заблуждения искажение мышления и в том числе даже биологические процессы которые нам мешают мешают достигнуть вот эту главную цель и дальше еще осталось как бы два блока они самые индивидуальные потому что первые четыре блока которые мы обсудили они достаточно универсальные достаточно универсальные для всех людей это то что у нас проведено просто как запрограммировано в той части компьютера которая даже у всех одинаковый bios какой-то да есть там софт который мы можем ставить убирать и там но есть то что невозможно убрать да это просто запрограммировано в нас в том что следующие два блока это то что где можно себя действительно существенно там вот очень большие отличия разных людей потому что выборы у разных первый блок это хобби хобби и развитие в чем ты хочешь развиваться в чем ты хочешь отдавать миру да как бы здесь от мотоциклов до рисования до музыки до рыбалки охоты все варианты и мы обсудим самые распространенные из них что это дает людям что какое какие можно какие может быть возможно выборы дают больше счастья какие выборы дают меньше счастья и последний блок это счастье для каждого и там там естественно да как бы будем обсуждать такие сложные вопросы как духу духовность спиритуальность какие-то вопросы которые может быть даже где наука еще не так сильно продвинулась но они слишком важны чтобы их не обсуждать конечно я тоже люблю обсуждать то что наука уже очень хорошо знает но иногда это не невозможно да соответственно вот такие шесть блоков и в конце каждого блока будем стараться давать конкретный то что называется выводы которые могут быть основы для действий в конечном итоге как я думал как можно думать что мне делать очень многие из этих вещей в том числе невозможно что цель наша это перепрограммировать свой мозг цель этого подкаста чтобы люди после шли с с программой которая будет постепенно приводить мы будем это замерять соответственно все кто будет проходить эту программу потом будет замерять и мы будем и внешне нанимать институты которые будут замерять реально ли приводит вот этот вот этот продукт к тому что люди более положительно оценивают свою жизнь для меня это очень важно потому что если мы научно не докажем что это помогает людям мы просто это уберем в конечном итоге но я абсолютно убежден у меня нету ни капельки сомнения и мы это будем внешне подтверждать что эти знания и эти конкретные задания которые мы будем давать будут помогать людям действительно ощущать себя лучше чувствовать себя лучше и проживать интересную здоровую наполненную юмором и радостью жизнь да как бы в полном здоровье длинную жизнь с людьми которых они любят которые любят их и при этом чтобы это было осмысленно осмысленно чтобы это было наполнено каким-то ощущением что ты действительно прожил эту жизнь не зря и это вот видите сколько слов получается это действительно вот как десятиборец он должен и прыгать и бросать и бегать и он не может эти блоки не тренировать здесь тоже самое невозможно просто если ты игнорируешь предприниматели очень часто игнорируют блоки целые там они так сильно сфокусированы на бизнес успехи что они начинают игнорировать очень длительный период все остальные блоки это кончается всегда плохо да потом как бы дети с травмами детскими остаются какие-то не невозвратимые последствия для здоровья и это не нужно делать потому что разница между ноль полным игнором каждого блока и немножко немножко фокуса огромная достаточно минута достаточно одна минута в неделю и это уже огромная разница поэтому как раз по поводу минут команда подскажите мне сколько у нас минут до начала осталось три минуты до начала и первого гостя первым гостем будет игорь рыбаков естественно мой очень близкий друг партнер человек который я абсолютно точно называю своим учителем с ним и единственный гость который мы обсудим всю тему целиком и в конце еще будет один гость с которым мы обсудим все всю тему целиком а все остальные гости будут конкретно под и про только про дружбу только пробью хаки только про конкретную тему поэтому у вас должна быть час в комментариях программа все 60 тем которые мы будем обсуждать следующие 60 часов я конечно не могу не переживать даже сегодня ночью мой мозг периодически меня будил типа зачем ты спишь у тебя впереди такое испытание говорю испытание в том что я должен долго не спать дай мне поспать и было парадокс так как бы мозг зная что самое важное выспаться до этого испытания все равно постоянно меня будил что типа что-то там происходит ты должен подготовиться к этому да публичное выступление люди боятся публичных выступлений больше чем смерти доказала одно большое исследование в котором было там десятки тысяч людей оказывается у нас публичное выступление вызывает больше больше страхов чем даже смерть это потрясающе потрясающе вот опыт это тоже эксперимент над самим собой можно ли вообще можно ли это это сверх сложная задача интеллектуально говорить самыми умными людьми которые я надеюсь будут напомню наполнять меня энергией 60 часов подряд ребята 60 часов подряд это бы я бы даже восхищаюсь когда у меня один из моих первых бизнесов был телемагазин в прямом эфире люди у нас там могли часами там выдавать огромную энергию это уже вызывало однозначно очень большое уважение как это будет как это будет как вы думаете пишите в комментариях до мог не прийти но пришел self-made предприниматель и долларовый миллиардер промышленник и видный общественный деятель венчурный инвестор филантроп участник списка богатейших людей россии по версии журнала форбс дамы и господа встречайте игорь рыбаков это мероприятие похоже которому еще не было в истории это первый раз как мы любим такого еще не было первый раз ну давай дадим жару и самое сложное было найти 60 счастливых людей еще человека который может обсудить все блоки жизни у тебя пять книг 5 музыкальных альбомов за последнюю пару лет вообще твой список достижений какой-то мне кажется обычный человек можно это смотреть и не поверить просто что это в принципе возможно что это в принципе возможно поэтому хотел бы с тобой успеть за час обсудить все блоки жизни да и отношения и тело и проекты и в хобби и все остальное что ты делаешь но хотел бы начинать с того что на мой взгляд достаточно сильно тебя определяет так как бы это и то что многим не хватает сильно ты как будто одержим своим проектом вот у тебя есть проект твои как бы который ты себе который тебе дает до конца жизни какую-то перспективу да и у меня ощущение вот открываешь глаза и начинаешь работать над своим проектом пока не закроешь глаза открываешь глаза работаешь над своим проектом правильно я ли понимаю и всегда ли был у тебя этот проект ну да чувствую я такое настроение как будто какая-то неведомая сила меня тянет прям ты мне так хорошо я просто отдаюсь этому и нахожусь в таком потоке вот не всегда у меня так было бывали такие просады когда я вот такого не чувствовал и когда было очень много несчастья когда это было не любви ну когда вот предыдущая фаза заканчивалась вот такой тяги и видимо я не мог вовремя переложиться в другую тогда вот предыдущая закончилась новая не началась и вот вот но это же так здорово когда тебя что-то тянет куда-то каждый день встаешь ты точно знаешь что ты делаешь все делаешь ты в потоке в процессе вот поэтому конечно это огромное счастье иметь дело которое тебя питает дает смысл и отношения построены на доверии дела-то большие в одиночку их не сделать и потому много людей с кем ты объединяешься и отношения соответственно доверии строится и вот как какие-то шведы определили такие симптомы счастья это вот дело которое тебя питает дает смысл и вокруг возникает много отношений построены на доверии вот все и если такое есть у человека то очень часто люди испытывают вот эту полноту чувственность такое счастье какой-то полет вот этот вот вдохновение не значит они не устают не значит они не печалятся бывает и это но в целом это наполняющее такое чувство которое очень быстро регенерирует любой упадок сил и превращает его опять в такой вот пышащие жаром там что-то вот я так живу и кстати вот твой вот после университета твой первый большой проект да техна николь естественно ты когда написал книгу про этот проект и назвал ее жажда жажда да это был вот первый проект потом он там ты уже не мог своими руками так много делать да как бы и них как какой период времени пошел до того как ты нашел свой следующий проект и как ты назвал бы следующий проект всегда когда вот но всяком случае у меня так но я так наблюдаю у всех тоже примерно так когда заканчивается предыдущие ты не знаешь что она закончилась инерционно еще в нем находишься поэтому я достаточно долго находился в предыдущем проекте думаю вот надо нажимать сильнее надо оставаться дольше надо еще как-то раскорячиться чтобы она вдруг начало опять питать и давать смысла она вот но не дает смысла вот и так стиральные машинки так вот бьешься об углы и так далее и потом вот когда уже сила покидает тебя ты чувствуешь ну блин все пипец вот возникает предпосылки мнения все таки что-то другое должно быть и тогда идешь но ты уже такой весь покалеченный немножко такой потертый да такой как будто идешь такой вот весь свободный чистый а поговори немножко про эту точку пипец как ее обозначить у людей некоторых пипец наступает быстрее чем у других дамы как ее обозначить ну пипец но давай так машину машина вот ездит ездит и там текущий ремонт текущий ремонт и вдруг вот она так ломается так сильно что вот ее увозят на капремонт вот этот момент когда машина сломалась и не едет когда ее на эвакуаторе значит там доставляет или на тягаче там тянут куда-то там какую-то мастерскую и в общем-то и вероятность то что ее починить и запустится обратно в жизнь она низкая иногда прямиком значит с этой мастерской значит или с этой больнички значит на свалку вот этот вот момент пипец то есть он такой переломный то есть примерно ну там 10 процентов только людей через этот переломный момент они воскрешают или идут на вторую фазу десять процентов 9 из 10 они здесь вот догорают и принимают для себя форму новости подоживем как-то помаленьку тогда где-то 9 из 10 на этот вариант он мне кажется он у многих был иногда его называют кризис среднего возраста никто не смог миновать видимо кризис среднего возраста в общем все там будут ну это по-разному называется но пипец видели многие скажем так следов о нем достаточно а самое главное в этот момент и есть полное ощущение что все жизнь кончилась и тупик и большая бетонная плита тебя придавила весь мир против тебя все ты один напротив всего мира вот этот пипец я думаю многие видели а кто не видел обязательно увидит поздравляю просто молодые да соответственно кто встречался с таким состоянием и кто его смог так преодолеть и выйти на новую так сказать долину жизни слушай так ценит состояние части любви наполненности и конечно же все что дальше делает подчиняет тому чтобы расширить свою оснастку генерации вот этого вот счастья любви и радости ну то есть все что я сейчас делаю это увеличиваю количество своей оснастки оснастки чтобы не важно что я думаю что я делаю и так далее чтобы моя оснастка меня так сказать удерживала состоянии вот этой наполненности раньше я так не делал я думал мое состояние зависит исключительно от того что я делаю а оказывается можно создать оснастку грубо говоря построить некий вертолет или вот космолет или рыболет как я его называю вот ну мой скафандр или мой летательный аппарат хорошо мою оснастку построить таким образом что то что чем я не делал я сплю например а вот этот вот вертолет вот он выполняет работу о круто раньше я думал что полностью зависит от того что я сделаю делаю оказывается можно сделать оснастку так что без чрезмерных усилий сидишь такой кайфуешь а этот вертолет который вот оснастку ты создала на тебя вот несет вот но оснастка является частности вот окружение который не позволяет быть менее ярким чем ты можешь там много там таких элементов но их не так много чтобы их них не мог повторить вот обычный человек конечно может какие элементы основные точка опоры внутри меня они не вне вот это геометрическая парадоксальное утверждение там пифагор или кого-то архимеда который говорил дайте мне точку опоры я переверну мир вот это там геометрии так для человека не так точка опоры внутри поэтому принять что точка опоры только внутри тебя и тогда точка опоры всегда с тобой всегда чтобы не случилось это обогащающие привычки чуть-чуть добавлять обедняющие чуть-чуть убирать по чуть-чуть по одной в месяц ну или там в квартал не надо все дальше окружить себя с заговорщиками то есть не сотрудниками не членами команда команды там не заговорщиками с кем ты вместе проживаешь такую энергию движение какому-то цели какому-то замыслу заговора 4 это иметь в прямой видимости другие команды заговорщиков ну чтобы подсматривать у них как другие заговорщики двигаются но что там приемы методы так сказать ну вдохновляться или тырить просто как-то кому как удобно вот ну и пятое как только у тебя получается ты чувствуешь что тебя получается немедленно приступить к передаванию смыслов и практик которые сделали тебя успешным другим запустить коллайдер самообновление очень многие кстати не выполняют это пятая пятый элемент и таким образом но не запускают вот это вот самообновление игру 5 элемент важен такой же вот как 5 элемент как фильме 5 элемент без чего то я ну там за автономность а самоактуализация не происходит без чрезмерных усилий вот 5 5 таких элементов и все и жизнь наполняется совершенно другими красками так кстати вот парадокс на у тебя первый результат там видимый результат первой фазы были там 60 заводов по огромный там мировой лидер в своем рынке сейчас видимый результат второй твоей фазы это там университеты школы детские сады я думаю их будет тысячи да как бы ну не и всякие образовательные вот вот такие подкасты да вот ты очень легко соглашаешься вот на такие вещи передавать это это потрясающе ну и результатом кроме школ у тебя вот какая-то сумасшедшая продуктивность да вот пять книг за пять лет или шесть уже там детская еще добавилась соответственно пять музыкальных альбомов которые ты сам написал мы с тобой запустили 25 филантропических программ хотели 5 но получилось и здесь невозможно не поговорить это все вот результат того что у тебя вот есть вот это вот какая-то направленность вот это же сумасшедшая энергия это вот просто это твоя отличительная черта вот все кто с тобой пересекается они потом говорят у игоря очень много энергии очень много энергии давай поговорим об этом у игоря или или что происходит на самом деле на самом деле вот смотри вот 25 филантропических проектов которые мы с тобой запустили смотри ну давай так вот если бы я был один дай бог был в один проект филантропический а вот мы с тобой встретились мы и уже напланировали 5 а потом получилось ну 25 не смогли удержаться да то есть какая-то кумулятивный какой-то эффект какая-то вот такая вот расширяющаяся субстанция вот пожалуйста на наш тобой симбиоз диполь тандем как угодно это назови да но он вот продуктивен или он действенен вот таким образом есть не очень действенные там тандемы которые встречаются но они могут произвести примерно экстенсивно столько же сколько каждый из них в отдельности ну как бы сумма есть такие вот экспоненциальные вот и все поэтому эффекта у моих самопроявлений я не называю это достижениями сразу скажу книги альбомы и так далее или это проявление но проступает просто то что могло проступить вот она поступает и я называю это как как позволить проступить тому чего могло бы проступить ну как вот эффект следующий окружаешь себя людьми ну то есть ищешь людей рядом с которыми вот это вот эффект проступания вот он вот нарастает вот это сугубо экспериментальная эмпирическая наука да то есть подмечать от каких людей рядом с тобой твоя действенность вылечивается вот учение x10 и в академии x10 я собственно своим ученикам даю очень простой алгоритм жизни человек это соединительное устройство на которое влияют волны вот здесь вот сейчас на меня светят эти волны ты говоришь это вот некая акустическая волна ну то есть там электромагнитные волны мы их не видим но но они вот на меня влияет как и вот на меня влияет сейчас одновременно куча волн а я такое соединительное устройство и вот мои действия и что со мной вот как мое тело начинает двигаться это вот это вот результат сложения этих волн соединенные вот на моем теле и дальше я либо там бегу куда-то лево народ сижу такой как йог значит медитирую и вопрос следующий умеем ли мы и практикуем ли мы подобрать такое сочетание волн воздействующих на нас чтобы то что с нами происходит а нам нравилось что с нами происходит ну и так далее по сути то есть вопрос как мне представляется и поучение x10 это главный может быть постулат такой феноменальный постулат я его называют что вопрос не что мы делаем а как как погрузить себя в такое в такие связи окружить себя такими предметами или волнами вместо предметов игры волнами чтобы за с тобой случалось желаемое тобой раз и чтобы тебе нравилось что с тобой происходит удивительно как это отличается от ну того ну что мне в школе там преподавали старайся трудись борись будь изнашивая себя да изнашивая себя будь удобным для других выполнять правила придуманы другими вот они меня всему этому учили я это все попробовал но это позволяло мне выживать и надеяться на то что мне там травинку дадут чтобы я с голода не убил на потом я научился соблюдать правила придуманные кем-то быть кому-то удобно это давало только возможность выжить и то так знаешь условно потом я понял что правила надо учить только лишь для того чтобы знать как их нарушать кучки дни для чего ну так добавляешь правила меняешь да и можешь уже расширить свою зону там влияние можешь немножко получше жить когда умеешь добавлять что-то уже известный про если хочешь сделать что-то выдающиеся этого тоже недостаточно нужно просто взять и придумать свои правила вот когда я начал придумать свои правила вот стих на николем вот мы полностью перевернули отрасль строительных изоляционных материалов и потому там 60 заводов там миллиардный бизнес нам вот это все случилось как след много миллиардов много миллиардов и потом оказалось есть еще дальше путь это называется так знаешь самому стать правилом это вот сейчас илон маск например любую херню скажет это теперь правило в принципе ему уже ну не надо там даже что-то там что-то там соответствует чему-то любую херню сказал это уже правило там огнемет что-то здесь сегодня написал в твиттере что вы знаете что 50 процентов своих постов пишу с трона я тоже есть строн в общем оскар я близок к этому как бы то есть понимаешь такая штука получается что ну то есть если проходишь все этапы смотри умеешь и изучать правила и соблюдать их и немножко менять правила и ставить свои правила да потом надо научиться вот самому стать правилам и где-то знаешь бахать такие вещи до которые были бы но не ну невозможно если ты как-то хотя бы привязана на прошлое на историю да возможно это дает возможность построить совершенно другие миры ну кстати мы видим у илона маска как бы это и получается я очень вдохновлен так с этим картин вот поэтому собственно все это все это способы как проступить как как дать возможность проступить мирозданию как оно могло бы быть и классно же да когда мироздание проступает вот столь разнообразным образом тогда есть возможность выбрать что себе оставить это же как такая ситуация вот она проступает по-разному да вот это я оставляю а то что в ней не очень нравится ну там проходить давай другое пусть проступает и многим кажется что это результат плана нифига это результат естественного отбора то есть поступает многое то что мне нравится и и оставляю беру с собой да то что не нравится то и до свидания вот немцу это непонятно но но извини я думаю тоже будет понятно немец бы думал как же все показать так чтобы это выглядело как будто это был мой план можно показать сказать вот это именно я и думал такая стратегия у меня и была показать что это был твой план ретроспективно тем более нет проблем эксперты кстати этим отличается они умеют отлично предсказывать прошлое до назад на самом деле было вот так так вот видите вот доказательств а вот я не видел ни одного человека кто бы мог предсказать будущее никто не предсказал результаты коронавируса на экономике никто ни один человек в мире не предсказал это удивить я думаю что игорь вот я когда ты действительно феноменальный человек вот просто действительно и вот одна из таких вещей которые меня удивляет вот недавно смотрел наши фотографии с тобой и это твоя способность вечного самообновления это вот ток каким я тебя нашел тогда в сколково ты был такой заводской индустриальный такой мужик да как бы сейчас передо мной сидит совсем вот просто абсолютно другой человек это уже там 5 или 6 версия да как бы это удивительно это только визуально я думаю что если бы можно было смотреть внутренний мир это еще более сильно изменилось да ну ты 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 очень многие вещи которые ты тогда верил догматически ты их отбросил и заменил вот даже вещи которые такие были фундаментальные части ты ты был ну такой верующий да такой вот это это истина а сейчас у тебя новые истины этому вообще можно научить вот как этому научить людей как вот думаю сейчас скажу скажу и может быть это будет для кого-то рецепт если кто-то нас видит и слышит знаешь как там дневники пишет если кто-то меня слышит далай-лама значит недавно калифорнийские какие-то там ребята исследовали и попробовали посчитать сколько у него было мигов мигов это миг это элементарный такой цикл обновления человека когда ты вот сидишь такой вот только что было вот так это вдруг ох ты ни хрена себе так это же он как ну вот произошло такое обновление 0 62 секунды идет миг вот у далай-лама насчитали 48 часов мигов более 250 тысяч мигов за жизнь это более ну это где-то 7 10 мигов в день 7 10 раз далай-лама удивляется в день ну если взять обычного человека который чё я буду удивляться что жизнь вот такая чё чему удивляться да как они живут до 12 лет у людей много мигов ну в детстве в юности там да а после 12 лет 10 процентов только от того что было до 12 лет то есть обычный человек удивляется 7-10 тысяч раз за всю жизнь это 90 процентов до 12 лет и потом всего 1000 раз удивлений от 12 лет до смерти вот и все то есть есть настолько сильная корреляция между тем сколько раз ты удивлялся и как по качеству ты живешь она просто удивительно и если взять определение науки что такое наука это когда мы можем увидеть статистически повторяем какой-то результат мы можем говорить это научный подход так вот если взять научный подход посмотреть всех людей люди которые удивляются много и часто и каждый день больше одного раза они лучше живут и поэтому учение их здесь прямым образом есть указание на это кто больше удивлялся у кого больше мигов тут лучше живет поэтому вот учение она же не где-то вот я его стырил там вот написал она сложилась а потом когда она у меня сложилась и вот записал я вдруг нашел огромное количество похожих ну там учение или суп школ но в частности вот продала и ламы я рассказал поэтому теперь есть очень жесткая связка и она очень но понятно мне и моим ученикам и вот всем ребят чаще удивляйтесь если удивились больше одного раза в день жизнь будет качественнее а если три раза еще три раза качестве не ну все просто в пять раз пять раз качестве не так поэтому сейчас моя жизнь это некая погоня за мигами миги удивление погоня за мигами или оснастка себя такими устройствами да ну таким чтобы у меня мигов это было много вот если у меня есть общество и сообщество некое в котором у меня очень много мигов и удивление например эквиум то моя жизнь становится более качественной вот по сути так у меня не всегда было а когда ты меня встретил у меня удивил да во первых да ты меня удивил да у меня уже вот на этот момент уже давно не было мигов да я тебе серьезно говорю да и я такой был знаешь вот в состоянии так я так живу ну так живу ну окей да я так жил но у меня не было мигов и мы мне было так хреново а я же не знал почему так хреново а сейчас у меня более трех мигов ну там в день я тебе могу прямо сейчас один миг сделать помнишь мы инвестировали в компанию импресс который делает исправление зуб там не новыми технологиями да и несмотря на то что ты был не в восторге от идеи мы все равно ее сделали ты тогда говорил ну как бы это там есть потолок вот они сейчас поднимают по оценке миллиард долларов большой очень раунд они выиграли в европе сейчас выходят на канаду там арабский и текущий бизнес план что через три года у компании будет 15 миллиард долларов вот это точно миг вот это они нашли но они нащупали модель соединение оффлайн онлайн который работает лучше чем все что есть в мире просто ну абсолютно удивительно кабинетик такой да да и врач настоящий врач без врача и это все остальные не используют врачей они используют именно врачей и это дало огромное сумасшедшее но у нас с тобой тоже есть совместное насколько единорогов уже в коллекции в зоопарке сколько в зоопарке у нас у нас сейчас четырнадцать четырнадцать самый крупный зоопарк но учитывая того ну что за последние десять лет в мире появилась тысяча у нас получается там один запятая четыре процент всех единорогов которые появились в мире мы с тобой узнали на стадии спермы там сканер очень трудно отличить это кстати вот этот проект я могу делать только с тобой охотник за единорогами он а мы мечтаем же с тобой найти 50 да вот потому что чтобы найти самый большой зоопарк единорогов но чтобы найти 50 да нужно двести пятьдесят раз ошибиться да 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 и это можно сделать только с тобой я не знаю никого я не знаю никого с кем можно отправиться в миссию где восемь процентов того что ты сделаешь не сработает вообще это вот я не знаю как ты вот с тобой когда мы начали филантропию у тебя была полная готовность полная фейлиться вот просто полная да как бы ты даже мне даже иногда кажется когда я вот выносил какие-то идеи ты даже знал что не зафейлиться но все равно не останавливал потому что типа вот а тебя остановишь что ли давай что сам пройди да но таких людей нет Игорь ты в курсе этого ты в курсе что таких людей нет которые да есть 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 мне недавно один человек сказал говорит это ген Иисуса Христа я говорю да ты че есть есть это просто отклонение это вот психические отклонения но такие ну объясни это почему вот у тебя полная готовность ну что ты знаешь что другие не знают слушай ну во первых смотри я таких людей тоже видел конечно видел конечно же есть такие склонности вот и ты подметил такую штуку что то есть готовность для обновлений да ну она у меня не всегда же такая была ну давай представим себе сейчас у меня такая гипер компенсация ну то есть до 42 лет я был достаточно такой как бы киборг такой фистех такой фу сейчас знаем вот так делаем да вот и я бы не сказал что я активировал сильно в себе вот эту вот оснастку самообновлений это сейчас я на нее ставлю и более того учение их здесь она краеугольный камень количество мигов это было не всегда а почему я это сейчас сделаю да не потому что это умно а потому что когда я так делаю качество моей жизни ну там растет чрезмерность усилий там которые раньше потратил для достижения чего-то уходит вот и все это просто ну как бы такая статистика поэтому не знаю мне кажется каждый может попробовать для себя значит способ жить через включение самоактуализации то есть самообновление ведь давно уже известно на самом деле передовой край образовательной мысли воспитательной образовательной он звучит следующим образом кто лучше себя понимает кто лучше себя замысливает лучше себя оснащает и лучше измеряет тот лучше живет все по сути это более такое умное ну называние мигов потому что ну миг это такой момент когда мы чуть лучше себя вдруг поняли что-то замыслили чем-то там оснастили новой практикой или новой там мыслью или новым окружением да и возможно измерением чтобы не впасть в просак или в какую-то там слишком рискованную там историю да вот и все поэтому на самом деле каждый может это применить и в основе вот этого ну то что я в блогах своих постоянно рассказываю что вообще я не верю во врожденность предпринимательского мышления намерений практики вообще предпринимательства нет никакой врожденности у каждого человека примерно одинаковый сет ну да темпо-ритм немножко разный темперамент ну кто-то вот такой как ты там как золотой апельсин да кто-то поспокойнее но в целом тактовая частота процессора не очень сильно влияет на способность выполнять вот жизненные задачи ну у кого-то вот тактовая частота такая знаешь вот такая у кого-то вот такая ну это никак критическим образом не влияет на выполнение ну так большинства жизненных задач да вот и у каждого человека от рождения есть дары вот дары да и он с помощью этих даров может вот благоустраивать всю свою жизнь там замыслы достигать вообще вот деньги зарабатывать там сколько хочешь денег там любую цель достигать вот но все бы хорошо но есть одно но если ты знаешь какие у тебя дары ты можешь ими воспользоваться а если не знаешь не можешь да поэтому многие люди помнят об этом знают даже и пытаются найти наставника учителя ну давай мастера я это называю да вот в X10 Академии это называется мастер который позанимаясь с учеником мастерингом такой процесс чуть-чуть консалтинг чуть-чуть коучинг чуть-чуть психотерапия да создаст среду в которой человек проявит обнаружит какие же у него дары чтобы он мог с помощью этих даров благоустроить свою жизнь поэтому каждый ищет учителя и учитель это не тот на котором написано учитель а это человек к которому эти дары проступают поэтому в некотором смысле когда ты спросил вот что там с филантропией получилось вот ты пришел и у меня начало проявляться и у тебя что-то проявлялось вот мы с тобой взаимодополнили друг друга поэтому в некотором смысле ты мне стал учителем я тебе стал учителем ну такое ты стал ученик рядом со мной я стал твой ученик это очень длительный пример когда знаешь в современном мире я могу бы так сказать только тот учитель кто ученик только тот учитель кто постоянно обновляется а обновляться можно только вставая в позицию ученик или в позицию такой созерцающий наблюдатель вот такая сложная на первый взгляд алхимия хотя на самом деле в ней можно узнать вот основные приемы которые все прекрасно используют поэтому еще раз утверждаю нет никакой врожденности предпринимательства нет никакой там никакого чуда от рождения способности получать или строить свое счастье или качество своей жизни все это размещено уже вот у каждого из нас в нашем теле в нашей в базовой комплектации в базовой комплектации да и вопрос только один активировать эту базовую комплектацию использовать ее вот это можно сделать смотря такие блоги как этот вот который сейчас мы ведем да или там ютуб наши записи или читаем книги треки слушаем и там вот примерно это кстати очень похоже на базовую комплектацию человека очень выносливый человек вот любой человек может пробежать марафон ну как бы реально ты доказал это когда мы залезли на Монбланк без подготовки нас однажды друг Дима Волков пригласил на день рождения и сказал мы так отмечать будем мы залезем на Монбланк это займет 5 дней ну возьмите там вот эту экипировку ну самое главное ты долез спокойно там у нас отвалилась целая часть группы но ты дошел и мы наверху еще бёрпи делали здоровье у тебя крепкое а потом я тебя спросил Оскар ты как что ты мне сказал я на тебя смотрел и думаю раз он идет надо идти а я в это время на тебя смотрел ты здоровьем ты здоровьем как ты управляешь все таки здоровье тело или это просто как следствие как побочный эффект твоего всего остального или у тебя есть какая-то система чекап и все вот эти вещи как ты смотришь на да вот как бы нет нет я бы не сказал что прям вот это в самом фокусе моего внимания то есть это один из элементов чем возрастнее становимся тем больше он ну как бы напоминает о себе тук-тук говорит алло что тут подзабыли ну выбираешь ты например очень полезные продукты вот мы с тобой много раз кушаем вместе всегда выбираешь очень полезные слушай ну я не особо в это верю да полезный продукт особенно знаешь когда посмотрел научный отчет о ну условно давай так кокосовое молоко ну научный отчет и там что-то люди рассуждают почему бодяга из кокосовой стружки названное кокосовое молоко продается в пять раз дороже считается полезным хотя это ну просто бодяга из кокосовой стружки ну вот ну что такое бодяга это не значит плохо это кокосовая стружка и туда долили чуть-чуть воды и размешали это такая мутная вот жидкость ее назвали кокосовое молоко продают в пять раз дороже какое оно нахрен полезное ну прям отчеты говорит просто мы провели эксперимент могут ли люди в суе ну в суе вот в жизни ну давай так отличить одно от другого ответ нет не могут королевство маркетинга королевство вот этих информационных сообщений вот пожалуйста в полном виде поэтому когда мы сейчас находимся ну там атакованным вот этим биохакингом или вот этими сообщениями что вот это вредно вот это полезно оказывается молоко это вообще самая лучшая флора для размножения паразит божьему но потом смотришь кто это говорит а это чуваки которые там очередное искусственное молоко там делают ну как бы так selling point да и так далее поэтому я отношусь к этому все достаточно спокойно понимая что это все информационный шум то есть по сути да есть такая компонента там что себя засовываешь что в тебе есть но организм так устроен что спортсмены например ну там ребята с метаболизмом когда кушают гамбургеры ну не очень полезная еда масло там то есть гамбургер все прекрасно усваивается и ничего просто как в топку закидываешь бензин и нет ну вот это прям научные доказательства делали вот нет никаких вот тут элементов мне кажется здоровое питание питание все что нам нужно это некие количество калорий если говорить про топку а вот то что мы думаем про жизнь про других людей про дело это все это не не про питание и никак не связано вот со здоровым питанием или с каким-то вот этим кокосовым молоком который очень страшно полезный поэтому все-таки предлагаю переносить фокус на всю комбинацию факторов а их всего восемь внутреннее состояние физическое здоровье финансовая автономность отношения в семье отношения на работе или с бизнес партнерами репутация твоя в обществе внешнее самочувствование да и чувство интуиции или чувство бога восемь компонентов и они все важны как вот грани какого-то октодома я его называю окта восемь грани октобория окта что-то там или даже не бория не бория ну что-то ну восемь грани вот по этим восьми граням я лично настраиваю свою жизнь как бы измеряю и там вещь там нету там есть здоровье еда там есть здоровье есть у тебя есть семейный врач у меня есть страховая компания которая ну я туда хожу в эти клиники когда что-то там приболит врача нет врача постоянно нет ты сам как бы слушай ну вот у меня нет врача у меня нет яхты у меня нету у меня даже мерседесы есть знаешь почему потому что по статусу положено вообще моя любимая машина хонда ну на хонде мне по статусу не положено ездить ну на мотоцикле можно ну вот так поэтому поэтому смотри опять же это не то что я не хочу противоборствовать с убеждениями людей но я и не хочу плыть по течению каких-то ну представления людей о том как следовало бы жить слушай я думаю так следовало бы жить так чтобы тебе нравилось что с тобой происходит вот краеугольный камень учения или вот религии чистоты как я ее называю где ты есть ты а не ты есть следствие то что о тебе придумал кто-то религия чисто ты так вот чистоты она откуда исходит все-таки это ты то что думаешь что ты как ты чувствуешь тебе надо соответствовать тому что другие о тебе думают или как они тебя представляют надо быть удобным для них или ты хочешь сам проэкспериментировать вот мне всегда хотелось поэкспериментировать да и вместе с другими выбрать что-то вот мне так нравится вот ну большинство людей видишь немножко это не подходит я чувствую мне кажется ты тоже мне кажется ты тоже у меня момент удивления был вот ты рассказал вот рычаг рычаг и людей да вот люди рычаг ты можешь намного больше сделать с людьми да другие как бы вот внутренний рычаг который там абсолютно рычаг не бороться против природы а наоборот вместе с ней эволюционировать да но есть рычаг денег да финансовый рычаг да как бы и вот многие люди думают было бы у меня был бы я в Сорб-100 как Игорь вообще какие проблемы какие проблемы Игорь какие ну парадокс же в том что вот ты поговорил про рекламу парадокс что вещи которые мы думаем сделают нас счастливыми да не делают нас счастливыми не делают вот яхта там да как бы если ты будешь неправильными людьми на самой большой яхте мира не будешь испытывать никаких положительных эмоций да ну очень много стереотипов да там иногда заходишь к друзьям в дом и там видишь 200 сумок 200 сумок Шанель там и я не знаю это диагноз скорее всего они но это это все равно хочется купить 201 может быть это может 201 вставят все таки да а есть другие вещи которые приносят счастье да но этих вещей нет рекламного бюджета нет вот какие вещи ты думаешь вот топ 5 вещей которые люди думают приносят счастье которые не приносят и какие приносят которые не да вот недавно делал обобщение это и сформулировал это для меня приносят очень много счастья и не в моменте счастья а генератор счастья как бы добавляет мою оснастку генератор мигов генератор счастья штуки которые связаны с порождением взаимодействия с другими людьми штуки ну например школы детские сады школы бизнес клуб сообщество там про женщин да и так далее дальше смотри значит как получается это моя оснастка чтобы я мог искать бога в другом человеке и находя удивляться и обнаруживать в этот момент бога в себе то есть ну я сейчас вот сформулировал как бы смысл моей сейчас жизни удивляться а удивляюсь я заметил просто удивляюсь я очень сильно когда я нахожу ком-то бога я ищу нахожу обнаружив удивляюсь ни хрена себе вот в этом человеке тоже есть бог я удивляюсь и в этот момент я чувствую бога в себе не знаю как это работает но я очень сильно удивляюсь в этот момент соответственно вот чем больше активности связанных с живыми местами то есть школы сады сообщества где есть вот люди где я могу найти вот этого бога и удивиться найти бога в себе вот мне хорошо от этого просто не просто хорошо многие говорят Игорь ты сегодня с утра может курил что-то но вот я сейчас не могу остановиться мне просто я даже говорю об этом мне хорошо мне уже хорошо вот значит а попытка найти радость или удовлетворение в очередном ну там в увеличении коллекции сумок там или яхты и так далее она такая у меня тоже это было ты пробовал я это пробовал и коллекционировал но я коллекционировал заводы ну 60 заводов да потому что был такой период когда так пятый завод так шестой я каждую я ночью засыпался с тетрадкой где у меня было нарисовано не просто заводы количество линий на этих заводах то есть я коллекционировал количество заводов линий тогда у меня был такой период и вот пока было пять заводов потом второй третий пятый тридцать пять и я все у меня в тетрадке было понимаешь я тоже коллекционировал ну где-то на тридцать пятом тридцать восьмом заводе и вот меня вот все меня перестало это вообще вообще питать да и я пошел искать что-то другое вот поэтому когда мы с тобой говорим мы с тобой коллекционеры единорогов это же тоже как бы коллекция но все-таки я уверен и я знаю мы же это делаем не потому что это единороги это люди все единороги созданы суперкомандами людей и когда мы с ними мы вот мы удивляемся какие люди как мыслят какие ходы да и вот происходит тот же самый эффект и с тобой часто касаемся ну касаемся этого вопроса да что быть среди людей вот таких это же огромная привилегия мира самое интересное смотри самые классные вещи в мире они ну такая бесплатные дышать воздухом купаться в чистой воде солнце да солнце так и тут привилегия быть среди таких людей мы же ну как каждый может так же как и мы отправиться на поиск единорога лучший друг да лучший друг поэтому меня вставляют вещи эти вещи ты очень похож по этим тоже питаешься этим может поэтому мы с тобой нашли другую да я даже поменял у меня был такой момент удивления я всегда говорил что мы выросли бедно потому что мы там в миграционном лагере жили в одном спортивном зале все 27 семей жили в одной комнате потом мы прорыв сделали жили нашей всей семьей 8 человек в одной комнате это был так рост социальный а потом я когда переосмыслил все с другой я понял что нифига мы не бедно жили мы были невероятно сильные мы друг другу помогали мы были у нас было на самом деле многие сейчас этот период называют самым счастливым мы кушали всегда вместе все были друг другу нужны не было денег и когда у тебя нет денег ты все проблемы решаешь с помощью кого-то и все чувствовали себя нужными моя бабушка всем помогала получить немецкое гражданство она чувствовала себя самым нужным человеком она переводила и она прожила очень много лет и получается я когда потом подумал у нас просто было отсутствие денег но мы были богатые невероятно мы были сильные никто нас трон если там кто-то пытался против нас что-то сделать там просто там просто сминали и это же я действительно я перестал говорить что мы выросли бедно мы не выросли бедно это сто процентов мы были богатыми вот этими другими наполненность другого была такая значительная что деньги не так сильно играли роль это вот кстати пришло за время нашего знакомства потому что ты меня научил тоже что на все можно усмотреть через разные призмы и даже не то что один человек через одну призму смотрит а другой через другой один человек может создать в себе состояние посмотреть на ситуацию через волны потом такой как физик потом снять это состояние посмотреть на это как любящий отец потом посмотреть на это как свой конкурент и таким образом и подобрать наиболее выгодную для тебя интерпретацию чтобы присвоить обстоятельства Ну, присвоить, чтобы войти в состояние, что тебе нравилось, что с тобой происходит. Спасись сам, спасутся все вокруг, вот там, библейские какие-то утверждения. Ну, на современный лад это следующее, что, слушай, когда мне нравится, что со мной происходит, а вокруг меня очень много людей, которым тоже становится нравится, что с ними происходит. И это какой-то кумулятивный эффект, и это очень круто. Да. Я не знаю, почему это работает, но это вот работает. Мы же с тобой ловцы феноменальных вещей, вот как я говорю, что мы же иногда даже замечаем, что нам не столько интересно знать, как это работает, сколько поставить себе на службу феноменальные явления. Зачем нам знать, как это работает и почему? Работает, давай используйте. Группы, например, работают. Тут у меня тоже группа, 10 человек. Мы 10 лет уже 100 встреч провели, где мы делимся призмами своими. Я выкладываю какую-то ситуацию на стол, я говорю, ребята, это конец. Другой человек говорит, вот у меня когда была вот такая комбинация вещей, это стало началом самого лучшего, что у меня в жизни было. да, да, да. И ты такой, ух ты, значит, меня ждет, что-то. Это конец превратился в начало, потом другой говорит что-то и... И потом такой Оскар, любой конец, это чье-то начало. Ты знаешь, в этом что-то есть, да? Но это самый действенный инструмент находить другие призмы, другие взгляды, да, вот у нас тоже, вот мы в Эквимет используем, про женщин, в стипендиальных программах мы всем рекомендуем делать группы, в которых люди не конфликтуют, в которых люди могут делиться честно, да, как бы. Ну вот, как в Академии X10 тоже есть такая установка, что поведенческие стратегии. Это базовый, ну давай так, базовый набор вот этих вот как мы можем использовать свое тело, сердце и ум. Вот знаешь, нажать на кнопку и использовать себя целиком, как, ну например, достигатора. Вот все, ум, сердце, тело, все подчинено настройкам достигатора. Или... Просто делай, делай просто. Да. Об этом. Это делатель. Это делатель. Достигатор, это уже не просто, это с помощью других, команды и так далее. Ну, неважно. Есть там настройка, например, стратег. Она совершенно по-другому использует тело, сердце и ум. Совершенно по-другому. Стратег, он не сближается с людьми, он управляет коридорами мышления других людей. Это другое использование тела, ума, сердца, нежели у достигатора, нежели у делателя, нежели у эксперта, нежели у дипломата, нежели у инноватора, или решателя, или тренера, или выигрывателя. То есть, это вот эти поведенческие стратегии, которые каждый может, активировав в себе, включать и подбирать оптимальную свою поведенческую стратегию, которая задействует свое тело, ум и сердце, таким образом, что лучше присваивает обстоятельства. Феноменальнейшая наука, как коротко зовут, буквально, там шесть занятий, люди вдруг обнаруживают в себе такое, что... А до этого они считали, что, например, он эксперт. Ну да, это была, ну, то есть, наиболее прокачанная, например, поведенческая стратегия, в которой он всегда и был. Но это не значит, что мы не можем использовать свое тело, ум, сердце по-другому. Можем. Просто небольшая тренировочка. И вот, представляешь, тот самый эксперт, который попадает в ситуацию, куда нужно включить достигатора, он не может включить, он остается в своей вот такой вот экспертности. А эксперт, он такой, главный способ действовать, это знать. Знать, это главный способ действовать. Ну вот, это эксперт. «Так давайте сделаем». Он говорит, подождите, надо узнать получше. Это прекрасная поведенческая стратегия, эксперт для некоторых вещей, но она просто не подходит для некоторых событий, ситуаций, ты просто просираешь все. И вот этот человек, который всегда все, ну, часто многое просирал, вдруг свое тело, сердце, ум начинает использовать как достигатор, просто активируя в себе вот эту вот поведенческую стратегию достигатор. Или другую поведенческую стратегию, например, тренер. И вдруг начинает радоваться за успехи своих подопечных, эксперт, который всегда считал, что «я знаю, я лучше знаю». Ну, знаешь, эксперты всегда меряются, кто лучше знает. И он больше шапку ученик не одевает. «Да вы что? Какая-то корона там своя, учитель. Я лучше, я тебе сейчас объясню». Он только объясняет. И он тоже свое тело, сердце и ум начинает использовать по-другому. И у него действенность в жизни растет. Я говорю, вот у него случается автоматически X10. Классно. Вот этими вещами я делюсь сейчас. Я вижу, когда у моих подопечных результаты в жизни растут. По-моему, у меня самая вот, самая большая радость от этого, когда у моих подопечных получается. Когда они создают своих единорогов. Я для себя, я себе уже сделал вот отметку в голове, что я буду каждую неделю записывать моменты удивления. Миги. Миги. Давай миги. Миги. Это просто... Давай я напишу Миги Оскара или как-то. Да. Оскар с Миги. Что так про Миги? Я буду записывать. Я могу тебе присылать, если хочешь. Присылай мне обязательно. Потому что... Если ты еще будешь там писать X10... Хэштег, да. Миги Оскара. Однозначно. Потому что вот этот миг, он... Твой мозг удивляется, потому что что-то в реальности не соответствует своим мировоззрением. Да, да. Значит, где-то твое мировоззрение не точно. Ну, не девальвируй свое мировоззрение. Давай так. Есть шанс пополнить. Да. Добавить. Мировоззрение добавить чуть-чуть. Красочку, да. Ну, я думаю, да, согласен здесь. Ну, это вот практика, потому что я делаю практику благодарности, за что я благодарен. Но я не делаю... У меня нет практики удивления. Да, вот это... Это очень полезное занятие. Это вот... А я, может, сказал, она такая тоже ключ. Один из ключей к жизни. Поэтому давай. Есть какая-то еще практика, которую ты хотел бы добавить? Потому что мы будем прям давать людям. Есть вещи, которые можно научиться только в практике? Прослушав недостаточно. Слушай, ну, вот я сейчас новую книгу написал. Секрет X10. Вот. И религия чистоты. Вот у меня сейчас две книги есть. Вот. Я, кстати, мы можем ее прям... Кстати, меня спросили... Человек, который больше всего комментариев написал за этот час. Да. Редактор спросил, есть ли у меня то, как сравнивать, что у меня ассоциируется с любовью, или с... А, с счастьем. Не с любовью, а с счастьем. Вот я принес эту свою книгу. И доллар, и рыбакова. Да, и знаменитый, значит, билет в новое будущее. И самому активному подписчику, кто здесь, значит, будет оставлять комментарии, Оскар подарит. Символ. Вот. Это у меня про счастье. Дело в том, что это не моя даже книга. Не моя книга. Она эволюционировала. Я ее издал. Да. Я ее записал. А родилась она так, когда коронавирус, вот это все было, какие-то состояния. Три ночи я не спал. В каком-то литургическом, срамном сне такой был. Я что-то записывал. Это записки, которые, ну, случились вот за три дня. Я потом их издал, и сейчас я, когда это перечитываю, это дает мне как камертон-настройщик какое-то совершенно новое звучание для моей жизни. Я использую это для того, чтобы настроить себя. Я тоже прочитал. Очень круто. Очень, да. Мне кажется, это эволюция всех мыслителей истории, да, как бы от Платона до Игоря Рыбакова. Игорь, спасибо тебе огромное. Самое главное, смотри, если гладить этот доллар, то деньги прибавляются. То остаются отпечатки пальцев. Нет, деньги прибавляются. А если убрать и перестать гладить, то убавляется. Игорь, спасибо тебе, что ты феерично открыл самый длинный подкаст в истории. А ты только открыл сейчас? Только открыл. Вот это было открытие, как бы мощное открытие. Ну что, ты еще будешь 60 часов еще? Еще 59. Уже хорошо. Вот посмотрим. Я желаю тебе, чтобы ты простоял, как 300 спартанцев, знаешь? Один Оскар вместо 300 спартанцев. Главное, чтобы жена не воспользовалась правом ВЕТА. Она на 45-й час придет с карточкой ВЕТА. Спасибо огромное, Игорь. Спасибо. Давай, все. Мог не прийти, но пришел. Отец пятерых детей. Основатель самой крупной в России сети детских клубов и садов бережного развития Бэйби-клуб. А также сети школ Белая Ворона. Дамы и господа, встречайте! Юрий Белонощенко! У нас сразу начало. Сразу с места в карьер. Да, с места в карьер. Пока еще все легко. Ну, как это, знаешь, как на марафоне. Я знаю, что... Да. Чем дальше бежишь, тем хуже становится. Сначала... 10 километров пробежал, думаешь, ну нормально, и потом... А вначале вообще такая... Ууу, это легко, да? Вот сейчас у меня так. Скоро я начну замерять вот свое состояние уже. Мы же любим цифры, да? Соответственно, будем мерить усталость. Каждые три часа мне будут замерять мозг, чтобы смотреть уровень усталости, как в компьютерной игре будет падать уровень энергии. Но пока тебе повезло, потому что пока еще все... Ты в начале, первые 400 метров марафона. Ну, я когда увидел там это сколько? 8800, там сколько? 48, уж не помню. Эверест. Я... Мы с Женей поднимались на меры пик, там было что-то 6 тысяч чем-то метров. Ну, немало, но не так много, конечно, как на Эвересте. Но это другое. Там другой вызов. Там кислорода нет, там... Здесь вызов в том, что нельзя спать. Там надо было весь Эверест сделать за один заход. Да, соответственно, ты должен 8848 метров пройти одним заходом. Это просто длинное время отсутствия сна. А там другой вызов, да? Там как бы надо акклиматизацию делать, спать. Плохо. Потом идти дальше. Вот поэтому мы всех просим принести символ счастья. Ты принес деревянную скульптуру. Да, да. Мне сказали, нужно артефакт. Я принес фукурукудзю. Такой японский талисман. Символ богатства и счастья. Ух ты. И богатства и счастья? Да, да, да. Мне когда-то подарили... Представляешь, 25 лет назад, когда мы с Женей поженились, нам один из друзей подарил вот этого фукурукудзю, и он с нами везде. Из Самары переехали в Москву, то есть он с нами везде. И когда мне сказали, что нужно принести такой артефакт, я думаю, так, мне же нужно что-нибудь найти. И вдруг я его нахожу, и Женя говорит, так он с нами 25 лет. Вау. Он пережил все эти переезды. Это просто большое достижение. Но это вообще круто, что есть символ и денег, и счастья. Обычно каждому богу дают только одну вещь. Ты про любовь. Но тебе мы дали одну вещь сегодня, но ты выбрал очень сложную тему, чтобы сразу легко не казалось. Ты выбрал, какую тему ты выбрал? Слушай, ну я не то, что выбрал, мне сказали, что нужно и про духовное, и про материальное. Я, наверное, тоже так, знаешь, переживаю по подготовке, думаю, так, что о чем говорить, о чем говорить, что рассказать. Ну, видишь, Лена говорит, ну, импровизация, мы будем импровизировать, мы не хотим там готовиться, и там прописывать какие-то сценарии, так что вот, ну, расскажу, что думаю. Расскажу, что думаю. Вообще, это очень, это, наверное, одна из самых важных тем, потому что часто духовное ставят на ноль, вся концентрация на материальное, капитализм, и потом почему-то кризис, огромный кризис, и люди не понимают, почему машина не едет, как Игорь сейчас блестяще объяснил, да, как бы, а потом, может быть, в другую крайность уходят, все, все это было неправильно, и уходят полностью, сто процентов, духовное, да, да, но это... А потом машина тоже перестает ехать. А детей надо кормить, понимаешь, а детей надо кормить, и больницы надо строить, и все, поэтому... Мы сейчас тоже, мы даже сейчас эту тему обсуждали в самом удивительном месте, на совете директоров Альфа-банк. Вопрос, что важнее, духовное или материальное, бессмысленный вопрос. Да, бессмысленный вопрос, да. Какой-то, ну, это все равно какой-то нужно находить баланс, и он непростой, и, наверное, и сложный, но все равно только поиск какого-то баланса, потому что вопрос бессмысленный, я согласен. Ну, давай попробуем тогда раскрыть. У нас час, чтобы раскрыть эту сложную тему. Давай начнем с того, как вообще эта тема появляется в жизни, да, потому что большинство молодежи сконцентрировано на материальном, да, надо там конкретно найти себе там, любовь, там, решить, на работу найти и так далее. В какой вообще момент появляется вот эта потребность, в какой момент проявляется вот эта потребность в духовном, или как... Что одна из целей моего подкаста, чтобы люди раньше задумывались, чтобы рано или поздно все до этого доходят, да, здоровье, рано или поздно всем влетает, диагноз там, и все понимают важно. Но чем раньше ты это понял, чем больше ты можешь проактивно сделать, да. Как минимум послушать вот твой подкаст, и возможно люди задумываются об этом, задумываются об этом. Давай, как ты эту тему обнаружил, и почему она вот 25 лет с тобой? Ну, смотри, я был тоже таким, наверное, рациональным человеком, да, мне нравилось зарабатывать деньги, и вот духовность ко мне пришла, наверное, только после того, как я стал уже совсем взрослым. Ну, когда-то меня крестили в церкви, кстати, даже в Белоруссии, потому что тогда еще был Советский Союз, и как-то это так не особо разрешалось, вот, меня крестили в Витебске. Ну, я покрестили и покрестили, понимаешь, и забыл, и крестик потерял, и все это улетело в лето, или в лету. Но, когда, во-первых, у меня была когда болезнь 2016 года, я об этом, рассказывал, да, тоже об этом расскажу, но это все равно еще меня не подвигло, да, я тоже стал как-то, я помню, когда еще лежал на больничной койке, вот, еще не знал вообще, что говорить, просто читал «Отче наш», и все, причем даже закрытыми глазами не знал вообще, что говорить даже, я не знал никакие там ни молитвы, ничего. Но это тоже меня, наверное, так не особо изменило, пока через пару лет не случилось такое, наверное, болезни и стресс одновременно у нашей дочки, у старшей, и в какой-то момент мы поняли, что так, что-то надо делать как-то, надо что-то вообще, чем-то, надо что-то спасать, и тогда нам сказали, что, слушай, ну как бы, либо там, не знаю, она будет всю жизнь на таблетках, либо она пойдет к Богу, вот, потому что, если она пойдет к Богу, то это может выровнять как-то ее ощущения. Но так как она тоже уже такая была атеистка, мы вначале пошли с женой, да, то есть мы стали более такими православными, наверное, христианами, и вот, наверное, все наше вот духовное такое понимание, оно в большей степени пришло оттуда. при этом, конечно, какая-то часть духовности была, потому что мы учились у наших учителей, это Шалва Александровича Абонашвили, Пата Абонашвили из Грузии, вот, они такие самые крутые в мире, наверное, учителя гуманной педагогики, он сам такой, тоже очень духовный человек, но вот видишь как, вроде бы знаешь-знаешь, но никак не можешь подступиться, когда, знаешь, пока как бы тебя не ударит по голове, ты понимаешь, так, нужно как-то вот что-то в эту сторону подумать. У тебя ударило по голове сильно, но ты реально там боролся за жизнь. да, но этого недостаточно было. Этого было недостаточно. Когда коснулась этого. Только когда коснулась дочери, вот. И вот, наверное, после этого я, ну и мы вместе с женой, и поняли, что материальное материальным, ну, понимаешь как, материальное, оно тоже нужно, и мы все понимаем, что да, нам тоже нужно. Вот эту проблему уже решил. Да, эту проблему уже решил. Это как бы понятно, что всегда есть там, и слава богу, есть всегда чем заниматься, и путешествовать, и где жить. Но в какой-то момент происходит вот такая смена парадигмы. Когда я был на конференции генеральный директор пару лет назад, расскажу просто историю, она мне тоже так запомнилась, стала более интересная, и там выступали какие-то выступающие, там кого-то награждали, меня пригласили просто, Юра, ну посиди, послушай, посмотри. Вот, я сижу и смотрю, ну, каждый говорит там про бизнес, про бизнес, про бизнес, все что-то слушают, слушают. И потом модерировал эту сессию как раз Горборисовичных и Петян. И он говорит, ну, расскажите, а вы во что верите вообще? Во что вы верите? Ну, кто-то говорит, ну, я вот там верю в бизнес, я верю в кто-то, кто-то говорит, ну, я вот верю в Бога, я вот уже там 20 лет, 20 лет хожу в церковь, у меня, говорит, большая компания там в Подмосковье, там чуть ли не Белая дача, я уж не помню, какая там точно называется, там 13 партнеров, я 20 лет уже, говорит, верю. Ну, народ так смотрит, думает, прикольно, конечно, давайте следующий, следующий, там кто-то следующий выступает. Потом выступает еще один человек, по-моему, Макс или Максим, не помню по фамилии, один из партнеров Гинза в Москве. Он говорит, я тоже верю в Бога. Я, говорит, уже 9 лет хожу алтарником в церковь на Трехгорке. В этот момент люди начинают немножко понимать, что такое вообще, что происходит, вдруг что-то чуваки, которые прям бизнесмены, прям реальные бизнесмены, и вдруг они решают, что, в принципе, вот для кого-то, для кого-то в том числе, это просто вера. Мы можем это называть духовным или просто верой какой-то. Вот. И, наверное, третий момент, когда на конференции Атланты, как раз, по-моему, когда Михаил Маратович Фридман выступал, когда тоже его спрашивали, ну, расскажите, как бизнес-то вести, как бизнес, как бизнес. Он говорит, ребят, ну, соблюдайте 10 заповедей, там все описано. Вот. И, наверное, вот это в том числе какое-то такое понимание, чтобы вот те радиослушатели, которые смотрят, чтобы они тоже, например, задумались об этом, что, наверное, это тоже правильно. И не просто быть духовным, а еще и каким-то образом соблюдать вот эти заповеди с точки зрения бизнеса. Да. Ну вот. А что будет, если не соблюдать? Что тебе за это будет, да? Образно говоря, человек материальный, да, и он игнорирует. Как будто это просто слепая зона. И этой запчасти в моем теле этого нет, да? Ну, что и делают много людей, в принципе, в западном мире сейчас, да, как бы. Есть эпидемия отсутствия духовного, да, и с этим вместе идет еще эпидемия депрессии. Жесткая, да? Потому что вот это гиперпотребление как-то не решает задачи, да? Вот это вечное увеличение потребления, оно перестает масштабировать. Что будет с человеком? Например, ты это игнорируешь, и ты идешь по жизни. В какой момент тебе это вернется? Слушай, ну, знаешь, как это правильно, как по-русски-то, когда аукнется что-то, прикликнется, аукнется, уж не помню точно, как сказать, да? То есть в какой-то момент просто не у каждого это происходит. Я не говорю, что у каждого. То есть какой-то человек и проживает свою жизнь, и все нормально, и как бы и у него не обязательно такие проблемы возникают, не обязательно они возникают. Вот из последнего, например, да, мы, я не знаю, там смотрели-смотрели, что на Кутузском проспекте произошло, да, там с блогером. Вот было так, и потом бам, и теперь человека нет вообще в принципе, да. Два человека, и погибли оба. И, наверное, это для того, чтобы другие люди смотрели и думали, может быть, мне тоже как-то вот смотреть что-то, может быть, какие-то вещи соблюдать, чтобы со мной такого не было. Поэтому, видишь, как, ну, у разных людей бывает по-разному. Я просто говорю, как это было у меня, и у меня это вот случилось вот таким образом. Ну, видишь, вот человек услышал про эту историю на Кутузовском, да, и он, ну, да, наверное, там на секунду задумался и пошел дальше, да. Потом есть человек, который прямо там был на Кутузовском, когда это случилось. На него эффект сильнее, потому что человек то, что видит своими глазами, мозг видит своими, это воспринимает как полную реальность, да. То, что мы там где-то читаем, где-то слышим, это так, да, как бы такой эффект слабенький, да. А то, что с тобой случается, да, ну, вот это второй уровень эффекта, это если ты стал свидетелем, это авария останется с тобой, наверное, ну, на длительный срок, да. А если ты еще увидел, не дай бог, там, какую-то картинку страшную, да. Она тебя как-то вот выводит. Но есть то, что с тобой случается вообще лично. Ну, конечно, когда ты говоришь, что когда люди видят это, да, когда я лежал как раз в такой, в реанимации, да, в коме 19 дней, и когда мои друзья приходили и смотрели, и они видят... Как это случилось? Расскажи для тех, кто не знает. Слушай, это случилось в 2016 году, вот, 10 декабря 2016 года, просто выходил из ванной, вот, очень долго в ней лежал, что-то болтал с дочкой по телефону, ну, чуть ли не, не знаю, два часа, например. Просто лежал, 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 и вдруг думаю, ну, все, мне нужно торопиться, вот, нужно там с сыном ехать там на машине куда-то к друзьям, вот. Вот, и я встал, и у меня закружилась голова, просто вдруг резко закружилась голова. И закружилась голова так сильно, что меня немножко понесло, я только сел, успел сесть на стол, как бы, ну, как бы так, скоординироваться. Вот, и опустил руки, и думаю, ну, там, не знаю, позвать на помощь, не могу кричать, там, постучать, не знаю, там, руками, не могу двигать руки, не мог ни говорить, ни кричать, ничего. Я думаю, что со мной произошло, думаю, как-то раз, и вдруг меня стало клонить в сон, я думаю, ну, сейчас я глаза закрою, может быть, я сейчас просто там 10 минут там посплю, открою глаза, и как бы, и пойду обратно. Закрыл глаза, и отключился полностью, потому что отключилась вся аутоиммунная система. Приезжают врачи, приезжает скорая, одна больница, вторая больница, третья больница, а я лежал с закрытыми глазами и вообще ничего не чувствовал и не слышал, то есть просто вот, ну, как бы, как, знаешь, как вот между небом и землей, как находился между небом и землей. Еще и не там, но еще и не здесь. И вот через 19 дней, и как вот, когда ты говоришь, когда люди смотрят, когда приезжали мои близкие, там, из Самары и так далее, когда они смотрели и видят, что Юра лежит, и представляешь, какое у них сразу, ну, ощущение, что, блин, что происходит, то есть как бы, что делать, ну, то есть вот именно когда ты видишь своими глазами, конечно, сразу возникает, ну, изменение картины мира у человека и так далее. Ну, и вот 19 декабря, когда я первый раз открыл глаза, и я понимаю, что я лежу на больничной койке, белый свет наверху, смотрю, стоит человек 9 врачей, они говорят что-то обо мне, то ли что-то Юре, то ли что, я понимаю, что они говорят что-то обо мне, и я понимаю, что, ну, со мной случилась какая-то хрень. В этот момент я, наконец, осознал, когда просто увидел их глазами, они говорят, смотри, он глаза открыл. Они начинают ко мне подходить и говорят, ну, как вас зовут? Я говорю, ну, Юрий. А фамилия у вас как? Белонощенко. А где вы живете? Я говорю, ну, не знаю, в Москве. А жена у вас есть? Вроде есть. Да, вроде есть жена. А дети? Я говорю, дети есть. А сколько у вас детей? Я говорю, ну, не знаю, двое, может, трое. Они говорят, у вас пятеро детей. Я говорю, у меня пятеро детей. Они говорят, да, Юрий. А где ваши родители? Я говорю, ну, не знаю, в Самаре живы-здоровы. Они говорят, нет, ваши родители уже давно ушли на тот свет. И представляешь, я первый раз в жизни, наверное, реально заплакал. Потому что родители ушли еще в тринадцатом году. И я, как бы, ну, я нормально, не то, что как, ну, это бывает, это жизнь, там, по семьдесят три года. И я вначале это воспринял, как бы, ну, как, наверное, нормальное, как бы, нормальное завершение жизни. Как, что я делал, да? Я, там, приезжаю в Самару, да? Иду на кладбище к родителям. Ну, положил, там, цветочки, там, конфетки. Ну, пять минут так и поговорил, там, ну, мама, папа, царство небесное. Ну, и обратно, как к друзьям, там, в Самару, там, не знаю, рестораны, бани и так далее. Понимаешь? А тут вдруг, когда мне врачи сказали, что, оказывается, их уже нет, а я, ну, с моим, как бы, тогда изменением сознания, я думал, что все нормально. И я первый раз в жизни реально заплакал и зарыдал. И в этот момент я понял, что, первое, что их уже нет живых, да? И второе, я стал думать, а что я сделал в этой жизни не так? Какие я совершал ошибки? И какие я дальше не хочу совершать ошибки в этой жизни? Как я хочу изменить свою жизнь? И если я понял, что родителей уже нет живых, и это уже не вернуть, это уже прошлое, но я стал думать о своих детях, потому что у меня было пятеро детей, да, было двое взрослых, а трое было несовершеннолетних еще. Я думаю, а как я, сколько времени я проводил со своими детьми? Ну, сколько времени? Их забирал из школы водитель. Водитель их отвозил в школу, водитель их забирал из школы. Я всегда был на конференциях, на встречах там и так далее. Я всегда был занят. Приходил домой вечером, а дети уже спали. Ну, понятно, что они когда с утра просыпаются, там, папа, привет, но они всегда видели меня, знаешь, как, ну, папа есть, но, наверное, не так, наверное, близко, как хотели бы. И в тот момент, когда я понял, что как я, в принципе, хочу изменить свою жизнь, я сейчас, знаешь, наверное, договорю чуть дальше, я чуть-чуть хочу основиться на, немножко на том, как бы, выводе, как я, в принципе, вернулся из этой комнаты. Ты всю жизнь, получается, у тебя половина нейронных связей исчезла просто? Да, 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 да. Какая-то часть нейронных связей исчезла, и когда мы, я в Грузии как раз, когда ездили на Монашвили, я готовился к определенному триатлонному старту и катался на велосипеде в Грузии, и там на какой-то тренировке упал с велосипеда, ну, был, правда, шлеме, слава богу, вот. Но, тем не менее, думаю, ну, надо сходить на осмотр, все равно, все ли нормально или ненормально, и мы идем в грузинскую какую-то клинику, они делают МРТ, и Женя спрашивает, ну, как у него, как у него, все нормально там, со шлемом, с головой? Он говорит, да нет, там-то у него все нормально, а вот здесь у него что? А это что такое? Они никогда в жизни не видели, что какая-то часть, там, 13% части коры головного мозга просто исчезла. Они говорят, а это что? Мы такого в жизни не видели. Знаешь, я думаю, у меня даже такая, есть такая, какая-то глупая мысль на будущее, думаю, у меня же очень, по сути, стерся английский язык, который был. Я так и думаю, если вдруг я, в принципе, если возможно, как, знаешь, как обезьяна, выучить английский язык за несколько лет, я думаю, буду выступать на ТЭДе и буду показывать картинку коры головного мозга, что даже так человек может выучить язык, если даже какая-то часть… С ума сойти. Он был, исчез, и ты заново его сейчас восстанавливаешь. Я заново-заново восстанавливаю, но я сейчас, вот я почему хочу рассказать интересную историю, сейчас я как раз ехал, когда на машине, я еду через МКАД и вижу Крокус-Сити, и как раз Жене говорю, я говорю, Жень, а я первый раз в жизни же с ментором познакомился в Крокус-Сити. Она говорит, да-да-да, я знаю эту историю, расскажи это Оскару. На форуме «Атланты говорят» в Крокус-Сити я смотрел выступления разных спикеров, ну, как обычно, все мужчины, там про бизнес, там про маркетинг, там что-то еще, там про диджитал. Вот, я так думаю, ну, блин, ну вот как-то я неинтересный. Ну, как бы вот они все говорят и никак не понимают. И тут выходит женщина, и ее звали Марианна Максимовская. Вот, я слушаю, и вот то, что она говорит, я думаю, как же вот четко она говорит, какие же вот смыслы, думаю. А я еще, знаешь как, я еще там несколько месяцев, я еще только-только вот начал восстанавливаться еще. Я еще первый раз в неделю приходил на работу, жена мне говорит, Юра, один раз в неделю на работу пришел, все, иди восстанавливайся, там, иди там, занимайся спортом, иди к массажисту, тебе надо медленно-медленно восстанавливаться. Один раз в неделю все. И тут я слушаю выступление Марианы Максимовской и думаю, я бы даже задал ей какой-нибудь вопрос. Но я даже не знаю, какой вопрос я бы ей задал. Я считаю, как еще особо-то не говорил. А я был со своим другом, товарищем Денисом Савочкиным. Он со мной был сосед в той квартире, в которой мы жили. Я говорю, Денис, я бы спросил ее. Он говорит, подожди, сейчас у нее закончится выступление, мы зададим ей вопрос. Он куда-то убегает по своим каким-то делам. Он с иностранцами постоянно на телефоне. И тут у Марианы заканчивается выступление. Ты знаешь, как спикер обычно заканчивает выступление. Он все время занят, закончится выступление, несколько селфи, он садится в машину, едет уже на работу. Я понимаю, что сейчас так и будет. У нее заканчивается выступление, с ней несколько человек фотографировались. Она начинает выходить уже из зала. А в Крокосе там был такой, на 13-м этаже был закрытый как раз зал для спикеров. И там был лифт, и охрана стояла. И она подходит уже, по сути, к этой охране, чтобы подниматься. И тут Денис бежит через весь зал и кричит, «Марианна, у меня есть к вам вопрос!» Она так останавливается, говорит, «А вы кто такой, какой вопрос?» И он начинает так говорить, знаешь, таким тараторным голосом. «У меня есть друг Юрий Белоноченко, он, короче, предприниматель, у него болезнь головного мозга, я хочу вернуться в информационное поле». Она говорит, «Подождите, я вообще не понимаю, что вы говорите, сформулируйте нормально». Он говорит, «У меня есть друг и товарищ, Юрий Белоноченко, у него была болезнь головного мозга, я хочу его вернуть в информационное поле». Она говорит, «А Юрий Белоноченко-то это кто он, где он?» «А мы с Денисом рядом, так вот же он». Она так поворачивается, говорит, «Это вы Юрий Белоноченко?» Я говорю, «Да». Она говорит, «Ну как у вас, руки, ноги?» Я говорю, «Ну руки, ноги целы». Она говорит, «Ну идите на работу и работайте». Я прихожу домой и говорю, «Жень, что значит раз в неделю?» Вот мне ментор сказал, «Идите на работу и работайте». И я с понедельника по пятницу стал приходить на работу, постепенно возвращаться с сотрудниками, с партнерами. Понимаешь, то есть вот это очень короткое напутствие. Я до сих пор хочу ей как-то выразить благодарность. Мы потом с ней уже подписались друг на друга в Фейсбуке. То есть иногда надо слушать ментора, но если тебе ментор что-то сказал, надо брать и делать. Не просто слушать советы ментора. «Ой, спасибо, но я по-другому хочу сделать». Нет, нет, нет. Если что ментор сказал, то надо брать и сделать. И вот после этого только я стал и возвращаться и на работу, условно говоря. Но я сейчас, когда говорю про родителей, когда меня стали после этого звать на разные выступления и так далее, «Расскажи, расскажи». Я говорю, «Ребята, понимаете, вот те ошибки, которые я совершал, что я в своей жизни решил изменить». Обычно, кстати, люди, которые попадают в такую ситуацию, почти все фундаментально меняют свою деятельность именно бизнесовую. Кто-то там, они хотят что-то более человеческое. А ты не изменил свою принципиальную деятельность? Я не изменил деятельность, но я изменил, наверное, таких… Просто у тебя деятельность очень хорошая. Да, да, да. Что может быть лучше этого, правильно? Куда менять-то? Вот. Но, наверное, две вещи только я изменил. Я бы так сказал. Первая вещь – это я изменил общение с своими детьми. Потому что я стал думать. Я думаю, так, вот сейчас вырастут дети, сейчас вырастет Вова, сейчас вырастет Маша. Что они будут помнить от отца? Вова ходил еще в бэби-клуб. Потом Маша стала ходить в бэби-клуб. Обычно нянечка отводит и забирает. Я думаю, а можно я, чтобы пришел туда и посидел в родительской зоне? Мне говорят, ну, сидите в родительской зоне, у нас это не возбраняется. Я говорю, а можно, чтобы я не в родительской зоне, а вот прямо на занятиях посидел бы вместе с ребенком? Пусть педагог показывает, что делать, чтобы я с ребенком просто посидел. Но так как я владелец всей сети, мне разрешают. Разрешили это делать. Это удивительство. Да. И я стал... Вот Маша приходит в бэби-клуб. Там идет занятие. Я просто сижу там, нахожусь внутри, внутри самого клуба. И она смотрит и видит, что папа рядом, понимаешь? Папа пришел. Папа сидит. Папа рядом. Честно говоря, честно говоря, я не могу сказать, что я прям все занятия смотрел, потому что у меня там с собой газеты, я там ведомости листаю. Но тем не менее, я пришел, отсидел и забираю Машу обратно. И она стала понимать, что папа рядом. Что не просто няня ее отводит, или дедушки и бабушки, или там друзья. Она стала понимать, что папа все время рядом. Это поэтому первая простая вещь, что мы отказались от водителя. Я отвожу детей в школу сам. Я забираю детей из школы. Или я, или... Ну там по-разному уже с точки зрения транспортно-доступности. Я отвожу на машине, иногда на метро забираю, чтобы там в пробках не ставить. Но теперь они понимают, что папа рядом. Это первая, наверное, простая вещь, очень простая вещь, но я могу это сказать любым вот сейчас слушателям, которые смотрят наш эфир, что мужчины, я понимаю, что вы все всегда работаете. Я понимаю, что вы заняты. Это нормально. Но у вас все равно есть какое-то время, те же субботы, воскресенья. Понимаешь, те же субботы, воскресенья, прям планировать график, больше общаться с детьми. Обязательно ходите, не обязательно даже суббота, воскресенье, а там вот как, например, в школе какие-то там театральные праздники там обычно бывают. Я никогда не был в этих театрах, в этих спектаклях. Я думаю, ну что мне туда идти? Мне было неинтересно. В какой-то момент я понял, это не важно, интересно мне или нет. Это важно, чтобы я был там, чтобы я видел, что моя дочь и мой сын выступают в этом спектакле. А потом они улыбаются, спрашивают, пап, ну как тебе, понимаешь? Понятно, что это обычные спектакли, это там не какие-то там профессиональные, но не важно, я должен там быть. Пятница вечер, придите на спектакль. Вообще, почему так тяжело это дается мужикам, да, как бы в первую очередь? В чем сложность-то, ну уходи в театр. Я не знаю, но мне как-то, я же говорю, я был всегда занят, и я, ну... Что-то важнее, как где театр, а где там конференция? Наверное, на тот, вот как Герасич всегда говорит, мне было это неважно, наверное, понимаешь? И вот в какой момент, в какой-то момент мне стало это важно, и я стал менять свой график просто, и я говорю, ребят, там, не знаю, с пяти вечера я буду на спектакле, не берите меня там, не приглашайте, я могу с утра, я могу в обед, я могу поздно вечером, неважно, но с пяти я буду на спектакле, я просто стал это говорить, более того, это все слушают, это мои сотрудники, это мои партнеры, любые поставщики, то есть любые люди нормально воспринимают, более того, я даже стал вспоминать, что когда я еще был в Уралсибе, еще работал в Уралсибе, и даже, кстати, Николай Александрович Цветков, он разрешал мне выходить, у нас там была какая-то там конференция, да, там какая-то там большая встреча, там в большом зале, и там все заняты, но когда мне звонила дочка, я мог встать и сказать, извините, дочка звонит, я вышел на две минуты, на три минуты, и продолжалась работа, и я только потом осознал, что в принципе, а что, так можно было? Да, и так можно было, то есть если тебе звонит ребенок, ты можешь любые поставить на паузу, все свои встречи, переговоры, ну, ты всегда потом сможешь это сделать, и в какой-то момент, вот мне это пришло в голову, и у меня есть, да, какие-то есть правила, есть какие-то, такие даже принципы, есть, например, любимая моя, называется холостяцкая прогулка, правда, моя жена говорит, почему холостяцкая, ты же не холостяк, сейчас мы изменили, папина прогулка называется, папина прогулка, когда я беру одного ребенка, не всех, и без мамы, всегда без мамы, и мы вдвоем куда-то идем, на день рождения, мы там, не знаю, идем там, в книжный магазин, покупаем книжки, или там куда-то еще, то есть, конечно, даже с точки зрения и финансовой, у меня есть тоже такой принцип, что раньше я слишком много покупал, например, Вову там купил 10 машинок, потом смотришь, а он, в принципе, из них там 2 или 3 использует, и потом я понял, что только 3, вот принципы Белоноченко, покупка только из 3 вещей, причем более того, мы идем, например, в книжный магазин, он выбирает первую книжку, вторую, третью, и тоже он четвертую очень хочет взять, она ему очень нравится, я говорю, Вов, не вопрос, у нас же есть принципы, да, я говорю, давай мы отложим на полку, я могу даже сфотографировать на телефон, мы, может быть, потом через неделю придем за ней, да, давай, как ты думаешь, приходим мы за ней или нет, Жеки, потому что он понимает, что те 3, они, только 3 были важны, поэтому, вот, ну, мое изменение, наверное, вот в жизни, что это, это феноменальное изменение, первое, то, что я понял, что, особенно пока дети, даже не только дети маленькие, у меня же есть и взрослые дети, одна из них живет в Украине, например, ехала на, там, на кинематографический вуз учиться, кто-то здесь в Москве, они тоже взрослые, но я тоже всегда, когда они звонят, я всегда беру трубку телефона и, конечно, тоже всегда с ними общаюсь, но самое для меня, вот, наверное, важное, это когда дети маленькие, и я вдруг понял, что если я сейчас это не сделаю, то дальше будет то же самое. Это упущено навсегда, потому что, ну, во-первых, многие бизнесмены так не делают, я знаю ни одного человека, у кого дети договариваются встречи с папой через помощницу, это, я считаю, это катастрофа, да, как бы, и, это какой сигнал ты посылаешь своим детям, да, у кого-то должна быть вот эта спецлиния, выделенная линия, как у президента, да, как бы, и это однозначно, но второе, мне кажется, мысль, которая за этим стоит, что, ну, обычно дети становятся папе интереснее, да, когда они уже такие взрослые, да, как бы, когда они начинают выбирать, кем стать в жизни, там, или что-то такое, когда они уже подросли, а вот это детский возраст, там, это няни, ну, или женщины больше всего, да, но можно ли потом догнать то, что ты упустил, да, это вот вопрос для меня, естественно, открытый, но я вот, например, разговаривал с людьми, например, у меня жена, у нее невероятная связь с отцом, ну, просто, я не знаю, это, наверное, самый лучший образец отношения с отцом, который я знаю в своей жизни, да, и вот, кстати, вот этот подкаст, в том числе, он в честь Владимира Николаевича, потому что он очень, сильно нес вот эту идею, что счастье идет первичным, но, когда она сформировалась, вот эта невероятная связь, она держалась до последнего дня, да, он недавно погиб от коронавируса, и она сформировалась в детстве, жена всегда рассказывает, как папа ее мыл, да, он ее ванночкой, когда она совсем была маленькая, он ванночкой ее вот мыл, мыл, ухаживал за ней, и, и вот там это сформировалось, вот эта связь, конечно, конечно, и потом, если ты это не делал, если, ну, потому что мы думаем, связь потом сформируется, когда мы будем общаться на, 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 а связь сформируется, когда ты маленькому ребенку удовлетворяешь фундаментальные потребности, да, как бы, вот эта забота, эта любовь, безусловно, у меня, например, с бабушкой было, вот всю жизнь для меня символ безусловной любви, это моя бабушка, что она сделала фактически, да, но она вот была со мной, там, до 4-5 лет, это все, что она, получается, там все сформировалось, вот эта пожизненная связь, это какая-то невероятная, вот нейронные связи, они не распадаются, вообще, до сих пор, любое воспоминание о бабушке у меня моментально рождает вот это чувство, поэтому, если бы ты не поменял свое, вот это поведение, да, скорее всего, у тебя не было бы уже никогда тех отношений с детьми, которые ты формируешь сейчас, правильно, и для этого нужен вот этот, реанимация, кома 18 дней, или можно это понять как-то по-другому? Вот то, что ты сейчас сказал про, про жену и про отца, и это, наверное, вот сейчас у меня самая сильная любовь, как раз с моей маленькой дочкой, самая сильная, и когда жена говорит, да нет, ты всех их любишь, ты всех любишь, всех своих детей, но Машу ты любишь больше всего, и, конечно, я как-то вот и больше любви, и больше ласки, и таскать ее на руках, и там есть у нас там игра, там слепой мишка, когда я там хожу по комнате, в какой-то там шапке, как будто я не вижу, на самом деле я вижу, и она это тоже запоминает на всю жизнь, то, что ты сказал, конечно, но когда ты сказал сейчас, а можно ли это изменить, я думаю, что теоретически, ну, наверное, сложно, но здесь нужно понимать, что это нужно, знаешь, как вот, как это изменить, нужно в три раза больше, давай в три раза больше, чем ты давал, почему в три раза больше, это как айронмен, да, когда вот ко мне люди приходят и говорят, слушай, я хочу пробежать айронмен, я говорю, ну смотри, просто я тебе говорю, когда ты будешь бежать 42 километра, да, ты будешь понимать, что такое 42, но когда ты будешь бежать на айронмене, ты должен понимать, что ты, не в два раза тебе будет хуже, тебе будет хуже в три раза, ты думаешь, что это как бы, я просто проплыву и проеду, пробегу, нет, это в три раза хуже, чем просто, когда ты бежишь в марафон, И люди, которые, например, какие-то совершили ошибки в жизни, они хотят, наверное, измениться и готовы изменяться, то здесь нужно понимать, что нужно прям больше времени тратить. У меня один из моих ребят написал несколько месяцев назад такой пост в Фейсбуке. Он пришел ко мне, выпускник Сколкова, он пришел ко мне с ментором поговорить. И потом он пишет пост, говорит, я вообще не понял. Я, говорит, поговорил с Юрой, я там спрашиваю про маркетинг, про бизнес, про что-то еще. А он мне начал вдруг какие-то дурацкие вопросы задавать. А как у тебя с родителями? А как у тебя с отцом отношения? Я вообще не понял, что это был за бред. И у него прям такой большой пост. Я, говорит, сижу потом в шоколаднице и не понимаю, что он вообще говорил. А после этого он говорит, а у него отец живет там в другом городе, они там давно не общаются, я не знаю, разведены или не разведены. Отец попал в аварию, он там, ну так как бы там, ну типа в такой, ну не инвалид, но как бы в таком не очень хорошем состоянии живет. И он не общался с отцом там, не знаю, там 15 лет или 20 лет, например. И вот он говорит, и я в итоге поехал, чтобы встретиться с ним. Я, говорит, сижу вот так вот на, просто на скамейке, не могу зайти, ну боюсь, я давно не видел, просто боюсь зайти. И сижу, говорю, так, рыдаю, рыдаю и плачу, и понимаю, что вот все это время, сколько я потратил, и что я сейчас хочу изменить. И он поднимается, начинает разговаривать с отцом, они там начинают как-то, пап, давай там, не знаю, давай сходим там, через неделю там в кафешку, давай сходим туда, давай там сходим в баню, давай мы там поедем на рыбалку когда-нибудь, потому что ты когда-то учил меня ловить рыбу, когда-то очень давно, давай мы там, не знаю, через там пару месяцев куда-нибудь поедем. И он начал это возвращать, вот как ты говоришь, нейронные связи, да. И он начал возвращать, и вот эти вот посты, которые он пишет, там просто плачут люди, понимаешь, просто плачут. То есть, условно говоря, можно вернуть, если на самом деле вот так вот, как он прислушивается к словам ментора, и все-таки взял в работу. То есть, если человек понимает, что да, я не общался, но понимаешь как, отец в любом случае воспитывал, да, его там носил на руках, там мыл ему попу, там кормил, я не знаю, там ходил там в поликлинику, если он болел. А получается, что мужики становятся взрослыми, я вот все теперь знаю, пап, ну что ты мне, какие ты мне даешь советы, я все знаю, ты же не знаешь там, как диджитал настраивать, да, как там таргетинг, что ты мне тут рассказываешь, я тут, я все знаю. А когда происходят вот такие проблемы в личной жизни, в бизнесе, или там связанные со здоровьем, да, как у меня произошло, и в этот момент начинаешь как-то переосознавать этот момент. Кстати, в религии это одна из важнейших практик, это прощение, да. Очень часто вот люди не встречаются 15 лет, потому что держат какую-то обиду, или какая-то, либо хотели быть вообще не похожи на отца, да, как бы, или, ну, что-то всегда есть. И в религии есть практики, прям формально, это просто очень помогает человеку. Почему люди рыдают в комментариях смайликами, да, там, на фейсбуке? Потому что им это хочется сделать для себя, но они еще не смогли, да. Это очень, это напоминает им, как сильно им этого хочется, да. И, ну, вот что-то стоит, как блок, вот на скамейке сидит и боится, да. И религия, кстати, помогает людям делать это действие, да. Она дает тебе какую-то систему, да, координат, где, ну, это нормально, там, день прощения, да. А сегодня день прощения какой-то. На самом деле, если вернуться к духовности, да, мой тезис заключается в том, что у каждого человека в протяжении жизни рано или поздно у кого-то просто на смертельной кровати, когда уже тебе говорят, тебе осталось жить 10 дней, да, рано или поздно у всех эта потребность наступает, да. Вот у меня конкретно, я даже думал в какой-то момент, что это государственно организованная система, в правлении людям мозг, да, потому что у нас первый ребенок, рождается страшный диагноз, абсолютно ужасающий, да, как бы, когда он умирает, но не сразу, в течение трех лет. И мы жили с этим полгода, и у нас просто, ну, ты понимаешь, да, как поменялось все просто, да, как бы, вот мы думали, все будет как раньше, мы женились, появился ребенок, а тут диагноз, да. Мы прожили с ним полгода, потом диагноз сняли, это было что-то другое, оказалось, что это ложный диагноз. Но мы уже не стали прежними после этого, да, это было очень, конечно, сильное облегчение. Я подумал тогда, может быть, нам, вот, может быть, мы же такие легкомысленные были, да, родителями стали, как-то вот получилось студенческое еще время, да, мы еще были студентами. И как-то мы думали, что вот мы дальше, там, тусовки, гуляли, и как-то мы думали, что, ну, появился ребенок, ну, как-то там, ну, вот, что-то там, дальше живем, как живем. И тут раз, нет, 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 жизнь изменилась. Я подумал, может быть, это так вправляют молодожены мозги. Всем какой-то ложный диагноз, чтобы они, там, осознали, да, как что надо что-то делать. И с вторым ребенком то же самое, да, и с третьим у нас, с третьим, с вторым все было нормально, с третьим то же самое, тоже ложный диагноз, потом, он не ложный был, он был правильный, но нам повезло, мы были, там, в субдиагнозе, который очень спокойно. И вопрос, куда идти, когда некуда идти, вот, с этими диагнозами было так, что это неизлечимые болезни. У тебя есть пять шагов, которые ты можешь сделать, ты их быстро делаешь, и дальше нет шагов. Нет, нет, нет шагов, все. Ты сделал все, что можно было, дальше есть только один шаг. Это, как бы, надеяться, что, вот, например, вот, с третьим ребенком там было 14 субвидов этой болезни, и один из них, там, имеет маленький шанс, что он проходит, да, там, и он, мы оказались там. Вот, сначала шок, а потом постепенно, постепенно, и вот это, может быть, так, вот, и мне кажется, у каждого, как родители умирают. У нас было то же самое, потому что мы потеряли двух детей, их было бы, если бы мы их не потеряли, их было бы, может быть, больше, вот, один раз Женя сделала тоже по каким-то женским делам аборт, а второй раз у нее была краснуха, потому что заболела от детей, которых вела занятия, и ему было, по-моему, шесть месяцев, что ли, и сказали, что, типа, ну, как бы, вот, ну, это уже все. И она тоже это до сих пор вспоминает, понимаешь, она тоже вспоминает и говорит, может быть, у нас было бы больше детей, они какие-либо, или вообще-то, другими, и как вот, как с этим жить. Да, ну, типа, ты не везучий, тебе счастье не для тебя. Да, да, да. Типа так, на самом деле не факт. Тогда вообще счастливых останется там 0,1%. Я, честно говоря, никого не знаю. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, кого прошло мимо все лотереи, в которых мы участвуем, отрицательных, да, и поэтому, ну, это не единственная причина духовной потребности. Духовная потребность – это классика, да, что человек приходит к этому, когда, ну, совсем плохо становится. А можно ли к этому… Ну, может быть, потребность не только в этом, там же есть и другие потребности, да. Я не знаю, вот как ты… Духовная, если материальная, это же не только про деньги, правильно? Духовная, это же не только про вот эту надежду, да, Ну, я даже сейчас вот в той своей формулировке, как вот тоже, в какой-то части, какой я изменил свою жизнь, я не могу даже сказать, что это изменение моей духовной составляющей, но когда вот я говорю про родителей, да, что я вот забыл и вспомнил, что, оказывается, уже нет живых, я тогда стал дальше, дальше как бы смотреть дальше, что еще я могу делать, что я могу делать еще. И тогда я стал вдруг думать и осознавать следующее, что, первое, родители влияют в том числе на взаимодействие вообще с детьми, вообще с детьми в целом. С какими детьми? Это мои сотрудники, это мои партнеры, это мои клиенты. И те, в том числе ошибки, которые я совершал, когда я был таким очень жестким, с кем-то расставался, там, а все, а ты с нами не работаешь, там, и так далее, и так далее. Ну, не работаешь, не работаешь, как бы потом это откликается. Потом я начинаю смотреть, раз, например, несколько партнеров вдруг решили, что перестают работать там с нашим брендом. Я так думаю, как, ну, как, почему, что произошло, вообще не понимаю. Вроде работали, вроде все было хорошо, им нравилось, мне нравилось. И вдруг люди решили уйти, и я даже не знал, по каким причинам. И когда я начал вспоминать свою историю, когда я уходил из тройки диалог, я с Рубеном Корленовичем проработал почти 10 лет, и в какой-то момент я устал. Ну, вот устал, говорю, Рубен, я вот, я хочу уходить. Говорит, Юра, ну как, ну подожди, там, ну, все нормально, мы там работаем, мы все там продолжаем. Ты был лучшим сотрудником года, там, тройки диалог, я там, одно из счастья, наверное, в моей жизни, что я до сих пор это поминаю. Но я почему-то там по разным причинам решил, устал, может быть, у меня были какие-то конфликты с другими подразделениями или что-то еще, я как-то не мог Рубену это высказать. И у меня было несколько с ним личных встреч, и он каждый раз задал вопрос, Юр, почему ты уходишь, объясни, пожалуйста, я не мог ему это сформулировать и сказать. Так вот, если бы у него был, например, номер телефона моего отца, просто тогда в корпоративной культуре тройки диалог, ну, не было таких принципов. Если бы у него был номер телефона моего отца, то в первый день, когда я после девяти утра пришел к нему на первую такую вот встречу, он бы сразу мог позвонить и сказать, Олег Федорович, здравствуйте, это Рубен Карленович Варданин. Юр хочет уходить почему-то, вы с ним поговорите, пожалуйста, что там происходит. Но этого не было тогда, да, и как бы, ну, случилось, как случилось, да, это там прошлое, неважно, и мы с Рубеном все равно дружим. Буквально там несколько недель назад мы созванивались по телефону. Мы сейчас проверим, он следующий гость. Вот, он не знает, может быть, эту историю, но неважно. Но я просто говорю, что я стал о себе осознавать, я думаю, получается, что если вдруг какие-то сотрудники или какие-то вдруг партнеры мои вдруг уходят, а у меня нет возможности влиять на их родителей. И после этого я стал делать следующее. Знаешь, как, иногда, знаешь, как у меня получается так, я вперед-назад, вперед-назад, я каждый раз откатывал назад, я думаю, так, а вспомню-ка я, как я своего водителя нанимал на работу. Когда я нанимал своего водителя на работу, я спросил, где вы живете, как зовут твою жену, и получается, что в первый рабочий день, когда он вышел ко мне, в обед, она до сих пор была руководителем колл-центра БМВ на Зорге, в обед приходит курьер стучится, к вам пришли, что такое, огромные цветы, шампанское, конфеты, бумажка с подписью руководителя, там, Алена, например, Алена, спасибо, что Леша вышел на работу ко мне, это Юрий Белонощенко, там, генеральный директор УК РАЛСИП, будем жить вместе долго и счастливо. Она это получает, они в шоке, вечером они, там, не знаю, пьют шампанское и говорят, вот это какой крутой руководитель. Но я об этом забыл, я об этом забыл, и я вспомнил только после того, как я выходил вот из этой болезни обратно уже в рабочий график, я понимаю. А может быть то же самое, что было раньше, может быть сейчас это использовать для тех сотрудников, которые со мной давно, или для тех партнеров, которые есть, или для тех партнеров, которые приходят новые. И теперь я просто беру телефон и в горизонтальном формате записываю, мне присылают имя, фамилию, как зовут родителей, и я наговариваю вот такое короткое сообщение. Например, там, Анатолий Григорьевич и Раиса Владиславовна, «Спасибо вам большое, что Алена пришла к нам в Бэби-клуб, что она началась вместе с нами, будет заниматься образованием, изменение образования в России. Спасибо вам большое за вашу дочь, будем жить вместе долго и счастливо». И они получают это в разных форматах. Если они живут где-то далеко, они получают просто такое видеообращение, там, в WhatsApp или Viber, просто смотрят это. Если они находятся в Москве или где-то близко, они тогда получают курьером, это дома. И, конечно, то, что они потом присылают мне в Инстаграме, их ответы, они просто фантастические. Они говорят, «Я плачу, я плачу, Юрий, спасибо вам большое за вашу дочь». Она же такая у нас хорошая, «Спасибо вам большое», понимаешь? И вот эти вот слезы, которые и от меня, и до них, и в этот момент происходит лучшее взаимодействие с родителями. И когда я на любых форумах, я говорю, «Ребята, это вот то, что я сейчас говорю, то, что вам говорят, это все классно, вы сейчас что-то записываете». Вы просто, когда у вас будет кофе-брейк или вечером, позвоните своим родителям, позвоните отцу и просто спросите, как у него дела. У вас будет две минуты, просто две минуты позвонить отцу. Ну, люди говорят, «Ну да, две минуты будет». А вы каждый раз это делаете. Ну, это очень мощно. Ты, кстати, сейчас наткнул меня на мысль, что духовное очень близко связано с человеческими связями. Потому что это способность говорить с ушедшими. У тебя есть некая возможность представить себе, что ты с ними общаешься. Это духовная потребность общаться. Я вот, например, со своей бабушкой постоянно общаюсь. Абсолютно. Более того, так как я православный человек, у меня, может быть, я не такой прям очень большой… Не образцовый. А? Не образцовый. Образцовый. Да, не совсем образцовый. То есть я не знаю, может быть, там все огромное количество канонов, но когда я стал думать, ну, а как вот разговаривать с усопшими? Я так до сих пор пока еще, может быть, и не нашел, но когда я был в Казани, мы как раз встречались с партнерами в Казани, мы пошли в Кул-Шариф, большая такая мечеть огромная, просто, ну, посмотреть, как бы, как это выглядит. И там тоже такой маленький магазинчик, где продаются какие-то там мусульманские книжечки. И там я нахожу как раз такой буклет, как разговаривать с усопшими. Оказывается, там было, слушай, 30, 40, 50 страниц, что нужно сказать отцу, если уже нет живых, понимаешь? Я такой смотрю и думаю, вот, то есть это, я не говорю, православная там религия или мусульманская. То есть есть некоторые, которые говорят, которые просто потом сидят и говорят вслух туда. Ведь я же когда вспоминаю, вот, мы тоже не знаем, да, мы не знаем, встретимся мы с ними на том свете или нет, но когда я зашел как раз на Меропик в Гималаях, да, и я думаю, все, я зашел, думаю, сейчас позвоню отцу. Там не работала сотовая связь, пока мы шли вниз, я начинаю звонить. А в этот момент, оказывается, 2 мая 2015 года, отец ушел. То есть в тот момент, когда я зашел на вершину, отец ушел. Там было непросто и сложно, ты знаешь, как туда заходят, как люди там погибают, какая там вот эта вот горнянка или как правильно называется, неважно. То есть я такой думаю, а может быть, отец как-то оттуда, оттуда выдернул меня, чтобы я выжил. Ну, я об этом забыл. Но когда я возвращаюсь в 2016 год, когда я 10 декабря 2016 года только ушел в кому, да, и проезжал 19 дней, и 29 декабря 2016 года, когда я первый раз открыл глаза, когда врачи узнали, что, оказывается, 29 декабря, это был день рождения моей мамы. И они говорят, у вас, Юрий, теперь два дня рождения. Ваш день рождения 18 мая и второй день рождения 29 декабря. Поэтому теперь мы с семьей справляем второй день рождения. И может быть, мы не знаем, как работает вселенная, может быть, мама как-то там, где-то оттуда на том свете дала какую-то возможность сыну выжить. Да, потрясающе. Давай поговорим про обратный спектр. Мы сейчас говорили про то, что в основном очень материальные мы в этом, да, как бы, и потом постепенно добавляется. Ну, есть люди, которые достаточно экстремально переходят из одного в другое. Вот у меня несколько друзей. Один там 12 лет в монастырь молчания поехал. Как бы, ну, и там начинается разрушение, как бы, материального мира, да, как бы, естественно, все бизнесы потеряны, все связи потеряны. Ну, как бы, человек ушел сам в себя. Ну, и такого сейчас много, да, как бы, люди сейчас почему-то очень привлекательно. Вот эта вся восточная философия, и люди достаточно жестко уходят в эти практики, забывая, ну, из одной крайности в другую крайность. Из огня в полуме, да. Как ты про это думаешь? Может, ну, если экстремально уйти в духовное, да, как бы, какие будут последствия тогда, и как найти ту оптимальную точку, да, если вот две крайности. Является ли эта крайность вредной, на твой взгляд вообще? Вот это, кстати, потрясающая скульптура. Она, одна скульптура на две вещи. Да, это на самом деле не очень неожиданно. Фуку, фуку руку дзю. Фуку руку дзю. Круто. Слушай, ну, у меня нет ответа, наверное, на этот вопрос. Более того, у меня тоже есть такие же друзья, которые так же поступили. И у меня, я не знаю, возможно ли, есть ли у тебя возможность найти этих людей. У меня даже нет возможности их найти. Со мной в «Тройке диалог» работал Алексей Чистяков. Он был самым крутым трейдером на деске «Тройке диалога». Он был самым крутым трейдером. Он учился потом в каком-то мореходном училище, там из Владивостока, потом обратно переехал в «Тройку». Опять приходит, ему показывают, как это все работает. А там уже крутые трейдеры стоят, все. И он там раз там до полночи показывает, как котировки в пять раз круче продается, чем все остальные. Говорят, Леша, как ты это делал? Он был самым крутым трейдером «Тройки диалога». Но в какой-то момент он говорит, я устал. Я устал, и он уходит в монастырь. И я даже не могу его найти. Ни через какие каналы, ни через какие связи. Я ездил в разные храмы. Я ездил в Сергеев Посад. Я ездил в Дивеево. Приходил и спрашивал, был такой Алексей Чистяков. Может быть, у вас сохранилось. У них там есть какие-то церковные связи. Они говорят, что человек уже меняет имя, и мы не можем его найти. И для меня, конечно, это, наверное, неправильное решение. То есть оно не изменит жизнь человека. Потому что где семья, где его сестра, где дети. И, может быть, ему нужно было так. Я не знаю. Может быть, у него возникло такое понимание, что вот он должен бросить все и пойти туда. Это я сейчас, может быть, даже не про таких говорю. В том числе даже, если мы про спорту говорим. Вот у меня некоторые ребята там, они там, да, я пять айронменов уже сделал. А я там семь айронменов сделал. Я говорю, блин, ну это круто, конечно. А как у тебя с бизнесом? Он говорит, да, у меня все нормально, я там, типа, вышел из операционки, передал другим полномочия. Я не знаю, как это возможно. Ты же понимаешь, что когда ты готовишься к старту, ты все время занят. Ты все время либо в бассейне, либо на велосипеде. Ты не можешь отвечать на звонки, ты не видишь детей, ты не видишь своих сотрудников. Можно сделать какой-то там, не знаю, любой такой челлендж. Но если ты будешь заниматься этим только постоянно, то тогда, ну, либо тогда уже занимайся там. Тогда ты говоришь, я бросил бизнес, я теперь буду там тренером и по плаванию, как вот один из моих, например, в том числе друзей. Он бросил весь бизнес. Он сейчас лучший тренер по плаванию в Москве. У него получается. Но при всем при этом, если мы посмотрим про отношения семейные, там, третья жена, там, дети то там, то сям. Вот, и я дружу, и очень его люблю, Андрюха, если ты смотришь сейчас это интервью, но ты знаешь это. Но вот все-таки взаимодействие с семьей, оно очень сильно теряется, очень сильно. И вот все-таки семья — это и родители, и жены, и не только жены, кстати, да, это и сестры, и братья. Это же большое количество семейных уз. И когда мой отец еще до того, как он, еще он был жив, он еще тогда сказал, слушайте, когда-то я уйду на тот свет, вы продолжайте общаться. У нас есть там родственники в Курганинске, у нас есть родственники в Беларуси. Продолжайте общаться. Но только после того, как отец ушел на тот свет, мы создали общий чат в WhatsApp, и теперь мы все переписываемся там и так далее, и так далее. Можно было это сделать раньше? Ну, наверное, да. Но видишь, как мысля приходит такая после опосля, когда только уже по башке ударят, только после этого приходится делать какие-то действия. Но мы хотя бы эти действия совершили даже, честно говоря, даже не только с духовного, но и с материального, потому что родителей уже нет, но я небольшие денежки отправляю, потому что тетя, моя тетя, сестра моей мамы жива-здорова в Курганинске, маленький город под Краснодаром. Вторая моя тетя, 82 года, в Витебске, в Беларуси, жива-здорова. И я им отправляю хотя бы какие-то небольшие деньги, просто чтобы было какое-то взаимодействие, какая-то помощь. А раньше, может быть, этого не было, но сейчас вот, сейчас это есть. Здорово. У нас осталось две минуты, чтобы дать людям какие-то практические рекомендации, как крайности вредно, да, наверное, очень по спектру двигаться, вот, иногда больше духовного, иногда больше материального. Как это найти? Я в шоке, как две минуты только начали разговор. Это поток называется. Это поток. Ну, смотри, у меня, видишь, есть такое кольцо, японское кольцо, которое мы с Женей купили, когда у нас была серебряная свадьба. Вот у нас была серебряная свадьба, и мы такое кольцо, и вот на этом кольце есть два карпа. Один смотрит в одну сторону, а другой в другую сторону. Оказывается, оказывается, карп — это практически единственная рыба, которая плывет против течения. Не по течению. Все рыбы плывут по течению, в отличие от карпа. Карп всегда плывет против течения. Поэтому вот тем зрителям нашего подкаста, тем слушателям я рекомендую, не копируйте то, что есть сейчас. Это вы всегда сможете. Ищите то, что вы сможете пойти против течения, даже если вам это не нравится. Даже если другие вам будут говорить, что там это нереально, это невозможно, Оскар, у тебя не получится. Оскар слушает, но он плывет против течения, и те огромные челленджи, которые он делает, они потом очень сильно выстреливают. Против течения человеческой природы в данном случае. В том числе да. Спасибо тебе огромное, ты озвучил самую сложную тему. У нас не было никаких шансов раскрыть духовность за час целиком, но ты взял вызов, это очень круто было. Ты познакомил нас с абсолютно феноменальной скульптурой, и то, что ты после этого события смог сохранить баланс, что ты не ушел из одной крайности в другую, это огромное достижение. Спасибо тебе за это. Чаще, чаще, чаще обнимайте своих детей. Утром, днем и вечером. Поехали. Супер. Могла не прийти, но пришла. Основатель фонда Старость в радость. Дамы и господа, встречайте, Елизавета Олескина. Практически так и будет. Надо наушники надеть, как-то удобно. А можно двигать стул, а то иногда говорят, что все настроено, ничего не ломаете. Все можно вам. Ура. Такое кресло нагретое. Спасибо предыдущему спикеру. Это удалось. Вот оно счастье. Елизавета. У человека, который был до меня, очень большой мозг. Надо поменять. Ребята, помогите с наушниками, пожалуйста. Мне нужно, чтобы они унеслись. Надо их, во-первых, повернуть проводом в эту сторону, чтобы не душил провод. Это может помешать счастью. Да, сейчас мы все исправим. Ребята, следующая тема у нас. Та слепая зона, которая есть у всех. Жизнь очень длинная в идеале. И наступает такая вещь, как старость. И очень часто, как ни странно, мы не думаем очень долгое время про старость. При этом у нас стареющее население. У нас через 10 лет больше половины населения Европы будет старше 50 лет. Существенная часть, 33 населения за пенсионным возрастом. Рано или поздно придет время, когда большинство людей будет, больше половины людей будет в пенсионном возрасте. И когда изучают человеческое счастье, изучают всю жизнь, опрашивают всех людей, всех возрастов. И там совсем другие результаты, чем тогда, когда опрашивают только молодых или только мужчин в 35 лет. Соответственно, в старости проявляются очень многие вещи, очень многие мудрости, очень многие потребности, которые в молодости игнорируются. Но они тоже есть, мы же остаемся тем же самым человеком. Это ключевое. Елизавета лучший гость, кто это может обсудить, потому что Елизавета делает сумасшедшую работу, видит своими глазами. Я вот когда-то работал в детской больнице, где лечат рак крови. И мне это было очень тяжело, потому что ты каждый день ходишь в места, а ты тоже каждый день ходишь в места, где люди, конечная стадия своей жизни, постоянно. Сейчас мы вырулим очень грустный регистр. Я готова, но вообще это про другое. Нет, мы хотим про радость, старость в радость. Я все расскажу по-честному. Это иллюзия, про которую все сразу думают, что старость — это вот такой прям открывается склеп, костлявая рука. Но все абсолютно не так, я буду рада рассказать, как. Данные показывают, что люди более счастливые. Соответственно, когда берут эти самые большие исследования про человеческое счастье, показывают, что человеческое счастье падает как раз к возрасту 30-40-50 лет, потом поднимается. И вообще даже пик у многих в 70 лет даже выше, чем в детстве. Даже выше, чем в детстве. Это то, что говорят цифры. Цифры говорят, что старость в радость. Это правда? Цифры во многом правы. Если небольшие усилия предпримет еще наше общество и наше государство, то прям все срастется. Во-первых, очень классно, что эта тема, ну, явно, что она волнует и заботит все больше и больше людей. Это очень радостно. Это значит, что в обществе постепенно пошли сдвиги в правильную сторону. Потому что то, что вы, ты, я не знаю. Да, ты, конечно. То, что ты сказал, это очень показывает общее отношение общества к старости. Все ее дико боятся. Вот со всеми все случится, но не со мной. Я в старости буду 200-500 летней, вот такой же, как сейчас. И вот эта вся дряхлость не про меня. Это точно неточное мышление. Это неправда. Я думаю, что мозг боится тему, он ее не понимает, и для этого он ее отгораживается со страшной силой от нее, чтобы, ну, как бы все непонятное, оно пугает. Поэтому, на самом деле, задача сделать старость понятной. Для этого про это надо говорить. Вот то, что мы сейчас с тобой делаем. Я очень надеюсь, для многих это шанс немножко выйти из тени, перестать бояться и начать радоваться жизни и понимать, что вообще все будет очень классно, если все сложится. Потому что люди готовы любые деньги тратить, чтобы отсрочить старость. Любые усилия борются за молодость. Все понимаю, насколько люди несчастны в молодости, столько ни в какой старости даже не снилось. Потому что в молодости нас всех сильно-сильно из стороны в сторону бросает, а в старости потихоньку приходит понимание ценностей. Поэтому было бы очень классно поговорить вообще про старость. Как ты можешь объяснить этот парадокс? Конкретный парадокс. Люди думают, что в старости не радость. Все как бы де-факто цифры говорят, что удовлетворение. Люди на этот вопрос, удовлетворен ли в своей жизни, и как часто ты чувствуешь себя хорошо. Люди в старости отвечают положительно на эти вопросы чаще, чем 40 лет. Это парадокс. Я сейчас попробую коротко ответить на вопрос, которые все 60 часов подкаста в лёд уйдут, если мы по понятиям всё проговорим. Я буду держаться в рамках. Вот смотри, ты озвучил самый правильный тезис, который вообще про всё. Человек остаётся таким же, как он был всю жизнь. Мы в старости будем точно такие же, наверное, только чуть более, может быть, скособоченные или с какими-то другими особенностями, но внутри человек тот же самый. Все его желания, хотелки, все остаются. Мы остаёмся с собой. И потребности у нас остаются те же. Просто мы немножко больше научаемся ценить жизнь. Именно потому что мы уже думаем, что старость — это период перед уходом в другую жизнь. Мы начинаем ценить то, что есть. Начинаем радоваться тем вещам, которые в молодости воспринимаются как просто белый шум. Какая-то фигня, которая по умолчанию у всех есть. Пойти погулять, потусить, повидаться с близкими, вкусно поесть, заняться любимым делом. А чему тут радоваться? Это всё как бы ничего удивительного. А постепенно человек начинает ценить то, что ему дано. Ценить и начинать только в тот момент, когда это у него есть риск отобрать. Вот я, извини, пока к тебе ехала, переругалась со всеми таксистами, но доехала. Замёрзла, пока шла. И когда ребята прекрасные... Ну ты сейчас в хорошем состоянии. Абсолютно. Потому что они подбросили... Тебе дали какао? Мне дали кофе, чай. И подбросили много брёвен в камин. Мне стало тепло. Я поняла, что у меня уже случилось счастье. Я смотрю на огонь. И даже... Ну то есть я там вижу, что ты с кем-то говоришь. Готова слушать 60 часов. Мне хорошо. Но хорошо мне стало, потому что до этого мне стало холодно. Голодно и опасно. То же самое человеческое, наши все свойства. Когда мы понимаем, что наши вещи, которые кажутся нам безусловными, родители рядом, близкие рядом, друзья в полном объёме, возможность полностью управлять собой, своим телом. Это всё не по умолчанию. Это всё вообще-то нам как дар дано. Это надо ценить. Вот когда человек начинает оценить, счастья становится больше. Когда он перестаёт... Ну знаешь, я бы даже на этом остановился, раз у нас есть такая возможность глубоко говорить про одну тему. Это искажение нашего мозга. Правильно? Вот это просто у нас неправильно. Мы не ценим бесплатное. И мы не ценим то, что доступно всем. Мы не ценим базовую комплектацию. Очень хорошее сравнение с базовой комплектацией. Мы не ценим базовую комплектацию. Почему Mercedes всегда 150 доп. опций. Потому что действительно, пока мы не потеряли. Или пока у нас нет риска это потерять. Пока мы не осознаём, что у нас есть риск остаться без этого. Я не знаю, у какого количества наших слушателей есть, простите за животрепещение, живые бабушка или дедушка. Ну, я надеюсь, что нас слушают такие счастливцы. Они сейчас не понимают, думают, в чём тут счастье. Бабушка нудит, дедушка по сто раз забывает. Или что-то ещё. Ребята, вы прям очень счастливые. Я вам дико завидую. У меня ушли мои бабушка и дедушка. Я по ним начала смертельно скучать, когда они мне ушли. Потому что я поняла, что я стала взрослой. Моя личная бабушка и мой личный дедушка, для которых ты всегда внук. Мы всегда маленькие. Ну, вот я очень про них думаю. Надеюсь, что встретимся, но уже потом. И я понимаю, насколько мне их не хватает. И как я не ценила это. И как нам всем надо ценить. И сколько встреч у тебя было последние 20 лет их жизни? Сколько встреч? Их можно обычно посчитать. Ну, как сказать, всё равно мало. Даже если люди живут в одной семье. Ты себе представляешь, какой трэш бывает, когда люди живут вместе. И кажется, что там она живёт с бабушкой, с дедушкой. Наверное, там они видятся. Да даже с родителями. Такое одиночество и такой уровень несчастья внутри семьи, который бывает. Ну, вот многим и не снилось в самых стриллерах. Люди не умеют общаться. И не понимают, что счастье в том числе в общении. Нельзя быть счастливым в одиночку. Вот это потрясающее искажение, которое нужно исправить. Ты можешь ждать, пока жизнь тебя исправит. Либо проактивно. Просто понимать, что у тебя есть искажения. Твой молодой мозг не ценит что-то очень ценное. Получается, если ты можешь взять телефон и позвонить и бабушке, и дедушке, это большое богатство. Если ты можешь позвонить маме и папе… Да, я тоже хотела сказать. Бабушки и дедушки многие же не могут позвонить. А представляешь себе, есть такие люди, у которых и мама, и папа, и бабушки, и дедушки. Им кажется, столько там всего надо делать, столько тревог. Да, это потрясающе. Есть обратное искажение. Человек говорит, ну вот это там гулять в парке, то, что у меня есть друзья, то, что у меня бабушка и дедушка, что мой дедушка, там, герой труда, и что он 50 лет был, там, оперировал в операционном зале. Это все там неинтересно, да. А интересно, что вот я хочу купить себе самый новый компьютер для игр, который там самый лучший, да. Вот это тогда я буду счастливым. И когда я смогу съездить там в вот этот путь… Люди думают, что вот эти вещи сделают меня счастливыми. И они очень много усилий тратят, да, очень много. Абсолютно так. При этом счастье, я говорю, в самых простых вещах, почему я всех агитирую, и тебя тоже страшно зову, с нами, к пожилым людям, которые живут дома и одиноки, либо живут в домах престарелых, мы и тем, и тем помогаем. Потому что когда ты видишь человека, у которого осталась, ну, грубо говоря, койка, ложка, тарелка и все, и он настолько полный и настолько светится счастьем, что ты в этот момент думаешь, что же я за идиотина, надо потихоньку пересмотреть систему координат и понять, насколько у тебя много всего, и насколько классно отдавать, делиться, и насколько вот это как раз дает счастье. Пожилые люди очень активно делятся и любовью, и вниманием, и заботой, в ответ на небольшое хотя бы внимание. И это нужно нам. Не надо думать, что мы такие все хорошие, пришли там всех облагодетельствовать ни разу. Это нужно нам, чтобы быть счастливыми, здоровыми, адекватными. Вот это действительно. Но я все думаю, как сделать, чтобы это понять не слишком поздно. Потому что я, например, вспоминаю, я тоже такой гипердостигатор. После университета я хотел построить что-то самое большое в мире. И когда я приезжал, конечно, к своей бабушке, к дедушкам и так далее, но я к ним приезжал достаточно редко. Во-первых, мы далеко живем. И потом они говорили следующие слова. Я же знаю, почему ты так редко приезжаешь. Ты очень занят. Ты делаешь очень важные дела. Ты лучше там поспи побольше, поешь. Ты зря приехал, ты же очень занят. И получается, например, когда внуки приезжают к дедушке и бабушке, они думают, что внуки заняты очень важными делами, что у них университет, работа. А если посмотреть фактически, если просто бабушке дать доступ, к данным, на что их внук де-факто тратит время. Лучше не давать. Да, просто посмотреть историю его браузера. Что он смотрел, какие видео, что он там сдумал. А чем он занимался, пока не занимался. Это на самом деле, получается, у тебя был шанс проводить время с дедушкой, а ты предпочитал смотреть видео 1858 о каких-то эпик фейл на ютубе. Вот почему человек такой неправильный выбор делает? Знаешь, на самом деле, это не вопрос неправильного выбора. Хорошо нам. И на самом деле счастье в гармонии. Нельзя сказать «все, но компьютер, но IT». Все, вот я сижу и смотрю на дедушку. Очень быстро вдруг надоедить, хуже горькие речки. Он сам тебе подарит планшет и скажет «займись чем-то». И наоборот, нехорошо забить на общение человеческое, тем более с ближними, и начать постигать сияние из интернет-браузера Google Chrome. Хорошо, когда есть и то, и другое. Когда оно чередуется, когда оно тебя наполняет, у тебя нет ощущения, что ты порван на части, и ты сам несчастен. Счастье в гармонии. Поэтому мы всех очень призываем. Ну, собственно, ты знаешь, чем мы занимаемся. Мы постараемся поддерживать пожилых людей. И очень важно, что речь идет. Вот все сразу думают, это, наверное, лекарства или коляски инвалидные, или что-то еще. Ни разу. Больше всего пожилые люди мечтают быть нужными, любимыми и ощущать, собственно, вовлеченность. У нас пожилые люди становятся волонтерами, сами ведут в Zoom семинары, тренинги, ставят какие-то совершенно классные вещи, постановки, помогают школьникам, которые проваливаются там на экзаменах и прочее, помогают, потому что у них действительно больше времени, они могут больше времени уделить. Да, сейчас из-за ковида удаленно. Но самое смешное, вот я просто короткий кейс расскажу. Сейчас ты как раз вспомнила, когда ты говорила, что грустно. Мы очень много помогаем на дому, но очень много и помогаем тем людям, кто живут в домах престарелых. У домов престарелых вот такой имидж, что все умерли, так сказать, даже не доходя до кассы. Да, это вообще страшно. Да, вот примерно так же говорила моя подруга, которая очень долго не поддавалась влиянию всего происходящего. Говорила вообще никогда, вот я всячески люблю, но туда никогда не поеду. Я увижу эти глаза, все так будет ужасно, я буду рыдать, не хочу. Я говорю вообще, Катя, делай как хочешь. Но в какой-то момент у нас слетела машина, буквально перед встречей, а мы там пожилые люди ждали именины, дни рождения, все праздновать. Ну и в итоге Катя поехала в качестве водителя. И говорит, из машины выходить не буду, чтобы не увидеть вот эти глаза, так сказать, хэштегом. Буду сидеть и вот буду, если что, если вдруг выйду, найдите меня в машине, я там буду рыдать за рулем. Ну говорю, хорошо, программа сформирована, Катя, значит, удачи в твоих идеальных представлениях о мире. Ну вот, через какое-то время, когда мы подъехали, это была зима, это был какой-то лохматый 2009 год, наверное, действительно материальное положение было посложнее, сейчас уже сильно лучше. Ну вот, зима. И тут, значит, из одноэтажного такого флигелька выбегают пожилые люди, которые очень ждали. Там на ходунках, да, там кто-то на коляске. Ну и все к нам бросаются обниматься, радоваться. Типа, приехали, там, типа, друзья свои, ура, там, Васька, Васька, там, мам, приехали. Ну вот, я вижу, что Катя из машины вышла, естественно, потому что ей стало интересно. Все, значит, дружно обнимаются, идут, садятся вместе. Там ребята с гитарой, начинаем петь там Катюшу, ну просто чтобы как-то это с дороги погреться, так сказать. А потом пойдем уже по комнатам общаться, тусить каждый к своему, ну потому что это наши друзья. Ну вот, и в этот момент я понимаю, что Катя с нами, и, видимо, тоже с нами даже как-то общается. Ну, потом мы там, кто-то пошел в шахматы играть с там жилым мужчиной, который шахматистка, с кто-то там фотографии обсуждают. Ну, в общем, всякая движуха. Все, там время подошло, чаю попили, пошли по машинам, а Кати нету. Ну, думаю, наверное, где-то рыдает, как она обещала. Пошли ее искать. Поискали в лесу, нету, вокруг нету. Значит, в итоге выяснилось, что Катя наша сидит в одной из комнат с пожилой женщиной, такой донской казачкой, матершинницей, частушечницей, и рыдает, действительно, обняв ее. У нее, значит, впадол. И говорит, Марья Петровна, ну почему же вы раньше не говорили? Я же знала, что она говорит. Козел он, козел, Катенька, мы тебе хорошего найдем. Не переживай, ты там хорошая, ценная. Мы тебе самого лучшего найдем. И, значит, Катя рыдает, говорит, да, я так и знала, что он козел. Почему же вы раньше мне не встретились? Я бы тогда, значит, с Васей бы гуляла, а не с Петей. Ну вот, после этого Катя сказала, значит, утерев слезы, что ничего не знаю, мнение своего не меняю, но вот сюда, к Марье Петровне, буду приезжать регулярно, как к своей бабушке родной, потому что мы друг друга полюбили, и она мне мудрые советы дала. А так вообще все тлен, мнение своего не меняю, но вот сюда я буду приезжать даже без вас. Я говорю, хорошо, хорошо. Поэтому, когда мы думаем, что там, в общем, дворец скорби, очень нет. Там классная живая жизнь, ну, как жизнь каждого человека. Поэтому то же самое, когда ты приходишь домой к пожилой женщине, чувствуешь себя тимуровцем, таким молодцом, вот там что-нибудь несешь. Ты приходишь, а там стол накрыт, при том, что человек передвигается только по комнате на ходунках. Там какие-нибудь блины, печенье, чай, там, я не знаю, все. И сидит там, сидит наша Зинаида Васильевна и говорит, я вас там с утра жду. И ты обтекаешь, и тебя начинают любить. Вот оно, волонтерство. Это огромная радость. Чувствовать свою нужность и быть с другими людьми. У нас целый час будет сессия про это. Кто выдержит? Эгоистичный, эгоистичный альтруизм. Да, да. Добрые поступки делают человека очень счастливым. Это правда. И это самый плохой, я скажу, дешевый, но самый доступный к любому человеку способ реально стать очень счастливым. Люди думают, что меня сделает счастливым вот эта машина. Она часто не делает это, хотя иногда делает, надо признаться. Очень, да. Ты знаешь, в пандемию, которую мои коллеги окрестили эпоху чумы, когда все это началось, когда все закрылось, пожилые люди закрылись дома, семьи закрылись без пожилых людей, дома престарелых закрылись, единственный мостик стала вот эта вот машина, потому что Zoom, онлайн и Skype теперь стоят в планшете, закупленном нашим фондом. По-моему, в каждом доме постарелых, в каждом доме, потому что хотя бы друг на друга посмотреть. Ну, вот, скажем, для тех людей, где финансовая проблема уже решена как-то, они пытаются потом дальше какие-то, вот магазин счастья, да, они покупают все больше и больше того же самого, да, там, ну, как сказал один великий мой наставник, что 30-й мотоцикл уже не так сильно повышает настроение, да, а то, что действительно, то, что называется рандомный поступок доброты, да, как бы, вот это очень сильно не хватает людям доброты. На Ютубе видео, где люди делают какие-то добрые поступки, набирают 50-100 миллионов просмотров, и потому что это людям возвращает какую-то веру в человечество, что ли, да, там какая-то вот, что, не знаю, ты можешь описать, почему, когда мы делаем добрый поступок, почему это так сильно, вот, я это прочувствовал в какой-то момент, да, я понял, что я буду туда ходить много, да, вот, ты можешь это как-то объяснить рационально, или это просто чувство? Нет, я думаю, что здесь вопрос и рационального, и чувственного, потому что человек, я говорю, человек не умеет быть счастливым в одиночку, хоть с мотоциклом, хоть с чем угодно, ему надо, чтобы он был с другими, чтобы другие как бы заценили, что это правильно, что это то, чтобы они это одобрили, ну, мы такие социальные. И когда человек небольшим, иногда большим усилием видит, как он меняет жизнь другого человека, он страдал, он стал меньше страдать, или он был грустный, он стал веселый, как угодно. И он понимает, что это я, причина того, что во многом я смог поучаствовать, что другому стало легче. Это, конечно, невероятная адреналин, невероятная радость, потому что ты понимаешь, что ты можешь, ну, другому дать то, чего тебе, может быть, самому не хватает. Поэтому мы очень считаем, что у нас самые счастливые волонтеры, все, кто нам помогают, потому что у них есть шанс просто со всех сторон раскрыться и найти себе друга, и увидеть, как человек там расцветает. И, кстати, часто вот эту радость получают самые низко обеспеченные слои населения. Когда я, например, два года назад участвовал в передаче «Секретный миллионер», я попадал в уязвимые ситуации ежедневно много раз. И все самое интересное даже в передачу не попало. Но помогали в основном люди не с лишними ресурсами, а в основном помогали люди с очень уязвимой позиции. Они тоже в уязвимой позиции, но они готовы были в своей комнате, где уже три человека, еще четвертую кровать поставить и дать тебе ночлег. Это удивительное. Для меня это было... Я просто не мог понять, почему помогают. Потому что первый рефлекс ты хочешь идти за помощью туда, где лишние, где богатые люди. Но это не срабатывает. Лепт бедной вдовицы. Вообще это нормально? Делать что-то хорошее? Потому что человек, я говорю, от этого сам чувствует радость. Но если про конкретные вещи, я вспоминаю все время... Мы думаем о пожилых людях, как о ком-то, кому мы должны помогать. На самом деле нам они точно не меньше могут помогать и помогают. И поэтому действительно классно, если наши зрители, я верю, что они держатся, несмотря на то, что тема старости может быть не всегда такая привлекательная, но вообще-то это наше будущее. Так, на минуточку, товарищи, будущее, все сюда. Но вот, надо понимать, очень будет классно, если в результате того, что люди нас послушают, они хотя бы, вот я говорю разочек, попробуют по-другому взглянуть на своих близких. Потому что нигде человек не бывает так одинок, как в семье. Потому что мы сразу думаем, он в семье, у него все хорошо, мы вообще его, так сказать, не замечаем. К сожалению... У него 5000 друзей в Facebook. Или того, да, да, да. При этом он может быть вообще один и там в любом суицидальном настроении или каком угодно. Поэтому, товарищи, всем хозяйки на заметку, если у нас люди пожилые начинают что-то часто переспрашивать, или вам кажется, что там мамы или папы стали ворчливые, раздражительные, не надо думать, что у них испортился характер и еще хуже их воспитывать. Но, к сожалению, есть всякие бяки, возраст ассоциированные болячки, которые наш мозг немножко местами подтачивают, рвут связи. Из-за этого людям надо сто раз ответить, который час, тысячу раз объяснить, что внук или правнук в школе. Это нормально. Успокойте человека, помогите ему, чтобы он точно не агрессирует. Мы, я думаю, про это поговорим. Именно из-за этого все боятся старости, потому что у нас путают период жизни. Ну, знаешь, там, странно сказать, хочу там максимально отдалить молодость или максимально отдалить взрослость. Ну, как бы это просто, ну, как бы просто период жизни. А старость сразу, баста, очень страшно. Мы путаем сам период жизни, ну, нормальный, вполне прекрасный период, с его наполнением, с тем, что ассоциировано, часто со старостью и часто к ней прикрепляется. Немощь, болячки, зависимость от посторонней помощи, травма, падения, все, что... Уязвимость. Уязвимость, да. Но надо понимать, что это есть так называемый термин, ну, возовский, здоровое старение, healthy aging. Вот healthy aging, это все, что мы видим в западных фильмах, и когда прям вот скребемся, что это все вранье. Когда пожилые люди путешествуют, летают на парапланах, там, я не знаю, могут жить как хотят. Вот healthy aging, это когда у тебя почти нет ограничений и зависимости от посторонней помощи. Ну, я, конечно... Ты меня уже изменила, потому что я вот поймал себя на мысли, да, что я действительно в глубине души... я так, как классический альфа-самец, так как бы... У меня очень крутая молодость, очень. И старость я воспринимал, как то, что нужно бороться за жизнь, чтобы ее отодвинуть как можно дальше. Но де-факто она наступит. А какая цена такого мышления? Иногда мы видим людей, которые вредят своему здоровью, и когда с ними говоришь, они говорят, а я больше 70 лет... Мне вот эти 70 до 90... Я вот видел свою там... У них какая-то картина мира, мне вот эти 70 до 90 не нужны, да? Ты знаешь, здесь сплелось все. Первое — это то, что человек сам управляет своей жизнью. Вот, извините, нифига. Вот те, кто так говорят, мы их очень активно увидим в возрасте 90+, зависимых от посторонней помощи на 100%. И они будут к этому совершенно не готовы. Но это как-то долголетие, которое в мире случилось. Это может быть как подарок, так и адский ад. Поэтому лучше самим думать и понимать, что надо сделать все, чтобы если у меня, у нас с тобой, к возрасту, окей, 100 лет наступит та или иная зависимость, мы будем защищены, потому что мы будем знать, что делать, чтобы вот эти тяжкие, неприятные вещи, которые у нас сразу в голове, чтобы их минимизировать. Мир научился это делать прекрасно. Да, люди живут дольше. Чем дольше люди живут, тем больше шанс. Вот у каждого из нас, всех, кто в студии, всех, кто нас смотрит, что каждый из нас в какой-то момент может начать нуждаться в посторонней помощи. Задача не делать вид, что я в окопе, а просто сделать так, чтобы когда, если это случится, конечно, до этого стараться жить здорово, вести здоровый образ жизни, настолько, насколько это возможно. Но это скучно и долго, народ, мы этого не любим. Окей, попытались. Когда зависимость наступает, мы должны четко понимать, что может быть, чтобы это компенсировать. Ну, предположим, чтобы вот такой нестрашный пример. Очень пожилой преподаватель музыки. Вот он живет тем, что он там ведет сольфеджио у детей. Вот ему там 50, 60, 70, 80. Он начинает чуть сложнее идти, начинает задыхаться, пару раз упал, пока поднимался. Он очень этого боится, он это игнорирует. Ну, в конце концов, он может резко ухудшиться и потерять. Что для него самое страшное? Не мобильность потерять, не что-то. Потерять возможность преподавать, вести детям музыку. Это вот то, что его держит. Задача сделать так, что когда он себя ухайдокает и доведет до чего-то, он все равно бы смог ее вести. В первое время мы поможем ему вести ее по зуму, пока он там восстанавливается после перелома шейки бедра, к примеру. Потом задача подобрать ему такой ходунки, тросточку, опору, которая позволит ему идти, не падая, помочь ему сделать пандус. Если придет время, он может быть даже пересядет на коляску. Но не в этом ужас. Ужас, когда человек теряет возможность делать то, от чего его прет, то, ради чего он встает. А мы все время путаем и думаем, моя задача не впасть в безумие. Зачем? Если ты уже потерял вообще все смыслы и только вот про это думаешь. Самое главное, что нельзя, нет сейчас лекарства от изменений, которые приносят возраст. Но есть куча всего, что весь мир, который тоже дико заморачивается, придумал, чтобы ущерб от этого минимизировать. И чтобы наш пожилой профессор в 90 лет приходил бы к деткам в школу музыкальную и вел бы музыку. Пусть потом дети к ним приходят домой. Но пока они к ним приходят, он будет жив и счастлив. Да, может, он даже вставать перестанет. Это задачка. Задачка общества. Это очень хорошая мысль. Да, здесь много. Первая мысль, даже если ты думаешь, что тебе эта старость не нужна, вредишь себе. Она тебе привет скажет. Медицина будет держать тебя живым. Абсолютно. Но ты будешь как бы расплачиваться за свои поступки. Лучше... Я, например, мою картину мира сильно изменила. Вот мы с женой переехали в Лос-Анджелес в 2012-2013 году. И Таня просто... Мы жили прямо на пляже в Санта-Монике. И она просто не могла понять. Потому что там бегают... Почему? Там столько прожезов людей. И они бегают. И там дедушки в 65 лет, 70 лет, они бегут, у них белые волосы на груди, на накачанной груди, на хорошем теле. Она просто... Для нее это было немыслимо просто. Она не могла... Это был какой-то вау-эффект, потому что это настолько противоречило той картины старости, которая сформировалась в России. У нас очень средневековое представление о старости. Мы все время думаем про что-то такое древнее, дряхлое. Я ни разу абсолютно... Да, в какой момент женщины начинают платок одевать? Когда это наступает, что теперь я буду с платком? На самом деле, вот этот образ бабушки, которые вот даже старушки в платочке, которые вяжут, одновременно печет пироги, одновременно еще что-то, он постепенно уходит. Люди-то современные, но они хотят выглядеть в старости по-другому. И не надо думать, что это вот те, кто сейчас старенькие, им уже все по-другому ни разу. Пожилые люди, кому мы помогаем и на дому, и в учреждениях. Первые их хотелки, допустим, когда мы пытаемся помочь им восстановиться, да, окей, первый этап это чуть лучше начать себя чувствовать, чуть меньше зависит от посторонней помощи, если это возможно. Если нет, то хотя бы качество жизни отвоевывать. Первые буквально просьбы. Вот у нас там краска для волос. А что сейчас модное, какой лак, а то там Иван Петрович из соседней палаты в больнице на меня так смотрел, но там очки, потому что я вот не вижу теперь мою там Маргариту Петровну. Мы с ней познакомились там в центре дневного пребывания. То есть не надо из пожилых людей делать отдельный какой-то отряд таких зверьков или кого-то котиков, которые все одинаковые, все в платках и все страшно несчастные. Они круче нас во многом, счастливее нас и еще нам прикурить дадут. Это надо понимать. И наша задача дать прикурить молодому поколению, когда мы сами станем по их мнению в платках. А на самом деле такие же останемся. Да, это не то. Это, предположим, я сейчас решил изменить свой подход. Я хочу подготовиться к своей старости. Очень правильно. Но также у меня есть родители, и у многих, кто слушает, есть родители, которые страшно. Ну, они еще молодые, например, да, 55, 60, 65. И они не хотят даже думать про это. Вот даже мысль об этом. Что можно сделать, чтобы подготовить себя вот к этому периоду? Все правильно. Если все время думать про то, о, Боже, как мне не постареть, то я думаю, что мы все свихнемся. Не советую. Точно нужно очень понимать, что старость — это время, и начинать его планировать. Что будет? Вот у меня, допустим, я прекращу работать, станет больше времени. Что я буду делать? В этом беда, что многие, так сказать, траектория советского человека вышла на пенсию, закончила работу, умер в тот же день, потому что все, ну, основной жизненный маршрут часто был связан с работой. У меня там мои бабушка и дедушка работали просто до последнего и ушли, когда потеряли возможность работать. Надо очень понимать, что жизнь сейчас, и много шансов, что она становится шире и свободнее, чем только вот такая занятость. Всех очень пугает. Я думаю, что вот у нас, особенно люди понимают, страх нищеты, потому что на пенсию прожить, ну, мягко сказать, непросто. Поэтому люди зачастую вынуждены работать. Они бы не хотели, они, может, физически плохо себя чувствуют, но они вынуждены. А еще они тянут на себя внуков. Очень часто, особенно когда работы нет в маленьком городе, кормилец — это пожилой человек, который имеет хотя бы пенсию, и параллельно он ночами сажает картошку, а еще печет пироги, чтобы дети и внуки могли жить. А иногда этим внукам уже 30 лет. Если тебе 30 лет, и ты смотришь это, и тебе до сих пор помогают. Встань хотя бы на биржу труда. Уже пора помогать им, а не наоборот. Слушай, а страшно интересно. Мы же можем просить слушателей, чтобы они там комментарии писали, что они сами думают про пожилых людей. Все у нас пишут комментарии, потому что если пишешь комментарии каждые 30 минут, получишь старость раньше срока. Старость радости. На самом деле просто это страшно важно, я прямо скажу один мой кейс, и я думаю, что это общее заблуждение. Давайте мы минуту слушателей наших помучаем, если они не против. У кого пожилые родители, не бабушки, дедушки, они могут отметиться, у кого изменился характер. Мы все сразу думаем, что человек старенький, ему положено забывать, или ему положено злиться, или что-то еще. Это иллюзия. Если у ваших близких что-то началось с забыванием, путают таблетки, не знаю, они туда вошли-вышли, много раз переспрашивают ребята, чем скорее вы обратитесь к врачу, тем больше шансов, что вы немножко человека удержите от ухудшений. Это значит, что у него та или иная болезнь не плохой характер, не поветрие, не конфету не толсела, а именно болезнь, которая разрушает мозг. И она будет его разрушать бесповоротно, если вы не начнете заниматься всякой поддержкой. И медикаментозной, и самое главное, немедикаментозной. И ты знаешь, кто угадает, я прям хочу, чтобы ты угадал, какая немедикаментозная самая сильная поддержка нашего разрушающегося сознания, если его поразила болезнь. Что самое главное, что его удержит от ухудшения? Какое-то проявление любви в окружении. Любовь, общение, общение, внимание. То есть самое худое сказать, все, папа забывает, мы его не трогаем до вечера, с работы приду, там еду ему дам. Все, вы его потеряете, вы его лишили главного воздуха, общение. Если вы его больше не видите, как папа, как классный мужчина, красивый, умный, добрый, об этом не говорите, он ухудшится, потому что он тоже начнет видеть себе просто шкурку, которую надо кормить. А в этот момент давайте представим себя, что вы такой же, но ты классный, как ты говоришь, альфа-самец. А вдруг твои, не дай бог, внуки... Уже нет, был когда. Ничего не могу сказать. Сейчас уже почти 40 лет. Как ты сказал, так и повторяю. Ну слушай, до 100 можно вполне им оставаться. А внуки, правнуки, давай так, чтобы менее травматично, правнуки смотрят на нас с тобой и видят, что нам просто надо еду давать, потому что что же мы еще помним. Это такой внутренний ужас, потому что мы внутри те же, мы классные, интересные, ресурсные, мы готовы сами помогать, мы готовы рассказывать. Нам говорят, дедушка, поешь, потом посуду не мой, ты все уронишь. И у тебя все опускается. И ты думаешь, ну пойду-ка я отсюда. Вот это очень плохо. Давайте попробуем прямо вот после нашего подкаста минимум три раза обнять хотя бы по Zoom всех своих домашних, звонить им регулярно и понимать, что у нашего фонда все виноваты на слушателей. Куча работы с пожилыми людьми в семьях, которые становятся объектом из живых людей. Давайте вот, пожалуйста, меньше работы фонда. Либо платите нам деньги, чтобы у нас было больше денег, чтобы вашим близким помочь. У нас безвластные хватит ресурсов. Даже картинку по WhatsApp отправляете каждый день. А ты можешь что-нибудь подарить? Вот мне подарили, если это не секрет, метеорит. Я думаю, что это нормально. Я готова свой метеорит сегодня у нас все, кто выступает в этом подкасте, так как он бесплатный навсегда и фонд, цельвой фонд, который мы создадим, будет обеспечивать, чтобы этот был доступ к нему всегда, навсегда бесплатно. У нас гонорар. Я готова отдать свой метеорит, даже может быть подписанный Оскаром, тому, кто выложит фотку в обнимку со своим бабушкой или дедушкой. Ребята, метеорит, предмет, который из космоса упал на Землю, который пролежал 50 лет, потом его металлоискателем нашли, вытащили. Он 5 лет ждал, чтобы кто-то его купил на аукционе. Я его купил на аукционе, я его подарил Елизавете. Елизавета, этот метеорит, который содержит всю энергию космоса, подарит тому человеку, который пришлет в соцсетях фотографию в обнимку со своим бабушкой или дедушкой с хэштегом старость в радости. Хорошо. А в этот момент представь себе, что твой подкаст выстрелил, все наши слушатели все бросили и пошли обниматься хотя бы по телефону. Это жизнь. Мы тогда здесь по одиночку попивали. И почувствуй счастье. Я почувствую. Да, я уже чувствую. Чувствуешь? Вот видишь, как оно работает классно. Я прям вот мне... Во-первых, мою маму зовут Елизавета. Мне уже сразу все нравилось. Большой привет. Во-вторых, знаешь, то, что ты рассказываешь, настолько резонирует, потому что, например, недавно мы на даче, когда коронавирус нас посадил всех на дачу, и она наконец-то пригодилась, мы на чердаке нашли видеопленки 50 лет недавности. И мы... На этих видеопленках были все наши родственники 50 лет назад. Ну, кто так долго прожил. И мы иногда... С некоторыми из родственников я познакомился уже в старости. И, соответственно, я думал, вот Александр... Александр Владимирович, он вот такой, в старости, в старости, да, там, вот этот человек... И мы себе представляли, какие они были в молодости. И тут я... Мы поставили эти видеопленки. Классно. И что мы увидели? Что 50 лет назад люди были такие же. Такие же. Вот дедушка Александр был такой же, вот просто везде, и вот другая там была... Уже тогда мы думали, что она в старости стала такая тихая, спокойная. Нет. Она уже и в 25 лет была тихая, спокойная. Все делают. Это потрясающе. На самом деле, это огромное богатство. Наша связь, наш род, наши близкие. И чем больше мы с ними пока не живы, тем больше мы сможем передать нашим детям, внукам. Поэтому... Да. Хорошо. Тогда волнительно. Мы почти все эти темы будем обсуждать в отдельном часе. Например, финансовая нищета. Ой, да. Ну вот, как бы, идея в том, что кто-то о тебе... У тебя есть два шанса. Либо твои дети станут сильными, и внуки станут сильными, и будут заботиться о тебе, что самый частый, наверное, вариант. Либо ты сам за свою жизнь создал себе пассивный доход, который тебе обеспечит всю старость. Даже если у тебя, предположим, мозг будет поврежден. Вот у меня сейчас так, да, даже если у меня будет, не дай бог, конечно, ну, все будет плохо, у меня каждый месяц на всю жизнь вперед будут большие приходы, да, соответственно. Я так себе организовал, я не ждал никакую... Давай я тебя немножко успокою, может быть, обрадую. Даже если у тебя в возрасте, я говорю, 140 лет, чуть-чуть начнутся сбои в голове, и ты будешь терять какие-то связи, смотреть на ложку и не помнить, что ей надо делать. Ну, 150 лет, чтобы подальше. Я согласна, это не самое приятное. Ты можешь быть страшно счастливой в это время, если ты все равно научишься это счастье чувствовать, отдавать и получать. Я расскажу. Кейс, он, наверное, такой довольно трогательный, мы потом что-нибудь такое более стебное, чтобы у нас народ не расстроился. Но мне кажется, это важно, потому что люди, может быть, побегут чувствовать счастье. Мы помогаем пожилым людям, которые часто испытывают одиночество очень сильно, и мы, в том числе, чтобы помочь им себя чувствовать полноценными, записываем их истории, рассказы. Кстати, страшное, интересное занятие, если не знаешь, что делать с бабушкой, дядей, тетей, с пожилыми, близкими, записывая их историю. Увидите, товарищи, она офигенная, безумно интересная, вы узнаете много неожиданного о своем детстве. Это прямо надо как задание. Я думаю, каждый человек, который считает себя сильным, должен в протяжении своей жизни написать, вот если у тебя есть бабушка, дедушка, папа, мама, записать их биографию, ценности. Меня вдохновила, есть такая моя последняя лекция, это лекция, в которой человек перед смертью сделал лекцию, он умер, к сожалению, рано, но он сделал лекцию для своих детей, про жизнь. И эта лекция набрала 100 миллионов просмотров. 100 миллион человек посмотрели эту лекцию, и это меня вдохновило сделать вот этот подкаст. Соответственно, но многие уходят из жизни без остатка своей последней лекции, без вообще своих жизненных принципов, ценностей и всего. Я думаю, сделать интервью с бабушкой, например, или просто записать ее истории. Ты знаешь, это так важно тебе, и это безумно важно близким, потому что они тоже боятся уйти, не оставив вот этот вот след. А если вы запишите своих близких, сделайте из этого, ну, можно сейчас, несложно выложить где-то в интернете. Для пожилого человека это уже огромное осознание собственной ценности, что его жизнь прошла не зря, она стала опытом, из нее почерпнут другие. Это настолько облегчает им некоторые свои неудачи, которые у нас у всех есть. Но если мы понимаем, что даже мои неудачи, ну, к примеру, я где-то споткнулась, я рассказала моим друзьям, и они не споткнутся. Моя неудача переосмысляется в очередной приступ позитива, что окей, да, оно мне было хреново, но зато я стольким людям смогла за счет этого помочь в эту ситуацию не попасть. Дайте своим пожилым, близким возможность помочь вас защитить. Это такой крутой проект. Спасибо. И у тебя есть проект с твоей бабушкой, который ты делаешь, да, как бы ты записываешь ее истории, и это можно делать видео, фото. Какой-нибудь сайт забабахать общий по итогам подкаста, где наши слушатели, каждый выложит свою историю и напишет заодно, что ему это дало. И я уверяю, что все наши слушатели станут сильно более богаты внутренне и точно сильно более счастливы. Кто-нибудь делайте такой-то сайт, пожалуйста, где можно забабахать биографии, своих самых близких людей. Я думаю, вот этот проект, он очень поможет и ей, и тебе, и внукам, потому что, например, у каждого человека приходит момент в жизни, ты начинаешь изучать свою историю. И часто остается-то ничего. Ты спрашиваешь про прадедушку что-то, ну и тебе все, что могут сказать, что он был такой... Ну да, он был такой... Что это? Это все, что осталось. И как это применить? Потому что, да, понимаешь, еще в чем ужас? Все наши бабушки, прабабушки, чаще всего жили ради нас. Они ущемляли себя во всем, чтобы дети, чтобы внуки были счастливы. И они даже часто обратную связь не получают, а еще хуже получают там, типа, твое дело. Это очень страшно, это некое крушение жизни. Вот я на том же чердаке, где мы нашли видеопленки, мы нашли автобиографию про дедушки моей жены, и он написал от руки, просто от руки написал 150 страниц. Они просто... Он никогда не публиковал ничего, но теперь я могу взять, вот я как один из наследников, я могу взять и прочитать 150 страниц, почему он принял такое решение, он был очень большой человек, действительно строил целую часть, то, что мы до сих пор пользуемся его работой. И вот он оставил, если бы не оставил, я хочу обязательно, я хочу издать эту книгу не для нашей семьи, чтобы все будущие поколения... Это потрясающе. Это хороший проект, хорошая конкретная деятельность, но сейчас будем думать про себя. Вот ты рано или поздно станешь старым. Я теперь понял, что этого бояться не надо. Может быть, даже более счастливым будут, чем сейчас. Да, я начала, ушла на другую тему, потому что все хочется обсудить, времени мало, видишь, надо было не 60 часов, а 120 как минимум. Так говорит каждый спикер. Поэтому это будет курс счастья 1.01. Потом будет 1.02. И всех слушателей потом, чтобы они прочувствовали к нам, к пожилым людям, чтобы они все попытались прикладное счастье испытать. Ну вот, я начала рассказывать, что заходим мы в квартиру или, по-моему, это был дом престарелых к очень пожилой женщине, и я сажусь, говорю, Анастасия Петровна, кажется она, можно ли записать, вот расскажите про себя. И потом у меня взгляд мелькает, я понимаю, что она лежачая, то есть она не встает, и вижу, что она слепая. И думаю, вот хорошо я зашла, человек не ходит, человек не видит, ну то есть лежит, и в доме престарелых. Вот как бы прям счастье, наверное. И тут она начинает рассказывать, она говорит, всю жизнь я была очень счастливая, мне повезло, у меня всегда были самые лучшие, значит, друзья. Когда вагонетку углем грузили, я была одна девчонка, все остальные парнишки, у меня всегда вагонетка переворачивалась, я падала. И всегда парнишки прибегали, помогали мне все накидать и довести, значит, уголь. Потом лес сплавляли. Я там три раза чуть не утонула, меня каждый раз, значит, товарки вытаскивали. Потом, значит, муж запил, бросил, вот, я беременная была, и, значит, тоже меня одну не оставили, тут же, значит, все друзья, все добрые люди говорят, за что мне столько счастья, не понимаю. Вот сейчас я там на старости лет одна осталась, вот в дом, значит, забрали в такой, и тоже, значит, санитарки добрые, все добрые. И вот лежу, чувствую, как у меня солнце на лице играет и думаю, дай, Господи, хочу еще денечек прожить, уж такое счастье жить здесь. И ты думаешь, ааа, я могу сейчас встать, пойти куда угодно, выйти там, я не знаю, погулять, купить кофе, чай, просто пообщаться со всеми друзьями. И вот это все базовая комплектация. И мы не чувствуем счастья, которое нам дано. И я смотрю на лежачую, слепую женщину, которая осталась одна, у которой там сын пил и умер от этого, и которая безумно благодарна за все, и которая делится счастьем и раздает его просто щедро. В этот момент просто у тебя все ценности начинают постепенно становиться на место, и ты готов отдавать, готов радоваться, ну и немножко по-другому смотришь на реальность. Это очень важно. Ну, это нам всем, я думаю, очень клево. Но к позитиву, к позитиву. Это был позитив? Ну, такой, знаешь, ты уже на уровне цена вышел. Это был позитив, но некоторые. Не очень бы хотелось все же оказаться на месте той пожилой женщины, несмотря, но поучиться у нее хочется. У нас есть служба помощи на дому, потому что, на самом деле, у нас есть такой проект в фонде, называется «Счастье жить дома». Потому что, вот мы сейчас живем дома, и в чем счастье? Когда ты становишься зависим от посторонней помощи, а помощи семье не хватает, у тебя есть, ну, альтернатива переехать в дом престарелых. И не очень многим этого хочется. Хотя бывают ситуации, когда там человек тоже находится совершенно офигенное счастье и влюбляется, и женится, и таких примеров куча. Но вот хочется остаться дома. Должны быть офигенные дома престарелых. Должны быть, конечно. Я думаю, мы должны настроить, я считаю, такая большая бизнес-возможность. Абсолютно. Должны быть такие дома престарелых, чтобы люди ждали, как наконец-то поедут. Еще один кейс, потом прям бизнес-кейс, я прям при тебя думала, когда я его готовила. Сейчас дойдем, расскажу. Ну вот, у нас есть служба помощи жизни дома. Мы оплачиваем патронажных сестер, сиделок, насколько там денег хватает, столько мы имеем возможность поддерживать людей на дому. В Псковской области у нас есть своя служба, люди живут дома. В Тверской области была. И я просто помню, как мы приехали смотреть, вот полгода, значит, пожилой мужчина после инсульта, ну как бы слег. В итоге он к нам выходит уже на ходунках, очень красиво одет. И у него такая очень симпатичная сиделка, значит, сиделка зовут Алена. Он ее зовет только Аленушка. Как выяснилось, у нее есть единственная цель встать на ноги, наломать сирень, встать на одно колено, ну и, собственно, Аленушке признаться в любви, потому что он в нее влюбился полностью, безумно. Собственно, остальные, он одинокий был, все хорошо. Вот, Аленушка, конечно, там, в общем, явно была сильно его моложе. Чем там все кончилось, не знаю, но то, что человек встал на ноги, то, что человек, я уверена, что он наломал все, что хотел, всю сирень, надеюсь, что ничего другого, в общем, дров не наломал, но то, что мы думали, что сейчас придем человек после инсульта, наверное, там, ну как бы, доготовились такое постное, правильное лицо, что, типа, очень понимаем. Вот, она встречает такой мощный, как ты говоришь, мужчина, а то и альфа-самец, вот, который говорит, ничего, еще пару месяцев, я там совсем встану, ходунки эти брошу, даже если не брошу, я там вот добьюсь, чтобы панду сделали, потому что я вот захотел снова жить. И он весьма счастлив. Аленушка, конечно, на все это с интересом смотрит, но... Ты хочешь сказать, что даже сексом занимаются в старости? Ты знаешь, здесь я просто не могу сказать, что знаю детали, но то, что делают люди в среднем возрасте, в молодом возрасте, то же самое в пожилом. Если мы грамотно компенсируем ограничения, а мы с тобой, смотри, ниже научились их грамотно компенсировать. Но тут надо чуть-чуть, Тогда уже не страшно. Абсолютно. Главное, чтобы был позитив и радость, эту радость сохранить. Но общество должно этого хотеть, и ты все правильно делаешь, что про это говоришь. «Общество, захоти, пожалуйста». И государство начнет двигаться. Государство движется, но медленно. Что будет, когда общество запрос вырастет сильно? Потому что я смотрю статистику, в России только 15,4% населения пожилых, а в Японии, например, 30%. Уже больше, чем 15,4%. Поэтому в Японии запрос очень прост. Я, кстати, в Японии жил. Я знаю, познакомился немножко с культурой старения. Во-первых, в Японии есть такие вещи, которые, когда берешь человека на работу, должен поговорить с его родителями. Это такая странная сначала казалась мне практика, но потом я понял, в чем там интерес. Дальше. Абсолютно перевернутное понимание. Твое здоровье не принадлежит тебе. Твое здоровье — это не твое. Это здоровье принадлежит твоим детям. Тебе принадлежит здоровье твоих родителей. Вот такое у них понимание ценностей. Таким образом, если ты становишься в пожилом возрасте больным, ты лишаешь своих детей молодости, потому что они не могут карьеру сделать, они должны за тобой ухаживать, они за тебя переживают, они не могут быть спокойным. И поэтому люди заботятся о своем здоровье для того, чтобы дети прожили достаточно целую жизнь. То же самое по наследству говорят. Наследовать деньги своим детям или нет. В Японии этот вопрос особо не стоит, потому что люди в наследство получают, когда им уже 70 лет. Если ты хочешь, чтобы, раз говоря, жить богато до 70 лет, заработай сам. Если хочешь от наследства быть богатым, то я в 70 лет. И последнее, что у них существенно отличается, это, конечно, вот эта ответственность детей, жить с родителями. И они живут трема поколениями, да, соответственно. Это, конечно, сильно продлевает. Потому что когда думают, смотрят, где люди живут долго и в достаточно хорошем состоянии, пытались диету изучить, там много изучали, да, диету, потом думали, что это зависит от поверхности, что там, где много в гору ходят люди, там, они живут дольше, да, что это от физических упражнений зависит. А потом выяснилось, что все-таки самый определяющий фактор – общение. Общение. Вот то, что мы говорили, общение и собственная нужность. Когда человек не нужен, он умирает. Поэтому давайте сделаем так, чтобы люди были нужны, чтобы мы были друг другу нужны, чтобы мы понимали, что это самая-самая главная ценность. Вот это плохо. Как это понять в практике? Есть вещи, которые невозможно понять в теории. Есть вещи, вот, например, доброта, да, человек. Очень многие люди, ну-ка, по каким-то жизненным обстоятельствам перестали верить в доброту, да, там, они очень хотят это вернуть себе, но потом пробуют, пробуют. И просто вот есть такой free hacks campaign, когда люди обнимашки бесплатно давали, да, там вот очень мощный эффект. Есть вот волонтерство, наверное. Ну да, у нас очень много таких простых программ, которые даже денег не требуют. У нас есть программа, например, «Внуки по переписке». Это как раз для тех, кому нужны и free hacks, и ощущения нужности. Выбираешь себе пожилого человека, с которым начинаешь переписываться. Часто это письма в один конец, а потом тебе вдруг отвечают, это вообще обалденная радость. И ты начинаешь ему писать, рассказывать про себя, делиться своими радостями, тревогами. И человек, который дико одинок, ждёт этих писем. И очень часто ты, когда приезжаешь, у нас безумно трогательный случай, когда очно люди там три года переписываются. Вот, например, внучка, которая уже реально стала внучкой, едет там в какой-нибудь другой регион, там в Свердловской области, к своей бабушке, которая реально стала для неё бабушкой, там в дом престарелых, когда они в сельскую местность. И они обнимаются. И вот я думаю, там счастье зашкаливает, потому что они обнимаются, радуются, ревут. Ну, то есть встретились родные люди. Не надо думать, что это нельзя, это очень просто. Или, например, пожилые люди на дому у нас. Очень много программ, которые вот как телефонное волонтёрство. У всех найдётся там 15 минут в неделю. Ты выбираешь пожилого человека, с которым ты готов созваниваться там раз-два в неделю. В пандемию это особенно актуально, потому что нехватка контактов людей убивает. И становишься ему, ну, другом таким по телефону. Регулярно общаешься, ну, и ты сам кучу всего получаешь. Вот. А про бизнес-идеи. Вот ты сказал про то, что нужно строить дома престарелых. Смотри, есть ещё и в поддержку родственников. Даже вот так скажу. То, что ты говорил, что действительно классно быть в семье, есть один момент, который безумно пугает. Я думаю, что он всё равно будет пугать каждого из нас, если не будет выстроена грамотная поддержка от государства. Государство делает всё не быстро. Хорошо, что начало делать. Поэтому мы как фонд сейчас выстраиваем те куски и стараемся, чтобы максимально быстро строились, которые нужны прямо сейчас. Страшно стать обузой. Не страшно быть старым. Страшно стать обузой для других и видеть, как силы кончаются у тех, кто за тобой ухаживает. Как устают твои там дочка, сын, внуки. Это правда пугает. Я думаю, это пугает всех. Поэтому первое — ЗОЖ, как ты говорил. А второе — понимать, что выстроено. И без этого никак. В Японии одна из лучших инфраструктур долговременного ухода. Потому что там очень много людей, которые имеют зависимость. И они хотят жить классно, полноценно и не быть обузой семье. Да, семья участвует, но по силам. В России сейчас пока эта система не выстроена. Она только выстраивается. И наш фонд с государством это пытается делать. Но чего же мы ждём, если мы знаем, что делать? Есть очень большой запрос, к примеру, на такую штуку, как возможность днём быть в обществе, но при этом жить дома. Дневные центры. Daycare center или как угодно. Забыла, как это? Ну что-то. Flage center. Это тоже в Германии очень много. Люди живут дома. Люди уже ухудшаются по здоровью. Но они всё равно хотят жить дома, хотят быть полноценными. Соцслужбы забирают человека утром, возвращают человека после обеда или вечера. И днём он там общается, тусит, ест, разговаривает. Возвращается вечером, когда дети пришли с работы, усталый, довольный, в семью, которая ему рада. Вот этих штук у нас, знаешь, ты не поверишь, буквально очень-очень мало. Их в регионах, мы пытаемся, чтобы они создавались. Запрос огромный, а инфраструктуры нет. Поэтому социально активный бизнес АУ, мы вам во всём поможем. Это будет огромный спрос. Я думаю, это просто будет сверхбольшая вещь. Да, но пока спрос есть. Океан голубой. Мы не знаем, что делать, куда надо покричать, чтобы бизнес пришёл вот сюда. Потому что очень классно сделать очень простое здание, конфетку. Когда человек туда приходит и говорит, вау. И мы когда видели, государство начало их делать. В Амурской области пожилые люди из сёл, вот рядом с районным центром, с городом Бовка, село. Вот они приезжают. И первое, что вау, потому что они видят помещения красивые, дизайнерские, оформленные. Где есть красивые кафетерии, а не вот эта столовая, как мы все в страшный сон. Им хочется туда приходить. И туда же вечерами приходят их дети, которые устали от ухода, устали от рутины. Они пьют там чай, они общаются. С ними говорит психолог. Это всё стоит... Ну вот весь софт, очень дешёвый, отдаёт ощущение вот такой поддержки и счастья огромное. Поэтому, Оскар, ты всё можешь, я верю. Ну, находи правильных людей, которые будут инвестировать в экосистему, в качестве жизни. Я думаю, это очень интересно. Это правда классно. Я думаю, это тренд. Я думаю, это мега-тренд, который следующие 30 лет будет только прирост. Спрос будет огромный, да. И платёжеспособность этих людей будет расти постоянно. Сейчас эту роль выполняют парки частично. Я живу рядом с парком, и в шахматы играют, и танцы танцуют. Каждый вечер там танцуют просто. Это потрясающе. Просто это какое-то невероятное зрелище. Но как быть тем, кто сам не может дойти до парка или кто в нём заблудится, потому что уже немножко потеряется. И когда ты даёшь возможность таким людям, которые уже немножко уходят в темноту, задержаться, не остаться в одиночестве. И когда... Ну, первое, что это там встречает, там какое-нибудь welcome-чаепитие. И когда ты слышишь, что от пожилых людей, они говорят, мы в ресторан попали. Мы просто, ну, абсолютное счастье. Потому что люди дома в одиночку, когда дети на работе, они даже не едят нормально. Никому из нас в одиночку неинтересно, вкусно, долго есть или там сидеть, выпивать чай. Это всё хочется делать вместе. Поэтому такие места, куда будут привозить, помогать, доехать людям уже с зависимостью, но мы как фонд сделаем всё, чтобы вам помочь выстроить ваш бизнес-проект. Но это просто супер нужно. Это облегчит жизнь кучи семей. И вам на будущее точно такая инфраструктура будет нужна, но хай-тековская. Потому что мы с вами будем приезжать в классные места, и ты будешь вести лекции в сто с чем-то лет и подкасты. Но да, тебе, может быть, помогут доехать. Я очень надеюсь, что мозг выдержит. Я уже вижу третий гость, третий учитель у меня. С первого мы говорили про проекты, а оказалось, что проекты — это только способ, чтобы нас окружали люди. С вторым человеком мы обсуждали духовность, но там оказалась духовность — это в основном связь с людьми. Теперь мы обсуждаем старость. Оказывается, главная проблема — это одиночество, и самое главное — это общение. И как-то это все как раз самое длинное исследование про счастье, которое было, говорило, что 80% — это топ-10 отношений, которые в твоей жизни есть. Они определяют на огромный процент, какой-то там 60-80, они спорят, ученые. Что ты будешь чувствовать? Получается, мы должны как-то что-то сделать, чтобы в свою старость мы будем бояться меньше, если не будем видеть там одиночество. Если мы будем видеть, что сейчас наши соотечественники в старости живут очень классно, счастливы и полно, тогда мы просто будем завидовать им, что теперь у них есть, что у нас тоже будет такая возможность. Знаешь, мне очень смешно, у меня по моей работе, ну понятно, ребятята слышат, что я говорю, ну вот у меня там Митька, старший сын, он все время говорит, мам, значит, как я хочу на пенсию, сейчас надо ходить в школу, уроки эти вечные, каникулы короткие, потом опять школа. А вот самый классный период жизни — это когда ты уже на пенсии, ты можешь делать все, что хочешь, тебе еще, значит, какие-то деньги платят, и ты можешь заниматься любимым делом. Я говорю, да, Мить, ты в принципе прав, за исключением некоторых нюансов, но в идеале это должно быть так. Ну вот, давайте думать тоже так, как думают дети. Ребята, кто-нибудь по времени мне подскажите, у нас есть еще три минуты, чтобы… Да, чтобы… Вот так быстро проходит час. Есть ли что-то, что ты хотела сказать, что ты не успела сказать? Ну что нам вообще явно надо минимум столько же времени, чтобы хотя бы подступиться к теме, что очень классно, что ты про это говоришь, люди боятся, и когда ты снимаешь их страх, вот я говорю, вечером посиди, подумай, сколько людей ты сделал счастливыми за счет того, что ты уменьшил их страх и дал им всякие инструменты, как начать чувствовать это счастье. Это прям классно. И третье, я директор фонда «Старость в радость», я не могу не поагитировать всех приходить к нам. Сейчас будет Новый год, и у нас будет самая большая акция по поддержке пожилых людей, кто живет дома и остался в изоляции, или в домах престарелых изолирован. Мы хотим не только подарить им подарки, не хотим не только там… Более 70 тысяч пожилых людей, на минутку, в 50 регионах, кто ждут нашей поддержки. Мы хотим сделать самый большой в мире классный новогодний стол. Мы будем оплачивать продукты, а сами пожилые люди вместе с семьями или вместе с теми, кто за ними ухаживает, будут креативить и готовить. Будет это оливье, или селедка под шубой, или там, я не знаю, какие-то невиданные другие блюда. Мы хотим в это проинвестировать, чтобы у людей был праздник, который они сами себе сделают, а не подачка. Поэтому, чтобы это получилось, приходите к нам на сайт фонда «Старость в радость». Мы буквально завтра эту акцию начинаем. Дарите людям возможность сделать себе супер Новый год и вообще качественную старость. И за это спасибо тебе огромное за то, что ты несёшь вот это в мир. Бесперерывно. Несу целый час уже, надеюсь, что нас слушают. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Оскар, спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Во-первых, калорийность Сколько энергии ты тратишь Сколько ты принимаешь Это универсально Для всех людей плюс-минус Есть правила, которые все-таки универсальны Салат никому не вредит Я пока не видел человека, который говорит Салат для меня Это то, что сделало меня больным человеком Все-таки есть фундаментальные законы Я не диетолог Но если углубляться в эту историю То вы увидите там вот эту тарелку Где занимает место фрукты и овощи Где занимают, соответственно, какие-то крупы и прочее Мясо, рыба Вопрос сбалансированности Я так понимаю, проблема современного человечества Вечно спешащего человечества Она в том, что, во-первых, эти перекусы набегут Во-вторых, этот огромный соблазн Всего фастфуда, который есть И на самом деле начать надо С каких-то элементарных простых вещей Даже просто, если судить по покупателям вкусов И тоже тут, смотрите, что сказать Про людей, которых глобально интересует история С этикеткой Это порядка 10% на самом деле Покупателей вообще всерьез готовы Читать, что там в составе Кто-то куда-что добавил А глобально большинство им Ну надо, чтобы было вкусно Все, заберем вот это быстренько Я способен продолжать пока Сейчас проанализируем Это требование моей супруги Которая сказала, что я не должен рисковать жизнью Если в какой-то момент будут сбои моего мозга Я должен остановиться Ну да, в принципе, по команде я понял, что никто не понимает Продержится ли марафон реально 60 часов Ну а как можно понять? Да, да, это прикольно Соответственно, никто не способен читать этикетки Не никто Их не очень большая категория этих покупателей И условно только на них бизнес строится неверно Если рассмотреть там, не знаю, вкус всю жизнь Сколько он развивается В его адрес много идет разного рода критики На тему, что типа, ну нифига себе здоровое питание Посмотрите, какое количество у вас там десертов сладких Задача же была в другом Задача была в том, чтобы ты даешь продукт Который максимально чист по составу То есть там нет маргарина Соответственно, если это торт, да, лучше от него отказаться И вот на самом деле, если говорить про супер здоровое питание В современном мире Начать надо просто с отказа от сахара Сахар реально уже со всех сторон признан Наркотик современности И какие болезни он за собой несет Еще нам всем предстоит только понять Хорошо, как это сделать? Все это знают Начинать, ну как минимум, начинать с ограничений То есть там не упара Потому что действительно здесь есть прямая зависимость Как сделать это? Тут я говорю, я не нутрициолог, не диетолог У меня нет советов Потому как это надо делать Вопрос в том, что вроде как бы сейчас Все, я не знаю, исследователи человека Они говорят о том, что совсем запрещать нельзя Потому что так или иначе случится срыв И будет еще хуже Вопрос в дозирности Можно все, но дозировано Да, ну вот это хорошая рекомендация Тем не менее Вот другой аргумент звучит так Совокупно человек за жизнь Если всю жизнь взять Получает огромное количество удовольствия от еды Огромное Если взять вообще всю совокупную минуту удовольствия Минуты Еда занимает огромную И когда мы с животными Вот у меня, например, собака сейчас живет Тот, кто его кормит, того он и любит Ну как бы Все очень просто с собаками Ну как бы Там есть еще другие элементы Кто-кто в стае и так далее Но базово еда выполняет огромную роль Да, как бы Вот это его награда У него есть Его работа – это жизнь Его награда – это еда Плюс ко всему очень понятная награда То есть почему у людей там случаются зажоры Когда ты совершенно не понимаешь Что с тобой происходит в жизни Ты не знаешь, о чем мечтать Не знаешь, что ты хочешь Чего добиваться У тебя есть такая понятная награда самого себя Потому что есть, что ты хочешь всегда при этом Ты начинаешь постепенно, помаленечку, потихонечку Увлекаться этим И превращаешь это в какой-то культ Я так понимаю, что развитие личности Оно же тоже достаточно Нет, вот теперь человек говорит Здоровая еда невкусна Здоровая еда – это огурцы Какие-то низкожировые творог Или что-то еще А я хочу Как я могу лишить себя Вот этой радости в жизни Такая мысль звучит И то, что ты тоже говоришь Как вкус У вас тоже конфликт интересов Вы с одной стороны хотите здоровое питание С другой стороны Вы должны удовлетворять спрос Просто для себя вкусвилл Какую концепцию сформировал Что в первую очередь Когда на рынке появлялся вкусвилл Задача была Не накормить всех листиком салата Задача была Бороться с массовой масштабной фальсификацией Потому что в тот момент Девятый год запуска проекта Производители массово захимичивали продукты И причем удивительно Но это было требование торговых сетей Для того, чтобы То есть поскольку очень длинные бизнес-цепочки Продукт надо произвести Привезти, где-то хранить То есть пополнять товарные запасы Производитель сам выходит Точнее торговая сеть Выходит к производителю И говорит Ты напихай в продукт, что хочешь Мне не важно, что ты туда напихаешь Мне важно, чтобы он не вспух Не скис И хранился как можно дольше Отсюда вся эта химическая революция Началась Поэтому вкусвилл боролся Не с тем, чтобы всех пересадить на огурец Вкусвилл сказал Я дам продукт В котором состав будет максимально понятный То есть да, это торт От которого действительно лучше отказаться Если вы хотите Там есть сахар, да Но там не будет маргарина Там не будет вот такого состава Соответственно, у нас там есть В кулинарии особенно Например, салаты с майонезом Майонез — это тоже далеко не самая полезная история Но при этом внутри В составе у тебя Не будет колбаса вот с таким составом Там будет мясо Какое-нибудь отварное И поэтому мне кажется, что Это гораздо первостепеннее Потому что Во всяком случае Когда мы только начинали Запускали проект То таким, знаешь, самым любимым типом клиента Были мамы с маленькими детьми И которые говорили Что мы покупали продукты Там вот у того-то, у того-то И у меня у ребенка была аллергия Стали покупать у вас И мы увидели, что вау Вот что такое чистый продукт И на самом деле Еще про историю С такими супер-супер полезными продуктами И про то, что они не очень вкусные Как ты говоришь Михаил Гончаров Он часто пишет на эту тему Это теремок основатель, владелец Он часто пишет на эту тему Что, говорит, меня бесят все эти исследования Про то, как, значит, натуральные продукты Завоевывают мир Потому что мы по своим продажам Видим абсолютно Что людям нужно, чтобы было Максимально калорийно Максимально сытно И вот там любой блин С какой-то странной субстанцией Он совершенно не продается У него будет полтора клиента Да, условно То есть с точки зрения бизнеса Он не может В ассортименте не может оставаться Такой продукт Вот, в принципе Вкусил, формируя матрицу Ну, видит эту закономерность тоже Потому что особенно, когда только начиналось Развитие истории с кулинарией Формирование ассортиментной матрицы То был большой упор сделан На какие-то зеленые салаты На салаты с лимонной заправкой И прочее И в итоге Потом в качестве эксперимента Посмотрели, как продается боевая классика А для нашей страны это оливье Значит, салат мимоза Селедка под шубой И на цифрах Конкретных цифрах Увидели, что боевая классика Она на то и боевая классика То есть это то, что словно Входит в генетический код Что ли, россиянин Он готов покупать эту еду Ну, в таком случае Твоя задача сделать его Максимально невредным Нетяжелым для организма Ну, это действительно Очень хорошая минута Давай Самый большой ущерб Уберем, да, сахар Добавим немножко Овощей, клетчатки Чего-то еще Не сильно меняя Фундаментально Даже это людям не удается сделать Абсолютно так Я вчера только на фейсбуке Видел пост Парень пишет Что я легко отказался От алкоголя Но говорит От сахара я не могу отказаться И даже я не ем сладкое Притом, да То есть просто сахар везде Он сейчас действительно Там берешь состав Я не знаю, какой-нибудь колбасы И ты видишь, что сахар в составе И в этом плане Огромная проблема Для тех, кто страдает диабетом Например, да Потому что они действительно Ищут эти продукты Они не могут их найти Потому что сахар Он либо скрытый будет у тебя Либо, значит, заявленный Ну, вроде вот условно Мясной продукт Какой там сахар Откуда бы казалось А он в рецептуру входит И, конечно, все диетологи Врачи, кто занимаются Нутрициологи Они стучат, бьются Но, на мой взгляд Это тоже какая-то история Которая получает развитие Только пока На данный момент Судя по всему Аудитория настолько не сформирована Для того, чтобы просто взять И открыть магазин Условно товаров без сахара Вообще Скорее всего он закроется просто Я это тоже на цифрах проверил У нас тоже есть сеть И там мы заменили все снеки На альтернативные снеки Которые, ну, хорошо для здоровья И трафик в этих магазинах Упал на 40% Люди даже перестали приходить Даже не то, что там перестали Они просто даже Мозг даже их туда не приводит Просто зачем туда ходить Там ничего нет интересного Ну да Это же примерная похожая история Вот с экологизацией всего вокруг И вся, да, то есть люди вроде С одной стороны созрели До того, чтобы более, скажем Осознают, короче, что вот Экологичность Это хорошо И от бизнеса требуют этого То есть вот там Если взять в разрезе всех Обращений от клиентов Там, ну, процентов, наверное 7-8 вкусвело, я имею в виду Будет на тему Не экологичной упаковки То есть очень много вкусвело На эту тему Получает обратные связи У нас есть отдельное Подразделение экологов Которое этим занимается Я тут не могу прям супер глубоко копать Но я тоже вижу, что при этом экология В понимании массового клиента Массового покупателя Это должно быть что-то очень простое То есть не дай бог Какое-то лишнее действие Например, помыть бутылку Это уже чересчур Да, то есть как бы ты Когда ты рассуждаешь И думаешь, что вот Мы принимаем пластик Но принимаем только чистый пластик Там, если вы сдаете бутылку Из-под кефира Будьте добры ее помыть Вот это уже все Очень сложное лишнее действие Клиент рассуждает Я лучше выкину И упрекать клиента В этом ни в коем случае нельзя Задача как бы Каким-то образом адаптироваться под это Если мы все играем в одну игру Но сейчас, блин Со всей этой коронавирусной ересью Мне кажется, все вообще потуги Экологов по всему миру Они просто перечеркнули Всеми этими масками дряными Извини меня Если уже там находят В Марианской впадине Маски там где-то на берегу Тихого океана То, ну как бы, наверное, уже В общем, можно понимать Вот это парадокс, понимаешь Что ты говоришь Это такие страшные вещи На самом деле, если так подумать Смотри На словах Мы исторически имеем Самые лучшие знания Про питание Как он влияет на тело Мы знаем почти все Сейчас уже нет людей Которые не знают Что сахар Есть столько документальных кино Которые там Просмотрело 40 миллион человек И так далее Но цифры Фактических действий Идут полностью В противоположном направлении Чисто правое Соответственно, бизнесы Торговые сети Которые Товарораспределяющие системы Которые нам Нас снабжают едой Они оптимизируют Просто конверсии Там, трафик Ну, как бы Они оптимизируют Коммерческие какие-то отклики Соответственно И приводит это к тому Что Я вот один раз Ездил на велосипеде 100 километров Хотел на велосипеде проехать Я еду, еду, еду Ты про рекорды, да? Ну, это там 100 километров на велосипеде Это немного Но я там В какой-то момент Чувствую сверхголод Сверхголод А у меня не было больше питания И я смотрю в пол И я чувствую сверхголод И я поднимаю голову Чтобы искать, где купить Покушать что-нибудь И я просто поднимаю голову И прямо здесь киоск И там Кока-кола Сникерс Там Все плохое Ты представляешь себе Какая дистрибуция У этих вещей Ты можешь себе представить Что вот Где-то в горах На Лансероте Когда я случайно Проголодался Там стоит киоск Вот прям там Который мне Видимо там часто Люди Там В конце горы И там стоит Там не было опции Какой-то Цезарь салат С курицей И так далее Там были только шоколадки Только вот всякие снеки А дистрибуция Продуктов питания Вот то что ты говоришь Экологически чистых Они проигрывают В конверсии Они не могут распространяться И конечно в этом плане Если уж Там подводить Эту тему К игрокам на рынке Да То там Знаешь У Кусвелла Немало есть проектов Совместных с другим ритейлом То есть И искренне так люди удивляются Ну как так Вы вроде должны бодаться Лоб в лоб Там с X5 например Да Совместный проект Когда Кусвелл помогал Перекрестку В формировании Фреш-полки Вот А вы Вот мол Своими руками И помогаете Тут на самом деле Формирование этого рынка Этой привычки Оно произойдет Только в том случае Если включаются все игроки Потому что в одиночку Конечно Никакой жизни Вкусилл с этим не вывезет Потому что Твой пример Это максимально яркая Иллюстрация этого Потому что Это очень мощная Дистрибуция этих продуктов Они понятны Они узнаваемы Они действительно Как бы решают проблему Там Так или иначе Вот Я При этом У меня как бы нет Какого-то пессимистического взгляда И вообще Не хочется посыпать голову пеплом И что типа Все катастрофа везде Мне кажется Эта история Все-таки Она про осознанность И про то Что у людей Самое главное Сегодня все равно Есть выбор Потому что Есть и другие проекты Например Которые доставляют еду В которых Экологичность продуктов Она значительно В большей степени Чем допустим Даже у Вкусилла Ну хорошо Это же круто Потому что ты Не единственный на рынке Есть какие-то игроки Которые появляются И готовы То есть если Формируется спрос То в общем В целом Конечно Предложение появится Да Систей могут на это повлиять Но конечно Ты прав Что у человека Сейчас есть выбор Как минимум Уже В Лансероте На горе У меня не было выбора Но в городе У тебя есть выбор Все равно Этот выбор Я там Три или четыре года назад Я думал Инвестировать В салат-бары Которые делают Вот эти Супер Как бы Чоп-целлет Вот эти всякие Очень порой Но они стоят дорого Они не пошли В Берлине Например все Кого я смотрел Обанкротились Потому что Сейчас Здесь кто-то Может выключить Звук этого Айпада Пожалуйста И Они обанкротились Потому что Там люди говорят Ровно тот аргумент Слушай В этом салате Пятьсот калорий А стоит он Пятнадцать евро Да А кебаб Там Или какой-нибудь Базовый Я там за Три евро Купил Тысяча двести Калорий Какой Большинство людей Все-таки бедные И они Не могут Де факто Люди этот выбор Не делают Так или иначе Да Вот я вот Я все равно думаю Как же все-таки Платить рано или поздно Придется Смотри Что происходит Ты делаешь Свои выборы Да Там Один раз Два раза Исключение Там еще одно Исключение Там Тортик лишний раз Второй кусочек Третий кусочек Не смог остановиться Да Там Ну и там Овощи видишь Там раз В год Там какие-то Да Холодильник открываешь У тебя в холодильнике Где у тебя полная власть Тоже самый набор Да И получается Потом Диабет Потом Проблемы со здоровьем Диабет он влияет И на умственную деятельность На все остальное Дальше Эпидемия ожирения У нас в мире сейчас Эпидемия ожирения Да Эпидемия Если говорить про Америку Более 50% Населения Америки Считают Что у них Лишний вес Более 50% А в стадии Там такого Клинического Ваши там Бимай Выше 30 Там с чем-то Находится там Каждый четвертый Чуть не 100 миллионов Человек Которые находятся В стадии Когда это уже Мы же про счастье Говорим Вот ты весь счастливый Кушаешь Как хочешь Делаешь свои выборы Потом тебе 30 лет У тебя диабет У тебя вес 105 килограмм Никто с тобой уже Не хочет Не в кровать ложиться И ты становишься Злобным Ты становишься И вот А по тебе еще жить там Ну да Тут вопрос Знаешь В состоянии Или в массе Своей человек Простроить вот эту цепочку Потому что это все-таки Из разряда Какого-то долгосрочного Планирования Вот я Америкой Не буду Приводить пример У нас своих проблем Предостаточно В данном случае Сейчас вспомнил Россия Огромная же страна Россия та же самая Эпидемия Это так В России Еще есть Огромное количество Особенно Вдали Сильно вдали От Москвы Огромное количество Проблем с бедным Населением Знаешь Вот иллюстрация тоже Я не буду называть Торговую сеть В Челябинской области И у них значит Ассортимент Я просто приезжал туда И у них ассортимент Он просто из Максимально Самого стрёмного Товара состоит То есть вот Как бы самый дешевый Самый просто Я состав смотрю У меня просто слезы Ужасы Там наверное 50% ассортимента Это алкоголь Это так Соответственно Аудитория у них Шире чем просто алкоголь И туда идет Мама с ребенком И мороженка Которая стоит 17 рублей Важно понимать Что для того Чтобы эту мороженку Произвести Привезти И продавать За 17 рублей Там как бы молока Даже не снилось Корова там вообще Не старалась То есть в этом Мороженом Максимально ужасный состав И она его покупает И покупает ребенку Эту мороженку И при этом Там просто у них Спрашивали Проводили опрос И спросили Ну типа Вы понимаете Вообще Что это не очень Качественное мороженое Она говорит А мне честно Да балды У меня если честно Выбор стоит такой Либо коту корм купить Либо ребенку мороженое Потому что Прикинь Уровень проблем И она захотела В этот момент Сделать ребенку приятным У меня честно Там чуть слезы Не навернулись Потому что Ты здесь вроде Пытаешься Что-то про счастье Рассуждать Какие-то Ведь не ты лично А в смысле Мы как вот Здесь живущие У нас есть выбор с питанием С другой стороны Проблематика Там по ту сторону Совершенно какая-то другая И она Я не знаю Она решаемая людьми Конкретно или нет Но фактически Они оказались Там заложниками Этого положения И с ними разговаривать На тему Что с ними будет Через 30 лет Честное слово Вообще бессмысленно Диабетный диабет Сегодняшний день есть Сегодня мы прожили Как дальше уже Черт его знает Это так Сто процентов У нас тоже Одно время Самый продаваемый продукт Было 5 килограмм лапши За 100 рублей 5 килограмм лапши Это почти 50 тысяч калорий За 100 рублей Это можно Неделю жить Образно говоря Это кстати Объясняет В том числе Что сейчас Красивое тело Если ты можешь Ходить С процентом жира 12 процентов Или 15 процентов Если видно Что ты прям такой Это элитная вещь Это тяжело доступная Элитная вещь Образно говоря Есть 2000 калорий в день Состоящихся Из полезных продуктов Это стоит В 2-3 раза дороже Чем средний человек Тратит на продукты Правильно Соответственно Это так Или это не так Но либо у тебя Сложная физическая работа Или это миф Просто вкалываешь Как вол В целом Вот это как раз История штатов Что условно Если ты там Селебрити Где-то Ты можешь позволить Себе питаться Этой дорогой едой То есть Чем более ты запущенный Условно Тем более Скорее всего По социальной ступени Ты внизу Но я так понимаю Что здесь еще История же Не только Материальная Составляющая Не только Удовлетворение Вот этих Зон мозга Которые отвечают За удовольствие Через еду Но здесь еще История Вот этой зависимости Пресловута А это как раз Всевозможные Химические заводики Которые благополучно Научились Подделывать вкусы Да То есть Добавлять какие-то соусы Которые притягивают Сахар тот же Это все Самая настоящая зависимость И в этом плане Конечно Выскочить из этого Порочного круга Ну бывает очень сложно Ну что Можно либо ждать Точки максимальной боли Встретиться с больницей Пролежать 17 дней В реанимации И потом выйти Либо что можно сделать Ну смотри Вот сейчас Опять же Если Сейчас коронавирус И как раз Не помню Кто озвучивал Что Порядка 80% Кто уже в реанимации У них реально Супер избыточный вес Ну все Вам вот уже казалось бы Вот что тебе еще надо Вот смотри Вот лишний вес Думаешь Да я сам хочу Там бодипозитив А почему это плохо Вот пришла эпидемия Плохо Умираешь Вот просто плохо Как бы Нет Это не является Действительно Лишний вес Это как бы Смерть Это смерть Как минимум Ускорение Конца жизни Вот так Потому что В принципе Опять же Это признана Всемирная организация Здравоохранения Что История Как раз Вот все К чему приводит Сегодня Пищевая революция Да Она собственно Влияет В конечном итоге И на настроение И на физическую активность Ну и на счастье В конце концов Получается Смотри В нас Как в человеке В тебе Во мне Заложен Дефект Искажение Нашего мышления Да Соответственно Это искажение Наш Потому что Эволюционно Наш мозг Вырос в условиях Не таких Как сейчас Абсолютно Наш мозг Который Действительно Раньше Если ты находил Сахар Его надо было съедать Полностью Целиком Пока он есть Сейчас У нас есть Искажение Которое Приводит К плохим Последствиям Однозначно Да Теперь мы знаем У нас есть Это искажение Мы знаем Это И мы должны С этим Что-то Сделать Если 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 С этой Проблемой Не справиться Счастья Будет Мало Ну Вероятно Здесь Как раз Поскольку Человек В целом Существо Достаточно Слабое Здесь Получается Получается Справляться Тем Кто Условно Может Делать Плюс Один Шаг Выйти Из Этого Порочного Круга Потому что Конечно Разорвать Цепь Вот опять же Вся Коронавирусная Мракобесия Которая В этот Период У многих Людей Разорвались Привычные Цепочки Когда У тебя Хотя бы Не знаю Движение Было То есть Ты сейчас Просто Уже Тебе Фактически Даже В метро Спускаться Не надо На работу Ехать Не надо Даже Если Ты Офисник И Всю Жизнь Сидел В офисе Тебе Даже Это Лишнее Действие Стало Ненужно Действовать Ну Блин Ну Все Это Путь В какой-то Одной Большой Трагедии Фактически И Оно Накладывается При любой Непонятной Ситуации Ты что Начинаешь Делать Открываешь Холодильник И начинаешь Жрать Да Ну вот И у тебя Ты на самом деле Очень интересный Человек С точки зрения Что многие Бизнесы Пытаются И я тоже Я делаю Бизнес Чтобы делать Мир лучше Вот например Ты пытаешься Объединить Идею Здоровья И бизнес И сделать Какой-то Бизнес Который будет И бизнес И здоровье Людям Нанести Но ты начинаешь Его делать И сталкиваешься С этими конфликтами Интересов Которые у тебя Есть Я вот например Могу Сказать У меня Тоже У нас например Была быстрая доставка Продуктов питания В Германии У нас В какой-то момент Коронавирус Начался У нас Продажи Пива Начали Занимать Больше 50% Оборот Просто У людей Теперь появилась Кнопка Пиво За 10 минут Да Как бы Теперь у нас Раньше у нас в телефоне Не было кнопки Которую ты можешь Она на первом экране Ты нажал И через 10 минут У тебя пиво Раньше Хотя бы лень было Может быть иногда Сходить Спуститься И представляешь Какой конфликт Интересов Ну я как бы С одной стороны Я могу сказать Не мне Кто я такой Чтобы учить людей Как жить Хочет пиво Вот пусть будет Хорошее пиво Мы Качество проверили Но это пиво Да как бы Но с другой стороны Можно там Поменять алгоритм Чтобы он Может быть Видел что-то другое Чтобы пиво было там Спрячено Далеко сзади Или как-то так Но это Очень трудно сделать Расширять корзину Да вот в этом плане Вкусвел для себя Ответил на этот вопрос Еще там Несколько лет назад Что в целом Мы не имеем права Реально учить людей Что им надо есть В данном случае Выбор на них Все люди взрослые Ответственные Но наша задача Дать им этот выбор Потому что во вкусвеле Если уж там про пиво говорить Есть пиво и давно И это так С точки зрения концепции Здорового питания Крайне противоречивый продукт Потому что я помню Это был момент появления Его в ассортиме Да оно качественно Хорошее Все с ним в порядке Но тем не менее Алкоголь остается алкоголем Есть даже Кто-то из стендаперов Шутил на тему Что типа Если я купил пиво во вкусвеле Считается ли И что я значит Начал здорово питаться Это опять к вопросу О том Что человеческий мозг Он все подрисовывает Но когда у тебя Безальтернативно Есть только условно пиво И что-то там несъедобное Так вот задача вкусвела Как раз дать и то и другое Дать возможность Показать что может быть по другому Потому что Конечно если ты Фокусируешься на ассортименте Исключительно Допустим Для диабетиков Но вряд ли ты далеко поедешь Это очень узкая ниша То есть понятно Что во вкусвел Ходят спортсмены Они находят что-то для себя Качки там Кто сильно увлекается этим А во вкусвел Ходят у кого диабет Кто болеет Мамы Аллергии у кого И прочее Но только на них рассчитывать Как бы это Ну в общем И в целом Не бизнесово То есть не выжить И в этом плане Конечно вкусвел Это массовый магазин Для массового потребления Но то что Появляется выбор Еще раз Что это к счастью Не единственный проект Который это делает Но это реально Большое счастье Сейчас в принципе Даже вот есть проекты Которые привозят готовую еду Уже полностью приготовленную Да С максимально так выверенную После нее не чувствуешь тяжести Тебе хорошо живется Хочется Ты выполняешь какую-то Какую-то свою Цель Либо набор у тебя Либо похудение Либо детокс Шикарно Правда шикарно Сейчас в целом Мир улучшается И в целом Это опять сервисы Просто крупных городов Пока Дешево стало Реально Ну недорого Если сейчас Даже предположим Ты дома Подошел к холодильнику И у тебя там Осталась только Одна колбаса И два сникерса У тебя сейчас есть кнопка Десять минут И у тебя будет салат И это ужасно развращает Вообще Именно в мастер Я еще помню Лет пять назад Когда только появлялась Категория кулинарии В магазинах Вообще исследовали тренд Насколько он идет В Европе И выявили Что уже на тот момент Французы Например Во Франциях Практически Новые квартиры Которые сдавали Строили Практически Отсутствовала кухня В них Потому что Она была не нужна Там была комнатка Для приема пищи Но условно Не нужна плита Холодильник Вот это все Потому что люди Перестают готовить Мне кажется Москва сейчас четко Деловая как минимум Москва въехала В эту историю Потому что Действительно Ты просто окружен Сервисами со всех сторон И все эти Безумные агрегаторы Которые сейчас бьются Я вообще с удовольствием Наблюдаю Потому что все Вот эти ребята Сбера, Яндекс И прочее Они же Чем занимаются? Они занимаются тем Чтобы окружить тебя сервисами Максимально быстро Тебе привести Все сделать Сказать Дорогой клиент Ты вот родись Ты главное родись А мы тебя от рождения До смерти проведем Ты будешь путешествовать С нами Учиться у нас Еду будешь нашу есть Вырабатывать у нас Винок похоронный Купим тебе Все сделаем Мы все тебе сделаем И это действительно Какое-то интересное Изменение Именно в бизнес-ландшафте Конечно Наверное Так или иначе Когда все наедятся Устанут от этих экосистем Потому что сейчас же Все кинулись их строить Так или иначе Случится вот этот Возврат в крафт Когда захочется Какого-то не сетевой ресторан Не супер быструю доставку А чего-то такое Не знаю Очень крафтовое Где какой-нибудь итальянец Сидит, готовит Возможно Но пока запросы Не, уже было много попыток Самая заменитая история Это АОЛ Когда все подключались Когда-то к интернету Через American Online Это было просто Подключение к интернету И в какой-то момент АОЛ посчитал У них капитализация Была 100 миллиард долларов Одна из самых дорогих Компаний мира Они посчитали Что в принципе Людям никуда Уходить от нас не надо Они сделали Стартовую страницу Потом они сделали Свой мессенджер Свой имейл Свои новости Все Все Им сказать Зачем вы вообще интернет Пусть это будут Приложения Это кончилось тем Что потом Компания была продана За 1 миллиард долларов И потом вообще Ушла ни в куда Это как-то противоречит Человеческой психологии Человек не хочет Все свои потребности Удовлетворять в одном месте Как-то Что-то Что-то Сдерживает человека От этого Я не знаю В конечном итоге Клиент Он же вообще Такой Разносторонний Потому что люди разные Клиент Он же в первую очередь Человек Поэтому собственно И запросы разные Вот я Что-то сейчас Точно вижу Поскольку как раз Плотно достаточно Исследую клиента С разных ракурсов Что Что клиент Точно стал требовать От бизнеса Это дистанции Причем Ну вот не коронавирус На дистанции В полтора метра А он говорит Чем меньше Ты бизнес Со мной коммуницируешь Вообще Чем меньше у меня Точек контакта С тобой Тем мне На самом деле Спокойнее и веселее Вот И я уверен Что вот эта доставка Которая Доставка у двери Когда ты даже С курьером Не соприкасаешься Она же уже сейчас В общем Масштабно действует Это просто Я сейчас инвестирую Очень много В этот сегмент Это просто Люди даже еще Не понимают Насколько это будет Большое Это просто Это будет Это будет просто 25 процентов Всего Что мы съедаем Будет через приложение Заказ Через приложение И вообще без контакта Какого-либо Знаешь Я люблю пример Это тоже Он удивителен По своей Прогрессу По своему Еще наверное Года 3-4 назад Вкусвилл Не мог представить Что в магазинах Будут стоять Кассы самообслуживания Потому что Что такое Касса самообслуживания Это подошел Сам отсканировал Сам оплатил Нет продавца Почему не мог представить Потому что Исследуя клиента Исследуя причины Условно По которым Он может назвать Сервис Вкусвилл Высоким Хорошим Всегда в топ-3 причин Было то Что продавцы Во Вкусвилле На кассе Очень аккуратно Упаковывают товар У них действительно Высокий уровень Насмотренности Они аккуратно Складывают коробочки У тебя ничего не порвется И естественно Своими руками Взять и отказаться От этого Топ-3 причин Это самоубийство Очень аккуратно Вкусвилл Протестировал гипотезу Посмотрел На нескольких магазинах Кассы самообслуживания И знаешь, что увидели Что созрел клиент Которому оказывается Нафиг не надо Вот это подхождение На кассу Потому что клиент Становится интровертом Клиенту хорошо То есть да Это не 100% клиента Это порядка 30% От трафика Готовы пользоваться Такое самообслуживание Причем С точки зрения Технологического развития Это же тоже олдскул Ничего невероятного В этом нет Это не Amazon Go Где ты вышел И не заплатил Но ты лишаешься Неходимости Коммуницировать С продавцом Отвечать на вопрос Про пакет и прочее И прикинь Стали писать благодарности Суть в которых заключалась В том Спасибо, что можно Зайти в магазин Купить продукты И к обслокам Ни с кем не общаться Вот потребность Современного клиента Я помню Я этот пример Рассказывал ребятам С корпоративного университета В Сбера И чувак один руку поднимает И говорит Слушай Вообще Люто плюсую Раньше так бесило Заходишь Надо вынимать наушники Музыку Прерываешься Разговариваешь Сейчас делаешь это Все без проблем Но я знаешь Что заметил Одно лишнее действие Появилось Меня стало раздражать Доставать телефон Для того чтобы оплатить То есть представляешь То что раньше С супер прогрессом Выглядело Как будто бы Время еще Не знаю Лет 5 назад Было вау круто Можно просто выйти Без всего С одним телефоном Оплатить То сейчас это уже Становится лишним действием Тягостным И он говорит Сделайте оплату лицом Чтобы просто посмотреть И вот эта трансформация Клиента Она происходит Независимо от того Хочет этого бизнеса Не хочет этого бизнеса Просто клиент Он развивается Вперед за технологиями Вместе с технологиями Вот И конечно Сейчас Если говорить Про кассы самообслуживания Порядка 90% Магазинов Уже с этими кассами Просто потому что Понятно что Созрел свой клиент Он есть И он не хочет Общаться с тобой Как с бизнесом Это здорово И мир улучшается Но это не помогает нам Это не помогает нам Стать более счастливыми Потому что Параллельно с эпидемией Ожирения Идет эпидемия депрессии Да Там Недавно тоже в Америке В Америке просто больше исследований Поэтому Больше половины людей Страдает От разного рода Там расстройств И так далее Потому что действительно Нас обложили Всеми сервисами мира Да Но лишили чего-то другого Видимо Неизвестно пока что Но мы говорим сейчас Про здоровое питание Выбор все-таки есть Я согласен Что даже сам Вот Кстати я считаю Вообще вкус Это такое явление Которое сейчас будет Распространяться По всему миру И так далее Это действительно Вообще в России Родилась Феноменальная торговая сеть Я просто действительно Абсолютно спокойно Могу про это говорить Потому что действительно Немножко по-другому Все работает Почти все по-другому Работает Чем принято И может быть Это даст Другой результат Но выбор есть Все равно Даже сейчас В масс-маркет сетях Ты заходишь Там есть Какой-то выбор Его немного Но сейчас уже Отговорка Что ты не нашел Ничего полезного Абсолютно верно Она как-то Теперь уже В принципе Ты либо контролируешь Свои действия Ты либо понимаешь Искажение твоего мозга Что тебя всегда Будет тянуть в сахар Тебя всегда Будет тянуть на сахар Всегда Ты либо с этим Умеешь работать Тебя всегда будет Тянуть на хрустящее Жирное По фритюре Жареное Это просто Это не потому что Некоторые говорят Это мне мозг Подсказывает Что ему нужно Типа Вот как собачка По лесу гуляет И кушает только Те травы Которые ей нужны Ну травы Травы Это работает хорошо Может быть действительно С точки зрения Выбора Иногда Если у тебя Аллергическая реакция На банан Ты будешь как-то Уже отвращение Чувствовать от банана Потому что Твой организм знает Но Ты знаешь Про это искажение Ты знаешь Что тебе нужно Контролировать Калорийность Прием калорий Чтобы это было В балансе Иначе Это самая главная ошибка Ты принимаешь Больше калорий Чем тратишь Длительное время Это кончается Плохо Но я хотел бы Как этому научиться Во-первых Нужно научиться Наверное Кайфовать От здоровой еды Что здоровая еда Это не значит Что это невкусно Видишь Опять Получается Что это как будто Через боль Кайфовать через боль Но еще раз Я не эксперт И не диетолог Диетологи тоже Ничего не могут Предложить пока Я не знаю Я знаю Что вот есть У меня есть ряд знакомых Которые страдали От зажоров И они благополучно С ними справились Через практики С значит Типа коучами По еде На мой взгляд Это блажь какая-то Но видимо Если есть У общества запрос На это Появились люди Которые Ну типа условно Психологи Которые разобрались Собственно По каким причинам В какие моменты Ты начинаешь обжираться Сладким в частности Почему у тебя Эти есть зависимости То есть это где-то Конечно на уровне Глубины и подсознания Если ты четко знаешь Потому что конечно Жить с собой Бесконечно так Бить по рукам Это ну наверное Так себе С точки зрения Счастья опять того же Потому что если ты понимаешь Да мозг у тебя Рацио понимает Что сахар это вредно Но внутри ты только сидишь Такой сахарный наркоман Только и думаешь Где бы как Ну вряд ли ведь Это чем-то хорошим Закончится Возможно надо пройти Какие-то стадии Когда ты уже просто Ну действительно И у кого-то Это происходит тоже Когда ты запускаешь Собственный организм До такой степени Что потом понимаешь Что вот она У тебя какая-то точка Ты на дно Короче упал И потом начал Вставать Потому что опять же Мне кажется Это диалог В стиле какого-то Морализаторства Все понимают Что вредная еда Это плохо Все понимают Сахар вредный Но не делают Ну естественно Ну хорошо Мне нравится Что у тебя Соединение предпринимательства И здоровья Потому что в конечном итоге Нас окружают Эти сервисы И может быть Решение заключается в том Что смотри По предпринимательски Должно появиться Очень много Хороших бизнесов Вот не было вкусвиль А теперь есть вкусвиль Хотя бы Это в том числе Изменило и пятерочку И другие Какие сети Соответственно Может быть Должно появиться Еще много-много-много Разных бизнесов Может быть Даже которые работают На этих платформах Делают какие-то Другие продукты И это даст Человеку Все многообразие Которое есть Без какого-то Действительно Какого-то Догматического Максимальное разнообразие В выборе Даст человеку Все как бы Ответления Стиля в жизни Которые существуют Ты можешь удовлетворить Да-да-да Чистая правда То есть это комплексная история И правда Поэтому вкус всегда Андрей Кривенко Зовут Основателя компании Вот он всегда понимал Что Конечно В одиночку На этом поле Ну невозможно быть Потому что Когда в девятом году Андрей придумал Концепцию Еще избенки Были торговые точки Он четко видел проблематику Современной торговой сети В которой Ассортимент Собственно Весь захимичен Он очень долгосрочный При этом Есть спрос у тебя С одной стороны Вот Сейчас задним умом Кажется Ну элементарно Ну почему никто Не додумался Почему вот так получилось Вот Но в этом плане Там у Андрея У него просто Свой склад ума Предпринимательская тусовка Всегда там Этим отличается Что как бы Тебели называется Не знаю Как соединить потребности И в общем Выстрелить с каким-то проектом И тогда В девятом году Избернка там была Более инопланетная Чем сегодня Вкусвил И это прогресс Он происходит На наших глазах Действительно По оценкам Еще когда Вкусвил Мы запускали В двенадцатом году По оценкам Порядка десяти процентов Жителей Москвы Вообще хотели Ну как бы Смотрели в эту сторону Так вот Задача конечно увеличится То есть Из тех девяносто Которым пофигу Не знаю Свежих исследований Но Главное Что включились игроки То есть Главное Что формируется рынок Потому что Я помню У нас На практику Приезжал парень Один У него Сеть кофеен Где-то В Сибири И он говорит Я долгое время Рассматривал А он такой Весь крафтовый кофевар У него Какая-то Обжарка Безумная Я долгое время Рассматривал Макдональдс Там Старбакс Таких массовых Игроков Что мол Они мне мешают А я только потом Допетрил головой Что они мне Рынок формируют Вообще Они создают Вот эту привычку Кофе А я уже Должен из этого рынка Вытягивать тех Кто условно Перерос кофе В Макдональдсе Кто хочет Что-то другого Кто хочет попробовать Кто чувствует Эти оттенки Мне так легко стало И так Это про счастье Мне так стало Я так не хотел Воевать с ними Типа пытаться Их как-то там Обсирать и прочее А сейчас вот как здорово Замечательно Мы все в общем Еще я хочу сказать Знаешь про Вот я тоже так наблюдаю У меня там есть Разные друзья Приятели Их пищевое поведение Скажем так Многие предприниматели В тусовке Там не знаю Последние лет 5 назад Стал такой массовый Отказ от мяса Что вот Мясо Забирает энергию Мы начинаем потом Сыроедение И пошло-поехало Становится модным Вот Когда это через моду Когда ты внутри Реально просто У меня есть один пример Знакомый Он значит Его жена Очень так держит В рукавицах И вот значит При ней он весь такой Сыроед и прочее А на встречах Заказывает пельмени Вот он говорит Просто вот не может Потому что вырвался Условно дорвался Вот на мой взгляд Это тоже не про счастье Не про здоровье Потому что когда у тебя Внутренний посыл Есть мясо Есть А ты значит Вынужден Есть эти семена Чие запивать Я не знаю Сельдереевым соком Ну вряд ли это про целостность Да И в этом плане просто Мне кажется что Вот еще раз Что это морализаторство Оно до добра не доводит В этом плане Дадим свободу людям Но конечно то Что бизнесы при этом Дают возможность Выбирать Огромное счастье Да Да это правильно Это не роль бизнеса Да Регуляция Ну Сейчас действительно Огромное количество Вот я сейчас Проинвестировал В такой же бизнес Как в Кусвиль В Индии Ух ты Потому что я считаю Что в Индии Очень похожая Как бы культура Люди устали От еды В сетях Ну как бы Они хотят Фермерских продуктов Они все выросли В деревнях На фермах И всем хочется Жаждут Они хотят Вот этот вкус Да Они И там это будет Я думаю Очень большой тренд На следующие 20 лет Поэтому мне очень нравится Эта инвестиция Да И в целом Вообще Я инвестирую много В дистрибуцию Продуктов питания Потому что я считаю Что именно новые модели Дистрибуции Сделают Хорошие изменения Но только если Конечно У людей Мы дадим людям Все выборы Но дальше Действительно Не наша роль Да Как бы Сильно влияем Как мы сортировку делаем Что мы кому Когда показываем Но сейчас Меняется рынок Потому что Смотри У здоровых продуктов Меньше рекламного бюджета Чем у вредных Да Как бы Сто процентов Вот Это как бы Но это постепенно Постепенно Миляется Потом это выровнится Я очень надеюсь Конечно Что станет модным Массово Тут знаешь Вот Вспомнился у меня проект Девушка ввела Из вкусвилла Есть вендинги У вкусвилла Как раз Типа попытка Дать альтернативу Да Чтобы ты не езжешь Шоколадки Вот эти Которые ты упоминал Видел А собственно Возможность Дать там Батончик Или что-нибудь такое И она пыталась Зайти с этим продуктом В школу Поставить Потому что в школах Стоят вендинги Так вот Это чертовски сложно сделать И если мы говорим Про моду И прям про какую-то Поколенческую историю То Ну в общем Тут смотреть надо Конечно Куда-то вглубь Да Часть школ Там понятно С частными проще Они поставили Без проблем Эти истории Но в массе своей Зайти в школу С вендингом Это чертовски сложная история Потому что Твоя задача Там просто пройти Восемь кругов ада И конечно Когда ты Как школьник Ходишь Учишься И у тебя стоит автомат И ты условно С первого класса Начинаешь видеть Вот это Как бы Все Очень сложно Просто взять И сломать Ни с того ни с сего Парадигмы То есть для этого Тоже должно что-то случиться Либо ты там Зажирел Тебе надо похудеть Либо Я не знаю Ты заболел То есть какого-то дна Достичь Записки тебе? Буду ли я есть В кадре Или буду Я думаю Это будет неправильно Есть в кадре На самом деле А ты сейчас Расскажи коротко Чем ты сейчас занимаешься После такой Блестящей карьеры Что ты сейчас делаешь? У меня сейчас Проект Вкусвилл практика Мы на базе Вкусвилла Как раз Поскольку Вкусвилл Сам много учился У других бизнесов По миру Мы делаем Для российских Предпринимателей И менеджеров Программы Рассказываем Что получается Что не получается Потому что Есть большая потребность У российского бизнеса Есть такая Грустная особенность Мы все сидим И все вот так вот зажали Не дай бог рассказать Потому что А вдруг сглазят И прочее Вот этот бред начинается Хотя информация открыта Все про всех все знают И в этом плане Очень оказывается Востребовано людям Получить там Опыт Вкусвилла Который проходит Потому что Они же потом едут И тащат это В свои регионы В свои бизнесы Внедряют Потому что Вкусвилл Совершенно точно Это клиентоцентричная Компания Не без греха Естественно Я не говорю Что это компания В белом пальто Где все идеально Не так Но компания Научилась в бизнес Процессы Вшивать клиента Это на мой взгляд Главное Такое Главное серьезное Конкурентное преимущество Компании Поэтому Действительно Сверх трудно Наверное Это самые Сильно Сформированные Привычки Которые у нас есть Самое сложное Что подается Безменению Менять можно Менять можно Но это требует Просто особых усилий Особого внимания Потому что Если у тебя Пельмени Выполняют Целую Это твоя Свобода От жены Это не только Пельмени Это на самом деле Здорово Спасибо тебе огромное Что поделился Непростой задачей Я быстро покушаю Давай Счастливо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, встречайте Яна Качанова! У нас сразу несколько вызовов одновременно, потому что наши зрители сказали, что кушать я должен в кадре, иначе это нечестно. Поэтому я у меня, чтобы пробежать марафон, надо правильно кушать. Ты меня слышишь нормально? Одевай, одевай, одевай. Так что вот мне специальные технологи готовят еду по специальной. Тебе тоже. Видишь, тебе что-то более вкусное приготовили, чем мне. А что, мне вот это только это, да? И биточки сейчас. Как-то несправедливо у нас. Вот, да, надо. Сюда говорить. Ну, это маленький вызов по сравнению с вызовом, который у тебя, потому что тебе выпало самое слово. У нас каждая тема, которая пока была, все говорили, что только, чтобы эту тему раскрыть, надо 60 часов. Счастье? Да, ну, нет, даже субтема, там, только старость в радость требует 60 часов. Тебе, ты взялась за самую, за твою тему никто не хотел браться. Отношения, отношения с партнером, главные отношения. У тебя самая ответственная роль, потому что по науке 80% счастья в жизни зависит от отношений, а из этих 80-60% зависит от отношений с главным партнером. Получается, это самый большой фактор в жизни. Самый большой фактор в жизни. Нет ничего важнее, сильнее, если верить науке, если верить самым большим исследованиям. Поэтому ты эксперт в этой теме, да, ты ведешь блог про эту сложную тему отношений. Я не дам решения, я могу рассказать, как оно в жизни. То есть есть очень много научных фактов о том, как оно устроено. И проблемы существуют. Они не соответствуют немножко. Вот есть такой парадокс, что у людей какие-то фантазии. Есть концепции. Мы же страдаем от того, почему у нас такое слово, тоже парадокс, появляется сейчас. Мы думаем, нас одно сделает счастливыми, нас это не делает счастливыми. Нас другое, то, что мы думаем, делает нас несчастливыми. Как старость, на самом деле делает нас счастливыми. Есть очень многие вещи, которые мы вообще не думаем, а они тоже имеют возможность сделать нас счастливыми. Поэтому в отношениях, от каких фантазий люди страдают фактически, где самое большое несоответствие реальности и фантазии. Но опять же вот… Я буду кушать. Да, приятного аппетита. Я, может быть, не дам готовых решений, просто расскажу, как в жизни. Потому что я тоже вопрос изучала именно с научной точки зрения. И просто наблюдение в жизни. Потому что есть концепции очень красивые. Как правильно должно быть, как должна быть выстроена семья, как должен вести себя мужчина, женщина, должен, должен, должен. Но в жизни мы видим много проблем. Самые сильные, самые сильные. Самая сильная проблема? Да, но самые сильные вот фантазии. А что такое настоящая любовь? Ну, например, что если собрать в комплекс претензий мужчин по отношению к женщинам, что женщина — это не мужчина. Вот если переводить вот все претензии, которые мужчины высказывают женщины, она эмоциональна, она нелогична, она не знает, чего хочет, но она женщина. Это только потому, что она устроена так, биологический вид такой. То же самое, когда женщины начинают предъявлять претензии мужчины. Если послушать и вот собрать комплекс всех претензий, ну, он не женщина, хочет жить с женщиной, живи с женщиной. Он мужчина, он устроен по-другому, он более автономен, он неэмоционален, он более логичен, ну и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, в коммуникациях вот именно непонимание по тому, как устроен мужчина и как устроена женщина, да, и отсутствие принятия вот этого того, что мы, ну, разные по своей природе, оно как раз рождает это непонимание. Когда ты начинаешь понимать, как именно работают вот эти твои биологические программы в голове, потому что факт о нас, кто нас создал, Бог или там инопланетяне, неизвестно, но мы биологические машины, да, и мы два разных биологических вида, и у нас разные биологические программы, и кто-то задумал нас очень мудро, что мужчина и женщина разные абсолютно. Мы как две такие вот противоположности, нас тянет друг к другу с рождения, то есть это тоже, видимо, так устроено, и это правильно. И именно вот в синергии, да, в паре как раз получается полноценный живой организм, способный обрести полное счастье, вот то, о чём ты говоришь, потому что сами по себе мы, ну, не полноценные личности, мы не можем сами себя воспроизводить. Здесь мужчина, например, да, он такое существо, которое заточено на реализацию, а женщина — на желание. Женщина ничего сама не может, но хочет всё и сразу. Мужчина может всё, но именно понимая свою вот это всесилие, да, и могущество какое-то определённое, он ничего не хочет, ну, как волшебник. То есть он понимает, да, могу, а зачем? Если он автономен, он очень быстро достигает уровень комфорта в своей жизни, да, какой-то такой ему хорошо, и дальше он не понимает, зачем ему вообще всё надо. Но если есть женщина, она хочет всё, всё и сразу, она наполняет его желанием. Мужчина выступает фильтром. Получается, если они вместе, то, что надо. Получается, да, очень часто же успех связан именно с союзом. Мы тоже сегодня много обсуждали, что это всегда союз людей, да, как бы разных людей, взаимодобавляющих, там, и получается, семья как ячейка общества, да, или как это правильно понять? Ну, понятие семьи, опять же, тоже сильно от культуры зависит. Если, например, азиатов, да, вот рассматривать азиатскую культуру, она принципиально отличается от нашей. И то, что работает для нас, у них всё по-другому. У них семья намного больше просто. Да. 300 человек. Да, и все как одна, как один единый организм. Кстати, в этом их тоже сила. Но мы понимаем про себя, что у нас это не так. Мы объединяемся только в каких-то критических ситуациях. Ну, смотри, я вот, то, что я сейчас слышу, да, по отношению к счастью, да, я вот, смотри, вот мы долго будем жить, да, у нас продлевается жизнь. Вот мне принесли ещё брокколи и цветную капусту, чтобы я долго прожил, да, мы будем долго жить. И в совокупности с партнёром мы проводим больше всего времени. Ну, вот, де-факто. Ну, де-факто, да. Дети там рождаются, потом уезжают из дома. Мы рождаемся в каком-то доме, уезжаем. Но есть уже много примеров, там, людей, которые прожили 50 лет вместе, 60 лет вместе. Ну, в идеале мы с партнёром проводим очень много времени, да, как бы, очень много. Пусть это будет не больше-меньше, но просто очень много, да. И вот эти два человека на друг друга влияют очень сильно. И могут вызвать у друг друга очень много страданий и несчастья, либо могут вызвать у друг друга много счастья, да. Получается, то, что ты говоришь, если женщина хочет, чтобы мужик был женщиной, она вот страдает, и он страдает. Она страдает об этом. Она сопротивляется от того, что он мужчина. Да. А когда потом, ну, а если какие-то вещи надо принять всё-таки, да, какие-то вещи не надо принимать, да. Если бы пилить мозг не работало, женщины бы это не делали из поколения. Где-то же это срабатывает. Да, это непонимание именно биологических программ тоже. Про это очень много можно говорить. Тоже такой большой был семинар на эту тему. Так, если по порядку, что, например, вот есть просто биологические программы в мозге. Мы приматы. Ну, если говорить объективно, Дарвин, он немножко ошибся. Мы не произошли от обезьян. Мы обезьянами были, обезьянами и остались. Причём мы не просто приматы, да, в какой-то момент мы стали хищниками. И именно каннибализм позволил человеку, в общем-то, выжить. О чём неудобно говорить, но по факту это так. Это про нас. И, соответственно, поэтому в голове у нас две конфликтующие программы. Первая программа — это полигамные обезьяни, приматы. То есть как вот обезьяны, они в промеску уйти, они где живут там и гадят. Они перемещаются с места на место, ничего не создают. Но в какой-то момент приматы вынуждены были прийти к моногамным отношениям и создавать пары, чтобы выжить. Когда похолодание случилось, они стали хищниками. Хищник — это логово, это чистота в логове, это постоянный партнёр, защита потомства и так далее. И у нас эти две программы в голове, они остались. И они постоянно конфликтуют. И кто-то до уровня хищника, скажем, никогда не дорастает до создания вот этой моногамной пары и способности её сохранять. Полигамная тоже есть, и она работает, её никто не отменял. Она немножко разная у мужчины и у женщины, но как факт. Это главный такой базовый инстинкт, инстинкт размножения. Ну, биологи сейчас не оперируют понятием инстинкта, сейчас именно программами. Программами, потому что инстинкт не объясняет этих сложных паттернов. Значит, у тебя заложена программа, которую ты изменить не можешь. Она не в той части мозга, которую можно изменить. Нельзя. Она просто там есть. Она всегда срабатывает. Например, есть программа у женщин, у самок. Провокация самца на агрессию. Зачем она нужна? То есть, вот, казалось бы, можно жить мирно, особенно когда всё хорошо. Да, вот зачем она нужна? Именно когда всё хорошо, женщина начинает докапываться. Ну, так вот, да? Зачем? Ну, во-первых, есть биологический тоже факт у нас о том, что мужчина в 10 раз сильнее женщины. В какой-то момент ты оказываешься под одной крышей с хищником, который при желании вообще, ну, по факту, может убить тебя одним ударом руки. И если даже на уровне сознания женщина не осознаёт этого, всё равно страшно. И, соответственно, нужно проверить личные границы, что с ним можно делать, а что нельзя. Мужчину спрашиваешь, ну, что можно, что нельзя. Он говорит, да тебе всё можно, конечно, моя хорошая, но мы же понимаем, что это неправда. Поэтому нам надо потыкать его палкой, ну, как это было раньше, да, то есть и смотреть градус доведения, где вот надо остановиться. Женщины это делают и должны делать регулярно, потому что, опять же, степень градуса снижается. Они не могут это не делать. Не могут. Более того, это нужно делать. Иначе они станут предметом мебели, как вот восточные женщины, они настолько боятся своих мужчин, ну, поэтому там, в общем, многоженство и всё остальное. И, соответственно, первое, это для чего нужно? Чтобы проверить, что можно с этим хищником, что нельзя. Каждая женщина ищет эту границу, и искать её, проверять нужно регулярно. Она может меняться в зависимости от её статуса. Второй момент. Изначально это программа соблазнения. То есть это программа соблазнения, потому что женская сексуальность, она проистекает из страха перед мужчиной, из страха, который трансформировался в восхищение перед его качествами. Ну, то есть не всех, кого мы боимся, мы хотим, но кого мы не боимся, мы хотеть не можем в принципе. Ну, то есть это тоже понятно, да? Так, и что ещё? Ну, так относительно, да. Я недавно смотрел исследование про то, что женщины забивают в поисковик по отношению к сексу. Какие фантазии у женщин? Есть такая статистика. Я не смотрела. Да, и там действительно все эти фантазии, они связаны с… Доминированием. С доминированием, да. Ну, это нормально. Достаточно странные фантазии. Там вампир, оказывается. Там вампир – это прям такая топовая фантазия. Я не знаю почему. Там бизнесмен, да, там тоже входит в эту группу, поднимается по статистике. Ну, это биология. Да, такой мощный там бизнесмен. Да, биология, да, сильный доминирование. Доминирование. Или наоборот, да, женщина суб лиминируется или как это правильно? Ну, если мы говорим про здоровые отношения, про нормального самца и самку, да, так некорректно говорить. Да. Когда я говорю мужчина и женщина, меня часто блокируют. Да. Я же говорю не про равноправие, но оно невозможно. То есть это не про то, что кто-то хуже, кто-то лучше. Сейчас уже летят помидоры, помидоры летят. Ну, просто каждый силён в своей сфере. Хорошо, что мы не в Америке. В Америке нам бы уже эфир вырубили здесь. Да? Да. Наверное. Ну, да. Ну, вот программа есть. Соответственно, есть программа. А, ещё зачем она нужна? Вторая программа. А у самца вторая программа, конфликтующая. Программа подавления самки. Тоже есть. Да. Когда, например, женщина начинает докапываться, у него включается хищник. И вот эта программа подавления самки, причём подавления физически. И в зависимости от того, насколько умная женщина, если она не понимает, когда надо остановиться, она может получить в лоб. Ну, так, если по-простому. Если чем проще организован мужчина, тем менее он проработан. Там, скажем, берём, там, скажем, низкоинтеллектуальные какие-то социальные слои или, не дай бог, алкоголь, когда вообще блоков нет, то это вот может выливаться в домашнее насилие вплоть до… потому что в нём просыпается зверь, с которым он ничего сделать не может. Программа будет реализована. Это плохо, если дошло до этого, это как бы не… Ну, женщине не понравится. Ей не понравится в любом случае, если она не умеет вовремя останавливаться. Потому что если, например, он, чтобы её не убить, не ударить, уходит, однажды он уйдёт навсегда. Если она регулярно это делает, он уходит, чтобы только её не убить. То есть тоже она довела-довела, он всё, он ушёл гулять. Или, например, оставила, ну, подавила самца, что он стал безвольный, ушёл в себя. Она к такому теряет интерес. То есть все три исхода плохие. Это страшная мысль, потому что в нашем современном обществе не принято про это говорить или думать. Я говорю всё, о чём не принято. Мы же новый вид человека, которому… Это вот для жизни нужен только брокколи, видимо. Для жизни существования. Не хочется думать о своих примитивных потребностях, как таких доминирующих наше поведение. Кажется, что мы рациональный мозг, мы всё-таки более умные, интеллигенция. И мы вот разговариваем. Ну, можно сказать, что в разговоре тоже есть то же самое насилие и доминирование, например, без… Да-да-да. Я вот, например, недавно подумал, что я ни разу не бил, не то что супруга, детей ни разу, вот не было ни разу. Просто отсутствует во мне вот это. Хотя я знаю, мы все получали, да, в детстве. Да, советское святание, оно такое. Но есть другой вид причинить боль. Но есть другие способы причинить боль, там, отнять любовь или там гармонию или что-то другое. Это были виды манипуляций такой? Да нет, просто это тоже боль для человека. Иногда, мне кажется, физическая боль проще переносить, чем психологическую боль. Градус, зависит от градуса. Но получается даже не принято об этом говорить. Соответственно, у нас есть программы, это как в компьютере есть Windows, а есть BIOS, про которые мы даже не знаем. Большинство людей не знают, что в компьютере есть BIOS, который не меняется, какой бы софт ты ни ставил. И они приводят к страданию. Если человек пытается их рационально себе объяснить. Вот если в момент, когда у женщины включилась обезьяна, просто проверить дееспособность самца, проверить границу и просто спровоцировать его... А что должен делать самец, который знает про это? А вот что? Он должен сделать, он должен понимать, что происходит с его женщиной. Вот. И, ну, к сожалению, я не всегда могу дать решение. Потому что если женщина неадекватна, и она будет реально думать, что ей важны эти валяющиеся носки, а не то, что она провоцирует его на секс, да, или вообще, ну, внимание привлекает, грубо говоря, то это плохо заканчивается. Вот три исхода, я тебе сказала. Да, но осознанно, но тем не менее, он может как бы как минимум не размахивать кулаками, да. Но они максимум в лучшем случае уходят. Это же точно. А если он знает, что это просто вот происходит? Это не она, а это её программа там, да, соответственно. Можно ли как-то указать на границы элегантно? Не дам решение, потому что когда… Элегантно, как-то вот. Элегантно, ты обезьяна, у тебя включилась программа. Нет, ты зачем? И тогда этот градус поднимаешь. Не знаю, там, бросить подушку или, не знаю, что-то без обида. Ну, есть способы, например, да, что если восстановить контакт с переживанием любви, потому что пары все идут, ну, мы же идём из переживания любви в отношениях, и переживания любви, ну, не проходят на самом деле никогда. Вот всех людей, которых мы когда-то полюбили, мы любим до сих пор. Просто это переживание иногда уходит на второй план, вот по отношению к незакрытому тюбику пасты, не знаю, носков, там, ещё что-то. Ну, да, кутрирую, ну, условно. Если в момент общения получается восстановить контакт с переживанием любви, то есть шанс, гарантия, да, что коммуникация будет удачной. А если вот в момент, когда у самца, например, уже включилась вот эта вот программа подавления, он понимает, что он любви никакой не чувствует, то лучше, наверное, уйти. Ну, положительной коммуникации не будет. Просто уйти в парк гулять, типа. Да, ну, женщина… Не навсегда уйти из семьи, да? Ну, проветриться, чтобы это… Гормоны немножко… Это же тоже гормональный фон, а не идёт гормональный выглазок. Вот это хорошее. То просто прогуляться. Физическая нагрузка тоже очень быстро снимает. У женщин иногда, когда, например, она не чувствует силу в мужчине, я давала тоже такой совет, работает, когда ей нужно понять, да, что мужчина доминирующий, просто попросить его, например, придавить к дивану женщину, так, чтобы она не могла пошевелиться. Ну, вот, допустим… Да, в игре, в игре. Ну, в игре, да. То есть, чтобы ей понять, что он реально физически сильнее. Ну, то есть, вот если может пошевелиться, ну, пусть поднажмёт, чтобы не могла. Потому что любой мужчина это может. И у неё сразу, у неё всё выключается, её вот эти вот обезьяньи, попытки с ним соревноваться. В том, в чём соревноваться не надо. А если она в мире видит, что она участвует в боях и там… Женщина? Да. Она видит, что её муж вот в мире может… Это сильно действует на женщину, конечно. Когда она вообще видит любые проявления статусности какой-то мужской, это всё тоже работает. Это просто иногда бывает в семьях, когда он сидит на диване, допустим, или лежит на диване. И тоже то, что женщины, кстати, не понимают. Мужчина, он заточен на то, чтобы отстеживать окружающую среду на предмет безопасности. И он должен всё время быть в ресурсе. Поэтому он всё время экономит энергию. И когда ей кажется, что он лежит дома на диване и ничего не делает, на самом деле он всё время мониторит окружающую среду на предмет. Он директор безопасности, да? Нет, ну это тоже биологическая программа. И женщина даже не обращает иногда внимания, что когда мужчины дома нет, насколько мы более внимательны и становимся к каждому шороху. Потому что прислушиваешься ко всему, когда ты одна. А если в доме мужчина, даже просто он лежит на диване, всё, ты расслабляешься, потому что это его функция, но её функция другая. Ну это тоже как одна из программ понимания. Это, кстати, объясняет так многое. А мужчине нужно быть в ресурсе, потому что вдруг что? А он уставший. Да, конечно. Война. А если твоя функция в современном мире, безопасность сильно уходит, но ты действительно директор безопасности. Ты действительно 99,9% времени ничего не делаешь. Ты просто… Это только когда кажется. А, ты следишь, ты следишь, да? Ну просто мужчина не замечает этого, потому что у него эта функция встроенная, и она для него не тяжёлая. То есть он гуляет с детьми, например, он каждого человека заметит и отследит, не дай бог, что он всегда мониторит всё вокруг. У женщины такого нет. Если она вынуждена это делать, нам очень тяжело, мы устаём. Меня это безумно успокаивает. Мне надо успокоить себя, я иду гулять, и во время прогулки я смотрю на всё, у меня глаза бегают вечно, и это меня почему-то очень сильно успокаивает. А потому что это естественный механизм от работы. Я даже думаю, что ты самого недавно слушал психолога, который говорит, ты можешь просто двигать глазами, не гуляя, просто двигать глазами, и это тебя успокоит. Наверное, не знаю. Какая-то программа удовлетворяется, какая-то внутренняя. Но это неосознанные программы. Сколько их вообще? Ты сейчас рассказала про две с обеих сторон. Сколько этих программ существует? Ну, я точно не могу сказать, вот всё, что открыли, там, по-моему, штук пять их, так, из таких открытых. Ну, значит, мы можем, давай тогда озвучим все. Все? Раз их пять только. Так, мы сказали, провокация самца на агрессию, программа подавления самки, функции отслеживания окружающей среды, всё такое, и конфликтующие, да? Программы соблазнения все, я их не раскрою. Ну, ты говорила про... Вот чтобы что-то полезное было, потому что, ну... Ну, это вот самое важное. А, это очень важно, потому что это прям классика семей, когда они не понимают, что происходит. Почему именно когда всё хорошо, женщина докапывается. А она делает это именно, когда всё хорошо, начинает всё менять. Она такой дестабилизирующий фактор в жизни мужчины, который ему очень нужен на самом деле. И как бы не все мужчины признаются, что жить женщине вообще очень неудобно. Ну, абсолютно невозможно без неё находиться, потому что теряешь смысл жизни. И из программ, вот про что мы говорили. А, ещё, например, что самка не может указывать самцу. То есть, когда самка даёт какое-то указание самцу, у него копится тоже агрессия в отношении неё. Причём даже в каких-то самых бытовых вопросах. Ну, жизнь устроена так, что мы не можем совсем не давать мужу каких-то указаний. Да, там, купить что-то, что-то сделать, что-то ещё. А у него копится напряжение, что самка им командует. И в какой-то момент, если она не сбрасывает регулярно этот градус, это тоже вот приводит к конфликту. Ну, мужчина взрывается. Причём на какие-то такие мелочи, которые женщина отвечает, это неадекватно. Я просто попросила передать соль. И потом они как бы сбегают на охоту, на рыбалку, что угодно. Большинство мужчин это нужно. Это обязательно нужно выходить из них. Если женский мир в доме, то мужчине обязательно нужно куда-то выходить. Самое распространённое хобби в России. Какое-то сумасшедшее количество зарегистрированных рыбаков. Это именно... И ты там сам контролируешь всё. Никто тебе указания... Никто на рыбалке не получает никаких указаний. Ты просто сам. Ну, если без женщины, ну да. Да. Если без женщины. Если мужская компания. Но им это надо. Советы будут лететь, даже если... Могут. Даже если она не знает ничего про рыбалку. Будут всё равно совет. Ну вот, хорошо. Значит, это нормально, что мы страдаем. Есть такая книжка, там, «Мужчины с Марса», «Женщины с Марса». Да, «С Венеры», да, там. Вот есть одна из самых продаваемых книг. Я её, кстати, не читала. Да. Но она говорит та же самая идея. Что мы разные. Мы два разных существа. И мы будем... Если мы не понимаем это, мы будем страдать. Ну да, страдать-то не обязательно. Просто если говорить опять о факте отношений близких, потому что мы говорим про близкие отношения, боли гарантированы в любом случае. То есть, изяв близкие отношения с человеком, мы заранее должны принять боль. Она неизбежна. Ведь даже если люди проживут всю жизнь вместе, ну, как бы, даже самые идеальные отношения никогда не закончатся. Ну, хотя бы потому, что люди смертны. То есть, и эту боль нужно принять заранее, это понимать. То есть, тоже то, что люди не понимают. Идут с ожиданием счастья и всего, но боль гарантирована. Боль гарантирована. Ну, это такое... Ну, осознанность может дать тебе какую-то защиту, да, от вот этих... От боли нет. Страдать от неё не обязательно. Ну, вопрос, насколько эти программы соответствуют... Просто мир очень быстро изменился, а наша биология не изменилась. Да, естественно. И насколько сегодняшний мир соответствует, да, как бы, понятно, что там Тиндера не было во время, когда эта программа формировалась. Сейчас есть вот такие и другие вещи какие-то, да. И если у тебя нет осознанности, если эти программы будут тебя вести, скорее всего, плохо кончатся, да. Можно ли эти программы вообще... Перепрограммировать мозг? Сдержать как-то. Нет, она всё равно сработает. Нельзя. Значит, надо где-то... Программа должна отработать. Если она включается, она закончится. То есть, ну, как бы, ну, так мы устроены. Есть возможности хакнуть мозг, да, и можно переписывать. Хорошо, значит, да. Вот образы, когда некоторые... В офисе у некоторых стоит какой-то там мужик пластмассовый, которого можно бить, когда... Чтобы программа отработала какая-то злость, да, там. Ну, макет, да. Просто бьёшь его и чувствуешь себя лучше, да. Ну, сбрасываешь напряжение. Ну, программа-то остаётся, она потом опять включится, и она опять будет работать. Она опять будет работать. Да, и это нормально. То есть, просто понимая это, где вот оно вот здесь вот включилось, и про что это здесь можно рулить. У нас есть общечеловеческие программы, да, которые, например, заставляют нас сахар кушать. Еда, да, там сон. У нас есть разные программы, 2, 3, 4, 5, которые мужчин и женщин. Но у нас, наверное, тысячи программ общечеловеческих, да, там для выживания, для... Ну, базовых, да. Очень много. И у нас есть вот эти пару программ, которые приводят к бытовым конфликтам очень часто, да, как бы, и при этом без осознанности люди не понимают, что с ними происходит, да, соответственно, они... Ну, даже если понимаешь, даже если ты понимаешь, с этим сделать что-то очень сложно, потому что это же переживание. Да, это весь стендап, кстати, живёт благодаря этим программам. Я так понимаю, все анекдоты мира... Они из жизни. Они из этих вот 3-4-5 программ. И бесконечной войны полов. Ну, смотри, ну, в результате... Мы сейчас говорим про счастье, да, соответственно, в результате... В результате? 200 тысяч человек опросили женщин и мужчин. И оказалось, что уровень счастья плюс-минус одинаковый у женщин и мужчин. От чего это счастье сильно отличается, да? Что источник ощущения, да? Но там, по-моему, женщин было 7,4-8, а у мужчин там 7,4-5. Женщины там чуть-чуть более счастливые в среднем. Ну, совсем незначительно, да? Ну, а источники счастья отличаются сильно или не очень сильно? Счастье, ну, вообще, как я себе это понимаю, да? То есть у каждого человека, у каждой обезьяны есть 4 базовых запроса в жизни, чтобы стать абсолютно счастливым человеком. Ну, у всех одинаковые 4. Первое — это, собственно, счастье. Счастье — это принятие. Это тот уровень, на котором у тебя может не быть отношений, может быть, не быть каких-то достижений, но ты будешь чувствовать себя счастливым человеком. Ну, когда перестанешь сопротивляться своему устройству, устройству мира, и поймёшь, что ты можешь просто выбирать. Не надо всё время мучиться об кого-то, кого менять. Люди не меняются, да? Мы не можем менять людей, мы не можем менять мир, но он настолько многообразен. Выбирай, да, куда тебе идти, с кем тебе быть, что тебе делать и так далее. Счастье — это принятие. Это только 20% от уровня проживания жизни. Вот второй запрос — это близость. Это как раз вот потребность в эмоциональном контакте с близким человеком. Почему мы стремимся к образованию пары? Не для того, чтобы рожать детей. То есть это естественное следствие, но целью, ну как бы это критики не выдерживает, если говорить о том, что создание пары — это цель рождения детей, детей мы могли бы создавать и так. Поэтому близость. Вот нам этого именно не хватает. Вот наше тотальное одиночество при рождении, при смерти, именно близость с любимым человеком, хотя бы на какой-то период твоей жизни, пока оно есть, оно даёт почувствовать вот это ощущение полного счастья. И когда есть и это, и это, тогда творчество и самореализация. Четыре запроса. Творчество и самореализация. Самореализация, да. Творчество — создание нового, грубо говоря, да, что-то такое. Это тогда абсолютно счастливый. Это то, чем мы сейчас занимаемся, вот это, да? Творчество, не знаю. Творчество — это всё-таки принципиальное создание, принципиально нового. Никто ещё не делал в истории. Мы нового ничего не говорим? Нет, никто в истории не делал 60 часов подкаст, никто ещё не делал. Ну тогда, наверное, да, тогда хорошо. Это элемент творчества есть. Интересно, как будет реакция. Но, тем не менее, это просто потрясающе. Вот эти четыре пункта. У кого-то восемь, у кого-то четыре. Парадоксально еще и то, не то, что не парадоксально, грустно, что дальше у людей есть представление о том, как это достигнуть. Вот то, про что ты сказал, от чего я буду счастливым, как обрести близость, как творчество, самореализация. И если смотреть, что человек делает… И там какое-то жуткое несоответствие. Ну, все, что делают большинство людей, оно абсолютно несовместимо с тем, что они хотят получить. Ну, по факту. Хотят близости, включают, например, контроль. Включил контроль, близости не будет. Ну, а как же тогда, может быть, какие-то моменты и боль? Ну, боль гарантирована. Ты как бы идешь в близость, ты ее принимаешь. Но если ты включишь вот эти вот вещи, да, все, близости не будет, ты ее разрушаешь этими действиями. То же самое в отношении, кстати, всего остального. Концепция. Человек делает что-то, он видит, что он не получает то, что хотел, и делает парадоксальный вывод, что не то, что он делал в какую-то фигню, да, а плохо старался. Женщина усиливает контроль. Она там здесь, и получается еще хуже, и так по накат. Но у мужчин такая же проблема. И вот это вот про это. То, что человек хочет одно, делает вещи несовместимые с тем, что он хочет. Не получает, и по кругу бегает. Как правота, например. Вот есть... Ну, почему нас интуиция так сильно подводит? Интуиция... Ну, она, например, говорит, вот будет у меня вот там... Вернер Эрхард говорил, что вопрос, почему, самый бессмысленный, который мы можем задавать. Он ничего не решает. Женщины думают, например, да, вот... Женщина 35 лет, думает, вот... Все у меня... Я несчастная жизнь. Вот когда у меня будет... Когда я выйду замуж... Да, но ничего не меняется. Вот у меня все будет... Потом она выходит замуж, да, и ровно через два дня... Уже счастья нет. Она чувствует себя так же, один в один. Все ощущения и сенсации, все, что она под душем стоит и понимает. У меня и мысли такие же, и чувства такие же, и все такое же. А ну потому что в счастье нет ни в каких вещах, и в людях. Это, ну, тоже понятно. Счастье — это вот именно в принятии, в переживании жизни, в то, как мы выбираем переживать нашу жизнь. Объясни эту мысль, я пока не понимаю. Ну, грубо говоря, у нас над тем, что происходит во внешнем мире и над даже поведением каких-то людей, есть только некоторая степень влияния. Ну, в зависимости от близости, от нашей власти, эта степень влияния может быть больше, меньше, но это всегда только степень. А над тем, что происходит у нас в теле, именно как движение переживаний жизни, у нас полнота власти. Мы выбираем, как переживать. Так вот, например, для какого-то человека разбитый телефон — это трагедия мирового масштаба. Он реально несчастен. А для кого-то, ну, телефон и телефон. И мы выбираем, на что направить фокус внимания, как среагировать. Это то, что тренируется. Это вот эти самые нейронные пути, когда человек, например, натренировал гнусить. Он даже в раю будет чувствовать себя плохо. Его фокус внимания будет на вот том, что дискомфорт доставляет. Не на том, что приносит комфорт, а на том, что дискомфорт. И очень многие люди, когда они говорят о комфорте, про что они говорят? Например, какая обувь комфортная? Которую я не чувствую. То есть он не хочет чувствовать. Они делят переживания на хорошие и условно плохие. Хотя по факту жизнь состоит и из тех, и из других, и нельзя убрать одни, чтобы не остались другие. И вот эти мы переживания хотим проживать, а вот это нам не хочется. Например, старость. Оказывается, она очень... Грусть. Мы только что научили. Грусть, да. Грусть. Не хочется переживать. Я не хочу грусть переживать. Что делать? А вот если ты начнёшь чувствовать её, не убегать от этого переживания, а давать ему внимание и чувствовать. Вот я чувствую. У меня как грусть наступает, я просто сразу бронирую какое-то путешествие. Убегаешь. Да, убегаю. А решение в том, чтобы прожить. Когда проживаешь, то есть чаще всего это переживание навсегда уходит из жизни. И очень быстро. А то, что мы не проживаем, навсегда с нами остаётся. Вот так это работает. Это очень мощный кризис. Образ говоря, если ты убегаешь, тебе надо погрустить. Действительно. Есть объективная причина. Просто в твоей жизни рано или поздно уходят родители. Тебе надо побыть грустным. Это немножко другое. То есть здесь радоваться было бы неадекватно. Нет, грусть. Горе. Горе. Хорошо, тебе надо прожить горе. Ты убегаешь. Ты убегаешь в одно, в другое, в третье, в работу. Не надо убегать. Никуда не уйдёт это горе. Есть объём горя. Оно у нас всегда останется. Этот объём просто будет с тобой долгое-долгое время. Всю жизнь. То есть горе, оно никогда не пройдёт от потери близкого человека. Просто когда накатывает, надо проживать. Тогда можно будет двигаться дальше. И вот этот барьер будет уходить. Как это сделать, Яна? Как это сделать? Потому что у меня был опыт. Я, например, избегаю грусти. Я это осознал только. Дайте внимание этому переживанию. Я убегаю через юмор. Как угодно. Как? Значит, вот она пришла. Что я должен сделать? Вот, например, переживание, да, это такая штука, которую мы чувствуем в груди. Например, переживание любви. Это же ощутимое переживание. Где-то в середине нижней части груди, вот когда ты думаешь о каком-то человеке, вспоминаешь, это близкие там, жена, родители, да, мы чувствуем переживание внутри. Ощутимое, да? Оно вроде бы как бы не эфемерное, неосязаемое, но это переживание. И жизнь, она, вся движение наших переживаний внутри нашего тела. Также как бы и, кстати, переживание любви — единственное переживание, исключение, которое усиливается от проживания. Чем сильнее мы даём ему внимание, тем оно сильнее становится. Почему я говорю, что… Если мы делимся тоже сильнее, да? Рассказываешь кому? Только про любовь, да. А вот, например, радость, если ты даёшь радость и внимание, она очень быстро раз-раз-раз-раз-раз-вкусненько всё скушал, съел, она ушла. То же самое с грустью. Если в грусти дать внимание, где я чувствую, что я чувствую. Ну, как правило, люди говорят, в груди там камень, не знаю, облачко что-то тянет, какая-то визуализация там появляется. И как бы человек себе это не объяснил, ну, это неважно. Но сам факт, что когда ты даёшь этому внимание и чувствуешь раз-раз-раз, а его нет. Попробуй. Это так работает. С болью на самом деле тоже, но боль более сложная история. Да, боль хроническая бывает. Тоже так можно проживать. Ну да, если у тебя хроническая боль, это просто часть твоей жизни, что теперь с этим делать. Это просто, да, действительно. Это можно прожить. Да. Это тоже можно прожить. Это тоже жизнь. Это тоже жизнь. Но если мы возвращаемся к отношениям, и самым главным отношениям, это, конечно, я полностью, и наука, кстати, подтверждает вот то, что ты сказала. С нами случается что-то, наша власть, на что фокусироваться, и какое значение мы даём, что вот, да, телефон поломался. Что это значит? Конец, начало, что это? Это наша власть. У нас достаточно большой степень, кстати, про это очень много стойки говорили, что у нас огромная власть над тем, и поэтому даже когда людей сажают в тюрьму, там, несправедливо, против всех законов, там, несправедливых людей, они могут там прожить потрясающую жизнь. Если они вот этот навык принимают, да, как бы что... Франкл об этом писал за Свемцем, когда он оказался в концлагере, что он в какой-то момент стал свободнее его узников, заключённых, тех, кто... и надзирателей. Да. Это очень мощная мысль, про неё можно отдельно... Ну, где-то есть, конечно, материальный мир, и, скорее всего, есть... Можно у тебя отнять, рано или поздно перейти границу, вот, ну, как бы, если кто-то тебе ножик засунет в ногу, да. Всё, конечно. Да, рано или поздно. Здесь важно сказать, извини, что я тебя перебью, что, потому что мы даем как бы людям решение, решение, да, они должны понять, что вот я выбрал теперь позитивно реагировать, но так не получится, потому что есть нахоженные нейронные пути, и это хайвей, по которым у тебя несёт, что-то случилось, но ты уже привык так реагировать. Чтобы реагировать по-другому, нужно наработать новую привычку. Сначала ты научишься это видеть, потом тормозить, потом рулить, и потом... Почему люди не могут превратить это в практику, на мой взгляд, да, и это сейчас не научно обоснованный какой-то тезис, в день у нас 50 тысяч мыслей. Учёные почитали... Ой, это очень отдельная интересная тема. 50 тысяч, или сколько у нас ещё чувств и каких-то там вспышек мозговых, да, и получается, мы принимаем решение, на что сфокусироваться, и какое значение мы этому даём так часто в день, что осознанно мы там один-два раза, а всё остальное происходит просто... Любой выбор, он идёт на уровне... Вот мужик идёт по парку и сканирует хороший, плохой, опасный... Да, он это так много раз делает, что человек потом начинает, а почему я вот этому дал такое значение, и он полчаса думал, что на это можно посмотреть по-другому, да, а де-факто мышца-то работает... Да, уже посмотрел. Он выбрал, по сути, из всего космоса один маленький метеорит. Я тебе, надеюсь, подарили метеорит, мы всем дарим. Из всего космоса взял один метеорит, его крутит, а на самом деле там очень много всего. И получается, нейронные связи формируются десятилетиями. Ты как бы десять лет ты питал свой мозг опытами... Вырабатывал привычки. Да, он делал... Твой мозг делал, не знаю, миллионы экспериментов, которые сформировали некую там вот картину, и тут ты ему говоришь, что теперь... Вот я это сильно прочувствовал, когда первый раз заработал большие деньги, да. Вот случился этот факт, и через четыре или пять минут у меня было какое-то очень плохое чувство, вот прям совсем плохое. Что-то вот я сидел, и мне так смешно стало. Я понял, что хватило всего лишь на четыре минуты. И я как бы что-то там тригорнуло, ну что-то там... И потому что вот эти нейронные связи, они-то не изменились за эти там десять минут. Ну что, наступил какой-то факт. Это миллион первый факт, да. Но это много других. И получается, наверное, вывод такой, что нужно десятилетиями... Вот хочешь сформировать новую привычку питания? Десятилетиями? Да, да. Вот я только пять лет, я в хорошей форме уже пять лет. Я вот пять лет назад я похудел, и вот последние пять лет я не выходил за 88 килограмм. Я там между 80 и 88. Колебание слишком большое, я хочу его уменьшить, да. Но это только пять лет. А большая часть жизни была другой, да? Нет, большая часть жизни была такая. У меня только пять лет, когда я поправился. Когда я начал строить бизнес и думал, что все остальное поставил на ноль. Ну все остальные блоки жизни я поставил на ноль. И слава богу, что моя семья выдержала, но мое тело не выдержало. Тело не выдержало. Соответственно, я вот временно поправился, но потом это очень плохо начало отражаться. Я, естественно, откоряюсь. А жизнь в теле? Жизнь в теле, однозначно. Но дело в том, что если ты загнал себя, если ты несчастный и ты в вопросах говоришь «я несчастливый человек», по своим собственным оценкам, тебе, чтобы выйти из этого, скорее всего понадобится 10 лет. Скорее, вот просто твой… Ну, есть способы быстрее. Давай расскажи про быстрее. Я не смогу дать здесь это. Есть просто действительно методики. Давай скажи, экстремальные опыты должны быть. Какие? Ну, освобождает правда, грубо говоря, потому что когда человек смотрит в правду, в то, как мир устроен, и как он сам действует, это ускоряет процесс перезаписывания программ. Есть такой процесс, он называется «процесс правды», когда человека заставляют посмотреть в правду. И это переписывает быстро программу. Ну, где посмотреть в правду? Где это окно? Ну, здесь можно называть имена этих ученых, да? Да. Ну, вот, собственно, я тебе про него, по-моему, рассказывала гениальный гений, Евгений Бородецкий. Он разработал этот процесс, который называется «процесс правды». У него огромное количество там, и Олег, кстати, проходил его тренинг, и Сколково всё, то есть его все рекомендуют. Ну, он такой вот гений, отрешённый, отлетевший. Олег — это супруг Яны, для тех, кто его знает. И, ну, в общем, это процесс, в котором он стирает часть записей в мозге, которые не дают человеку выйти за вот эти программы. Человек бегает по кругу, он бежит всё время по кругу, да, и не может выйти за круг, именно потому что вот есть программы. Например, он видит, начинает видеть, что он бегает по кругу, но сделать вот это быстро ничего не может. Есть врождённые программы, да, есть программы, которые он сам себе… Наработанные уже паттерны поведения. Да, софты, которые он сам установил. Да, например, да, получать близость через страдания. Ну, например, невроз такой, да. Он такой, о, теперь духовное развитие. Увидел, что бежит просто в другую сторону, но круг остаётся, да. И, соответственно, чтобы помочь ему выйти, есть вот этот процесс, он его разработал, и очень быстро можно переключить мозг. Хорошо, то, что я понимаю, я этот процесс не знаю, но то, что я понимаю, что посмотреть правде в глаза, когда твой мозг сталкивается с фактами… А что такое факт? Ну, факт — это вот истина, правда. Правда. А что такое правда? Мозг обманывает же нас всё время, да? Ты же знаешь. Это правда для мозга то, что вот он увидел, да, как бы вот эта реальность, да, как бы то, что нельзя… Образ говоря, если через тебя проехал грузовик, и тебе стало очень больно, вот и есть правда, да, соответственно. Переживание. Если грузовик на тебя едет, увеличивающийся грузовик, прыгай, да, как бы вот программа, да, соответственно, прыгай. Но чтобы перепрограммировать себя, это вообще сверхинтересно. То, что, по сути, люди после этого подкаста есть набор конкретных вещей, которые можно в себе перепрограммировать, да, во-первых, знать свои искажения. Да, но это либо долго, привычка, привычка. Как я себя перепрограммирую, вот я, например, да, я устраиваю себя пиковые переживания, пиковые, да, вот, например… Очень похоже на процесс правды. Ну да, пиковые такие… Мой мозг должен ощутить что-то очень ярко, да, наоборот, если у тебя там страх неизвестности, становишься ночью на мост в полной темноте и с закрытыми глазами прыгаешь там в реку, там, не знаю, там, чтобы научить себя сделать шаг в неизвестность, да, или что-то такое, да, ты должен что-то реальное пережить. Вот слушать, слушать лёгкое воздействие. Вот то, что мы сейчас делаем, это лёгкое воздействие. А сильное воздействие – это когда ты вживую… Сделать действие. Вот то, что, например, два года назад я установил там мировой рекорд по индор-гребле. Это яркое, это ты сам себе доказал, своему мозгу, да. Выход в новое. Да, выход в новое. Вот это для меня работает. Вот мой мозг вот так перепрограммируется, он потом такой… Ну так у всех на самом деле. Просто чтобы сделать этот шаг, ну… Нейропластичность, да, вот есть нейропластичность, когда нейроны меняются. Да, и… Что увеличивает нейропластичность? Что увеличивает… Новый опыт. Любой. Вот как бы когда мы пробуем что-то новое, и человеку же очень сложно пробовать новое. Чем человек старше, да, тем сложнее выходить в новое. Человек зоной комфорта называют не там, где ему хорошо, а где ему привычно и знакомо. Да. И страх у человека такой очень парадоксальный. Вот если посмотреть, например, как некоторые водят машину, когда реально риски для жизни, там, 180 человек, там, тапку в пол, и это реально опасно для жизни. Ему не страшно? Почему? Потому что он делал так много раз. Вот. Это не значит, что это не опасно. Просто его мозг вот здесь привык. Зато, например, сменить работу, сменить место жительства. Вот тут человек прямо аж колбасит. Такой страх, как будто это риск для жизни. Просто выход новая. Да. И… Мне, например, очень страшно поменять приоритет. У меня всю жизнь был бы первым приоритетом продуктивность. Что… Ну, может, это не надо менять? Ну, счастье… Ну, счастье идет там по остаточному принципу где-то. Я вот думаю, может быть, в последствии этого подкаста я смогу… Ну, по сути, мне сейчас в этом возрасте, где я нахожусь, стоит, наверное, да. Может быть, счастье приведет к еще большей продуктивности. Да, как бы… А то есть ты хочешь сказать, что у тебя нет состояния счастья постоянно? Нет у меня состояния. Нет у меня постоянной счастья. Это только 20% уровня проживания. У меня птица счастья прилетает. Я вот, я занимаюсь делами. Вот. Я делаю дела, да. Это моя картина мира. И иногда ко мне прилетает птичка счастья. Вот она такая. Я такой, ух ты, я чувствую себя классно, да. Потом она опять улетает. И, ну, в основном… Я как старик вот в этой книжке «Старик и море». Я… Вот «Старик и море» — это вот про меня. Да, я там борюсь, там все как бы… И даже если без рыбы приезжаю, все равно я доволен. Потому что я прикладывал максимально усилия. Да, даже если без рыбы, три дня без сна. Вот как… Но я не могу… Я не гоняюсь за птичкой. Птичка прилетает в гости, но я не охотник за птицей. Соответственно, я не пытаюсь… Вот ты сказала, счастье — это потребность. Принятие. Ты даже сказала, это потребность. У человека есть потребность. Это базовый запрос. Ну, четыре базовых запроса. У меня этого запроса нет. Нет запроса быть счастливым? Не первым приоритетом идет. Интересно. Это проблема, я же говорю. Поэтому я и одел шапку ученика. Может быть, и не надо. Может быть, и не надо. Пусть хотя бы кто-то продуктивный будет. Ну, потому что годы счастья людей по факту-то ничему не учат. Это, конечно, тоже очевидно. Что именно в сложностях и в сложных условиях мы растем. Это тоже факт. Ну, основная программа просто у русских немцев их воспитывают. Через это. Да, это как бы вложенная программа, запрограммированная не мной. Через страдания. Да, это не через страдания. Просто работа является главной ценностью. Просто работа — это главная ценность. Вот и все. Соответственно, это ценность. Структура — это свобода. Календарь — это свобода. Полностью заполненный календарь — это свобода. Ну да, мы от этого кайфуем. Соответственно, да. И это интересно. Это запрограммировали в меня бабушки, дедушки. И это круто работает. Для общества это очень полезно. Вопрос, полезно ли это для моего счастья. Да, я себя часто считаю счастливым человеком. У меня много что получилось. Но постоянно нет. Постоянно нет этого переживания. Нету переживания. А это очень просто. Да, как? Скажи, расскажи. Это принятие. Вот я же говорю. Счастье — это принятие. Все принятие. Я просто принимаю, что птички нет на данный момент. Это не про то, что не надо себя усиливать, а не надо развиваться. Но это интересно прям. Интересная новость. Слышать от людей с такими достижениями. Да, люди иногда думают, что наверняка Оскар самый счастливый человек в этом мире. Потому что по набору вещей, которые можно приобрести, у меня все. Кто еще? Я был во всех магазинах и приобрел все вещи, которые только есть. И 100 путешествий за жизнь сделал феноменальных. И многодетный отец. И у меня до сих пор и родители живы. И семья. Ну, все-все-все-все. Но это не предвращает, что я как бы... Нет проживания жизни с ощущением счастья. У меня идет сезон, и у меня периодическая зима. У меня периодическая... Это нормально. Это же, ну, когда зима... Депрессия, это не депрессия. У меня периодическая зима. Вот у меня в июле в этом году была депрессия, 100%. Была зима. Такими периодами тоже есть же... Когда у тебя все просто... Внешне просто все одновременно ломается, да? Как бы и близкий человек умирает, и что-то в компании отваливается, и там, и здесь тебя подвели, и там, и... И переживание идет как депрессия. Да, уходит потребность в определенности. Вообще полностью, да? Ты не знаешь, что будет дальше. Не принимаешь того, что... Да, да, не принимаешь, да. А если принять? Ну, наверное. Я как-то в этот раз хорошо прошел, потому что я смог там три хорошие инвестиции сделать, там, один новый бизнес запустить. Ну, просто я горжусь действительно, что в этот раз я зиму провел с большой пользой, да? И я как-то действительно уже такой... Ну, ладно, давай погуляем вместе, да? Прилетела не птичка счастья, а прилетела там... Удовлетворение. Кто там... Какой у нас символ депрессии, там, какая-то черная фигня, да? А что, я не знаю. Черная ворона прилетела. И вот я с ней прошелся, тоже нормально. Ну, вот, вот. Про то, что... И это тоже принять. Это не под моим контролем. Вот они прилетают, когда им хочется. Ну, это не совсем так. Ну, как бы... Ну, понятно, что горе от потери близкого человека — это горе. И ты только можешь проживать, и чувствовать что-то другое неадекватно было бы, да? Но все остальное, если ты вот именно проживаешь, оно уходит. Да. Это, ну, через принятие. Это так работает. Просто еще в зависимости от того, какой у человека основной страх смерти... Есть вот четыре типа страха смерти, да? Которые рандомно закрепляются за нами при рождении. Четыре. У тебя, судя по всему, это страх стагнации, когда ничего не меняется. Да. Вот если у людей... Скажи про четыре, это мне очень интересно. Ну, вот когда мы рождаемся, да, каким-то образом, непонятно как, у нас записывается в голове основной страх, который ассоциируется со смертью. Страх стагнации. Вот люди, которые боятся, ничего не происходит, ничего не меняется. Вот прям колбасит. Надо что-то делать, экшен какой-то, двигаться, да, что-то менять. Есть люди, которые боятся хаоса. Это компульсы, идеалисты. Их мир должен быть идеален. Не дай бог, вот что-то неидеально им плохо. Страх хаоса. Есть люди, которые боятся близости шизоиды. Но это не про психиатрию, это именно классификация по Фрицу Римману, ближе всего это, наверное. Но фишка в том, что они, например, им не нужны близкие отношения, потому что им плохо в близости с другими людьми. Им нужно чувствовать свою автономность. Это вот те самые одиночки. Они по жизни, в принципе, даже в семье глобально не нуждаются. И наоборот, люди, которые нуждаются в близости, у них страх изоляции. Им постоянно надо, чтобы вокруг были близкие люди. И вот у них там есть свои сверхспособности. У каждого в зависимости от страха смерти. Вот у тебя сверхспособность по твоему типу личности — это гиперадаптивность. То есть ты адаптируешься к изменяющимся условиям быстрее, чем они случились. И люди офигевают как-то так. То есть пока люди раскачиваются, что что-то поменялось, ты уже как будто жил там всё время, уже всё хорошо, уже всё сделал. Ну вот как... Да, похоже на правду, да. Ну вот как сверхспособность. А что? Ну про все эти... Есть ещё страх самой смерти, правильно? Он у всех есть, это нормально. Да, я его прочувствовал очень жёстко. И говорят вот сейчас пенсионеры, те люди, кто чувствует, что конец есть, они более счастливы, потому что они больше ценят... Они больше ценят всё... Вот все мелочи там, вот что вообще вот у нас сейчас общение идёт. Это же очень ценно. Это жить здесь и сейчас, да? Да, это про здесь и сейчас. Ну давай вернёмся к отношениям, потому что очень сильно хочется... Счастья в отношениях. Да, ну да. И когда его отнимают, люди... Вот я смотрел данные, которые показывают, что человек после потери, ну вот просто разводов, да, после потери самого близкого человека, так или иначе, там огромный обрыв просто ощущения жизни, ну совершенно... Даже из плохих отношений, казалось бы, да, там всё равно происходит какая-то странная. Смотри, де-факто что происходит? У нас есть человек, мы его в молодости выбираем. Обычно не очень системно, не очень рационально, да? Ну на основании переживания любви и всё. Да, переживания любви срабатывают. Не объясни его. И потом, если всё идёт хорошо, мы с этим человеком более 50 лет просто проводим ежедневно 10 плюс часов вместе. Ну и что-то очень страшно. Это... 50 лет. Да, ну мне, например, очень повезло вот в этом выборе в детстве. У вас идеальная пара. Да, ты знаешь мою супругу, она просто сверхжизнерадостная. Поэтому она меня... Она наполняет мою жизнь, она делает мою жизнь более счастливой, потому что, ну, я говорю, мы открываем окно, она первое, что видит, это смотри, как птичка улетает прямо в солнце, и как она вот... У неё всегда вот такое немножко... Она идеалистка, у неё идеальный мир. Да. У неё какая-то... И она вот постоянно мне повышает... Она постоянно меня подтягивает вверх по жизнерадостности, да, вот моё ощущение в жизни. Но не всем же так повезло. Ну это же не везение. Да. Это же работа. Я один раз был в отпуске в очень красивом месте, очень красивое место. С циником. Которому всё не нравится. Я изначально не очень хотел с ним ехать, но всё равно поехал. Ещё давным-давно это было. И я... Это просто невероятно, как он всё тянет... Ну вот как он тянет всё вниз, и как он может... Ну вот просто вот всё превратить в какую-то вот... Вот своими... Негатив. Он высказывает по шуте, что он видит, и что это значит, да. Он тебе передаёт свои вот эти... Переживания. Да. Он так переживает мир. И это... Ну на меня это влияет. Вот я тогда ещё не был такой опытный, как сейчас, да. Меня это... На меня это влияет. Я не могу это отключить. Ну это же... Ну это нормально. Поэтому мы выбираем окружение. Есть люди, с которыми... Вот... Ну это кто чем наполнен, да? Бывает вот с человеком ни о чём поговоришь, да, и как вот просто вот искупали в грязи. Ну какой-то вот внутренний наполнитель. Человек каждый звучит, даже когда молчит. Ты обращаешь внимание? Получается, ты с этим человеком не захочешь встречаться часто, да? Ты будешь... Работать, дружить даже. То есть если с рациональной точки зрения даже ты можешь быть там 10 дипломов, там супер, мне перечисляют скиллы, но я понимаю, что рядом я чувствую, вот переживаю, ну негативные какие-то эмоции, конечно, я не буду развивать эту коммуникацию. То есть мы можем уже выбирать? Вот, то есть правда о жизни? Мы выбираем, да. Мы выбираем, но в молодости. Очень так. Ну, да не только, почему в молодости? Потом тоже. Мы выбираем всю жизнь. Она скажет, как этот выбор делать лучше? Если всё-таки, вот действительно, это самое... Выбор партнёра? Да, выбор партнёра. Это самое важное решение, которое мы в жизни принимаем. Это вопрос совершенного выбора. Знаешь, какой ответ? А всё равно не получится сделать это сознательно. Выбор происходит до того, как ты осознаёшь его. То есть как бы мы... Ну это уже тоже научный факт, что мы осознаём выбор и даже можем объяснить себе, почему мы что-то выбрали. Вроде как мы в этом поучаствовали. На самом деле мозг это делает за нас. Я думаю, что с точки зрения биологии нам не доверяют выбирать партнёра. Что это идёт именно на уровне, опять же, биологических программ, физиологических попадений. Хорошо, но программа выбирает из того, что попадало ей в глаза хотя бы. Соответственно, мы можем хотя бы этой программе показать больше количества опций. Типа больше перебрать. Больше полистать в Тиндере. Раньше вот в деревне было... Что есть, то есть. И потом ты выбираешь. И каждые 7 лет у нас человек полностью там самообновлено. Ну как бы... Каждые 7 лет заново получается. Каждые 10. Каждые 10 лет. Вот есть цифра такая тоже, просто наблюдение о жизни, что через 10 лет даже вот самые идеальные отношения, они заканчиваются. И дальше люди либо их воссоздают заново, ну если они хотят, либо расходятся. Вот 10 лет такая цифра. Прям не наблюдал такого в паре? Я очень много консультирую пар. Через 10 лет не знаю, что происходит. Тынк, отношений нет. Их надо либо создавать заново, и некоторые создают успешно. С тобой тоже нужно 60 часов говорить. Это очень потрясающе. Столько инсайтов, я думаю. Решений мы дали, надеюсь. Какие-то, да. Но время у нас тоже закончилось. Извини, что мне пришлось кушать прям одновременно. Ты не ела даже ничего. А ты вообще не тронула. Спасибо тебе огромное, что ты занимаешься этой сложной темой, потому что, несмотря на то, что мало науки в этой теме, кто-то должен этим заниматься и помогать людям. Тебе спасибо за приглашение. Было очень-очень интересно. Супер. Мог не прийти, но пришел SEO Emerging Travel Group. В эту группу компаний входят такие бренды, как Островок и B2B Островок, а также международные бренды Рейдхофк и Зенхотелс, Бизнес-Ангел, Экс-Инвестор, Гисти Гобл. Дамы и господа, встречайте! Феликс Шпильман! Завтра мы долетаем. Ох, ну давай, как тебе наша студия? Слушай, такой дом, я думаю, блин, круто было бы, если бы можно было снять вот такой дом и сделать, значит, чтобы можно было жить и работать одновременно в одном месте. Так это и происходит. Ты живешь здесь? Нет, Ютуб-команда. Понятно. Так, а мне одевать? Да, одевай, конечно. И вот микрофон немножко ближе поставь. Ты можешь двигать его, да. Так. И ниже можно его прям всесунуть. Ребята, помогите кто-нибудь с микрофоном. Нормально, слышно? Да, да, да. Все правильно? Да, можно. По технологии он должен быть 15 сантиметров от тебя. Так. Ну, круто. Экс, спасибо большое, что ты согласился. Мы сегодня уже много тем обсудили. И дважды звучало, что нужно решить финансовую проблему в своей жизни. Во-первых, чтобы старость прошла в радость, надо не попасть в уязвимость, да, как бы в нищету, в которую многие попадают. Также в проектах, чтобы делать все проекты в своей жизни, чтобы делать, реализовывать свои идеи. Поэтому мы с тобой поговорим про инвестиции, мы с тобой поговорим про предпринимательство, про то, как решить эту финансовую проблему, где же создаются вот эти все богатства и ценности, где все деньги мира. Такая интересная тема. Я очень коротко расскажу потрясающую историю про Феликса. Его можно рассказывать про твой фонд? В общем, однажды Феликс жил в Силиконовой долине и сделал за два года 300 инвестиций. Больше. Больше, чем сколько было? Почти 400. Почти 400 инвестиций. Это значит, 400 компаний, которые пришли к нему на ранних стадиях, когда на формирование идеи, бизнес-модели. Он давал ресурсы, чтобы сделать первые шаги. И это было 10 лет назад. Ну и как-то ты это сделал. Естественно, каждый второй день ты принимал, ты говорил да, каждый второй день. Там чуть-чуть по-другому было. Там было 430 инвестиций, которые прошли через поток инкубатора Y-Combinator. И из них я выбрал почти 200, в которых мы сделали так называемые follow-on инвестиции. Да. Вы сделали системную инвестицию. Это все, что выпускает Y-Combinator. И follow-on инвестицию для тех, которые вы решили. И это какая-то потрясающая. Там уже сколько там сейчас единорогов из этого портфеля? Там много единорогов, мы не считаем. Ну примерно порядок потенциально. Больше 10. Больше 10, да. И, конечно, этот портфель вы там проинвестировали сколько там? 30 или 40 миллионов, да, по-моему? Чуть больше, смотри. Мы точные цифры не рассказываем, но там очень удачный портфель, там очень классные результаты. Но мне кажется, это мало связано со счастьем. Да, это мало связано. Ну, подожди, это был сумасшедший рок-н-ролл, да, вот такой. Ты был счастлив тогда? Слушай, я был очень счастлив. Тогда я был счастливее, чем сейчас получаю эти результаты, делая эти инвестиции. А сейчас ты получаешь плоды? А сейчас получаешь плоды, и как бы, ну да, там, ты видишь, как круто все это получилось, но, конечно же, общение с крутыми предпринимателями и там общие планы на то, как что может работать. И вот эти вот первые встречи и вот эти первые мечты, как что-то может получиться, они приносят гораздо больше счастья, чем считание доходностей и вот это все. И вообще говорить людям «да». Вот я, когда ко мне приходят предприниматели, я чувствую, что это то, что надо, и я даю им ресурсы реализовать их идею, это какой-то вот классный поступок, да, вот сейчас тебе сейчас тебе сделают все как надо. Вот, поэтому ну, это такое проявление доброты, что ли. Ребята, все-таки глаза Феликсу закрыли, можно как-то сделать, чтобы он меня видел? А то он как за микрофоном сидит. Кто-то сделает? Можно поправить? Да, его можно просто вниз вот так, да, как-то, или вбок. Поправьте, пожалуйста. А то ты меня не будешь видеть, я думаю, это отрицательно повлияет на твое счастье, вот. Ну, вот, мне кажется, этот кейс, мне надо, кажется, надо разобрать, потому что большинство людей делают выводы на основе одной, вот у меня столько друзей, которые сделали три инвестиции, и такие, не, инвестиции, это не мое, я это понял, да, там, три раза не получу. У меня, например, в первом моем фонде первые пять инвестиций, все пять банкрот. И если бы я не продолжил, шестая инвестиция стала Auto1, это там 10-миллиардная компания. Окупила все остальные. Она окупила все остальные многократно, да, там, ну, на много-много. Если бы я списал себя на пятые инвестиции, потому что большинство, там, такой парадокс, что большинство людей пожизненные выборы делают на основе маленького количества данных. Конечно. Мы получаем какой-то рандомный набор трех данных, и мы делаем корреляции, да, там, я предприниматель, я не предприниматель. Это очень отрицательно. Ты сделал 400 плюс инвестиций, да, это уже какой-то набор, где можно какие-то выводы делать, правильно? Ты согласен с этим? Конечно. Вот. Первая мысль, которая мне пришла, расскажи ты, как ты это видишь, почему этот портфель такой успешный? Это там 30x фонд. Смотри, это публичная информация, что я могу рассказать, что в наш портфель входят такие компании, как Uber, Instacart, Tordash, Coinbase, Gasto, Airtable и прочие. Это уже не, это не миллиардные компании, это частично 100 миллиардные компании. Там есть Декакорна какие-то. Но тема не в этом. Тема в том, что, во-первых, мы были в очень правильном месте. То есть в тот момент это был пик, наверное, развития СИД-компаний в Кремниевой долине. То есть именно в Кремниевой долине до того, как сейчас уже, значит, Кремниевая долина расползлась, есть Техас, есть Майами, есть Нью-Йорк. Тогда все-таки она была гораздо более сконцентрирована. И Европа была еще сильно меньше, как экосистема для интернет-стартапов. То есть это, наверное, первое. Второе, вторая причина, это... Подожди, вот эта первая причина, я правильно понял, что вот это было гиперсконцентрированное, особая выборка людей. Соответственно, вы были часть сообщества. Вы были часть сообщества. Которое стало сверхуспешно. Да. Y-комбинатор, как инкубатор, именно который выпустил там, ну, такие компании, как Stripe, Dropbox и прочие, вдобавок к тем, которые я сказал, это просто машина по созданию декокордов. То есть я думаю, что никто не мог себе представить, когда они... Недавно был пост Пол Грэма, что он думал, ну, размер, как бы, компаний, которые они будут создавать в инкубаторе или финансировать, и что реально получилось, и там ожидания разошлись там, по-моему, в тысячу раз. Ну, это очень важная мысль, да, вот что я, вы, например, сделали системное решение инвестировать во все, что выходит из Y-комбинатора, да, у меня, например, я закончил хороший университет в Германии, и я из этого университета, из сообщества этого университета получаю много инвестиционных возможностей, но я их фильтрую, я примерно половина из того, что пришло, сделал, половина из того, что пришло, не сделал. Это большая статистика. Да, большая статистика. Ты очень любишь свой университет. Я люблю свой университет. Ну, я недавно посмотрел, что если бы я не выбирал, а сделал бы все, доходность была бы лучше. Слушай, ну, это тоже, такое бывает, такое бывает, если посмотреть на всех, на большинство управленцев хедж-фондов в этом году, они все заперформили хуже, чем рынок. Да. То есть, ну, такое бывает, когда профессиональные инвесторы… Здесь это банально заключает… Сообщество выпускников моего университета – это сверхуспешное сообщество. Просто, это можно поставить просто алгоритмический фонд, который говорит там, если ВХУ – yes, точка, и это будет достаточно успешный фонд, ну, если на старых данных, на будущем неизвестно, но это просто мысль говорит о том, что не человек становится успешным, а сообщества становятся успешными, да, как бы есть вот сообщества, которые процветают, а есть сообщества, которые не очень-то процветают. Слушай, но это тоже не совсем правда, потому что есть огромное число исключений. Да. Есть много великих предпринимателей, которые были рождены вне сообщества и постоянно рождаются вне сообщества. Поэтому… Это не единственное правило. И сейчас, и сейчас, когда, значит, силиконовая кремльевая долина разъехалась… Да. Все, это уже нельзя. То этого уже нет. Все. Но это будет цифровое какое-то сообщество. Да, соответственно, тебя уже объединяет не физическое место, а тебя теперь объединяет, например, интерес… Конечно. к стойцизму, да, к стойцизму, да, там, не знаю, стойки, которые изучают стойцизм, там, они почему-то… Сообщество успешное, да, например? Наверное. Или какой-то… Или биохакинг, я не знаю, успешное сообщество биохакинг. Биохакинг не уверен, что успешное сообщество. А какое, ты думаешь, успешное, цифровое сообщество? Куда пойти, в какую? Слушай, ну, очень много появляется сообществ по индустрии, во-первых, то есть, есть программа OnDeck, новая, это такой инкубатор нового поколения, например, в Америке, и они уже совсем не только в Кремниевой долине, они уже там по всем, ну, по всей стране, и у них есть прям программы, где они внутри индустрии делают комьюнити людей, комьюнити менторов, комьюнити предпринимателей, это как бы вполне себе тема. Да, в Англии тоже был сверхуспешный проект, называется Level 37, да, по-моему, да, там тоже некоммерческое сообщество, людей, которые строят в определенных индустриях там бизнес, там оттуда вышло тоже там 10 плюс единорогов. Конечно, ну, есть большие сообщества, например, сейчас, значит, очень крипто тема, есть большие уже крипто сообщества, то есть, мне кажется. Ну, как выбрать правильно, потому что там вот сотни миллионов людей уже занимаются криптой, какое там сообщество хорошее? Ну, лучше не выбирать, лучше начинать, особенно если ты в начале пути, лучше, ну, вот то, что мы сделали, это же был индекс все-таки, да, это был индекс Y-комбинатора, и потом, то есть, лучше начинать с индексов, так же, как с публичными рынками, многие говорят, что вот лучше начинать с индекса, а потом, значит, как-то учиться. Это был первый пункт, вы были в правильном месте, в правильном время, да, и сделали вот такой алгоритмический фонд, и потом… что он прям алгоритмический, но… Но алгоритм такой, все, что выходит из Y-комбинатора. Все, что выходит из Y-комбинатора, ну, там, проходят какие-то шаги, да, и дальше, конечно же, мы видели, мы видели прогресс, то есть, мы видели прогресс там, во время Y-комбинатора и после, и ранний прогресс и то, что основатели могут сделать за первые месяцы, с моей точки зрения, субъективно является очень крутым предсказателем того, что будет дальше. И команды, которые в первые месяцы могут эффективно или быстро какие-то там механики проработать, с клиентами поговорить, что-то доказать, что-то построить, что-то закодить и запустить, это гораздо более, ну, потенциальные команды, чем которые долго запрягают. Это суперсубъективная штука, не все с ней согласны, но вот мой инвестиционный опыт показывает, что... Звучит очень логично, что твой успех в прошлом самый лучший предсказатель твоего успеха в будущем. Сжатым. Да, сжатым, да, ну, как бы, ну, да, ты просто доказываешь, что ты умеешь, быстро принимать решения, make it happen, да, ты как бы, execution, это... Get stuff done. Да, get stuff done, да, и вот ты доказал, что вот то, что ты сказал, появилось, это повышает вероятность того, что ты говоришь дальше, будет тоже появляться, да, как бы, ну, и ты это видишь изнутри, ты как инвестор, ты же не только деньги давал, ты же там с ними разговаривал, там, советовал. нам повезло, что мы видели это изнутри, мы видели это, ну, я видел это регулярно там на каких-то встречах, этих когорт, но даже если ты очень ранний ангел, и ты встречаешься с компанией раз в месяц, ты все равно можешь почувствовать прогресс, и это я уже понял на более, ну, там и в России, и везде, когда компания каждый месяц показывает какой-то прогресс быстро, то это очень классный предсказатель. Например, я являюсь членом совета директоров компании Best Doctor в России, и я знаю ребят с университетской скамьи, и меня всегда впечатляло каждый совет директоров, или каждую встречу, насколько много всего и прогресса они показывают, как быстро они брали все вещи, которые я им рассказывал, и приводили их в действие, что каждый раз, когда я с ними встречался, мне было чуть ли не стыдно, что у нас уже в большой компании, значит, Emerging Travel, все настолько медленно, а у них тут, значит, я им только рассказал, прошел месяц, у них уже, значит, первая версия своей CRM, ну, то есть, как бы, которую они там руками запилили, и как-то пропитали ей все процессы, а я только что вот им рассказывал, как это у нас работает, и как долго мы к этому ходили, то есть, очень круто, очень круто видеть прогресс предпринимателей, и на базе этого делать какие-то предсказания. Ну, вот получается, у тебя конкретно в тех индустриях, которыми они занимались, не было экспертизы, кто-то занимался там CRM-кой для врачей, кто-то занимался там, ты не можешь знать 400 бизнес-моделей, ты был в правильном месте в правильное время, плюс ты смотрел на какие-то общечеловеческие предсказатели, человек говорит, делает, нет, какие-то вещи мы знали очень хорошо уже к тому моменту, какие-то к тому моменту я уже несколько лет… Интернет вы знали хорошо. Интернет мы знали хорошо, несколько лет уже мне к тому моменту повезло работать с Юрием Миллером, а его очень часто люди называли энциклопедией интернет-бизнес-моделей, поэтому каким-то вещам я успел у него научиться, но, конечно, многому пришлось учиться на лету, многим индустриям. Ну вот интересно, потому что в жизни мы вынуждены предсказывать так или иначе, как инвестор должен, если ты хочешь лучше индекса быть как-то, ты должен видеть будущее какое-то, что-то предсказать, либо перформанс-компании, либо перформанс-индустрии, либо что-то. Какие еще есть предсказатели, на твой взгляд? Вот прошло 10 лет, ты уже можешь сравнить, что ты думал и что фактически получилось. Однозначно, наверное, было много сюрпризов, скорее всего, какие-то неожиданные вещи, но какие-то вещи ты мог предсказать? Да. Ну, самое главное – это упорство. Значит, грид, как его называют на английском языке, это самое главное, и основатели, которые, опять же, вначале показывали этот грид, они… Грид – это упорство с хорошей стороны. Это такое, да, ты держишь давление, да? Да. Вот недавно, ну, несколько было команд, которые на ранней стадии делали абсолютно другие вещи, нежели то, что они построили в итоге. Одна из таких компаний – это сегмент .io, они в итоге стали, значит, великой компанией, а начинали они с того, что они делали обычную learning management систему для университетов. Это, значит, лишний раз доказало, что нужно инвестировать в основателей, особенно на сид-стадии, а не там в идеи. То есть у них была очень плохая идея в итоге, а они построили абсолютно в другой индустрии компанию из-за того, что они такие, значит, упертые и хотели все время идти вперед. Наверное, это самое главное. Упорство. И упорство, и, значит, возможность себя вытаскивать из там бурнаутов, из каких-то, значит, демотиваций и идти вперед и строить дальше – это самое главное качество. Именно бурнаутов и фейлов, да? Конечно. Бурнауты происходят у основателей достаточно часто. Конечно. Потому что они просто тупо работают 100 часов в неделю. Если ты работаешь 100 часов в неделю… Ты можешь не работать на ноутбуке 100 часов в неделю, но ты всегда об этом думаешь. И люди сгорания, да? Они все сгорают, все. Конечно. Просто вопрос, кто-то потом выходит из этого. Кто-то находит в себе силы, значит, и выезжает на своей мотивации и упорстве, значит, что-то большое построить, вытаскивает себя, вытаскивает своих людей из этого бурнаута и идет дальше. Интересный вопрос. Можно ли построить компанию без сжигания и депрессии? Вот это вообще… Я не видел пока. Я тоже так считаю. Я тоже не так считаю, да? Я считаю, что все великие предприниматели, они вот… они просто лучше вытягивают себя за волосы, да? Именно так. А как это, например, ты знакомишься с каким-то предпринимателем, да? И тебе нужно вот эти качества увидеть. Как их увидеть? Невозможно. Это какой-то очень subjective judgment. То есть, ну, нет такого вопроса, который ты ему можешь задать, чтобы 100% понять. Действительно… Поэтому наблюдать. Ну, нет, конечно, поэтому наблюдать, как они работают с трудностями сразу. Но в основном, мне кажется, нам повезло, и те, кто, я думал, будут упертые, они оказались упертыми. Те, кто, я думал, будут падки на деньги, те либо продавались рано, либо у них ничего не получалось. То есть, мне кажется, еще второе важное качество, кроме упорства, это не нужно инвестировать в предпринимателей, которые делают это только ради денег. Это большой turn-off для меня, когда я общаюсь. Вот реально, да? То есть, мне кажется, потому что эти люди… Это такой клише. Слушай, ну, это очень, это очень как бы просто об этом говорить, да, но люди продолжают это делать. Люди продолжают идти в предпринимательство ради денег. Или ради свободы, которую они думают, они обретут. Ты не обретаешь никакой свободы в предпринимательстве в первые, там, годы. У тебя огромное число вещей, которые от тебя зависят. Просто если ты ответственный человек, никакой свободы нет. То же самое с деньгами. Очень много людей думают, что вот они придут, быстро заработают деньги и, значит, будут счастливы. Но нет, это не так. Это огромное… В основном всегда это огромный труд, много лет, много часов работы и так далее. И получается, у них, кто пошел ради этого, это не удовлетворяется, и они бросают. Да. Они бросают, либо продают рано, да. Продают рано. То, что для инвестора на самом деле все возвраты делают вот эти экстраординарные исходы. А если ты по дороге там за 20 миллионов долларов… Я вот один раз вложил в компанию по оценке 10 миллионов долларов и через 6 месяцев основатель ее продал за 15 миллионов долларов. У предпринимателя было 80%, у меня там пару процентов. До нее 80% от 15 миллионов было очень много. Конечно. Но для всех инвесторов мы просто там в полтора раза… Это не то, зачем ты делаешь инвестицию. Не то, да. Это была неудачная инвестиция. Она ушла в никуда просто, ну, как бы в моем сознании. Ну, вот. Интересно. Но вот, тем не менее, ты должен… Вот эти экстраординарные люди, это не только упорство, да. Соответственно, это такая яркие… Это же достаточно яркие люди, насколько я понимаю. Вот эти люди, которые стоят за единорогами. Вот каждый единорог, ты сейчас назвал название компании, да, Uber, там Travis, да, там. Да. Там конкретные люди. Вот Travis, если конкретно Travis обсуждать, да, это же неординарный человек. Не, абсолютно неординарный. Слушай, ну, мне кажется… Его сколько раз убить хотели, пока он этот Uber… Много, много. Настолько, что там, например, некоторым региональным сотрудникам, например, в Москве пришлось нанимать охрану, когда они запускались, да. То есть, понятное дело, что там все предприниматели, которые строят компании с капитализацией больше, чем там определенный уровень, они чуть-чуть ненормальные. Кто-то чуть более ненормальный, кто-то чуть менее ненормальный. Но обычных нормальных людей, в том виде, как я и ты это понимаем, практически нет в предпринимателях, которые построили большие, ну, реально большие компании. Да. Получается… И мне кажется, так было всегда, на самом деле. Я думаю, да. Это не какая-то новая штука. Она сейчас еще гиперусиливается, может быть, из-за того, что раньше у нас были маленькие племя, и ты мог быть… Твоя ненормальность, она выражалась внутри этого племя, да, ты мог быть самым высоким. Уже метр девяносто роста это было много, да. А в мире, где все… Или если ты там раньше мог делать сайты назад, в своем маленьком деревне ты был крутой. А сейчас каждый в деревне смотрит ТикТок, и меньше трех сайтов – это уже… Не круто. Это фигня. Это не круто. Получается, мы соревнуемся глобально, почти во всем, да, соответственно. Не во всем пока, но скоро будет во всем. И получается, очень трудно, если хочешь уже отличиться, нужно быть еще более по краешку, да? Конечно. Ну, и многие, многие действительно там, как бы. Ну, чем они часто отличаются? У меня там тоже 14 единорогов, где я был инвестором, да, там. Отличаются, конечно, количеством часов, которые тупо… Вот есть просто объем часов, которые они вкладывают, да, они открывают глаза и начинается, да, там. И закрывают глаза. И даже когда закрывают глаза, там… Что-то работает. Что-то продолжает. Нет, конечно, слушай, безусловно. Нет ни одного основателя, значит, из того, кого я знаю, юникорна… Такого просто вот повезло. Нет, кто не много… Календарь не вел, мало работал. Да, кто не много работает. Ну, то есть все много работают. Вот есть такая книга «Четыре часовые…» Да, «Фор ау-рогер». «Четыре часовые рабочие недели». Это какой-то миф. «Фор ау-рогер». Невозможно. Нет. Хорошо, что мы еще знаем? Какая апнормальность положительна, а какая апнормальность не очень положительна? Оптимизм. Мне кажется, люди должны быть, ну, чуть-чуть нерационально оптимистичны. У большинства компаний на начальной стадии есть какие-то дефекты. Там у кого-то не сходится экономика, когда ты в лоб на нее смотришь. У кого-то, значит, ну, это вообще люди говорят, никто не будет жить в чужих квартирах, зачем это надо, да? Значит, ну, то есть у всех есть какие-то дефекты. И нужна довольно-таки большая доза оптимизма или видения, чтобы пройти через всех этих людей, которые говорят, но это не будет работать. Мы так сильно ошибаемся. Я помню, когда говорили, что в машинах ты будешь брать с собой пассажиров, чтобы куда-то ехать, да, там. И люди говорили, в России никогда, никогда мужик не пустит чужого человека. И проходит 10 лет. И в России номер один рынок в мире. Конечно. Номер, не то, что ошиблись, что это здесь тоже работает. Нет, это работает лучше, чем где-либо в России. Это просто, это удивительно. Нет, слушай, ну, такого очень много. Ну, там, Airbnb, когда мы делали от DST инвестицию, по-прежнему очень много людей еще говорило, ну, люди не будут по всему миру жить в чужих квартирах, и люди не будут сдавать свои квартиры, потому что это самое главное, что есть у этих людей, у многих людей. А сегодня Airbnb – это бизнес, который оценивается больше, чем booking. Да, 160 миллиардов долларов на пике было после IPO. И имеет больше room night в год, чем Expedia. То есть, это какой-то необратимый, может быть. Абсолютно. Феноменально. И поэтому основатели, которые могут пройти через это, через это, значит… Кстати, основатель Airbnb приезжал в Москву, мы его здесь принимали, как бы он сумасшедший. Конечно. Мы когда с ним пошли в баню, в русскую баню, он сказал, я хочу, чтобы банщики сделали самую максимальную программу, которую они когда-либо делали. Я говорю, я хочу умереть и заново родиться. И банщики его просто в холодную воду, в баню, в ледяную воду. Это Nate? Да. И просто… И он хотел именно вот это испытать. Получилось ему там сделать особенный опыт. Он его прожил, пережил. И вышел обновленным. Вот такие люди. Что притягивает его вот это экстремальное ощущение? Слушай, не знаю. Вот это не знаю. Ну, не все такие экстремалы. То есть, нельзя говорить, что все такие. Конечно. Оптимизм? Окей, оптимизм – это хорошее. Да, оптимизм – очень важная штука. Потому что постоянно, ну, постоянно что-то идет не так. Во всех компаниях, да? Они вот все выглядят как такие, значит, красивые юникорны. Но во всех компаниях, когда внутрь ты заходишь чуть, значит, там неделю с ними поживешь, это просто, значит, какой-то конец суета. Особенно для эффективных, значит, менеджеров, которые там привыкли работать в больших корпорациях, когда они попадают в какие-то, значит, там быстрорастущие, значит, окружения в стартапах или там уже на чуть более поздней стадии, то для них это большой шок, что это вообще работает. Вот я иногда, бывает, хожу по, значит, по нашему офису, и иногда мне страшно, значит, страшно даже подумать, какое количество вещей может пойти не так между тем, как человек делает заказ и его селят в гостиницу. Потому что очень часто ты видишь столько всего плохого внутри, но потом ты смотришь на цифры и видишь, что там это все равно какие-то очень маленькие цифры, с которыми идет не так. А так, в принципе, бизнес работает. Но, конечно, очень часто это все выглядит, как полный масс. Да, это правда. Есть какие-то еще, очевидно, байсы, положительно влияющие, там оптимизм слегка нереалистичный, да? Слушай, ну, очень важно, очень важно, чтобы основатели были какого-то, ну, у них был какой-то фокус на том, что они делают. То есть, ну, фокус на проблеме или фокус на типе клиента. Ну, то есть, например, там, у Тони, основателя DoorDash, по-моему, значит, мамова, ну, или оба родителя были связаны с ресторанной темой, да? И вот DoorDash, как один из крупнейших food delivery, это там про ресторан. То есть, очень часто, чтобы у основателя была какая-то связь. Кстати, сказал основатели, да? Как часто пары против соло-фаундера? Ой, это вообще холивар. Холивар – очень важная тема. Есть разные школы мысли на эту тему. Мне кажется, что если есть возможность не делать стартап одному, если есть кто-то из, там, нетворка, или из близких друзей, или из коллег, с кем можно пойти, что-то делать, то лучше это всегда не делать одному. Стартапы – это очень сложно, и лучше эти сложности проходить не одному. При этом очень часто у людей просто нет выбора. У них нету никого из их нетворка, с кем они могут пойти это делать. Но они настолько уверены, что они хотят, и это не должно их сдерживать. Но, конечно, самые лучшие ситуации – это когда есть два или три основателя. Три – это вообще конфета. Это еще раз. Конечно. Если три основателя… Но пять уже много. Не-не-не, пять – это перебор. Но три основателя, которые хорошо дополняют друг друга. Да, типа, там, технологический, продуктовый и бизнесовый. Хорошо. Вот я понял. И вот какие лекции ты еще вынесешь? Потому что мы поговорим еще про инвестиции более широк. Потому что это очень определенные инвестиции, да? Это такие венчер-инвестиции частные. Венчер и ранняя стадия. Да, ранняя стадия. Они совсем… Но для меня это самое интересное. Естественно, инвестиции намного… Это маленькая доля в мировых инвестициях, да, тем не менее… Какие лекции ты еще вынес из вот этого опыта? И хочешь ли ты его еще повторять? Слушай, наверное, да. Но мне очень нравится… Мне очень нравится возможность смотреть на фонды. Мне кажется, сейчас есть уникальная возможность людям инвестировать небольшие деньги в стартапы. Потому что не нужно бежать к каждому стартапу, а есть вот на продукте AngelList, так называемая штука, которая называется Rolling Fund, где ты можешь прийти, увидеть список разных людей, которые основали Rolling Fund и купить подписку. Это не фонд, который закрытие имеет и потом инвестирует. Это постоянно инвестирующий фонд, постоянно привлекаются. Да, и ты можешь там раз в квартал, у тебя есть подписка на фонд какого-то там известного ангела, и ты можешь выбрать 10 из них, например, и дать какую-то небольшую денежку каждому из них раз в квартал. Можешь у кого-то взять подписку на 2 квартала, на 4 квартала и так далее. И это способ людям инвестировать в стартапы, не беря на себя слишком большой риск с точки зрения концентрации, с которого ты начал, что там, 3 неудачных и все. И это дает возможность как-то получать доступ и получать, ну, возможность инвестировать. Да, и это на AngelList, да? Да. Это вообще очень круто вообще, куча-куто. И там обычные комиссии, насколько понимаю, там… Там стандартная тема с 2,20. 2% за управление, 20% от Upside. Да, и их будет все больше и больше. Есть известный российский, например, российский предприниматель слэш-инвестор Коля Давыдов, который сделал свой Rolling Fund на AngelList, и тоже, значит, в него можно проинвестировать. Это круто. Когда ты, образно говоря, доверяешь выбор человеку-профи, который этим занимается. И они бывают разные. Они бывают по какой-то конкретной индустрии, они бывают в каком-то конкретном секторе с точки зрения стадии и так далее. Ну, и при этом ты от них что получаешь? Ты получаешь от них какую-то логику, почему они одни и те же… Ну, например, ты знаешь, какие инвестиции они делают, да? Да. Они посылают тебе родную… Ну, там, они все чуть-чуть разные, у кого-то больше. Ты можешь спросить у них прямо на платформе, как часто вы даете отчетность, что вы рассказываете. То есть сейчас довольно… Потому что там же есть еще эффект обучения, да, что ты хочешь научиться. Конечно. Когда я свой первый фонд делал, мне сказали, Оскар, ты должен списать все первые инвестиции, это твое обучение. Потом начнешь уже… У меня так не получилось, у меня первый фонд был успешен. И обучение, и успешение. Ну, я очень много чему научился, реально очень так прочувствовал. Ну, может быть, не надо этому учиться, если ты не планируешь этим заниматься. Слушай, ну, да, это абсолютно как бы персональная штука. Тем, кто хочет научиться, нужно, во-первых, много читать. В интернете очень много всего есть про венчурные и СИД-инвестиции, есть там, ну, все сэппл Грэма, например, можно начать с этого прочитать, они все есть, по-моему, даже уже переведены. То есть, ну, есть очень много материалов, которые можно бесплатно прочитать и уже там прокачаться. Бесплатное часто не ценится, да, как бы вот у нас тоже парадокс. То, что доступно каждому, и то, что бесплатно, это типа… Слушай, ну, оно может быть доступно, но реально людей, когда ко мне приходят предприниматели, молодые, значит, я говорю, вы читали сэппл Грэма? Ну, никто не прочитал, значит, все бизнесовые сэппл Грэма, я считаю, что это как-то первая глава. Все должны это прочитать. Мало кто читает, вообще все, что я читаю, мало очень читают. Поэтому, мне кажется, это уже, то, что оно доступно и бесплатно, это совсем не значит, что это, значит, не ценно. Хорошо, когда как-то смотришь на инвестиции шире, вот у тебя есть венчер, мы с тобой тоже где-то в компаниях даже вместе, да, соакционеры, и как ты смотришь на инвестиции шире, да, долгосрочно и шире, кто там твой учитель, если вот говорить про вот первое, вот у меня, например, вот The Intelligent Investor, да, вот книга, да, Воррен Баффет, я не знаю, что можно лучше придумать, чем они говорят, да, как бы, на кого ты там смотришь? Слушай, я не очень много инвестирую, я… Имеется в виду такие, как бы, классические инвестиции, фондовые рынки, да? Не, не очень много, мне просто кажется, что этому тоже нужно учиться, то есть в этом году всем очень повезло и в том, что, значит, люди, которые просто сидели в рынке, они очень круто заработали. Ну, не все сидели, очень многие ждали, что карточный домик развалится и произошло противоположность. Ну да, многие умники, значит, которые, наоборот, там сидели и черепикали, они заработали хуже, чем рынок. А кто ставил на обвал, кто шортил, они потеряли все. Они потеряли тоже. Все, вообще все, реально. Ну вот, и поэтому, мне кажется, очень, ну, это такая очень сложная штука. И вот, мне очень нравятся инвестиции в интернет-компании. Я по-прежнему считаю, что интернет только в начале пути. Я считаю, что интернет в начале пути с точки зрения преобразования нашей жизни. Я считаю, что мы увидели, может быть, там 20%, 25% того, что будет дальше. И поэтому, мне кажется, интернет-компании будут продолжать менять человечество во всех географиях планеты Земля. И поэтому, мне очень нравится продолжать смотреть на интернет-компании. Каждый раз, когда появлялась новая инновация, есть такой прогресс, быстрый, перемены, а потом стагнация. Когда она отработала свой потенциал, идет стагнация, потом опять какая-то. Конечно. Вот сейчас идет огромные перемены из-за интернета. Огромные. Ну, теперь вопрос, когда наступит стагнация? Пока ни одного признака вообще нет. Вот просто, пока у нас только… Мне кажется, я вижу ускорение. Я вижу ускорение, потому что создание интернет-компании продолжает быть все более и более легким. И это значит, что ускорение тоже будет продолжаться. То есть, ну, вот там, клауд был огромным трендом, который помог ускорить и облегчить создание стартапа. Сейчас, значит, есть движение сноу-коуд, что есть… Чтобы программировать без знания. Да, чтобы создавать первые продукты. Просто кубики двигаешь, там, логику, ты должен только логику придумать. Ну, там, логику и какую-то базовую архитектуру без кода, который ты можешь придумать. То есть, и это очень круто. Это очень круто. И огромные… Ну, не нужно даже открывать код-кэддин и учиться программировать, что было нужно там пять лет назад. Все, уже без этого можно сделать прототип и начать обслуживать каких-то клиентов. B2B или B2C. И это очень круто. И я считаю, что это там будет пушить еще следующий виток роста огромный. И поэтому я считаю, что стартапов будет появляться еще очень много. И инвесторов стартапов, фондов ранней стадии будет появляться очень много. Но ты инвестируешь в фонды в том числе, да? Да. С-16 фонд недавно образовался. Ты тоже проинвестировался? Мне не предлагали. Не предлагали. Это просто такое тоже интересное сообщество. Нет, ну ты инвестируешь в фонды, которые делают на твой правильный выбор, да? Что ты еще делаешь из того, что ты делаешь? Мне очень нравится менторить команды. Я больше менторю какие-то команды, которые мне нравятся. И мне кажется, очень важная роль в жизни в какой-то момент это продолжать помогать предпринимателям. Мне очень нравится помогать предпринимателям либо в тревеле, либо не обязательно в тревеле проходить какие-то сложные моменты. Вот для меня… Ты прошел их, конечно, рекордное количество. Рекордсмен по трудным моментам. Я думаю, рекордсмен… Сколько раз у тебя деньги заканчивались в компании? Ну, заканчивались они ни разу, но было очень близко несколько раз. Много раз. Много раз. Рекордсмен по прохождению челленджа – это, наверное, Дэйв, основатель ГЕТ. Да, Дэйв, основатель ГЕТ. Да, вот я думаю, что они рекордсмены вообще по решению сложных ситуаций. Вот он сейчас делает IPO, выходит на публичный рынок. Если это… когда это успешно произойдет, это, конечно, будет… Это будет бомба. Это просто какая-то невероятная история. Ну, просто… Это что-то. Просто 10 лет. Ну, в общем, если возвращаться к теме с менторством, мне очень нравится помогать командам проходить сложные моменты. Очень часто это первые деньги, первый фандрейзинг или конфликты основателей. Есть же две причины, почему стартапы больше всего распадаются. Это заканчиваются деньги, и основатели, значит, не могут найти общий язык. Вот если вот эти две проблемы убрать, то уже процент разваливающихся стартапов уменьшится примерно на там 60%, может, на 70% даже. То есть вот две проблемы, которые ты убираешь, это закончились деньги, чтобы перед тем, как люди доказали продакт-маркет-фит, и фаундеры поругались. Вот эти две вещи как бы являются огромным процентом разваливающихся компаний. И ты как ментор помогаешь, и ты любишь вот именно причастность чувствовать. Это, на твой взгляд, оптимизирует часть. Не результат. Конечно. Не результат. Конечно. Это самая счастливая часть, вот как бы, когда получается то, что ты… Вот объясни вот свою логику. Это не очень очевидно. Почему столько счастья? Потому что это способ что-то… Ну, то есть у меня есть там основной бизнес, которым я занимаюсь, это Emerging Travel, там в России знают как островок.ру, он развивается, растет, там тоже как бы мы прошли, продолжаем проходить много сложностей, но в предпринимательстве, когда ты помогаешь чему-то случиться или чему-то там позитивному случиться, это тоже создание. Ты помогаешь что-то создавать, и в этом точно есть счастье. Вот. И мне кажется… Гёте считал, это немецкий поэт, что в этом самая большая часть, которую можно испытать, в принципе. Помогать создавать. Смотреть своими глазами на то, что ты создал своими руками, да, и то, что живет. Мне очень приятно там приходить в какие-то компании, где я вовлечен уже продолжительное время, и видеть, как они отросли. Каждый раз, когда я приезжаю в Кремнию и в Удалину, я стараюсь напроситься, значит, на какие-то ланчи или встречи с основателями компании, где там нам посчастливилось инвестировать, и для меня это всегда очень счастливые минуты, увидеть, как оно выросло и насколько это великие компании. Да, и в этом и есть счастье наставничества, да? Наверное. Да, как бы когда… Да? …видишь, что получается, что очень часто спрашивают, зачем это наставнику нужно. Вот меня постоянно спрашивают, Оскар, зачем ты менторишь людей? Зачем тебе это надо? Да, это… Я не могу ответить на этот вопрос. Ты, ну, видимо… Ну, счастье… Ну, слушай, мне очень четко. Есть основатели, с кем у меня получается прям очень теплые отношения. Это долгосрочные, дружественные отношения, там, и заодно ты как бы помогаешь им что-то правильно сделать, и из-за этого их бизнес улучшит, и ты помогаешь это создавать. Круто. Ну, хорошо. А если ты еще и инвестор, и там, ментор одновременно, там, то ты как бы еще и там какую-то свою, значит, маленькую инвестицию делаешь ценнее. Конечно. Получается, ты делаешь много нерациональных действий, да? Ты тратишь свое время, чтобы быть счастливым, ну, при этом у тебя… Ты строишь компанию. Да. Это основной, наверное, твой источник будущих доходов, если там взять… Да, конечно. Потом ты делаешь ангелские инвестиции, где ты как ангел помогаешь людям советами избегать смерти досрочной, да? Что ты еще делаешь… Для счастья? Нет, для счастья, да. Чтобы у тебя была радость в старость, или старость в радость с точки зрения денег. Ой, слушай, ну вот… Недвижимость там, индекс фон, ничего не делаешь. Вот этот фокус на деньгах, он как бы… Вообще не делаешь, окей. Так, чтобы быть счастливым, что делаешь, чтобы быть счастливым? Ой, много всего. Значит, мне кажется, вся тема со здоровьем – это тоже про счастье. Значит, много, много, значит, было сказано про биохакинг и вот это все, но люди постоянно забывают, что биохакинг, как бы он тоже, как бы если правильно он сделан, то он влияет на счастье. И я тоже делаю много всего там со спортом, витаминами, значит, ментальным здоровьем, чтобы… потому что уверен, что это делает меня чуть-чуть счастливее сейчас и будет… При этом ты делаешь это системно, да? Ты измеряешь, управляешь. Суперсистемно, суперсистемно. У меня, значит, есть команда, которая тоже там со мной работает, которая помогает все это измерять, делать правильные решения, правильные анализы, ну, короче, по полной программе. Да, и вот это очень мало кто делает. Да. Очень мало кто считает, что это вообще можно измерить, что этим можно управлять. Не, можно, точно можно. Очень важно. Мне кажется, это суперважно. И уже это стало доступно, то есть не нужно из этого уже делать, там, какой-то огромный, огромный, значит, процесс, да. Уже можно хотя бы базовые вещи, типа, там, начать байоник принимать, который, значит, уже чуть, ну, стал практически доступен большинству людей. Уже можно вот с этого начать. Это персонализированные витамины для тех, кто не знает. Да, сон, там, ну, вот люди по-прежнему недостаточно сильно ценят сон. Вот ты недавно начал спать хорошо, раньше ты очень мало спал. Да, очень мало. И в следующие 60 часов тоже. В следующие 60 часов точно сделают тебя менее счастливым, Оскар. Я думаю, да. С точки зрения сна. С точки зрения сна. Кстати, надо это предвидеть и сделать что-то проактивное. Надо тебе принести, мне кажется, чего-нибудь вкусного. Да. Очень вкусное. Я надеюсь, ты заказал. А то меня кормят брокколи и каши. Но это хорошо. Надо заказать тебе любимой еды. Да. Брокколи. Вот, потом, то есть, инвестиции… Очень системно, да. Да, то есть, вся тема с биохакингом. В инвестициях я понял, что просто ты думаешь так, если я правильно прочитал. Все равно будет достаточно. Ну, как бы, будет достаточно, так или иначе, да. И не надо этим там так детально управлять, чтобы там высчитывать какие-то. Если ты просто строишь очень большие вещи, и там, если там даже одна из них сбудется, да, там этого будет достаточно. Правильно я понимаю? Ну, наверное. Достаточно. Хорошо. Нет, ну слушай, я просто думаю об этом, что счастье меряется не деньгами, а отношениями с важными для тебя людьми. Да. И инвестиции, это в том числе, это про это. Да. Вот так. Есть класс у Ельского университета. Нам срочно нужно найти капиталиста, который будет считать наоборот, потому что у нас почти каждый сейчас час… Но это не про счастье. Что бы мы ни обсуждали, мы возвращаемся к отношению. Но это не про счастье. Да, это не про счастье. Значит, вот если ты хочешь про счастье, то… Докажи это. Потому что как доказать это человеку, у которого не было денег, не знаю, буквально вот сегодня у меня был мой молодой очень сотрудник компании, который сказал, что вот ему для счастья нужен миллион евро и все. И я, значит, ну вот час пытался с ним общаться на тему счастья и буду продолжать пытаться ему объяснить обратное. Он должен заработать этот миллион, потом сходить в магазин, в который он собрался сходить, да? Кстати, обычно, когда люди говорят, я хочу стать миллионером, да, они не говорят, что они хотят… Они на самом деле хотят потратить миллион. Не стать миллионером, а потратить. Это большая-большая разница. Но он сходит в этот магазин и купит себе все вещи, которые он хотел купить, и потом поймет. Я надеюсь. Я надеюсь, он поймет раньше. Это очень важный и ценный сотрудник. Но, да, мне кажется, вот этот гиперфокус на деньгах в предпринимательстве или в стартапах, он токсичен. Да. Хорошо. Что ты еще делаешь? Я занимаюсь фэксерфингом. Да. Это твое хобби огромное. Это мое хобби. Значит, и там счастье мне приносят победы. И несчастье мне приносят не победы. Я был пятый. Но это значит не хобби, это прям спорт. Это спорт. Это спорт, но, к сожалению, в Москве уже холодно. Но так вообще… Это где-то между хобби и спортом. Но есть кто-то там искусственную волну построил где-то. Я хожу в Москве. Это точно приносит счастье, потому что это позволяет настолько отвлечься от всего, что происходит, что это одна из немногих активностей, которая позволяет мозгам разгружаться. То есть не думать о бизнесе, не думать об инвестициях, не думать о детях, а вот думать только о том, что ты делаешь сейчас. Прям вот в моменте. В моменте. Тотально. Ну да, это вообще, наверное, такие спортсмены в таких видах спорта топовые. Они отличаются тем, что они чуть не замедляют время. Что они делают вещи, которые не воспринимаются вообще реальными. Это только можно сделать, если ты видишь мир в замедленной съемке. Как это происходит? Это там сумасшедшие какие-то трюки. Не знаю, но я долго искал разные спортивные активности. Я не очень любил заниматься спортом. И когда я нашел вейксерфинг, для меня это был инстант матч. То есть сразу я понял, что абсолютно сумасшедшие ощущения для меня с точки зрения отключения головы. Я катаюсь один. Я не люблю кататься, когда кто-то со мной еще в лодке, потому что там они что-то спрашивают или комментируют. Я катаюсь один или с тренером. Всегда со мной есть GoPro, которая записывает все тренировки. Я потом всегда все просматриваю. И для меня это такая почти медитация. Да. Вот это очень индивидуально у каждого. Да, конечно. Но надо это искать. Мне кажется, очень многие люди не ищут ничего такого. А мне кажется, у каждого человека должно это быть. Должно быть дело, бизнес. Сколько видов спорта ты перебрал перед тем, как выбрать? Не очень много. Ты сказал, много пробовал. Я не знаю. Когда ты играл в теннис, я пробовал заниматься гольфом, я пробовал какие-то командные виды спорта, но что-то меня не так ничего не вставляло. А потом прям сразу? Да, абсолютно случайно. У тебя это хорошо очень получается. Спасибо. Ты все-таки уже там… Сейчас я 16-й в мире в рейтинге Outlaw. Это второй дивизион. Ну и ребятки, с которыми я соревнуюсь на международном масштабе, они, конечно, все крутого уровня. Знаешь, еще вот интересная часть этого спорта. Вы конкурируете нейронными связями. Это координация движений. Конечно. И ты должен наработать, чтобы каждый трюк – это некая комбинация движений, которая до перфекционизма оточена и так далее. И как быстро, получается, это все-таки долго происходит, чтобы формирование… Слушай, у всех по-разному. У меня есть ребята, которые очень быстро могут… Знакомые, которые очень быстро могут уехать первый трюк. Да. База есть. В детстве занимались гимнастикой. Да. И у них, значит, там хорошо, но им дальше сложно отточить это. А мне, наоборот, очень долго, чтобы у меня все уехало, значит, качественно. Но когда я уехал, я уже понял головой, все, у меня muscle memory уже как бы запомнил, и я уже уезжаю. То есть, мне кажется, очень по-разному, очень индивидуально. Но сейчас, чтобы дальше развиваться, каждый трюк, сколько там времени занимаетесь? Сейчас очень долго. Сейчас вот я дошел до какого-то места, где я уже делаю сложные трюки, и у меня типа там два новых трюка в сезон уезжается. То есть, это уже такая... Это чуть-чуть демотивирует, потому что ты дошел уже до какой-то штуки, где, значит, там, ну, совсем сложно, но прогресс, конечно, замедляется. Нет, невероятно. Чуть меньше счастья. Смотри, вот мы там интересно, конечно, любую тему обсуждаем, любую. Субтему счастья, да? Да. И возвращаемся к тому, что все в отношениях, что надо быть в моменте, что нужно кайфовать от процесса, не от результата. Но все-таки, что делать тем... Если у тебя не решена финансовая проблема, тебе каждая серф-сессия стоит там... Сколько она стоит? Один час в вейксерфинге? Ну, плюс-минус там. Ну, типа 10 тысяч рублей, да? Сколько-то такое. Это все-таки, ну, деньги, да? Да, финансовая проблема должна быть решена. Нет? Для вейксерфинга, да. Вейксерфинг – это дорогой спорт. Да, это дорогой. Ну, много вообще видов деятельности, которые дорогие относительно, да? Что-таки, как решить финансовую проблему? Вот предпринимательство и инвестиции. Предпринимательство – хороший способ решить финансовую проблему, если у тебя получается. Понятное дело, что предприниматели, если они успешные, то они зарабатывают большие деньги. Но это не то, ради чего нужно заниматься предпринимательством. Очень важно. Это побочный эффект. Это побочный эффект. Поэтому, если вы прям хотите, как это, много денег зарабатывать, и это основное и самое главное, то там, не знаю, нужно идти там в какие-то инвестбанки, консалтинги и так далее. Там много платят, но, наверное, не очень много эмоциональной отдачи. Да, все мои друзья, кто пошли в консультанты, самые несчастливые по ощущению. Вот почему-то именно консультанты. Инвестбанкиры более-менее, они такие на драйве как-то. Но банкирам платят побольше, чем консультантам, а работают они примерно одинаковое количество часов. У меня там недостаточно большая выборка, но прям сильно заметно, что консультанты, они почему-то страдают прям сильно. Прям сильно. И они не ощущают, что они много зарабатывают. Они постоянно говорят, потому что все их клиенты, это предприниматели, они зарабатывают существенно больше. Получается, они в своем обозрении себя сравнивают не с обычными людьми. Слушай, ну, может быть. То есть консультанты действительно окружены успехом, банкиры тоже, но банкиры много зарабатывают. Наверное, в этом разница. Ну, сильно больше. Многие аргументируют, что даже с счастьем тоже так. Не надо за счастьем гоняться. Это тоже побочный эффект. Конечно. Ну, то есть ты не можешь проактивно искать счастье. Ты не можешь проактивно сидеть и думать, как мне сегодня стать счастливым. Значит, что я сделаю сегодня, чтобы стать счастливым. Значит, что ты должен гонять? Счастье – это будет побочный эффект другого фокуса. Какой другой фокус? Ну, слушай, есть много вещей, которые помогают людям чувствовать себя более счастливыми. Глубокие отношения с важными людьми. Успехи в каких-то делах, которые им важны. Какие-то интересные experiences. Есть класс в Ельском университете, самый популярный класс про счастье. И очень классный. Я всем его рекомендую. Там прям с научной точки зрения они исследовали, какие вещи делают людей более счастливыми. Фокус на материальных вещах не делает людей счастливыми. Но люди думают, что будет. Интуиция подсказывает. Люди массивно переоценивают, сколько они будут счастливыми, когда они что-то купят или столько-то заработают. Люди недооценивают, как позитивно на них будут влиять какие-то experiences, которые они пройдут. Я прошел и Ейл, и Гарвард, и в Индии прошел три курса. Рекомендации одни и те же. Надо быть в моменте, для этого нужно медитировать чаще. Проявление доброты. Особенно, когда ты добрый делаешь действие. Даже не важно что. Вообще могут быть любые рандомные, что угодно. Практика благодарности. И двигать свое тело, заниматься своим здоровьем, спать хорошо. И важные отношения. И отношения. А самое важное это отношения. Мне кажется, важное отношение это... Для этого нужно ценить бесплатно. Конечно. Вот наше общение сейчас... Конечно. Оно стоило всего лишь один метеорит. Тебе подарили метеорит? Нет. Значит, на выходе подарят. Один метеорит. Но самое ценное это... Самое ценное это все бесплатное. Да. Понимаете? Мне кажется, люди... Вот это люди ценят меньше всего. Особенно, которые начинают заниматься предприятием. Они недостаточно ценят глубокие связи. Да. И потом, когда спрашиваешь, когда вы были самыми счастливыми. В самом начале, когда не было денег, мы строили, мы вот были бандой, мы вот вместе каждый день. Конечно. И потом пытаются это вернуть. Еще раз. Но ты очень мудрый для своего возраста, Феликс. Видишь, как ты раньше до этого дошел. Почему ты... Рано или поздно все до этого доходят. Вопрос, как до этого дойти раньше? Слушай, ну мне кажется, это не только про бизнес и про команды. Мне кажется, это еще очень важно про личностные штуки. То есть глубокие отношения с партнером мне очень повезло. У меня очень крутая жена, с которой у меня очень классные отношения. Мы очень рано познакомились и рано женились. И большинство браков сегодня распадаются, если они ранние. То есть есть прям статистика. А мне очень повезло. И Ася – это мой близкий друг, партнер и очень близкий человек, с которым вот эти глубокие отношения делают меня там сильно более счастливым человеком. Мне кажется, вот искать глубоких отношений с партнерами тоже очень важно. Это точно влияет на уровень счастья. Эликс, спасибо тебе огромное. Час пролетел, как ракета. Мы очередной раз поняли, что не надо деньги. Не самая важная проблема, которую нужно решить. Есть более важные вещи. Но это тоже крутой вывод. Спасибо тебе огромное. Ты меня, конечно, очень вдохновляешь. Реально. Один из моих проектов – это охота за единорогами. Не из-за денег, а из-за людей. Я хочу быть знакомым с такими людьми. Я хочу с ними иметь общие проекты, сопереживать, вот это все. Поэтому я также вложился в новый проект Дэйв Файзера, который аккумулятор. Потому что это просто сообщество людей, которые сделали экстраординарной компанией. Это здорово. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Астр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 еще было несколько моментов, когда я точно понимал, что мне туда надо, такие знаки Вселенной. Но это были два самых ярких. И что интересно, это и мое мнение, и мнение очень многих людей, которые на моих глазах в свое персональное прошлое сходили и вернулись, что когда ты оттуда возвращаешься с багажом знаний, ощущений, чувств, тебя переполняют эмоции, ты как будто бы воссоединился со своей большой семьей, даже если ты просто нашел много информации про мертвых родственников, все равно как будто бы они жили внутри тебя. Смотрел третью кунг-фу-панду? Помнишь, он приходит в деревню панд? Вот примерно что-то похожее происходит внутри человека. И ты совершенно не представляешь, как ты вообще нахрен жил без этого год, два, три назад. То есть у тебя просто такой гэп по внутренним ощущениям, который, и ты начинаешь подбирать слова, ты думаешь, блин, ну вот у меня произошел инсайт, у меня произошел энергетический подъем, у меня там стало много сил и энергии. Ты говоришь, а что поменялось, что тебе это дало? И ты начинаешь подбирать слова, и ты их даже подобрать не можешь, потому что ты просто не можешь себе представить, как ты вообще жил без этого. Вот примерно так. Да, это... Часто люди это делают, либо когда становятся успешными, начинают... Уже уходит страх, да, и они начинают исследовать свое прошлое. Много-много поколений вперед. Или какие-то сталкиваются с какими-то другими тупиками, тупиковыми ситуациями. В этой теме есть две субтемы. Первая тема — это генетическая. Мы генетически, да, соответственно, генетика сильно влияет. В том числе, кстати, на счастье. В некоторых книжках до 50% наших ощущений счастья объясняется, это то, что называется твой базовый уровень, он полностью генетически заложен, да, соответственно. И мы генетически сформированы из предков. Это первый. Второе есть негенетическое. Соответственно, это то, что передается, моему отцу дедушка говорил перед смертью, верь людям. Его отец ему говорил, верь людям. И поэтому Оскар теперь верит людям. Ну, мой отец мне тоже это сказал. Он говорит, лучше сто раз ошибайся, чем никогда не становись человеком, который не доверяет людям. Соответственно, это передается, получается, уже как минимум, там, пять поколений. Некая философия или какая-то мудрость, да, которую... Назовем это воспитанием. Да. Ну, так, для упрощения. Это негенетическое что-то. Типа негенетическое, да. Это то, что человек не получает, если, например, воспитывался в детском доме. Гены получает, а это не получает. Нет, это не получает. Или, да. И часто же это один из потенциальных... Мы теряем, мы обрываем вот эти передачи знаний. Да, мы просто не знаем. Вот тебя спросят, ты не можешь ребенку рассказать, чем дедушка занимался, да, там. Мы же тоже должны это передавать, правильно? Сто процентов. Я поэтому тебе сегодня принес в подарок детскую родословную книгу. Именно детскую. Потому что, знаешь, задача номер один — сделать родословную для себя. И задача... Это как бы гигиенический минимум, как я считаю, для нормального человека. И, конечно, задача номер два, потому что нам с тобой повезло, мы с тобой женаты, у нас дети. Но есть семьи, которые распадаются. И вот это очень важно. Родословную надо делать сразу на детей. Писать, рисовать древо. Поэтому я тебе принес сегодня детскую родословную книгу. Она не заполненная? Нет, она пустая, конечно. Это как раз, чтобы детей погрузить в этот процесс. Потому что единственный... Начнем с конца. Вообще, по идее, я хотел в конце об этом сказать. Единственный шанс вовлечь детей и что-то им донести, довложить на тему наследия и преемственности, это начать вместе с ними ходить на кладбище. И заполнять родословные книги, рисовать деревья, перебирать старые фотографии. В общем, мой духовник сказал мне, что счастливыми вырастут те дети, которые выросли на могилах предков. Да, ты вместе ходишь туда. Вот интересно вот эта мысль. Неочевидная... В наши дни, да. Неочевидная. Неочевидная. Это не то, что там ты естественно... Все гоняются там за Феррари или Порш, а вот это неочевидно. Это абсолютно. Вопрос, почему нам интуиция не подсказывает? Ты знаешь, интуиция, кстати, многим подсказывает. Причем это еще выглядит во многом так, как будто это даже не твоя интуиция тебе подсказывает, а очень часто это выглядит, как будто даже с тобой с того света контактируют, и там всякие мистические есть истории. Все это не просто. Ты ехал и вдруг услышал по радио песню 9 мая, вспомнил про то, что дед был летчиком, и надо бы съездить к нему на могилу. Там прям я столько уже чудесных историй знаю, просто можно прям отдельный подкаст вести на эту тему. Да, у всех эти истории есть, но наука не может объяснить эту мистику. То, что я, например, я могу конкретно рассказать пример своей истории. Мне бабушка моя, когда умер, она наставила мне вследствие одну куклу. Это все, что я получил от своей бабушки. Вот одна кукла, которую она любила больше всего, она мне ее подарила. Я ездил к ней на последний разговор, и она мне передала эту куклу. Я ее поставил в очень... Место, где я прохожу каждый день больше всего раз, в коридор по дороге в кухню. Да, соответственно, она там стоит, и я прохожу мимо, и каждый раз это напоминание. Каждый раз. Это, по сути, я возвращаю... У моей бабушки была определенная философия жизни, да, система мышления. И она вот... Каждый раз, когда я прихожу мимо этой скульптуры, она как будто так... Оживает, коротко, да. Я эту нейронную связь тренирую. Да, соответственно, вот эта философия во мне живет, потому что я каждый день себе тренирую вот именно эти нейронные связи. Потом то же самое сделал с дедушкой. Он оставил ремень. Единственное, что оставил наследство, это ремень солдатский свой, который он всю жизнь хранил, и потом передал ремень. Я тоже повесил его в это место. И теперь я каждый день прохожу мимо ремня дедушки и мимо куклы бабушки. И они во мне живут. Вот без шуток. Это очень круто. Это мамины родители? Да, это мама мамы, а отец мамы моей супруги, второй дедушка, соответственно. Я вот таким образом, просто говоря, возвращаю в себе что-то. Я хочу вот эту философию, чтобы она была живая. И вот такой способ я нашел. Я не знаю. Вот можно сделать вот такую книжку. Это тоже способ. Слушай, это просто первый шаг. Это увлечь детей. Вообще книги семейные, когда залезаешь в эту тему, начинаешь издавать, там по каждому роду, по роду каждой бабушки и каждого деда у тебя вот такая она выходит. В итоге есть нормально собирать информацию. Я поэтому собираю у себя в семейный музей. У меня очень много предметов. Уже я когда-то начал это делать. У меня просто много разных предметов, разных предков моих детей. То есть моих бабушек, дедушек, бабушек, дедушек моей супруги, прабабушек, ну то есть прям много. Потому что я верю, что через эти предметы, так или иначе, я, может быть, меньше верю в мистику, что в чашке живет душа, но я больше верю в то, что к этой вещи есть некая эмоциональная привязка, и эта эмоциональная привязка, она через поколение все равно существует. А вот ты сказал про гены. Тут такая штука интересная. В нас нет генов того, что мы едим, того, чем мы дышим, воды, в которой мы купаемся, там, я не знаю, людей, с которыми мы здороваемся за руку. У нас есть только гены наших предков. Это суперочевидный факт, который каждый раз, когда я где-то вслух повторяю, находится много людей, которые удивляются. Я тоже когда-то пришел к этому выводу, где-то, это интересно. Понимаешь, вот все, абсолютно все, 100% физического тела, несмотря на то, что мы каждый день едим, пьем, что угодно с ним делаем, с этим телом, но 100% изначального материала, оно заложено от предков. В том числе наша болезнь, например, которая мы с тобой, она генетическая, у моего отца было и у моего дедушки было. И она активируется или дезактивируется, или уходит в зависимости от того, как ты себя ведешь. И то, что ты говорил у себя в видео, это такой внутренний воспитатель. Ну, я тебе могу сказать, что это 100% так и есть. И, в принципе, я общался с одним человеком, который хорошо разбирается в генетических заболеваниях. Он обобщил мне это и сказал такую фразу, что генетические заболевания это просто тебе такой дополнительный в жизни. То есть, если тебе от рода и родителей не досталось 100% комплекса инструкций по применению твоего тела, что вот ходи, носи дорогое тело, носи эту душу так, веди себя вот так, это делай, это не делай, так веди себя, так не веди, здесь много не пей, ну и так далее. Там большое достаточно, у каждого же это список. Если тебе вдруг что-то нет, то вот генетические заболевания, они подскажут. Главное просто правильно уметь слушать. Они направят тебя в нужный... Поэтому оно не вымирает. Если бы это была нежизнеспособная комбинация, она бы вымирала. Но эта конкретная комбинация, она на самом деле очень жизнеспособная. 100%. Да-да-да. Так вот, если к генетикам возвращаться, то, что доказали сейчас, 65% человек получает через гены. В том числе счастье. В том числе вот эти все системы серотонина, дофамина, вот эти все. Остальное, да, остальное через окружающую среду. Вот про серотонин, дофамин, тут штука такая. Мне кажется, что генетику еще 100 лет назад в Советском Союзе запрещали. Сажали, расстреливали. Потому что хотели, думали, что сейчас всем расскажут, что можно, полностью отрезав корни у страны, создать нового сверхчеловека. Вот. В общем, быстро разочаровались в этом. Но, короче, 100 лет назад генетики в Советском Союзе не было. Я думаю, что вот за недолгое существование этой науки изучено вообще не все. Абсолютно. И вот сейчас тест ДНК на таланты, например, или там на продукты, он имеет место как подсказка. Но я бы на 100% ему не верил, потому что это в самом-самом начале... Но не знают, какие гены включены, какие не включены. Соответственно, у тебя огромное количество вещей. И то, что наука пока не знает, какие из них работают, а какие не работают, и почему какие работают, а какие не работают, и когда. Соответственно, ты расположен к очень многим вещам, но не факт, что у тебя они включены или не включены. Да, да, да. И вот что бы я сказал здесь про счастье, это, как мне кажется, чтобы быть счастливым, нужно быть собой. Странная банальная фраза, но так или иначе. Нужно жить свою жизнь, свою персональную траекторию жизни. И чем лучше ты знаешь себя, тем лучше ты, собственно, свою жизнь и живешь. А вот чтобы узнать себя, есть много разных методов. И вот изучение рода, и вот, знаешь, кто я и куда иду. Вот чтобы узнать, кто я и куда иду, очень полезно отвечать на вопросы, а откуда я иду. Потому что есть такое упражнение, прекрасная линия жизни. И думаю, что ты наверняка его делал. Когда вот во столько-то лет у меня первый раз обнаружили болезнь Бехтерева, это на меня повлияло так. Здесь я женился, это на меня повлияло вот так. А здесь у меня там умер кто-то из родственников и так далее. И ты до рождения можешь отмотать эту историю. Так вот, если эту линию жизни отмотать хотя бы на четыре поколения назад и посмотреть, какие исторические события были вокруг, как на них реагировали мои предки и что они мне могли передать. Потому что вот ты говоришь, один канал генетический, супер. Он доказан научно. А второй канал воспитательный. Словами кто-то сказал в доме что-то. Следующий канал там невербальный. Вот в доме могли никогда не говорить про Сталина, но очень его боятся. Я потом выхожу там из подъезда, вижу мужика с усами, мне страшно. Ну то есть, оно реально так работает. Куча историй. Вот я когда залез, я думаю... Запреты как странно даже лучше распространяются. В семьях есть очень много семей, в которых есть секрет, о котором нельзя говорить. Да, тайна. И это знают все. Вот именно это знают все и почему-то об этом узнают очень быстро. И как правило, половина случаев связана с происхождением. Ну да, да. Либо какими-то действительными заболеваниями. Потому что если в деревне знают об этом, не выберут, в жены не возьмут, не знают. Или что-то такое. Или с предками, которые жили типа плохую жизнь. Типа, знаешь как, никому не говори, но твой дедушка застрелился. Был предприниматель. Да, да, да. Ну то есть, слушай, кроме шуток, вот такие тайны, они вот к чему приводят. Например, там кто-то был в плену, кто-то сотрудничал с немцами, кто-то застрелился. Ну то есть, вел какую-то судьбу, которую, ну как бы, короче, 9 мая на плакат не поднимешь его. И с бессмертным полком с ним типа не пойдешь. Ну, по крайней мере, люди так считают. Из-за этого про него не говорят. Из-за этого его как будто бы нет. И когда начинаешь с человеком беседовать, он очень хорошо знает бабушку и дедушку по одной линии. Когда ты ему вдруг напоминаешь, что у него два деда, у него сначала происходит такое типа на 5 секунд помутнение, потому что у него даже внутри не было места в голове, в которой у него могла хорониться информация про второго деда. Потому что папа ушел, когда ему было 3, а тот дед застрелился, а до этого пил, и в общем, все, нет их. Вот у меня есть мама, бабушка и дедушка. Все, вот моя родословная. И человек думает, что он ведет родословную от одной ветки. А папа, ну, пришел там, сперматозоидик оставил и пошел. А на самом деле там 50 на 50. И вот такие тайны, которые как бы все обычно замалчивают, почему я топлю за то, что надо все это раскапывать? Потому что такие тайны, это семейные психологи, они тут уже не дадут собрать, они всегда ведут к тому, что начинаются или повторения каких-то ситуаций, или человек живет и не может жить, то самое, с чего мы начали, не может жить свою жизнь, потому что у него постоянно в голове куча чужой информации, потому что таким образом в родовой памяти проявляются те самые люди, о которых мы не говорим. Поэтому кем бы там кто ни был, их все равно надо с уважением к их опыту. Да, однозначно. Я думаю, проблема эта становится, если ты, и эзотерика это становится, когда ты делаешь это ответом на все, да, типа все, это объясняет все, моя мама была учительницей, ее мама была учительницей, ее мама была учительницей, вот у меня не было выбора, как стать учительницей. И здесь целый комплекс вещей, но однозначно, например, срабатывают конкретные вещи. Например, был какой-то проходной мужик, который оставил свои гены, но потом ушел. Обычно он обидел очень сильно вот эту женщину. И этот ребенок очень сильно на него похож. Сопроцент. Про него не говорят, но он копия. Да, да, да. И он, тем больше будет копия, чем больше будут про него не говорить. Понимаешь? Вот, и это, да. Вот это конкретно, он, ребенок напоминает тебе, ребенок напоминание живое. И как ты будет, будут ли у тебя где-то в поступках проявляться где-то эти вещи, действительно замалчиваемые. И он рискует вести себя так же до тех пор, пока ему, если говорить про такой конкретный кейс, это очень популярный кейс на территории бывшего Советского Союза, и вести себя будет так же, как папа, если мама будет ему прессовать, какой папа был плохой, и он в это будет искренне верить. Если такой ребенок подрастет, в конце концов одумается и скажет, ну, какой был, такой был. Здесь есть очень важный момент. Это в какой-то момент жизни дойти, дорасти до той черты, когда ты способен испытывать чувство искренней благодарности ко всем предкам просто за факт своего существования. Вот какие бы вы там ни были, вот у вас было много-много поколений, возьмем хотя бы последние 4 или 7, и это много людей. Потому что если брать 4 поколения, это 8 прабабушек и прадедушек. И я всем им благодарен. Про любовь можем пока не говорить. Но вообще в идеале испытывать чувство любви и благодарности не за то, что мне кто-то что-то дал, не дал, воспитал, бил, не бил. Ну, там много, может быть, вопросов. Ушел, не ушел, на кого-то кто-то обижен, обидел маму. А просто за то, что я вот здесь сижу. Потому что если бы одного из них не было, ситуация была бы совершенно другая. Это очень положение. Это точно отрицательно не повлияет никак. Это точно только есть плюс. И, кстати, почти во всех религиях мира есть эти ритуалы ходить к могилам, кроме тех религий, где нет могил, как бы в принципе. Но там есть другие ритуалы, которые напоминают тебе о длине. Есть много, что было до тебя, есть много, что будет после тебя. И ты, вот, и самое главное там, когда я, например, исследовал своих предков, там просто видишь, как много там людей. Там уже пятое, шестое поколение. Это сотни, сотни людей, которые потом сужаются в тебя и потом опять от тебя уходят. Это потрясающе, конечно. Хороший инструмент для работы с гордыней. Типа, да кто ты такой? Ты один из тысячи. Да, но вот какие еще плюсы можно? Вот ты, например, представь себе, что человек ставит себе сейчас это... Действительно, я хочу исследовать, написать, узнать. И, кстати, мне кажется, вот один из плюсов, которые я тебя услышал, так мимоходом. Мне кажется, вот когда мы не делаем исследования, у нас действительно вот этот дедушка застрелился. Вот мы упростили целую человеческую жизнь до одного события. Он застрелился. Может быть, он застрелился, когда был в плену, несправедливо, против своей воли. Вечером накануне... Обычно это так. Он застрелился вечером, а утром его должны были забрать, осудить, увезти. Да, например. И все равно расстрелять. И смотри, кроме этого события, у этого дедушки была целая жизнь. Да, да, да. Вот мы уже как бы в цифровом мире, когда наши внуки или правнуки будут исследовать, они получат аватары. Они вот это видео, например, найдут. Да, да, да. Может быть, в конце моей жизни тоже будет какое-то одно действие, но это не будет определять всю мою жизнь. Соответственно, дедушка Оскар, он делал вот такие вещи, другие вещи. Это большая жизнь. Ты уже точно достаточно нагенерил наследие для создания полного цифрового аватара. Ну да. Сейчас есть несколько стартапов, кто анализирует твой видео и фотоконтент, и там соцсети, а потом... По-моему, 20 тысяч часов разговора нужно записанного, чтобы создать цифровой аватар. Ну это про далекое будущее, про счастье. Да. Вот человек делает это упражнение, исследует всех своих предков. Можно я... Какие выводы? Выводы такие. Короче, для счастья у нас есть, так или иначе, вот я сейчас с этим столкнулся, есть несколько топиков. Первое, отношения. Как я строю отношения с ближайшими мне людьми, с женой, с детьми, с родителями. Второе, деньги. Почему у меня их столько, а не столько. Вот. И третье, предназначение. Вообще, зачем я копчу здесь, на этом свете. Так вот, здесь очень важно, чтобы я жил свою жизнь, а не продолжал какую-то незаконченную историю из прошлого. Потому что, помимо длинных эволюционных программ, как, например, в Африке начали рождаться слоны без бивней, потому что слонов с бивнями все время истребляют браконьеры, и там просто начали рождаться слоны без бивней, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вот помимо длинных генетических эволюционных программ, что за время эволюции большой палец переместился у человека сюда. Есть очень короткие эпигенетические программы, которые еще толком, на самом деле, никто не знает, куда записываются, в ноосферу, в подсознание, там куда, потому что вроде бы это передается через воспитание, а потом раз, и выясняется, что это же может передаться, если дедушка погиб в танке, когда папа еще не родился, а все равно, что передалось какое-то послание. Так вот, и передаются какие-то очень понятные послания. И вот недавно вышел фильм Пивоварова, раскулаченный называется, там он прямо в фильме говорит, что вот событие, которое повлияло на то, как мы сейчас относимся к деньгам, к демонстрации богатства, к зарабатыванию, вот куча наших ограничений, оно прямо там исторически сидит, потому что кого-то раскулачивали, кто-то раскулачивал, кто-то посмотрел из окна, как соседи раскулачивают, и принял для себя важное решение, то есть историческое событие, и как предки на него отреагировали. Или отреагировали они так, думали, да ну нафиг, сидим, не высовываемся, даже если что-то и накапливаем, точно и демонстрируем. И дальше отсюда ты встречаешь вполне адекватных людей, которые работают, 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 доходят до какого-то денежного потолка и дальше не могут, ну там, не могут принять решение пойти на повышение, не могут принять решение заняться собственным бизнесом. Или, например, человек даже много чего себе заработал, но никогда в жизни этого не продемонстрирует. И он считает, более того, он считает зазорным это демонстрировать по какой-то причине, что кто-то его там внешние люди какие-то осудят, ну то есть что-то тоже. Начинаешь там задавать вопросы, нету под этим твердого основания, почему он так считает, просто вот он так считает. Вот. И... Таким образом он живет не свою жизнь. Он хотел бы, он себя сдерживает. И вот что важно, что эти установки, они были верными для выживания на протяжении там нескольких десятков лет и пару поколений точно справились со своей задачей передать гены дальше благодаря именно таким мыслям, именно таким идеям в своей голове. Но времена меняются. И вот даже, когда психологическая работа на эту тему идет, то там прям с людьми есть несколько методик. Одна из них, что с людьми прям аффирмации. Сейчас другое время. То время уже прошло. И вот прям человек сидит... Надо мозгу доказать. Да, да, надо доказать. Вот у меня конкретно в моем случае было русские немцы, естественно, да, как бы они... Немцы, проживающие на территории там Советского Союза, России, там Царской и так далее. Надо было быть ниже травы, тише воды или как там правильно, да. Да, да, да. Соответственно, не болтать. Болтать кончалось плохо. Соответственно, у нас очень сверх ценность молчать. Даже говорили там, пусть болтают там лошади, другие там, но не мы, да. Поэтому, например, я очень долго не мог публично выступать. Я очень хотел. Я безумно хотел публично выступать. Безумно. Это было я. Настоящий я хотел это делать, да. Но сдерживался я вплоть до там, ну там, очень взрослого возраста. Я машину до сих пор не могу выставлять в соцсети. Вот только рука порывается, думаю, не, не. Не, не надо. Не, не надо. И зачем, да. Может быть, этот может быть и правильно, но это и сейчас может быть не правильно. Просто интересно, да. Что тебя сдерживает? Что меня сдерживает, да. Это конкретно. Вот это конкретно. Вот сейчас действительно надеюсь, что уже русских немцев не будут за то, что мы болтаем, там преследовать, да. За то, что болтаем. Вопрос, что ты скажешь. Вопрос, что ты конкретно, да, что ты скажешь. Но это, как минимум, счастье повышается у меня. Я смог это переломать. Я смог это переломать. Мне кажется, что ты, ну, у нас просто может быть с тобой разный словарь. Переломывать это сложнее, чем растворять. Потому что это можно растворить в принятии. То есть там диалог как бы такой. Ты примерно изучаешь род в какую-то глубину для того, чтобы понимать не то, что мне бабушка так говорила, а от кого вообще это пошло изначально. Кто первый решил так сделать? Может быть, например, был там бабушка, потом прабабушка, потом прапрадедушка, а у него брат, и за то, что он болтал, там взяли, сослали там куда-нибудь. И ты, когда узнаешь этот факт, у тебя вот так вот трынк, и ты потом спать не можешь три дня, а потом, наконец, у тебя там встают мозги на место. И тогда вот диалог с образом этого человека может очень убыстрить вот этот выход на собственную траекторию. Потому что ты понимаешь, что я в твою честь всю свою жизнь не говорил, а я хочу говорить. И у меня постоянный внутренний конфликт между мной и внутренним прапрадедушкой. Вот «Тайна Коко» на эту тему отличный мультик. Ты смотрел его, нет? Нет. Я тебе прям рекомендую со всей семьей посмотреть. И там прям внутренний конфликт. То есть вроде я хочу говорить, но внутренний прадедушка, которого за это дело сильно репрессировали, он не хочет. И вот мы постоянно с ним боремся. И когда ты физически эту персону находишь в архивах и понимаешь, что там с ним произошло, еще чем важны вещи в доме и фотографии, например, что у тебя образ этого человека создается, ты говоришь, какую он большую, важную прожил жизнь, и он для себя принял такое решение, и ты это решение уважаешь и относишься к нему с благодарностью и уважением за то, что он такое решение когда-то так принял. Но, а я выбираю жить свою судьбу, и я выбираю сам для себя отвечать на вопрос, могу я вот сейчас говорить или нет. Могу я сейчас там публично выступать, демонстрировать там статус и так далее. Это крутая мысль, да, действительно неправильное слово. Растворить через принятие. Как только ты начинаешь вот это прям по-настоящему перебарывать, ты усиливаешь внутренний конфликт. На мой взгляд, это, конечно, передается очень прагматично. Страхи, да, вот страхи очень легко передаются из поколения в поколение. О, сто процентов. Интересно, мы сейчас поговорим про наоборот, про увлечение, про любовь, как они передаются. Но страхи, образно говоря, в каждой семье, например, в семье, которая есть, что замалчивает, образно говоря, например, какая-то болезнь генетическая. Каждого ребенка осматривают тети, дяди, все, кто знает про эту тайну, они смотрят на каждого ребенка и есть у него это или нет. У него есть, вот все, он растет, он растет и все смотрят, у него это есть или нет, есть это или нет. И вот это, представляешь себе, насколько это физически передается. Тяжело, конечно. Он говорит, я не понимаю, ребенок просто понимает, что-то со мной не так, скажите мне, что-то со мной не так. Слушай, ладно генетическая болезнь, дедушка алкоголик, когда ты умер, и о нем просто говорят, ну был дедушка, и потом там, пацан в 15 лет первый раз напился, все, в семье трагедия, его убивают, потому что все, ну как бы он уже мертв, заранее, потому что он сейчас напился, это не просто, это он первый раз напился, потом еще 10 раз таких и могила, А вместо того, чтобы ему просто спокойно рассказывать, что, слушай, дорогой друг, у тебя вот разные люди были в роду, и у тебя есть разные опции, у тебя есть вот дедушка, успешный военачальник, есть у тебя бабушка, учительница, есть у тебя, а вот прабабушка на рояле хорошо играла, а вот здесь, с этой стороны, люди вот, да, выпивали. Но ты можешь продолжать любой из этих талантов, выбор за тобой, мы все равно, ну как бы, есть разные опции. А иначе остается вот только это, вот это же потрясающе. Да, конечно. Это вот большой плюс, что ты увидишь весь функционал. Собственно, смысл изучения рода как раз и состоит в том, чтобы ты, как бы, а можно все варианты посмотреть, пожалуйста? Вот ты смотришь как раз все варианты, все, кто за тобой стоит, что у них сильного было. И здесь еще важный момент, смотреть на это сильно в преломлении призмы сегодняшнего дня. Потому что, если у тебя дед был влиятельным военным, там, не знаю, майором, например, и руководил, там, во время войны и после войны, там, я не знаю, тысячами людей, с одной стороны, да, он военный, но ты же не пойдешь в армию по этому поводу. Сейчас в армии, армия в разы меньше, чем тогда. И сейчас, ну, мне кажется, что видные люди того времени реализовывались в армии, видные люди с этого времени могут реализовываться в бизнесе, но, что важно, что он руководил тысячами людей. Отлично, этот опыт есть в моем роду, он есть во мне по праву рождения. Я не первый буду в моем роду, кто может руководить несколькими тысячами людей. Вот это усиливает тебя. Да, это тебя в любом случае усиливает. Нет, это, вот, это круто. Я однажды, вот, очень сильно обидел своего отца, я с папой сидел и спрашиваю, вот так, потому что я его отца, видел только в больном состоянии, он уже в старости был больной, когда я появился, я видел его, он всегда был очень сильно больной. Ну, достаточно много лет он болел, я его видел только в таком состоянии, и запомнился мне дедушка, сильно больной человек, который еле-еле, ну, не разговаривал практически, и так далее. Я спросил папу, а дедушка, твой отец был сильный человек? И тут мой отец очень сильно задумался, и просто, и он испытывал, он говорит, ты знаешь, как это был просто сильнее, это просто, ну, просто у него, он понял, что я видел его только в таком, и что он, я вообще не знаю ничего про его отца, да, как бы это прямо, и потом он начал мне рассказывать истории, как, чтобы я, ну, как бы, это действительно несправедливо, да, как бы так оценивать. Мне кажется, вот то, что ты сказал, если исследовать свой род, там просто так много людей, там по определению будут очень сильные истории, ну, сто процентов, да, как бы, у каждого человека там будет, кто-то найдет какого-то графа, или там, короля, не знаю, в предках, а кто-то, классные истории. Это может быть, но что, знаешь, что еще интересно, важно не просто найти эту информацию, но, например, чтобы эту силу действительно себе присвоить, да, вот есть там разные тренинги, допустим, там, например, мужские по присвоению силы, там, архетип воина, вот что-то такое, но чтобы по-настоящему себе эту силу присвоить, там, принятие опыта должно быть на протяжении всей ветки, то есть если у тебя есть какой-то героический прадед, у него родился более-менее нормальный дед, а дальше такой отец, что он пил, гулял, побил маму и ушел в три, когда тебе было три там из семьи, то ты пока вот этого товарища не простишь, не поставишь его там на нормальное, адекватное место в своей семейной системе, ты как бы по-настоящему не сможешь обратиться к опыту вот этой родовой линии, да, и, ну, то есть вот такого ощущения воссоединения не будет, то есть это долгая практика, когда у тебя все вот это древо, вот есть там разные медитации на эту тему, да, одни есть как бы понятные, есть... Это идет пакетом, это идет пакетом, да, нельзя... Да, 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 как в Советском Союзе пластинки продавали, хотите купить новый альбом Бонни М, вот вам, пожалуйста, славный путь ленинского комсомола в нагрузку. Хорошо, когда... Как этим не слишком сильно увлечься, потому что, например, ну, это не все объясняет, да, это что-то объясняет, и это дает действительно вот принятие, мне очень классно вот эти истории, они делают действительно... Ну, например, есть близнецы, вообще не только одни предки, еще одна яйцеклетка там чуть не, как бы, одентичная генетика, они очень разные бывают все равно, да, как бы, ну, у них есть что-то общее, однозначно, да, вот есть много другое, да, как вот не уйти в такое там, что это вообще все, консталляции семейные... Знаешь, вот про близнецов интересный пример, потому что есть, например, вот вокруг того, что касается изучения рода, есть как бы доказанные вещи, да, есть то, что недавно стало доказанным, расстановки, например, там, когда-то это был еще совсем эзотерик, сейчас это психологический метод, есть вещи, там, есть генетика доказанная, есть эпигенетика, ну, как бы, есть много кого есть вопросы, я здесь склонен смотреть на это так, что работает для меня, для решения моего текущего вопроса, не ударяясь там далеко в теорию, как это работает, да, вот что для меня работает, я там, с тем я скорее соглашусь, или, по крайней мере, возьму это мнение как одно из пяти, так вот, про близнецов, например, теория семейных систем говорит, что первый родившийся ребенок больше, он ген, гены унаследует все от всех, это понятно, но активироваться у первого будут больше в отцовский род, а у второго больше в материнский, поэтому они вырастают чаще разными, потому что, соответственно, у них там разные, вот есть такая хорошая фраза, на роду написано, вот у них на роду по-разному написано, это же, они же не оба первый ребенок, понимаешь, вот если два близнеца рождаются, там же кто-то первый, кто-то второй, да, а не зря, там, вчера услышал такую злую шутку на это, один человек дожил до восемь, два близнеца, один пил, курил, вел неправильный образ жизни, дожил до восемьдесят лет, а второй никогда не курил, никогда не пил, не вел здоровый образ жизни и умер при родах, умер при родах, такой злая шутка, но это я согласен, один кто-то первый, кто-то второй, кто-то пять минут позже рождаю, они, кстати, это часто рассказывают, я сколько близнецов не встречал, они всегда говорят, что я уже на пять минут старше, это становится частью самоидетичности, да, и, видимо, неспроста, потому что вот в этом, вот типа, знаешь как, если бы они родились в семье действующего монарха, это бы просто предопределило все, потому что там власть передается, естественно, старшему, ну вот, поэтому там это считается, да, ну типа, ну блин, ну очень круто, конечно, потому что вот я сейчас смотрю под призмой отношений, да, вот по сути, ты можешь добавить в свои жизни новые отношения, да, со своими прабабушками, прадедушками, и у тебя это, вот ты сделал музей дома, и у тебя есть некое отношение, у тебя появляется новая история в жизни, да, она живет, потому что ты там смотришь, рассматриваешь, и это как минимум, только в этом самом процессе уже есть большой плюс, правильно? Это само по себе большой плюс, но там еще знаешь какая штука, вот я что заметил, мы генетически привыкли жить кланами, и вот, я не знаю, сто лет назад мои предки жили большими родовыми системами, я предполагаю, что твои тоже, когда ты, а вокруг тебя сто родственников, говорят на очень схожем языке однородном, ты с рождением получал кучу идентификаторов вокруг, то есть я такой-то, такой-то, я там, то есть то, откуда ты определял, то, чем ты занимаешься, вот у меня тут родные братья и сестры, вот двоюродные на хуторе живут, вот на кладбище бабушки, дедушки, то есть оно как бы, вся система вокруг, она была компактная, вот, мы за это время, мир изменился, мы не очень поменялись, у меня представь, вот у тебя для связи с этими родственниками, допустим, 50 или там 100 USB портов, например, есть, или Bluetooth, например, называем так, Bluetooth, 50-100 Bluetooth портов, и они у тебя постоянно пилингуются, типа, где же вот мои там родственники, где вот мое это окружение, а ты оказываешься в городе, да, вот я до очень долгого возраста, до 20 лет с чем-то, жил в однокомнатной квартире с мамой, все мои родственники жили далеко, вот, и ты, и это популярная достаточно для всего 20 века ситуация, и чем у тебя эти порты, у тебя постоянные фантомные боли возникают, то есть у меня как бы, я себя привык чувствовать одним из ста, а где же моя стая, и поэтому от фанатских движений до заигрываний в корпоративной культуре, в семейные ценности, возникает вокруг куча разных больших систем, которые как бы играют с людьми вот в эту игру, типа мы сейчас заменим тебе семью, только приходи к нам. И иногда это, кстати, хорошо, когда человек, например, вступает в какой-то качественный бизнес-клуб, находит в себе окружение, говорит, да, вот я нашел своих, вот я в этом социуме, в этом социуме я вот точно, у него все порты заняты, социальные связи заняты, все супер хорошо, а если это плохая компания, у него социальные, ну у него эти как бы блютуз-соединения случаются совершенно не с теми людьми, которые будут позитивно его развивать. Поэтому, а если ты вдруг, например, не нашел себе этого социума, то ты сидишь, у тебя там, не знаю, троих родственников знаешь, еще о десятерых помнишь, а остальные у тебя постоянно пустые, и ты постоянно испытываешь это странное чувство одиночества, и вот это вот, оно даже какое-то, ну это реально фантомные боли. И поэтому, когда ты начинаешь просто изучать людей, которые были в роду до тебя, ты вот эти потихонечку закрываешь, ведь эта же связь, она никуда не уходит, если кто-то долгое время прожил с родственником, а родственник умер, то потом этот родственник как будто бы продолжает, если вот как ты сказала правильно, бабушка и дедушка, через воспоминания, нейронные связи, вещи, фотографии, они живут в твоем доме, и, но, что важно, если ты рассказываешь об этом детям, они и для детей тоже живут, хотя, может быть, кто-то из них их не застал. Понимаешь? И воссоздавая вот эти связи, ты занимаешь слоты у себя и в голове, и в сердце, ровно теми, кто там всегда и должен был быть. Ты просто как бы делаешь эту структуру более целостной, и, знаешь как, не то, что ты получаешь ответы на многие вопросы, ты их даже нахрен себе не задаешь. Просто у тебя устойчивость, что ли, повышается от этого. В моем случае конкретно, я скажу, я еще не доделал эту работу, я в процессе, но это меня невероятно вдохновляет. Именно положительно. Вот просто, потому что те истории, которые я там нахожу, они потрясающие. Моя бабушка, она там за доброту топила всю жизнь, она оказалась, ее заставили работать на сумасшедшего начальника, который убивал людей решением. Он просто подписывал документ, она сбежала, она не выдержала, она пошла на риск жизни, потерять жизнь, чтобы не помогать этому человеку. И вот эти истории, они просто потрясающие. Мне кажется, в каждой семье их столько. Жалко, если они умрут и не будут жить дальше. Поэтому их надо, чтобы они не умерли и жили дальше, я сейчас, есть у меня пара рекомендаций на это. А, давай. Практически. Практически. Так вот, смотри, ты сказал, как в этом не закопаться и не остаться там сильно в прошлом. Это важный вопрос, когда человек только с этой темой сталкивается, он делает первый шаг, открывает и думает, ё-моё, это ж сколько там людей. Это, не-не, я лучше буду жить вот с теми, кого знаю и туда даже смотреть не буду. Оно все равно будет как через открытую форточку сквозить и подсасывать сквознячком оттуда. Так вот, чтобы тебя не продуло, лучше один раз нормально проветрить и жить себе спокойно. Лучше один раз то сходить осознанно, там, на год, на месяц, или сказать, я буду заниматься этим вам, я не знаю, один день в месяц, например. Ну, какое-то себе назначить осознанное путешествие туда, да, и потом вернуться оттуда совершенно другим человеком из этого прошлого и жить спокойно настоящим. Но это прошлое не будет постоянно о себе напоминать. Так вот, короче, как мне кажется, вот что надо сделать прямо сейчас? Я, собственно, почему и начал на эту тему образовательной программы вести, там, и телеграм-канал, и фильм я снял даже, потому что... Как фильм называется? Корни. Фильм называется Корни. Да, Корни силы рода. Причем мы его сняли с друзьями, он удивительным образом набрал популярность без рекламы. Мне его пару раз присылали, я просто не дошел. Люди его начали пересылать, да-да, потому что, ну, действительно оказалась триггерная какая-то штука. Мне кажется, вот сейчас, когда начало вокруг все сильно шататься и пошел запрос на опору на внутреннее, а внутри, кроме меня и моих генов, как понимаешь, ничего нет. Поэтому опора на внутреннее, опора на рот, это и есть опора на внутреннее. Так вот, что надо делать прямо сейчас? Точно старшее поколение опросить, чтобы, причем желательно на камеру или на диктофон, чтобы это уже как бы зафиксировать и эту информацию не потерять, потому что люди уходят очень стремительно, особенно взрослые. И начать хотя бы то, что ты опросил, сравнивать с источниками архивных данных, потому что то, что люди знают и помнят, не факт, что так же отражается в архивах. И вот эти вот две истории начать потихоньку сравнивать друг с другом. Ну вот хотя бы сохранить то, что знают люди. Это вот самое важное, потому что потом сейчас ко мне ребят приходят уже в осознанном состоянии, когда они говорят, да, вот я готов, хочу туда пойти, но бабушка умерла несколько лет назад, ах, она, конечно, все знала. Да, и она рассказывала это сто раз, и, естественно, это никто не запомнил. И мы думали, что это всегда будет как бы с нами, а она перестала это рассказывать. И, короче... Поставить камеру, да, просто камеру. Вот просто поставить камеру, да, да, да. Пусть она все эти... И тебе, может быть, сейчас даже не интересно, потому что тебе 18 лет, да, но тебе это станет очень интересно в 50 лет. Да, 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 100%. А сырой материал у тебя уже будет. Вот. И дальше я, конечно, предлагаю людям пуститься в это увлекательнейшее путешествие. Сколько оно там займет времени, каждый будет решать сам, потому что, если говорить о предпринимателях, то много задач можно аутсорсить, не обязательно самому ездить во все архивы. И рынок генеалогический, российский, очень хорошо развит. Вот. Но самое главное по выходу оттуда понять, вот я, когда это все узнал, моя нынешняя семья, она в чем по-другому будет жить, чем вот в будущем, чем жила до того, как я все это узнал. Какие у меня появятся ритуалы, как мы будем, там, будем ли мы ездить на могилы или не будем, в родительскую субботу или нет. А мы вообще будем праздновать дни рождения или годовщину смерти там предков, ну или как-то отмечать, сидеть там, вспоминать их. 9 мая для нас что? Праздник или трагедия? Вот. Ну то есть, вот есть куча вопросов по тому, как эту тему внедрить в свою будущую жизнь, чтобы, знаете, как это, можете не ходить в психологов, ваши дети потом походят. Вот как сделать так, чтобы мои дети потом не получили наследие, которое не надо было разгребать. Понятное дело, что в процессе воспитания, наверное, мы сейчас дрофта наломаем, сколько бы умных книжек Петрановской мы не прочитали. Но как им оставить такое наследие, с которым им удобнее и проще будет работать, что ли? Вот это точно тот вопрос, которым я задаюсь. И это прекрасная рекомендация. Нет никакого минуса в них, только плюсы. И недавно мне друг рассказал такую историю. Он тоже задумался вдруг сделать такое исследование. поехал к своей бабушке в деревню. Она приехала, говорит, рассказал ей, что я вот хочу узнать там про дедушку, про предков и так далее. Она говорит, подожди, уходи. И уходит, притаскивает из хранилища большую коробку. И на коробке написано только для имя моего друга. Отдавая ему только в тот момент, когда он сам за этим придет. он открывает эту коробку и там вся информация. Дедушка все записал, сохранил и она ждала просто того момента, когда он дойдет до этого. Представляешь себе? Это люди об этом уже думали 30, 40, 50 лет назад. Может быть, мы говорим про одного друга, но у меня прям таких историй несколько. Когда как будто бы в прошлом кто-то уже знал, кто в будущем будет эту тему драйвить. Потому что обычно ставят на самого сильного. да. Ты знаешь, вот, наверное, зачастую это самый сильный, потому что он как бы сильный вовне, он сильный внутри. Да? Потому что сейчас на постсоветском пространстве у нас несколько задач. Во-первых, узнать все, что было, переварить, да, и превратить в позитивное наследство для семьи. и еще во многом есть задача воссоединения, потому что разбросанные, разрозненные семьи они уже суетятся, это значит, что у нас одна минута. Да, да, да. И разрозненным семьям надо воссоединяться. Они это хотят делать через людей, которые внутри семьи сильны. Ну, это, мне кажется, очевидная какая-то такая штука. Тима, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Ты красавчик. Ты раскрыл очень непростую тему, и она на самом деле беспроигрышной. Молодец. Спасибо тебе большое. Надо очередной раз проверить, способен я работать дальше или нет. Танюш, я еще не повторяю, пока вопросы два раза. все нормально. Очень-очень хорошо. Было очень интересно. Хоть послушаю. Какая тема тебе больше всего понравилась? Ну, мне много тем понравилось. Я, в принципе, все слушаю достаточно внимательно. Да, вот сейчас у меня будет... Жена сказала, не должен рисковать своей жизнью. Поэтому надо сделать забер. Каждые 10 часов будет приезжать врач и каждые 3 часа. И контролировать. Каждые 3 часа. Ты еще не стартнул замер, да? Тебе надо игры. Сейчас он прогрузится. А, он еще прогрузится. Сейчас посмотрим, какая у тебя активность. Все оказывается в отношениях, Танюш, видишь. Все темы начинаются чем-то, окончаются отношениями. Самое главное это любовь. Ты всегда это знала. Отношения это самое важное. Партнер самое важное. Буду ночевать здесь. Да? Ты так планируешь? Ты так планируешь? Ну, конечно, сейчас раскладушку принесу. Ты хочешь контролировать ситуацию? Если что, лягу рядом вот здесь. Я всегда буду контролировать. А вдруг с тобой что-то случится, команда будет спать. У тебя же цветочный бизнес теперь, Танюш. Тебе надо там контролировать. Ну, там у меня все контролируется. Здесь вождение сейчас. Это здорово. Ну, как у тебя активность? Ты отдохни, ты пока не болтай. Хоть я на тебя посмотрю. Я вот переживаю. У меня трансляция в голос идет еще. И там есть возможность задавать вопросы. Приложение «Голос». Да? Как я там могу видеть эти вопросы? А вот я вижу. Аудитория. Да, ага. Все вижу. Виталик, вы меня слышите? Скажи мне. В голосе. Мне кажется, тебя слышат все. Да. Ну как? Активность там? Да, отлично. Работает все пока еще. Пока ничего не работает. Пока еще 7 часов. Автомат. Программа не работает, да? Ну да, она бывает иногда сбыта. Может быть, она не может блютуф поймать просто. Сейчас опять буду в... Ты сейчас сам уже разберешься. Ты наоборот отдыхай, просто расслабляйся. Пока есть возможность. Закрой глаза. Пока только 7 часов вечера. Пока самое начало. Что будет дальше? У нас есть зрители, которые прям вот комментарии каждые полчаса... Да, у нас комментарии каждые 2 минуты. Да, полчаса надо дать знак жизни, чтобы получить супер приз. Мы будем снимать велозаезд? Скажи, когда? Не, я буду тренироваться просто. Мне надо иногда двигать кровь, иначе я не смогу не спать. У нас есть супер предложение. У нас с 2 до 3 запланирован врач, доктор. И ты как раз 2 до 3, может, немножко зачечешь. И мы решили сделать тебе массаж. В общем, замер у нас не получился. Будет еще... Мы будем пробовать... Массаж, да? В следующий раз. Врач будет массажировать. Через 3 часа будем пробовать. Я сейчас предлагаю одеть мне часы, которые... Я привезла их. Да, вот часы, а зарядили их уже? Я привезла зарядку, да. Я предлагаю замерять заряд энергии через 2 разных пар часов. Там тоже написано усталость. Они меряют вариативность пульса. Через вариативность пульса они знают, насколько ты устал. С точки зрения не спать, у меня есть солнечный свет. У меня есть любящая супруга. Любящая. Любящая. Которая даже планирует здесь ночевать, я так понимаю, в нашей студии. Что делать? У меня есть велотренажер. У тебя огромная команда. Так что вариантов нет. Есть ванна со льдом, ребята. Когда я сильно начну хотеть спать, я сяду в ледяную воду. У нас еще секретные есть моменты. Секретные есть способы. Есть секретные способы. Как восстановиться. Ребята, у нас будет еще сессия, где я буду отвечать только на вопросы зрителей. Поэтому готовьте свои вопросы. У нас будет целый час. вопросы из зала, так говоря. Это будет круто. Наша инновационная технология не сработала. Не сработала. Давай будем... Не сработала. Через следующую паузу. В общем, все хорошо. Давай, как мы... Давайте. Я вижу, что пока ты... Тебе даже очень интересно пока. Наш следующий гость. Хорошо. Да, мы сейчас ждем нашего следующего гостя. Он поднимается. Он прям поднимается. Еще. Хорошо. Можешь там посмотреть. Не, я... Я думаю, можно взять несколько вопросов из зала. Давайте тогда пять минут. Кто-то мне откройте YouTube. Да, давайте. Все, я тогда тебя покидаю. Давай, зайчик. Спасибо тебе. Скоро я проголодаюсь. Можем вместе покушать. Я уже тоже подумала. Может быть, чай? Да, ну, можно, да. Чай, чай, черный чай, да. Это было бы здорово. Сейчас будет. Ребята, готовьте вопросы по первым блокам. У нас сейчас какой блок по счету? По-моему, седьмой. Первые шесть блоков. У нас блоки идут... Блок отношений, блок здоровья, блок бизнеса и так далее. Мы не можем соблюдать последовательность. Поэтому будем прыгать. Так как такие люди, как к нам приходят, не все могут подстроиться под наш график. Мы находили свободное время для каждого. Поэтому будем прыгать из разных тем туда-сюда. Потом мы это все сложим в одно длинное видео, которое будет чисто по логике. Оскар? Да. Слышно? Да, можно я буду? Я могу... Или давай, давай, диктуй. Да, вот. Из YouTube вопрос. Из YouTube, да. Тема подкаста с Татьяной. Как вдохновлять партнера на победы? О, как вдохновлять. Я всегда говорю с такой, как у меня каждый смог бы. Это хорошая тема. Хотя бы не мешать. Она ни разу не говорила мне. Оскар, это... Она ни разу не останавливала меня. Но здесь интересная дискуссия. Тут пишут, Оскар, держись, мы с тобой. Соответственно, там уже принимаются ставки. Да. Есть разные прогнозы. Что сложнее, не спать или так долго говорить? Что быстрее умрет, мозг или тело? Но, Оскар, ты как оцениваешь сам сейчас свое самочувствие? Какие у тебя прогнозы? Я не знаю, пока я чувствую себя абсолютно нормально. У меня ничего еще не случилось. Ничего еще не случилось. Я весь день этим и занимаюсь, разговариваю с людьми. Так что это у меня натренированность очень высокая. Ну что, мы переключаемся на нового гостя. Да, давай. Мог не прийти, но пришел. SEO-ко-фаундер Мега Кампус. Дамы и господа, встречайте. Григорий Оветов. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что ты после правительства Москвы нашел время приехать на наше скромное... А вы уже снимаете? Да, конечно. А ты видел, что у нас рекорд в Мега Кампусе? Да, нет, еще не видел. Какой у нас рекорд? 958 слушателей. Это больше, чем в Ютубе. Ух ты. Ребята, Мега Кампусе. Ребята, вы сила. У нас рекорд. Больше, чем в Ютубе. Видишь, это просто невероятно. Так. Это меня сейчас реально удивило. Да, я хочу пить имбирный чай. Спасибо. Это меня реально удивило сейчас, как говоришь. Ты прямо сразу начал с удивления. Да. Я рад у вас здесь очень уютно, кстати. Очень комфортно, уютно. Да, это наш Ютуб дом. Сколько часов уже прошло? 7. 7 часов прошло. И сколько впереди? 53. 53 часа. Это ерунда. Ты можешь сделать 100. 100 часов. Где будет узкое место? Я сделал голосование в Инстаграм. Легче, например, если ты идешь в гору, ты работаешь. Легче не спать, потому что кровь вращается, у тебя нет возможности заснуть. Да. Здесь черная комната, все, что я вижу, это ты. Ну, это не самый плохой вид. С тобой можно заснуть. С тобой засыпали? Это факт. На интервью. Вператор с того, что ты сломаешься именно на 9 час, сейчас вот самый пик. Если ты сейчас это переживешь, то дальше пойдешь полегче. Но если на интервью засыпали, это не самый худший случай. Я задал вопрос в сторис. Как вы думаете, выживет ли Оскар Хартман с этим рекордом? Значит, в основном 92% проголосовало 102, и 22% человек сказали, что ты не выживешь. Да. Посмотрим. В основном в тебя верят люди. Да. Пишут, конечно, это же Оскар. Ну, отлично. Я рад быть участником этого прекрасного события. У тебя, как у всех участников, непростая задача, потому что темы про жизнь и про счастье – это очень емкие темы. Каждая из них по отдельности. Но мы делаем все с фокусом на счастье. Твоя тема – это образование. Ты, как человек, который стал ректором и возглавлял университет, и сейчас ты делаешь только образовательные бизнесы, программы. Класс. Ты мне однажды, когда я писал свою книгу, ты мне, кстати, один из тех людей, который вдохновил меня на это действие. Спасибо тебе еще раз за это. Ты мне сказал тогда на этой встрече, что много знать вредно. Много знать вредно. И много знать может сделать тебя несчастливым. Это парадокс. Как это может быть? Есть же вещи, которые больше должно быть лучше. Есть абсолютное убеждение, что есть вещи, в которых нет правильной дозы, там только больше. Деньги – больше всегда лучше. Дети – больше всегда лучше. Не знаю. Образование. Больше – это однозначно лучше. В первую очередь, мы видим, что есть очень много людей с двумя-тремя образованиями, которые не могут себя найти ни в одной профессии. И не зарабатывают достаточно денег для обеспечения своей семьи. Есть такое явление? Да. Чем оно объясняется? Есть ли такое же с счастьем, на твой взгляд? Да. Спасибо. Очень красивая жена у меня. Слишком красивая у меня жена. Я не знаю, как из этого урок нарезать потом будет, но не знаю, какое домашнее задание задать. У тебя тоже будет слишком красивая жена для тебя. Дай Бог. Будем все молиться немецким богам. Да. Мы уже давно молимся, чтобы у тебя хотя бы какая-то была. Тебе сколько лет уже говоришь? Хоть за какую-то жену. Молитва в церкви. Тебе, когда исполнится 40 лет по армянским традициям, ты теряешь право собственного выбора, и мы тебе просто привезем. Да, я понял. Понял. Буду ждать. Буду ждать. Из Берлина. Из немецкой деревни. Из Берлина тебя никто не возьмет. Я понял. Что они испорчены. Модный город все-таки. Они испорчены. Какой-нибудь там Мюльхайм, может быть. Да. Ну что, вопрос заключается в чем, Оскар? В том, что... Несчастье от ума. Несчастье от ума. Да, горе от ума. Это не мы с тобой придумали название этой книги. Базовая идея заключается в том, что предпринимателям на каком-то этапе своего развития требуется, и вообще людям, требуется концентрация. Концентрация на решение какой-то одной задачи. Монозадача. Монозадача. И в этом смысле излишний поток информации, излишняя заинтересованность в разных абсолютно вещах, она мешает концентрироваться на решении одной задачи. Одной задачи. И это первое. То есть необходимо себя отрезать от информационного потока. Выходить из телеграм-каналов. Я вот раньше был подписан на огромное количество телеграм-каналов. Огромное количество. Ни зыгри, ни ни зыгри. Кремлевская башня. Пятая Кремлевская башня. Шестая Кремлевская башня. Зачем я это все? Я не знаю. У меня казалось, что я вот нахожусь в информационном потоке, и я, в принципе, осведомлен. Но насколько сильно мне мешала эта информация решать мою конкретную задачу, я понял только в тот момент, когда я отовсюду удалился. Теперь я действительно, вот надо мной партнер, усмехался, но я действительно не знал про выборы в Государственную Думу. Я действительно не знал. Я там где-то за неделю понял, что оказывается выборы через неделю будут в Государственную Думу. Я почувствовал себя гуфом. Знаешь, гуф у него, он сделал рекламу, гуф политической партии, сказал, я, ребят, я не знал, что это вообще политическая партия, что это выборы. И я вот почувствовал себя гуфом. Потому что я не знал ничего и ничего не знаю. Я как обезьянка это. Вот эти три фигурки обезьянки не хочу видеть, не хочу слышать, не хочу смотреть. Это очень тонкая и правильная и глубокая аналогия с тем, как необходимо подходить к решению. Но эти незнания тебе никак не помешают в жизни. Не освещу, что ты не знаешь про какие-то новости, звезд или кто там что попал, куда. Это никак не повлияет на твою жизнь. Отрицательно не повлияет. Это очень сильно помогает, потому что эта пустота заполняется нужной информацией. То есть у тебя мозг конечен, твоя оперативная память, способность тебе о чём-то думать, конечна. Я как-то гулял по Калифорнийским горам. И мне так получилось, что мне подруга одна несколько месяцев назад рассказала, как кто-то из её подруг, она вышла замуж, он ей изменил, и это всем стало известно в интернете. И как я пропустил этот скандал, и я зашёл, я прочитал интервью её, потом я прочитал интервью его, потом я узнал, что другие звёзды думают о том, что у них брак распался, и кто по-настоящему виноват. Я шёл по Калифорнийским горам, было 6 утра, Л.А. И я думаю об этом 30 минут, и я ловлю себя на мысли, что я 30 минут, 30 минут я думаю об этом. Это 30 минут, которые ты уже никогда не вернёшь. Это был инсайд, это 30 минут, которые я не верну в своей жизни никогда. Это 30 минут самые бессмысленно потерянные в моей жизни. И я думал об этом, я сопереживал, у меня была какая-то эмпатия. И я думаю, господи, что происходит, почему я думаю о том, что мне принесёт в жизни ничего, пустота. И тогда я выбрал такую позицию полного информационного детокса, и я отказался от всего. Я вышел из всех телеграм-каналов. Я начал очень часто использовать в Инстаграме кнопку «Нежелательный контент». Я начал очень чётко регулировать контент, который заходит в мою голову. Понятно, что из книг плохой зайти мало вероятность, что может. Потому что там всё-таки требуется, там очень легко пропустить страницу. Тем не менее книги, ну слушай, издаётся какие-то там десятки миллионов книг в год. Это правда, но ты не можешь на это залипнуть. То есть очень сложно залипнуть на плохую бизнес-литературу. Ты в конце концов, когда видишь плохую бизнес-литературу, ты закрываешь книгу и выбрасываешь её в мусорную корзину. А на ролик о том, что сказал боец Мухаммед бойцу Ибрагиму на оскорблении Ибрагима, ты залипнуть можешь. То есть это правда. Это слабость твоего мозга. И я кайф. Не в целом слабость человеческих, а именно конкретно твоего. Вот эта слабость. Да, конечно, это вообще только моя слабость. Только я пользуюсь тиктоком, только я смотрю эти ролики. Там один просмотр, это я. Лично моя слабость. Я верну себе персональную ответственность за каждый просмотр того, что сказал Мухаммед Ибрагимов. И я хочу тебе сказать, что информационный детокс очень сильно помогает. Это очень важно. Это большой аргумент. Ты получаешь очень много вещей, которые тебе вообще не нужны, заполняешь тем, что тебе поможет решать, или имеет хотя бы шанс помочь тебе. Все, что вы делаете с утра до вечера, должно быть посвящено решению вашей задачи. Вы мне скажете, Григорий, ну а как же дети, жена? Ну и это тоже помогает решать задачу. Понимаешь? Это тоже задача. Это тоже задача. Да, и это тоже решает задачу. Но вот вопрос, решает ли задачу. Какую задачу решает просмотр часовой юмористического ролика? Я слышу этот аргумент, ну хочется немного расслабить свой мозг. Ну, ребята, есть масса способов расслабить свой мозг, значительно более эффективно и полезно. Медитация – отличный способ расслабить мозг. Значительно полезнее, чем просмотр, что было дальше. Вот гарантия. После 15 минут медитации, расслабления, вы получите больше и разгрузки, чем после часового просмотра ЧБД. Поэтому информационный детокс – очень важный элемент жизни здорового человека. Мозг здорового человека освобожден от информационного шума. Ты сказал, это первый фактор. Второй фактор связан с тем, что большой объем знаний очень часто мешает принимать решения. Я сталкивался с этим. Люди, у которых ограничено количество вариаций, которые не очень хорошо просчитывают множество вариантов, легче принимают решения и легче видят доминанту, суть, правильное решение. Потому что у них там не очень много комбинаций выстраивается, и все. Одно решение они понимают. Люди, которые прошли MBA двухлетний, прошли все на свете семинары, все на свете тренинги, прочитали всю на свете бизнес-литературу, имеют слишком большое количество вариантов. Это как в шахматах. Ты сидишь, и там действительно в метельшпиле на каком-то этапе у тебя десятки тысяч комбинаций разворачиваются, и ты не понимаешь, что выбрать. И иногда люди же очень слабые. Мы все очень слабые. Не только я на этот раз. Ладно, Оскар? Мы все. И ты тоже, мой брат. Но если только ты… 10 тысяч вариантов, я буду выбирать долго. И мы очень часто делаем единственный возможный выбор слабого человека при большом количестве выборов – это отсутствие выбора. Просто отказаться от того, чтобы выбирать, потому что на выбор воля нужна, и мы принимаем решение не выбирать. Очень часто мы принимаем решение, за нас выберут. Так, собственно, мы и проживаем всю нашу жизнь. За нас выберут, за нас сделают. Здесь решит жена, здесь за нас решит государство, здесь за меня решит мой работодатель. Здесь ответственность еще кто-нибудь возьмет. И так, в принципе, за несколько лет происходит мощнейшая деформация человеческая, связанная с тем, что мы перекладываем себя на кого-то ответственность. Очень сложно выбирать. Поэтому, да, люди, которые очень много читают и очень много знают, и практически во всем разбираются, им сложно принимать решения. В книге «Гений и аутсайдер» у Малкома Гладуэлла приводятся примеры людей, у которых очень хорошо развита эрудиция, они все на свете знают, у них очень повышенный уровень IQ, но в силу определенных обстоятельств они очень неуспешны в жизни. И я таких людей знаю очень много. Я много знаю представителей науки, фундаментальной науки очень часто. Я очень много знаю эрудированных людей, знатоков что где когда, которые в жизни не являются успешными в предпринимательской индустрии людьми, не являются по-настоящему богатыми людьми, и не хотят сформировать капитал. Многие из них хотят. Для многих деньги не ценность, но некоторые хотят сформировать капитал и не могут. Хотя уровень интеллекта у них сильно доминирует над нашим с тобой совокупным. И вот вопрос, почему, что им мешает в этот момент, чего им не хватает. И я вижу, что интеллект действительно, знаешь, интеллекта очень много, но нет еще сопровождающих факторов. Там где-то воли не хватает, где-то нет возможности сконцентрироваться на решении задачи и не думать еще об огромном количестве вещей. Где-то коммерции мы недавно обсуждали тоже среди бизнесменов, таких крупных достаточно, и там пришли к выводу, что не самые умные строят успешные бизнесы, а самые коммерческие. Да, люди, которые видят доминанту. Суть. Очень часто успешный бизнес приходит к людям, которые строят суть. И вот возвращаясь к развитому интеллекту, я все-таки хочу, чтобы здесь было понятно, ребята, чтобы здесь было понятно. Современный предприниматель, он движется исключительно за счет интеллектуального бензина. Он движется за счет интеллектуального бензина. Это современный предприниматель. У нас с тобой много общих друзей, невероятно начитанных. Да, однозначно. Есть крюгер-эффект. Сначала твоя экспертность повышается, потом она сильно падает, ты весь разобранный, ты на самом деле все стало сложно, все стало непонятно. Но потом, увеличивая часы, 10 тысяч часов, 20 тысяч часов, у тебя все-таки экспертность повышается до выше уровня вот этого эффективной экспертности. И ты можешь синтезировать все, упрощать сложное. И это позволяет тебе опять снова принимать решения быстро. Вот плохое это в начале, ложная экспертность тоже опасна. Но до этой конечной точки доходит очень мало. Да, и действительно, ребята, вы должны понимать, что есть разные этапы. Если мы говорим про предпринимательскую деятельность, давайте просто говорить о предпринимательстве как о человеке, который что-то созидает. Не обязательно, который делает сам бизнес, созидает. Вы можете заниматься предпринимательской деятельностью и на работе, созидая какой-то там дискурс, создавая что-либо внутри вашей корпорации. Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, управляя вашим департаментом, отвечая за конкретные результаты. Так вот, на разных этапах предпринимательской деятельности требуется разный уровень интеллектуального базиса и концентрации. И действительно, я знаю предпринимателей, которые сейчас уже очень глубоко и хорошо разбираются в театре, искусстве и литературе. И я точно знаю, что в период формирования капитала и решения ключевых задач они совсем не хотели об этом разговаривать, ни о литературе, ни об искусстве. Была 12-часовая концентрация на решение одной отдельно взятой задачи. И в этом смысле можно сказать, что они были в общем смысле достаточно глупыми людьми, потому что они не готовы были поддерживать разговор, и не готовы были, и не хотели. И не хотели даже об этом думать, потому что очень сложно. Вся энергия тратилась на решение одной задачи. Но потом в какой-то период, конечно, любой предприниматель, он жаден до знаний, любой предприниматель любит читать, любой предприниматель начинает расфокусироваться на разные области. В основном все предприниматели, которых я знаю, они все дико интересуются историей, очень глубоко, хорошо разбираются в истории. Многие из них разбираются в литературе. Поэтому да, разные этапы. Вы просто измеряйте, на каком этапе вы сейчас находитесь. Если большинство из вас находится на этапе «я начинаю, я формирую свой капитал», то, ребята, забудьте обо всем, кроме решения своей задачи. Здесь вот третий фактор, который я сейчас сказал, там уже образование становится самоцелью. Оно не делается для чего-то. Мне нужно это для этого, мне нужно это, чтобы в бизнесе что-то решить. А потом уже люди начинают заниматься просто, чтобы заниматься этим. Вот это, кстати, процесс образования, он очень безопасный. Там нету фейла такого. Он очень развлекательный. Сейчас есть очень много развлекательных, которые и развлекают, и предпринимаются. И это зона низких рисков. Это, в принципе, достаточно привлекательное. Вот если тебе надо здесь решать конфликт, а здесь тебе нужно почитать книжку, тебе, естественно, легче идти читать книжку. Но у этих успешных людей, у них есть право, они уже решили все финансовые проблемы, они могут просто изучать историю. Не потому, что это им пригодится. Просто потому, что это интересный процесс изучать историю. И вот давай мы здесь подведем, подытожим чуть-чуть и скажем о том, что, ребята, концентрация имеет важное значение. Информационный детокс имеет важное значение. Это феноменально. Думать о войне. Я думаю, лучше выбрать себе пять мастеров или книг и сделать все, что они написали, чем прочитать пятьсот и не сделать. И не сделать ничего. Да, читать и делать, это очень важно. И вообще входить на форумы и делать, это, собственно, принципиально имеет фактор вашего успеха. И пока вы не решите вашу задачу, ни о чем больше думать вам не нужно. Думайте о решении ваших задач. И, ребята, медитация реально лучше, чем ЧБД. Это первое. Совет с гарантией. И второе, потому что ты сказал, что если новое, вечное увеличение знаний приводит к тому, что вы не принимаете решения. Да. Да, это вредно. Это очень вредно. Это очень вредно. Потому что непринятое решение – это тоже решение, просто, как правило, одно из самых слабых. Можно следить за скоростью принятия решения по скорости вообще изменения вокруг тебя, в твоем бизнесе, во всем, что ты делаешь. Вот если там все двигается, тогда ты принимаешь решение. Есть прекрасная книга «Думай медленно, решай быстро». Я, кстати, хочу тебе делать комплимент. Спасибо. Ты реально очень быстро делаешь. А, я думал красивый. Я не понял. Нет, ну там у тебя генетически шансов мало просто. Я понял. Ну просто я думал, вдруг у тебя что-то стало. Нет, ну здесь уже как бы у тебя… Да, быстрое решение – это важно в текущем времени времени. Ты это делаешь очень круто. Ты хороший пример, когда реально делается за короткий срок очень большие вещи. Ты это умеешь реально. Спасибо. Я всегда боюсь, что же у тебя будет, когда ты еще выберешь правильную тему. Это будет просто сумасшествие. Это наш вешечный спор с Оскаром, потому что все-таки индустрия, в которой мы пытаемся построить технологический прорыв образования, она действительно не очень большая. То есть, применяя те же силы и обеспечивая те же технологические прорывы в индустрии фудтех, например, как область интереса, или быстрая доставка, как область интереса Оскара, мы бы могли попасть в 100-миллиардный рынок. А вот наш объем рынка действительно очень небольшой. И в этом смысле мы, конечно, упираемся. Но быстро растущий. Но быстро растущий. Какие сейчас есть цифры? Скажи какие-нибудь цифры. Ну вот смотри, мы запустили, например, только здесь говорю. А, хорошо, давай. Я цифры рынка, или хочешь про себя, хочешь свои цифры? Ну, хотел, но уже все, передумал. Цифры рынка. Онлайн-образование рынок сейчас 165 миллиардов долларов, вырастет до 2025 года до 300 миллиардов долларов. Рынок российского. Онлайн-обучение серый, который не посчитан и не оцифрован никем. Это peer-to-peer рынок. Люди людям курсы продают. 40 миллиардов рублей будет в этом году. Люди, люди. Почему он серый? Потому что он не попадает в оценку ни одной институции, ни одного онлайн-университета, ни одной бизнес-школы. То есть Петя продал Васе курсов на 500 миллионов. Но об этом не знает никто. Это никем не посчитано. Это не рынок. Это у Пети на ИП упало. Там на 5 ИП. Чтобы от налога уйти. И поэтому рынок огромный. Вот этот особенно peer-to-peer рынок люди людям продают. Он просто колоссальный. Его рост феноменальный. Он пока очень маленький по отношению к другим более развитым рынкам. Но за счет пандемии где-то он в каких-то сегментах вырос в 2-3-4 раза. И поэтому встал вопрос, так как это модно стало, стал вопрос, а как я могу монетизировать свою экспертизу. Потому что ты вот, например, Оскар, говоришь, ты мне всегда говоришь одно и то же. Я не хочу зарабатывать на своей экспертизе, я хочу оставлять наследие, я хочу оставить след в истории. Это ты мне постоянно говоришь. Я не хочу заработать на книге, на книге я деньги потерял. Я не хочу зарабатывать на ютубе, на ютубе я еле в ноль выхожу. Я делаю подкаст, он будет бесплатный. Уроки, они будут бесплатные. Это все ты мне говоришь, наследие, наследие. Это ошибочное мышление. Во-первых, это некорректно так делать, потому что людям надо платить деньги за обучение. Но этот конкретно подкаст, он не бесплатный. Его полностью оплатил фонд целевого капитала Владимира Николаевича Козевина, который мы создадим. И этот фонд целевого капитала не только оплатит весь этот подкаст, он еще оплатит на все время вперед. Фонд целевого капитала. Доступ к этому курсу бесплатно для всех. Я так и знал, что ты не совсем немец, а все-таки немного еврей. Я предполагал. Еще надо генетически доказать. Дима здесь был, пока не обнаружен у нас в семейном дереве. Дима плохо ищет. Я же все по словам понимаю, мне не надо ничего искать. Хартман, это же понятно. Это же не бесплатно, а кто-то другой за это заплатил. И сделал доступным. Но это будет, ты говоришь о том, что это не будет цениться. Это не будет цениться. И у этого подкаста не будет бюджета рекламного. Если люди это будут смотреть бесплатно, они не будут это ценить. Это закон образования. Я отправлял сотрудников много лет на корпоративные тренинги и полностью им оплачивал эти тренинги. И многие из них были сильно недовольны качеством тренингов, на которые я их отправлял. И как только я поменял модель, и сотрудник 30% своей зарплаты, 30% тренинга оплачивал, 30% тренинга он оплачивал, не зарплата, а тренинга, качество контента сразу повышалось. Обратная связь была великолепной, ценность была невероятной, количество внедренных инструментов колоссальное. Просто надо было сотруднику 30% тренинга оплатить из своего кармана. Люди ценят то, за что заплатили деньги, люди не ценят то, что бесплатно, особенно в образовании. Я это видел один раз на выступлении большое. Сделал стипендиальную программу, и тысячу билетов оплатили за людей, и мы их подарили тем, кто не может оплатить такие билеты. И потом это целая трибуна была. Это была целая трибуна. Потом, когда я пришел в этот стадион, именно эта трибуна была полностью пустая. Да, всегда так. Именно это. Это меня очень сильно расстроило. Потому что действительно не хочется монетизировать это. Мне не нужно это монетизировать. Но я сделал очень много бесплатных выступлений, сотни. Никто про них даже не знает, их не видел, ничего. Они не имеют силу распространять. А то, что я сделал, когда были какие-то платные, они набирают миллионы. Поэтому можно, например, делать такую систему, что все деньги тратятся на распределение. Так и есть. И еще один важный фактор. Если у вас вдруг, у уважаемых зрителей, возникнет вопрос, а как же бюджетное отделение в университетах? Это работает бесплатно, только в случае жесточайшей валидации трафика на входе. Отбора, да. Значит, нам надо будет на этот курс сделать отбор жесткий. Да, если отбор жесткий, если… Давай так и сделаем. Да, тогда это работает. Только тогда это работает бесплатно, ребята, чтобы было понятно. В образовании не работает. Ты возьми, вот проинвестируй миллион долларов в образовательный продукт, сделай там лучший… Ты говоришь, это невозможно преломать. Не будут ценить бесплатно. Не будут ценить бесплатно. Никогда. И не будут ценить то, что всем доступно. Самый простой и примитивный пример для нас с тобой – Стэнфорд. Там, где бесплатное обучение, ты проходишь жесточайшие отборы, ты суперталантлив. Или плати, будь добр. Это должно быть либо не всем доступно, либо не бесплатно. Да, либо 80 тысяч долларов в год. Это должно стоить. И тогда ты это ценишь. Либо человек, кто слушает сейчас, понимает, что у него есть такое искажение реальности. Он говорит, а давай я не буду так думать. Может быть, есть действительно очень ценные вещи в бесплатном доступе. И может быть, если я буду их ценить, или это нереально. Это ты веришь в чудеса. В чудеса. И это прекрасно. У нас же много, кроме бесплатных курсов, мы же не ценим другие бесплатные вещи, которые доступны всем. Например, сверхкрасивые жены, которые типа у всех есть. Да, я хотел еще один пример привести. Сверхкрасивая жена это прекрасный пример. Оскар. И тебе чем чаще ты об этом говоришь, тем лучше тебе будет. И в этом смысле я тебя понимаю. То есть соломку ты себе... Но есть дружба, дружба, лучший друг. Лучший друг. Лучший друг. Чудес не бывает. Да, мы можем фантазировать о том, что Великая Австро-Венгрия будет включена в Великую Германию, которая распространится на пол Европы. Ну нет, Оскар, этого не будет. Вот. А значит теперь... Там было сначала наоборот. Но потом хотели наоборот. Поэтому этого не будет. Поэтому образование должно быть... Да, вот таким. Теперь вопрос. Рынок огромный. Все смотрят на этот рынок и думают, я хочу на этом рынке заработать. Я хочу остаться при бабле по итогам. Все продают маски. Я тоже хочу продать маски и заработать свой кусок денег. Все сейчас продают курсы. И человек говорит, я тоже хочу создать и продать курс и заработать много денег. И тут мы приходим к одной из ключевых проблем рынка, особенно в русскоязычном пространстве. Глобально такой проблемы нет, потому что там так рынок сильно не вырос. А у нас так вырос. Это проблема так называемого инфо-цыганства. Потому что она берется откуда? От огромного желания всех на свете сделать курс. Все хотят сделать курс. Низкокачество, просто очень быстрая пища. Вот Оскар Хартман, например. До сих пор на понедельник, 22 ноября 2021 года не сделал ни одного курса. Сделал 10 тысяч компаний, но ни одного курса. Мог бы сделать хотя бы один курс. Хотя бы один курс. Понимаешь? Я сделал бесплатный он просто. В инстаграме я целый курс написал, прочитаю. Сначала до конца. И бесплатный. Да. Вот. Я не сделал ни одного курса. Да. До сих пор, представляешь? Потому что вот мне, например, кажется, что пока у меня нет компетенции на курс. Вот я сейчас ее накапливаю, я хочу свой первый курс выпустить. Ты сделал курс для Хабиба, для других людей. Ну, я делал для других, но себе, сам вот Григорий Аветов не является автором ни одного курса до сих пор. Хотя я образованием занимаюсь всю свою жизнь. Моя идея в том, что если вы хотите зарабатывать на собственной экспертизе, не надо бежать и сразу делать курс. Ну, часто продают такую идею, ты типа даешь 10 часов интервью, из этого там делают как бы быструю, как бы пищу. И часто происходит такое разочарование. Даже в Америке, кстати, абсолютно то же самое. Да, я там покупаешь какой-то курс на мастер-класс, да, и потом думаешь... И это не курс, это просто другой ютуб. Это просто там 15 там рандомных видео по 10 минут, которые вообще не собраны ни в какую логику. Ну, просто это ничего, да. Это просто как бы быстрая монетизация известности какого-то человека. Он не дал тебе то, что обещал. Он обещал, я научу тебя, вот я там лучший юморист, я тебя научу шутить. Вот я купил этот курс, я до сих пор не... Вот как ты видишь, я до сих пор не умею шутить, да. Соответственно, вообще не сработал. Ты стараешься. Вообще не сработал. Но ты стараешься. Там, видимо, ты сейчас первый урок посмотрел. Там сказали, мне надо много пробовать. Смотри, там, да, там ты посмотрел только первый урок, где домашнее задание. Практикуйтесь везде, пробуйте шутить. Да, да. И проводите много время с армянскими друзьями, это помогает. Какой дурацкий курс. На самом деле, ну, он не дал вообще даже близко свой мозг. Он свой мозг. Там было продано так. Ты научишься от гранд-мастера, не дал, не исполнил. Это, по сути, продается, легкий позыв, типа за две недели ты научишься шутить. Да. Это классно продается. Да. От человека, который это умеет. Да. И это не происходит. Это, по сути, ложь, правильно? Смотри, это невыполненные обязательства, которые сейчас встречаются в каждом втором курсе. И это очень большая проблема образования, когда человек не должен делать курс, но он пытается его сделать и сделать быстро. Да. Это проблема. Ну и люди пытаются монетизировать свою известность. У тебя просто есть известность. Тебе приходят люди, которые говорят, ее можно монетизировать. И нету фокуса на качество продукта. Это не имеет значения. Главное, чтобы продавалось. Главное лендинг. Я тебе даже скажу точнее. Люди пытаются монетизировать не просто свою известность, а люди пытаются монетизировать свою аудиторию в своем инстаграме. Конкретных людей Они пытаются монетизировать честный отъем денег у населения через продажу курса. Как это произошло? Это произошло по двум причинам. Первое. У блогеров есть аудитория, которую они хотят конвертировать в деньги. У них есть инструменты, которые сейчас теряют свою актуальность. Например, giveaway. Откровенно говоря, развод. Потому что не работает оффер. Ну какое-то время работало. Да, но люди не получают результата от участия в giveaway того, на которое они рассчитывают, которое им обещают. Второе, понятно, ставочники. Рекламировать ставочников сейчас инстаграм-блогерам стало очень опасно, потому что могут заблокировать. И третье – это реклама. Но не ко всем блогерам приходят рекламные контракты и не ко всем блогерам приходит реклама. И блогеры думают, есть аудитория, как же ее монетизировать? И направление мысли, Оскар, правильное. Потому что мы живем в том рынке, когда люди доверяют людям. Люди перестают доверять компаниям так сильно, как они доверяют людям. Китайский блогер продал косметики за 20 часов прямого эфира в инстаграм на полтора миллиарда долларов несколько недель назад. Своим подписчикам он продал парфюма на 20 миллиардов долларов. Не парфюма, а косметики. Ну там очень большая цифра. На полтора миллиарда долларов. На полтора миллиарда долларов. За 20 часов. И это очень много. Такого вот кейса не было. Это рекорд через прямой эфир. Сестра Ким Кардашьян создает косметическую компанию, которая больше, чем многие столетние косметические компании, работающие в США. Но это компания. Она, кстати, выросла не только за счет ее известности. Согласен, но все равно она лицо. Это трафик. Adidas коллабрируется с Кенни Уэстом, и они создают линейку Изи. И эта линейка Изи становится топовой в продажах. При том, что Adidas существует. Поэтому нужен какой-то человек. И это все понятно. И это все хорошо. Качество страдает. Из-за того, что появляется огромная фрагментарность знаний. Вот то, что беда от ума. У тебя появляются фрагментарные. Ты в Инстаграме сто разных людей пишет сто разных тем. У тебя мозг разбирается. Какие-то короткие цитаты, афоризмы, что-то еще. Но у тебя ясности в жизни, которые тебе помогают принимать решения, не добавляются. Соответственно, у тебя потом надо это все собрать в какой-то качественный продукт в любой теме. Сейчас мы про образование можем говорить 60 часов. Это требует достаточно большой объема усилий. И глубины. Математику усвоить нужно просто там X часов. Образование. Вот поэтому таких продуктов нет. Соответственно, вот эти все курсы, они не продают глубокую. Они все продают быстрый результат. Я заскринил рекорд. Мегакампус нас слушает тысячи человек. Ну, наконец-то. Это очень приятно. Поздравляю. Тысячи человек. Значит, у тебя случилось сейчас предпринимательское счастье. Я правильно понимаю? Да, это очень приятно, потому что все-таки это детище. Ну, скажи, может ли просто образование быть самоцелем? Просто ради увеличения? Нет, не прикладное. Вообще не нужно мне прикладывать это к своей жизни. Я хочу просто… Вот смотри, как в моей жизни построено. Мой субъективный опыт. Субъективный опыт Григория Аветова. 80% всего, что я поглощаю, посвящено тому, что я могу применять для своего бизнеса, для моего бизнеса. Книги, которые я читаю, я переворачиваю и держу их развернутыми до того момента, пока я не внедрю эти решения в бизнесе. YouTube, лекции, которые я смотрю, они посвящены тому, что я могу внедрить в бизнесе. Курсы, которые я прохожу, я прохожу только в случае, если это касается моего бизнеса. Это мое образование. Профессии, которые я осваиваю, а я осваиваю новые профессии. Я осваиваю до сих пор, я осваиваю, мне 35 лет, и я до сих пор осваиваю новые профессии через онлайн-курсы. Я их осваиваю и применяю их в своем бизнесе. Я с августа освоил две новые профессии. С августа короткие курсы, это не четырехлетнее обучение, но я освоил методолог и продюсер. Для меня эти две профессии имели очень важное значение, я их освоил. Возможно, в ближайшее время я освою профессию блогера. И когда я говорю профессия, я не путаю слова, это действительно профессия. Потому что профессия – это то, где требуется конкретно стандартизированный набор навыков и умений. И то, что ты можешь монетизировать. Это называется профессия. Поэтому да, ребята, извините, sorry, я понимаю, что многие из вас учились пять лет, а кто-то и семь лет, а я вообще учился пять, и еще аспирантура. Но теперь профессию можно получить быстрее, за два, за три месяца. И это набор навыков и умений, которые позволяют тебе зарабатывать деньги. И это профессия, ребята. Иногда, кстати, намного больше, чем после четырехлетнего вузовского обучения. Ну вот такой мир. Я вместо того, чтобы брезжать тут слюной и рассказывать о том, что это за такие тиктокеры, пошел осваивать профессии. Я эти профессии освоил. И мне очень интересно их применять в моем бизнесе. Но есть 20% образования, которое я черпаю, которое мне вообще, по-моему, никак не помогает инструментально, но, наверное, как-то помогает. Это научпоп. Я очень люблю лекции по истории. Я кайфую от лекций по математике. Там есть один блогер в Ютубе, у которого я все ролики смотрел. Он там популярную математику рассказывает. Это как называется? Что? Канал. Савватеев. Его зовут. Такой блогер. Популятор. Значит, весь научпоп меня невероятно привлекает. Ну, про шахматы я говорить не буду. Я там знаю, чем живет Магнус Карлсон. Как он дышит каждый день. Как он сыграл в партии. Как он подумал. Это мне очень интересно. Это я поглощаю для кайфую. Я получаю от этого удовольствие. Здесь я получаю дофамин. Здесь я получаю все необходимые гормоны. Я не знаю, как мне это помогает в жизни, но я получаю удовольствие от лекций по истории. И я сейчас хочу на Мегакампус сделать такую историю для всех. То, что надо знать обязательно. Как ты можешь жить, если не знаешь Кушкина? Да, да, да. Хотя бы 15 уроков для любого человека здорового. Чтобы просто ты мог называться человеком. Чтобы ты хотя бы знал, что между Лениным и Путиным был еще кто-то. Хотя бы кто-то. Чтобы ты хотя бы знал кто-то. Чтобы ты знал, когда империя закончилась, Советский Союз начался, Федерация началась. Потому что все-таки большинство людей этого не знает, как ни странно. Это удивительно. Но на самом деле большинство людей не знают таких вот очень простых базовых вещей. Например, какое население было в России при Екатерине Второй? Ты имеешь в виду количество русскоязычных людей? Да. Три миллиона. Сейчас русский мир 300? Да. Тогда было три. Всего русского мира? Которые ей подчинялись, так или иначе. Но это как бы очередное знание, которое нам никак не поможет, но оно важное. Но важно. Я считаю, что… Это поможет. На самом деле это поможет тебе на подкасте. Нет, Оскар. Ты знаешь, я все-таки считаю, что какой-то фундамент, какая-то платформа у образованного человека должна быть. Я согласен. Я согласен, я согласен. И эта полоса препятствий непростая. Действительно, она бесплатная, но она непростая. Как физтех. Любой физтех к человеку, который закончил физтех, относится с базовым уважением. Потому что это просто нелегко. Это трудно. Это трудно. И это помогает во всем жизни. Да. Вот так получаю образование я. Теперь важный вопрос. Как вы можете заработать в образовательном рынке? Вот как. Есть несколько вариантов. Первый вариант. Вы созрели таки для курса. Вашей экспертизы и глубины экспертизы достаточно, чтобы сделать, пускай не очень длинный, пускай в формате micro-learning, пускай в формате micro и mobile-learning сделать курс. Пять-семь уроков, но очень контентных, очень полезных, с минимальным уровнем субъективного вашего личного пережитого опыта и с максимальным уровнем объективных исследований, широкого опыта. Вот это важный фактор. Анализ. Проверять хотя бы свои рекомендации. Насчет того, насколько вообще эти рекомендации хотя бы не вредны. Потому что очень часто ваш субъективный опыт на самом деле очень вреден. Его не надо применять всем остальным. Это первое. Первый способ. Допустим, вы дожили до курса. Второй способ. Вы не дожили до курса, но у вас есть аудитория в Инстаграм, и вы хотите ее монетизировать. Не надо продавать свой курс. Продавайте чужой курс. Найдите какой-нибудь очень хороший, фундаментальный, интересный онлайн-курс. И продавайте его. Это так называемые партнерские продажи. Пусть лучше будет меньше маржи, но зато вы не будете втюхивать людям туфту. Пусть это будет твердый курс, в котором есть действительно позитивная обратная связь и действительно кейсы и результаты. Третий способ. Есть огромное количество инструментов формирования монетизации на базе экспертности. Например, комьюнити. Вам не всегда надо создавать курсы или писать книгу. Иногда вы можете сделать комьюнити. Я знаю такие примеры людей, которые не делали курсы, не писали книгу, но сделали комьюнити и монетизируют комьюнити, потому что они любят создавать такие сообщества. Это, кстати, частично обучающие сообщества, а частично они еще и проводят время вместе. Есть дайджесты. Есть огромное количество способов монетизации своей экспертизы. Есть, в конце концов, персональные консультации. Есть несколько способов монетизации экспертизы. Это первое. Но персональные консультации, они меньше всего масштабируются. Оскар, ты сразу начинаешь думать, преломлять на себя. Не всем надо масштабировать то, чем они занимаются. Иногда человек просто хочет хорошо делать обувь. И он делать хочет одну. Ты знаешь, этот ресторан суши, в котором три мишленовские звезды в подземке находятся. Это хороший пример. Все выкуплено. И вот спустя 20 лет он разрешил своему сыну теперь варить рис. 20 лет сын делал только суши. Вот это я понимаю, курс. Вот это да. Это курс, понимаешь? Вот это кайдзен. Вот это да, концентрация. Поэтому не всем надо масштабироваться. Ему не хочется открывать франшизу. Вряд ли он откроет франшизу без потери качества. Кому-то надо делать бутик, делать идеальные консультации раз в месяц. Кстати, запахло. Кто-то будет меня кормить скоро. Да, это еда? Либо... Но мы не горим, да? Мы не горим, да, пока. Отлично. Что-что? А, это ароматизированные свечки, которые Оскару помогают продержаться. Случилось у тебя программа безопасности. Это вместо фармы? Да, да. У меня вот все, что есть, это палочки. Все, что есть из фармы. И вот эта лампа, которая не горит. Это все, что у меня есть. Негорящая лампа, часы и жена. Да, это много, это много. И еще как вы можете заработать на образовании, вы можете освоить профессию продюсера. Новую. Человек, который занимается дистрибьюцией образовательных продуктов. Здесь вам не нужно быть экспертом. Вам надо обладать современными навыками маркетолога и маркетинга. Мы вот такой курс хотим. Это такой университет, это цифровой университет. Да, мы хотим такой запустить курс продюсер образовательных просветительских проектов. Мы хотим запустить такой курс, мы его запустим в ближайшие 15 дней. Вы можете освоить профессию методолог. Это тоже, кстати, человек, которому не обязательно владеть фундаментальными знаниями о чем-либо. У методолога есть важнейшая компетенция, это аналитик и ресерч. Это даже еще большая важная компетенция для методолога. Это способность обрабатывать большой объем информации, который уже есть в мире. Который уже есть в мире, это тоже профессия. Освоив эту профессию, вы тоже внутри экосистемы можете, вот в этой education экосистеме, зарабатывать деньги. Поэтому, ребята, этот рынок, он вас ждет. В этом рынке есть очень высокая емкость, он растет. Вот, мой прогноз заключается в том, что эти компании крупнейшие, индийские, ну, китайские сейчас вышли за скобку в силу. Да, китайские просто запретили. Да, их просто отрегулировали. Но индийские и американские эти компании, они будут продолжать активно расти. То есть, Coursera показала какой-то феноменальный рост, когда вышла на IPO при тех условиях, при которых они вышли на IPO. То есть, они вышли на IPO и сказали, не будет никогда у нас прибыли, не рассчитывайте. Вышли с предварительной оценкой 2 и в конце IPO закрылись на 4 миллиарда долларов, сообщив всем, что прибыли никогда не будет. Вот такой вот AdTech бизнес сейчас удивительный. И поэтому много есть профессий, которые вы можете получить и зарабатывать. Почему люди это не делают? Это парадокс. Вот сейчас есть, да, вот, и уже, например, профессия, там, например, СЭМ, управлять поисковой рекламой на поисковых машинах, search engine marketing. Эта профессия уже последние 10 лет сверх востребована. Ее может делать любой человек с математическим базовым образованием, да, соответственно. И там зарабатывают очень, ну, там были зарплаты, ну, очень высокие, да, там, 150 тысяч 10 лет назад, там, потом сейчас это, там, 300-500 тысяч рублей. Но людей, которые переучиваются из математики, например, да, или, например, человек, там, получил какое-то образование, радиоинженер. Он может быть СЭМ, там, маркетологом, но он не делает это. Он работает на каком-то старом заводе, где его не ценят за 30 тысяч рублей. Почему? Вот это хороший вопрос я задал, потому что люди, они… Есть такая теория, что если газ пустить ночью, то большинство людей во сне так и умрут, не почувствуя запах газа. Теория такая есть. И люди, они, конечно, они умирают. Умирают до смерти. В процессе жизни, конечно, они мертвы. Я много вижу мертвых людей. Как ходячие мертвецы, страшное дело вообще. Ну, это жестко. Это что-то про охранников, которые в аптеках сидят. Я ни в коем случае не хочу сказать, что есть какой-то непочетный труд. Любой труд почетен. Сельский учитель – герой. И мне, например, труд сельского учителя или труд пожарника кажется значительно более благородным. Ну, представь себе охранника в сельской аптеке. Я скажу идею и богодельным делом, чем, например, труд футболиста сборной России, уж простите меня, сто тысяч раз. Я когда вижу пожарника на вертолете, я к нему пропитываюсь значительно большим уважением, чем когда я смотрю за наш футболиста. Но футболист зарабатывает больше, потому что его игру смотрят сто миллионов человек. Поэтому это просто несправедливо, но это факт. Да, это просто как данность надо принимать. И я вам хочу сказать, что я вижу мертвых людей. Кто такие мертвые люди, в моем понимании? Это люди, которым уже давным-давно все пора изменить. Вот давным-давно все пора изменить. Но они ничего не меняют. У них есть все возможности изменить, но они ничего не меняют. Самая простая аналогия пришла недавно из моей жизни. Я наконец-то понял, как это работает, когда человек мертв и не хочет оживать. У меня дома на кухне сломалась дверца шкафчика. Она целиком сломалась и почти на меня упала. Я ее поймал, поставил дверцу шкафчика. И у меня шкафчик без дверцы, а дверца отломанная стоит у стенки. Я позвонил плотнику. Мы договорились, вечером он приедет. Он не смог. На следующий день мы с ним списались. И он сказал, можно через день. И я об этом забыл, что через день. И меня не было дома. Он не смог попасть ко мне домой, починить дверцу. И вот уже месяц я живу. Стоит дверца отломанная у стенки. И шкафчик без дверцы. И я думаю, что в принципе, каждый раз, каждое утро я смотрю на эту дверцу. В принципе, и так можно. Я в принципе понимаю, что и так сойдет. То есть оно и так нормально. Я вроде как две руки и две ноги, голова. Ничего со мной страшного не произошло за это время. Но да, это не очень красиво. Там вся посуда видна. И вообще сломанная дверца стоит у стенки. Но можно об этом и не думать. Можно на это не обращать внимания. Человек привыкает к посредственному и к плохому. Очень быстро. Люди очень быстро привыкают ко всему. И даже к очень плохому. И даже счастье испытывают. У меня друг недавно в тюрьму попал. Несправедливо на испытательный срок. Его потом выпустили. И он рассказал, что... Это, кстати, было не в России. В другой стране. И он говорит, что через 10 дней, когда мне заталкивали тарелку с рисом через дверь, у меня было такое счастье. Я такого давно не испытывал. Он говорит, как же быстро люди к всему привыкают. Люди привыкают к концлагерям. И потом испытывают счастье. То же самое просто от другого. Говорит, у нас две минуты осталось. Скажи свои практические рекомендации. Есть вещи, которые ты рассказал сегодня, которые невозможно понять в теории. Их только в практике можно понять. Какие твои два домашних задания, которые ты хотел бы... Чтобы люди попробовали. Ну, давайте сначала избавимся от всего тактичного контента. Вот что конкретно делать? Мое первое домашнее задание. Перечислите честно. Только честно сядьте и перечислите. Прямо в заметках напишите в телефоне. Какой контент утилитарного содержания вы за неделю через себя поглощаете. Перечислите все юмористические шоу, которые вы смотрите. Там спортивные мероприятия, которые вы смотрите, чтобы мозг расслабить. Вот все, что у вас в категории, пока сижу, как это пишут часто подписчики в ютубе, пока хаваю на кухне, вот посмотрю. Значит, вот это все перечислите. Попробуйте избавиться хотя бы на две недели. Две недели, кстати, может быть достаточно, чтобы вы избавились от этого навсегда. То есть первое задание – это перечислите весь токсичный контент, который мешает вам в жизни достигнуть ваших целей. Вот если это никак не помогает вашей цели, постарайтесь от этого избавиться. Это первое. И второе задание? Что ты думаешь, что дать второе? Это то, что прямо здесь и сейчас. Освоить новую профессию. А второе задание? Давайте освоим новую профессию. Это хорошо развивает нейроны мозга. Выберите профессию, которая поможет вам достигнуть ваши цели. Новую профессию. Напишите, что это за профессия. И научитесь, обучитесь на ней. Лично и сами. Получите точно много кросс-знаний. Полезных кросс-знаний. Давайте каждому по одной новой профессии. Маленькой, которую можно выучить в течение месяца. Да. Да, короткая профессия на месяц, на полтора. Риша, спасибо тебе огромное. Оскар, спасибо тебе жизни, тебе здоровья, господи. Люди хлопают, хлопают. Это первое. Ты только, Оскар, ты главное живи. Да, я буду жить. Я посчитал, никто еще не умер от этого. Не умер. Невозможно себя убить добровольным лишением сна. Это не является возможным. У тебя сейчас ночь, ты не спишь? День? Еще ночь? И потом полдня? Да. Последнее интервью у тебя с кем? Еще не решили, кто будет закрывать. Это сюрприз, кость. Посмотрим. Я бы, честно говоря, взял Таню. Да? Да. Но я думаю, она по-любому закроет. Она тебя точно разбудит. Она воспользуется правом Вета и закончит просто этот эфир. И Таня такая, эфир закончен. Перевернет этот стол. С 60-го интервью не будет. Хорошо, Оскар, ты красавчик. Я очень горжусь тем, что мы с тобой дружим и общаемся, потому что только ты единственный человек в моей жизни. Хотя я знаю очень много людей, Оскар, ты знаешь, я знаю очень много людей. Ты единственный человек, который может сделать 60-часовой подкаст, поставить рекорд, и меня это даже не удивляет. Меня это не удивляет. Я сказал, ну да, и что? Мне позвонила команда, говорит, Оскар хочет сделать 60 часов, никто. Я говорю, ну окей, да, дальше что делать надо? Это нормально, это же Оскар. Что такое? Спасибо. Могли не прийти, но пришли. Управляющий партнер ивент-агентства Red Day, совладелец студии новых медиа Ярд, видеопродакшена Громко, и первый председатель REMA Российской ассоциации событийного маркетинга, сооснователь проекта «Важно, но не срочно», отец троих сыновей и фанат «Звездных войн» Борис Альхимович, а также предприниматель, управляющий партнер компанией «Брифи» и сооснователь проекта «Важно, но не срочно» Евгений Гордеев. Субтитры создавал DimaTorzok «Ваша тема, ребята, тему, которую мы сейчас будем обсуждать целый час, потому что она этого достойна. Это важное, не срочное. Потому что мы уже обсудили сегодня очень много искажений, которые у нас есть в вашем мозге. Наш мозг любит сахар, и наш мозг любит задачи, которые можно быстро и легко решить. Это для мозга просто феноменально. Все чувствуют себя суперпродуктивными. И у нас есть много искажений мозга, которые приводят к тому, что мы делаем неважное, срочное, и постоянно откладываем дела, которые мы сегодня уже обсудили. Отношения с близкими людьми, какие-то важные поступки, которые бабушке повысят настроение, какие-то другие здоровья. Все, что потом, это потом. Потом, потом, потом. И это огромная проблема. Особенно в мире, где сейчас у нас тренд на моментальное удовлетворение. Все, что занимает больше. Вот этот подкаст, это полное. Среднее видео на YouTube просматривают 10 минут. Это 60 часов. Все в тренде. Я оптимист. И вы решили, что эта проблема достойна прям очень большого фокуса внимания. Вы запустили целую образовательную программу, которая называется «Важное несрочно». Верно. Но, Оскар, мы дико эгоистичны. Потому что мы ее запустили для себя. Чтобы наконец-то это понять. Для себя и для своих друзей. Хочешь понять – учить других. Если ты хочешь что-то сделать сам, начинай тренировать остальных. И тебе придется быть теперь примером. Все твои ученики будут смотреть. Ну, а ты делаешь важное несрочное. Правильно? Конечно. Сразу коммитмент дикий. Это такая вот именно причина, да? Да. Но, наверное, созрели. Просто мы же старые. Уже с точки зрения средней популяции в России. Мне 43, Борис 47. То есть просто возраст дикий. Подошли к тому моменту, когда уже надо концентрироваться на главном. Мы вот почувствовали. Ты знаешь, ты нас очень много еще вдохновил. На одном из выступлений Эквиума. Благодаря тебе ты триггером был. То есть мы… Вы там про цели говорили. Да, мы говорили про цели, формировали видение. Но где боль была? Вот, например, Боря, расскажи свою боль. Какие важные несрочные дела ты постоянно откладывал, что у тебя вот прям накипело? Я прежде всего откладывал, чтобы Женя Гордеев занялся спортом. Да. Спасибо, дорогой. 42 года я откладывал вот эту задачу, но справился с ней. Он занялся спортом. Он занялся спортом, да. Мы, кстати, очень хорошо любим другим людям давать советы по поводу вот этого. Абсолютно. Очень любим прям. Смотри, важное несрочное, это действительно, ты правильно сказал, это очень много разных сфер. То есть это и развитие себя, и то, что связано со здоровьем, со спортом. Это развитие себя там в духовном каком-то плане. Это и общение с близкими людьми. Все то, что кажется… Хобби. Ну, оно никуда не денется, и поэтому это можно сделать чуть позже. И вот каждый год, вот как любит говорить Женя, мы открываем с вами ежедневник, заметки целей, и обнаруживаем, что самые легкие цели сделаны, а самые сложные цели, самые важные… Какие у тебя это были? Ну, вот у меня, например, я много лет, представляешь, лет 10 я откладывал такую штуку, как научиться играть на гитаре. Вот я просто… История такая, я абсолютно не музыкальный человек, я никогда ни на чем не играл. Боря, сейчас ушлось просмотрать половину сразу. Половину ушло, да. Но я при этом… Какие важные цели. Это смешной человек. Да, смотри, я играл в КВН, я вел мероприятия, я предприниматель в творческой сфере, то есть я как бы творческий человек, а музыка вообще ничего, никак, не пум-пум-пум-пум. И была, знаешь, глубокая такая, наверное, внутренняя боязнь того, что, ну, ведь и не получится. То есть я даже не пробовал. И как раз триггером того, чтобы я попробовал, вот этот человек оказался. То есть когда мы после твоего тогда тренинга начали друг друга, вот мы это слово применяем и сразу же поясняем. Мы друг для друга бадди. В этом нет ничего плохого. Многие говорят, что за бадди, что это вы там делаете друг с другом? Мы просто контролируем достижение результатов друг друга, чекаем, трекаем. И это всего лишь один из инструментов. Это когда добавляешь ответственность, да? Абсолютно. Я это постоянно использую, отчетность перед кем-то, чтобы действительно… Да, ну вот с этой гитарой, и я в итоге начал играть, и, понимаешь, прошло два года, это было невероятно сложно. Представляешь, пальцы вообще не слушаются. То есть в моем мозгу не было вот этих нейронных, как сейчас умно говорить, да? Нейронных связей, чтобы одна рука делала одно, а другая… Они вымерли, они 40 лет ждали. Да, они, ну, ладно, 40, он соврал, мне 38. Но, в общем, не получается. И за два года, да, я могу сыграть пять песен, представляешь? У тебя какая была большая боль, скажи? Ты знаешь, наверное, самая большая боль – это то, что я не общался достаточно качественно с своими детьми. И это, вот, понимаешь, уже когда проходит достаточно много времени, а сыну уже там 19, и ты, в принципе, уже понимаешь, что заднюю уже не включишь. То есть уже нельзя вернуться и что-то доделать. Время уже ушло. И у меня была постоянная индульгенция, что… Ну, я же много работаю, я же хороший. Ну, я же там не пью, не курю, там, я не знаю, там, я же там не… Не знаю, там, зажигаю где-то на вечеринке, я работаю. И поэтому я имею право, там, например, там, пообщаться с сыном, там, минуту за завтраком или, там, две минуты, да. То есть вот это, наверное, самая была большая боль. Но мне повезло, у меня родилась дочь, да, то есть ей сейчас 7 лет. И вот у меня есть прекрасная возможность. Ну, конечно, я надеюсь, сын не слышит этот подкаст. Он, скорее всего, слышит. И он уже пишет комментарии. Он, скорее всего, слышит. Да, у меня есть возможность уже трансформировать, сфокусироваться на главном. Потому что это действительно самое главное в моей жизни. Да, хотя бы одного ребенка без детских травм. Да, 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 сократите количество. Это интересно, что вы эти вещи называете важными, потому что, ну, вот, иногда нам кажется, что сделки, там, у вас, там, огромные компании, постоянный стресс вообще невероятный, да, там, всегда у тебя следующий, там, рекламный договор, у тебя всегда следующее мероприятие. Это вообще самая стрессовая индустрия, это каждое мероприятие, как война, реально. Есть такое исследование, что ивент-менеджер на четвертом месте после полицейского, пожарного и что-то там, и военного. И владельцы пиццерии, по-моему. Да, и владельцы пиццерии, да. Но это факт. Каждое мероприятие как война, это я удивляю. И поэтому вот в этой войне вечной, да, всегда очень важно, там, здесь, там, вырубили, там, отняли плацет. А вот это, типа, гитара, почему это важно, да, как бы… Это сейчас такой риторический… Нет, это же, это важно станет в конце жизни, да. Абсолютно верно. Ты потом назад посмотришь и подумаешь, блин, а вот эти 10 лет, почему я не занялся спортом? Это было не так много времени, это не так много времени занимало. Там, гитара – это одно занятие в неделю, там, еще два занятия самостоятельных. То есть это очень малое количество времени, но результат, тот итог, который это тебе дает, там, в том числе просто положительное удовлетворение от того, что ты жизнь проживаешь не зря, потому что ты прав. Вот эти сделки потом притупляются. Вот я принес символ счастья, не случайно, просто он поможет сейчас объяснить мысль. Вот эту штучку знаете, да? Хочешь применить ее? Да, да, да. Если мне наушники, да. Но штучка в чем? Она вот похожа на символ счастья, да? То есть вначале… То есть вначале действительно счастье вот это, ну, удивляет, вставляет. А, вот это счастье. Чем дольше эту штуку делать, тем она, ну, прекращает торкать. И это совсем так связано. То есть нужно находить новые цели интересные, новые себе ставить, там, условно, достижения, раздвигать границы, расширять, пробовать новые, и тогда вот… Это очень круто. Новые стимуляции, новые сенсации. Такой вот, не диджитальный эндорфин. Да, я, кстати, даже хотел бы… У меня есть папка, важная, несрочная. Там есть 200 вещей. Я потом… Я даже… Может быть, мне кто-то телефон принесет потом, я даже посмотрю, что там завалялось дольше всего. Но там точно есть такие вещи, как написать вторую книгу. Я хочу очень сильно написать. Для того, чтобы именно в своей голове отструктурировать какие-то идеи, которые у меня уже долго формируются, я хочу их превратить в какой-то логический аргумент, который хочу привнести в этот мир. Прикольно. Я у тебя, кстати, украл одну из твоих целей. Да? Да. Какую? Написать вторую книгу? Нет. Надо первую. Я написал первую. Ты не читал ее? Конечно. Читал? Дважды. О, это хорошо. Очень хорошо. Но я многие отголоски книги нашел в твоей. Да. Да, я… Да, да, да. А цель я у тебя украл просто классную. Это регулярно общаться с крестными детьми. Я ее пока еще не до конца полностью вывел на максимальный уровень, но я сделал уже важное. То есть я знаю теперь их дни рождения, где уже взрослые дети, у меня есть мобильные телефоны. И вот в том году я уже их поздравлял с Новым годом проактивно. В этом году добавились еще какие-то действия. То есть это очень классная цель. Она наполняет, наполняет энергией. Прям очень классно. Да. Ты знаешь, когда Женя у тебя эту цель украл, я узнал, что у тебя он ее украл. Потому что я же его бадди. Он говорит, я украл цели. Я говорю, а у меня сын как раз родился третий. И Женя стал его крестным. Поэтому я вообще устроился идеально. Ну видишь, действительно у меня шесть крестных детей. Как этим управлять, если не делать это системно? Если у тебя нет системы, где ты как-то... Ты не можешь это все держать в голове. У меня очень много бизнес-партнеров. У меня очень много важных отношений. Я не знаю, как этим управлять чисто интуитивно. Ну как бы это... Эта система точно дает сбой. Потому что у меня там пожар, у меня что-то, у меня что-то другое. Вот я потом злюсь на себя безумно. Да, если когда я что-то пропускаю. Кстати, с крестным тоже такая... Недавно приехал к крестной своей дочкой. И думал, ей пора, ей надо подарить акции. Я хотел научить ее инвестировать. И привез ей акции, чтобы она стала совладельцем бизнеса. И так далее. В общем, хотел ей рассказать, как работают акции, сколько ей принадлежит. Хотел с ней... Она мне рассказала в течение 20 минут, почему она категорически против капитализма. Она вообще не хочет не знать. Она эти акции просто подарила своему отцу, который типа капиталист. Вот. Ее отец теперь владелец. Я понял, что надо больше времени проводить, чтобы знать, чем живет. Что интересно. Да, действительно. Потому что насколько это важно. Ну, обычно в этой папке какие там вопросы пылятся? Какие лежат? Да. Ну, если вот вы же много общаетесь. Да, мы сейчас запускаем же первое такое мероприятие. У нас даже можно сказать уже некая статистика. То есть у нас было несколько опросов, которые мы поспрашивали. Но, правда, это была не репрезентативная выборка. Это в основном наши друзья, знакомые. То есть, ну, скажем так, наш круг общения. То есть это люди, наверное, в возрасте 25-50, вот в таком диапазоне. Это люди, которые, в принципе, состоялись уже. Которые что-то добились, что-то сделали. То есть реализуют какие-то интересные проекты. Ну, и, наверное, по группам, если разбить. То есть, наверное, очень много людей реально понимают, что здоровье – это очень важно, но ничего для этого не делают. И существует магическая цифра 40, когда мужчины в какой-то момент понимают, что они стали за 40. И они обращаются тогда, где сделать чекап? Вот это вот вопрос. Сделать чекап? Да, где сделать чекап или какие показатели крови надо мониторировать. Наверное, один из самых популярных – это взять под контроль свое здоровье. Ну, давай по очереди. Ну да, то есть несколько областей мы сейчас уже выделили из тех анкет, которые заполняли участники будущей нашего проекта, мероприятия. Как раз здоровье – это одна из них очень важная. Второе, то, что мы сейчас уже поговорили, это семья и ближайшее окружение. Это очень важный большой блок. Люди действительно откладывают все время на потом укрепление отношений с семьей. И потом в какой-то момент просто будет катастрофически поздно этим начинать заниматься, поэтому об этом точно нельзя забывать. Мне нравится одна из целей, которая вот сейчас один из участников, он ее написал как таргет к обсуждению. Он поставил себе цель, говорит, я хочу найти хобби, которое будет объединять меня и моих детей, чтобы это и мне нравилось, и им, и чтобы вместе мы могли проводить время с пользой, качественного общения. Ну, то есть очень прикольная цель. По большому счету мы же воспринимаем общение с детьми как некую обязанность, да, там я вот буду сейчас хорошим отцом, там еще что-то, а если это вот реально фан вместе, да, это же прекрасно. Это очень круто. На самом деле качественное время вместе с детьми, так называемое quality time together, это вообще очень известный инсайт, он распространенный, это многие компании строят свой бизнес, потому что помочь дать вот это качественное время, это вообще классная штука. Итак, семья, здоровье, какие еще блоки мы выделяем? Очень много финансов. Как научиться гитаре играть, соседи, Это связанное с раморазвитием, гитара, художники. Исследовать свое генетическое, там, древо. Дима Кухов, да, к нему сразу нужно на запись записываться. То есть я сходил к нему в гости, он мне рассказал все, я нашел своих предков, у меня теперь фотографии, все висят дома. Я нашел даже благодаря Диме компанию, которая мне откопала личное дело моего прапрадеда, и прислали мне в WhatsApp фотографии, где он там сидит рядом с преподавателями, его какие-то там записки, просьба выделить не 17 рублей, какого-то там, не знаю, какой-то там займ он просит, еще что-то. Ну, реально личное дело моего прапрадеда. То есть в Санкт-Петербургском лесном университете, это фантастика вообще. Лесном. Таких вещей в основном не доходит никогда. Это как сервис, который потом ждал всю жизнь, чтобы этот прекрасный день, и так и не дождался. Этого дня, да, так не будет этот день. Еще знаешь, что очень много спрашивают, и вот это очень мне близко, очень много прикольных запросов, когда люди говорят, как мне сделать так, чтобы мой пассивный доход был выше, чем мои расходы текущие. И очень многие люди в разной формулировке хотят некой финансовой безопасности. То есть это тоже один из таких вот скрытых инсайтов, которые у каждого в голове есть. Каждый думает, ну надо бы уже там сесть в свои расходы, привезти в порядок. Надо было тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Да, да, да. Ответ, на самом деле, очень простой. Попробуй это сделать. Надо было бы. Согласен. Но вот одни и те же вещи. Это человеческие базовые ценности такие, да? Общение там с другом. Смотри, здесь на самом деле в чем, как мне кажется, ключевая проблема и почему мы решили даже из этого сделать некоторую программу, некий клуб. Вот как мы его назвали, клуб реализаторов кайфовых целей. Даже вот так мы его назвали, чтобы еще совсем от всех отличаться. Смысл в том, что все понимают. Вот за стол посадить человека, сказать, как это сделать. Он говорит, ну я все понимаю, надо тратить меньше, чем зарабатываешь, надо общаться с детьми, надо уделять спорту хотя бы один час, раз в два дня. Все все понимают, но это не делается. Рутина нас захватывает, стресс захватывает, быстрые эндорфины от социальных сетей, вот этот сахар, ментальный сахар, физический сахар нас захватывает и все. И мы ничего не делаем. Почему мы хотим сделать это как некий условно тренинг? Потому что мы понимаем, что есть огромное количество инструментов, разбросанных по разным источникам, которые можно собрать вместе. И самое главное, можно собрать сообщество людей, которые идут плюс-минус к одним целям, и они могут друг другу помогать. Очень немногие люди такие крутые, что я все знаю сам, я просто делаю, я встал и пошел там. Ну то есть это да, это определенная сила воли или навыки, но большинству нужна какая-то поддержка, нужен бадди, нужна группа, нужен наставник, нужен человек, который поделится своим опытом, вдохновляющая история. И все вот это мы собираем вместе. Их можно даже объединять по какому-то общей цели. Конечно, так мы и хотим, у нас так и запланировано. Я считаю, это гениально. Добавить туда сообщество. Это просто, потому что если в жизни не появляются новые люди, мало что меняется, как правило. Но мы же видим, да, вот эти все истории со Стравой, когда люди бегают и сравнивают себя с другими людьми, кто пробежал больше и меньше. То есть это работает. Там, кстати, есть доказательство очень простое. Они собрали 80 миллион тренировок за прошлый год Страва и сравнили, вот когда одна пара часов бегает и две пары часов бегают. Рядышком, да? Или три. Соответственно, как люди в одиночку отличаются от людей, которые в группе. И выяснилось, что пробегают на 50% больше дистанции. В группе? Да, в группе. И достигают цели там катастрофически выше. Кто люди, кто там ставит цели. Ну, в общем, сумасшедший эффект групповой одиночки. Ну, просто сумасшедший. Люди бегут, когда люди бегут на дни, значит, иногда они думают, да фиг с ним два поворота раньше, там, да, как бы. А вместе это не делают. Они идут и делают там, как договаривались, пять километров, значит, пять километров, там, десять. Все верно. Ну, просто мы групповые существа, люди же такие. Да, есть классный еще эксперимент другой, когда провели эксперимент, что человек просто работает, а другой человек вообще, который его не знает, смотрит через веб-камеру, что он делает. Но тот понимает, что за ним присматривает. И результативность, и продуктивность выше значима. Хотя, ну, какой-то человек просто за тобой смотрит. И сам факт, что за тобой кто-то наблюдает, кто-то рядом в твоем контуре, что ты не одинок, уже значимо меняет результат. Ну, вот у меня… Нет, есть очень важный момент, я должен это рассказать. Сам Женя это не расскажет. Инструмент, который работает на Евгения Гордеева, я всем расскажу. Это штрафы. Все, что на него работает, штрафы. То есть он обязуется передо мной, что он сделает то-то, то-то в течение недели. В конце недели мы чекаем, если он не выполняет, он переводит мне тысячу рублей. Я хочу сказать, что вот эти штрафы Евгения Гордеева, да, это уже десятая доля моих доходов. Это уже очень-очень весомый вклад. Основа твоего пенсионного фонда. Весомый вклад, да. А это он решает задачу, как получить вот этот пассивный доход. Это правильно. По сути, надо использовать искажения нашего мозга в пользу себя, вот этих людей, и не попадать вот там, где нам вредит. Нам это реально вредит. Вот в этом информационном переборе у нас тонут вот эти важные задачи. И там самые разные задачи. Но это все, что мы знаем для нас хорошо, долгосрочно. Да, да, да. И этот долгосрочный ты. Он, кстати, в психологии не ты. Ты и твой будущий ты – это два разных человека. Сто процентов. Может быть, даже незнакомых. Может, и не встретятся. Да, да, да. У большинства. У большинства они не встретятся. Ну, он реально, он там реально сидит в будущем и думает, блин, вот сволочь просто, опять не учится. Я же не буду играть на гитаре. Осталось так мало. Вот. Давайте попробуем помочь. Что можно сделать? Важное, несрочное. Вот вы уже сказали, без людей ничего не будет. Ну, все-таки, давайте концептуально. Ну, давай начнем сначала. Как обозначить важность? С самого начала. С осознанности начнем. Ну, вот есть классное упражнение, очень классное. Когда человек простраивает свое будущее. И простраивает это будущее не просто какими-то формальными там атрибутами. Да, я хочу быть генеральным директором, потом я хочу выйти на пенсию, я буду миллионером, там, буду жить, там, что-то. Вот хотя у всех эти vision board выглядят абсолютно одинаково. Очень похоже. Но есть группа товарищей, вообще кардинально отличающихся, которые там vision, там, я медитирую, там, сижу на каменной скале, там, глядя на тайгу, там, и что-то в этом духе. Я один, рядом никого нет. Но таких это есть как исключение. В большинстве люди очень четко понимают, что они хотят быть в семье. И когда конечная история, вот ты помер, да, ты лежишь, там, и вокруг тебя, там, кто-то собрался и что-то говорит. Вот кого бы ты хотел видеть и что бы ты хотел, ну, не ты хотел, а что бы ты хотел прозвучало, да. И вот здесь, как правило, приходит и осознание, что самое важное, да. То есть, ну, вот это какая-то долгосрочная проекция, где самое важное остается на самый конец. Значит, ты притягиваешь будущее, да, вот какое-то сейчас и прочувствуешь это. Ну, то есть, если человек, как со мной случилось, то есть я строил проекцию через 10 лет, через 15, через 20, через 30, через 50 и когда умер. Потом попытался понять, а что объединяет все эти точки. Вот, что общего везде. И везде я понял, что я везде, ну, кроме последней точки, очень здоровый человек. То есть, я там что-то там бегаю, прыгаю в хорошей форме. То есть, все мои действия, они не говорят, что я не могу встать, зашнуровать шнурки, там, или там, у меня дышка. То есть, нигде такого нет в моих планах. То есть, я везде там здоров. Вторая история, что везде я с семьей, и везде там у нас счастливая семья, я общаюсь прекрасно с детьми и все прочее. А потом, когда ты возвращаешься назад и реально понимая, ну, что эти все точки соединены вот этой важной цели, задаешь себе вопрос, а что я делаю для того, чтобы это случилось, у тебя ответ – ничего. И вот здесь происходит некая осознанность. Вот это, мне кажется, самая важная ключевая история. И разрыв, да, вот твое будущее, которое ты себе фантазировал, оно распадается, да, оно так… Ну, никто же не представляет. Я лежу, короче, там, умер от цирроза печени, вокруг никого нет, алкаши там уронили гроб, там, еще что. Мне исполнилось 50 лет, я смотрю телефон, каждые 20 минут, и там нет сообщений. Да, там, в игре я прошел на новый уровень танков, там, и купил, наконец-таки, там, какой-то там… Кристалл. Кристалл, что-то, да. Подождите, подождите, видеоигры не так плохо, сейчас начнется. Друзья, официально заявляю, видеоигры – это не так плохо, это нормально, это не самое худшее. Это должно быть то, что скажут при твоей смерти, как Боря играл в танки. Да, но, знаешь, что хочется здесь добавить? Мы разделили сам курс, вот, как раз, как прийти к важному несрочному. Есть начало, то есть, как выбрать цель, потом, как начать, как сделать первый шаг, потом, как двигаться быстро, потом, как не слиться. Это вот ключевые блоки. Как не слиться самый крупный. И они, на самом деле, все суперважные. И вот, на мой взгляд, вот, как выбрать цель – это тоже очень важно. Ну, у многих есть уже папка важная, несрочная. А, и вот тут, смотри. Она рационально принята, то есть, она не куплена. То есть, ну, мы все… Иногда тебе навязаны цели обществом, они, может быть, и не твои. То есть, на самом деле, часто, например, там, цель условно пробежать марафон, и ты хочешь пробежать, как все, начинаешь бегать, а потом понимаешь, блин, а мне не надо было марафон, мне достаточно короткие пробежки, которые держат меня в форме. Во время марафона думаешь, зачем я себя постоянно мучаю? Я именно так мучил, думал во время марафона, да. Это вот, например… Какая детская травма в моем роду, которая заставляет меня мучить себя? Ну, да, это «чтобы что» или «зачем» вопрос. Я хочу пробежать вопрос, там, марафон, да, там… Зачем? «Чтобы что», там, да, там, девушка, которая, там, мне нравится, она узнает, что я крутой, и что? Она, там, поменяет ко мне отношения, и что? У меня появится вероятность, там, пригласить ее в кафе, и «чтобы что», там, чтобы начать с ней встречаться. Может, ты просто подойдешь с ней, тогда марафон бежать не нужно. То есть, ну, вот, иногда мы хотим какой-то объект или какое-то… хотим какое-то действие получить, но не простраиваем вот максимально короткий путь, а каким-то вот таким окольным, чужим путем. Должны быть твои действительно то, что… Конечно. Скорее всего, это должно быть не то, что в папочке лежит, а то, что ты прям можешь закрыть глаза и прям сказать сразу, да, что у тебя живое, что внутри тебя живет. Это с одной стороны, а с другой стороны, иногда мы не знаем в этот момент вот эта важная несрочная цель, какая она, и что в папочке записано. И поэтому мы как раз думаем, что первый этап, где нужно выбрать цель, там сообщество поможет, знаешь, я просто так думаю, не стыдно украсть цель. Ну, украсть в хорошем смысле. То есть, подсмотреть, что у другого человека есть классная цель, и вдруг вот как Женя подсмотрел цель у тебя, и вдруг осознать, а, классно, я тоже так хочу, и это тоже мне отвлекается. Просто я не смог ее придумать в какой-то момент, да, чтобы не терять годы на вот этот вот креатив. Вдохновение работает, это же резонирует с тобой, значит, тебе это есть. Да, и плюс ко всему, мы как устроены, ведь есть очень много людей, у которых рождаются мысли в рамках общения, да, то есть вот команды КВН, когда там создают какие-то шедевры, очень часто самая прикольная идея, она не написанная на бумажечке, да, то есть вот в паузе, когда ты сконцентрирован, а когда ты разгоняешь, грубо говоря, одну идею, такой идет вот, грубо говоря, поток. Также здесь собираются люди, которые в этот момент времени настроены на волну определения для себя важных целей, и они начинают, грубо говоря, между собой общаться. У них есть единая энергия, у них есть единое желание, и они абсолютно по-разному смотрят на объект с разных углов. И, соответственно, две-три фразы могут затригерить совершенно другую мысль, которая спала у тебя. Ну, в основном людей есть, я выжнужден признаться, да, что я много делаю с папки «Важно». Ну, вот недавно я в нее зашел, и там была задача, которую больше делать нельзя. Я планировал сделать интервью для своего YouTube-канала со своим тестем, потому что он нес всегда философию счастья, что счастье – первый приоритет, счастье семьи. И он так много, я хотел с ним, и теперь это невозможно. Я не успел это сделать. Я успел с ним снять другое видео, успел, слава Богу, где он про свою философию рассказал. Но я очень расстроился в себе, когда я… Я просто когда в эту папку зашел и увидел, что все, срок… Невыполнимая цель стала. Да, это меня… Это прям вот острая боль такая, что нужно в эту… Не сто процентов времени надо в этой папке быть, да, но есть еще срочное важное. Конечно, конечно, невозможно. Есть срочное неважное, есть неважное несрочное. Еще четыре у нас в боксе, да. Но делаем инвентаризацию, да. Теперь у нас есть некий список проектов, которые для нас важны и несрочные. Их можно сделать через год, через три или там… Ну ничего не случится, если ты не начнешь их делать сегодня. Точнее, наоборот, многое хорошее случится, если начнешь их делать. Но мы видим, что люди знают, люди ходят, вдохновляются каждый день. О, да, надо сделать же это. И потом это не происходит. Потому что нету системы, правильно? Нету системы, которая это выводит постоянно в фокус внимания. И мы как раз про эту систему. Потому что если эту систему в свою жизнь пустить, то просто потому что мы все люди. И эти инструменты работают. То есть тебя начинают тречить, ты начинаешь отвечать себе на вопрос, и ты используешь инструменты, которые придуманы кем-то там умным в разное время. Давай, какие инструменты? Ну вот Женя начал рассказывать о некоторых, как докопаться до глубинной цели. Потом, допустим, окей, как выбрать цель, мы прошли, мы выбрали цель. Второй блок, как начать, как сделать первый шаг. Здесь тоже есть свои инструменты для того, чтобы сделать этот первый шаг, чтобы не бояться. Потому что это обычные цели, которые нельзя быстро сделать. А вот на гитаре научиться это не быстро. Первый шаг, первый урок, я, например, откладывал 10 лет. И для меня, например, сработало то, что мой бадди, вот он здесь сидит, живой пример, он просто купил мне гитару и первый урок с тренером я не смог отмазаться. То есть я как бы вошел в это, в эту воду, грубо говоря, меня в нее бросили. То есть вот это работает. Дальше идет блок, как двигаться быстро. И там тоже очень много инструментов. Например, всем уже известная теория маленьких шагов. То есть многие люди, вот, например, опять же, почему я не написал диссертацию? Я был в аспирантуре, но диссертацию не дописал. В то время я думал, что это что-то большой проект, значит, нужно убрать все из комнаты, закрыть двери, все отключить, всех выгнать, сесть на три дня и сейчас я напишу главу. Так не работает. Работает, когда ты пишешь в день по абзацу, по страничке разбиваешь на маленькие шаги. И те люди, кто разбивают на маленькие шаги, они в итоге пишут 10 книг, 15, кучу монографий, научных трудов. Это, кстати, меня замотивировало книгу написать, потому что я тоже думал, что книгу никогда не напишу. Это слишком долго сфокусированная работа. Потом ко мне пришел один подписчик мой и сказал, ты уже написал книгу в Инстаграме. Я там утром по дороге на работу 10 минут каждое утро писал, и это целая книга оказывает, количество слов. Он мне показал, что ты написал целую книгу. И он даже хотел, чтобы я ее сдал, она называлась лайфхаки Оскара. И я сказал, не, мы это сдавать не будем, потому что это не качество. Но я понял, что это возможно. Мой мозг понял, что, слушай, ты сделал это за пару лет, каждый день 10 минут. При этом ты получал феноменальное удовольствие от этого креативного процесса. И потом примерно так же она и появилась. Круто. У меня сейчас есть в работе один из таких проектов. Я в дневнике просто специально под хэштегом пишу немного о своей дочери. Каких-то фактов, событий. Задаю ей вопрос, что ты запомнила нового за день? Что на тебя произвело бы максимальное впечатление, если она что-то делает творческое? Фотографирую, фотку подгружаю. И кажется, что совсем недавно начал. Совсем недавно. Потом открываешь фильтр, раз, смотришь, а у тебя бах уже десятки тысяч слов. И если я не сдуюсь, а я, скорее всего, не сдуюсь, то, например, на совершеннолетие или на свадьбу или на какое-то событие просто получается интересная книга. То есть написанное, которое ты пишешь просто, тратя на это энергии, не знаю, одну сотую секунду, чтобы начать, а дальше тебе самому становится интересно. То есть это вот тоже как начать, то есть надо максимально упростить вход. То есть если ты ставишь себе цель, я напишу книгу, это сразу цель тебя ментально давит. Если ты говоришь, я разрешаю себе написать одно предложение, все, потом дальше, если мне не пойдет, я разрешаю себе не продолжить писать. Но, как правило, у меня ни разу не было, чтобы я написал одно предложение. Так же с первым слайдом. Ты садишься, пишешь дальше. Окей. Значит, первый шаг делаем. Да, первый шаг, потом как двигаться быстро. Тоже несколько инструментов существует. Ну, вот один из них, допустим, маленькие шаги, то есть разбить на маленькую историю и постоянно делать небольшие улучшения. И если говорить про как не слиться, это вот такой, как Женя сказал, очень важный блок. То есть здесь как раз работают все истории, про которые мы уже сегодня поговорили в целом. То есть это там бадди, то есть человек, который тебя поддерживает, вы вместе идете к каким-то целям. Это социальный коммитмент, когда ты закоммитился, что я это сделаю, тебе стыдно слиться. Там это как раз штрафы, то, что работает, ну и так далее. Ну, может быть, иногда, да, это все работает, действительно, ну, там магия какая-то есть, да, в этом все. Но иногда и можно и слиться. Да. Да, если ты просто понял, что гитара – это не твое. Да, да, да. Ну, ты хотя бы попробовал реально в практике, да, и ты, может быть, тогда что-то другое, может быть, там найдешь что-то другое. Может быть, этот вид спорта не твой. Да. Например, вдохновился, я один раз вдохновился такой идеей, мне парень рассказал, он подарок сделал на 18 лет дочке, он подарил, он всю жизнь писал все классные моменты, записывал и говорил, что он думал, и какой момент у них был. И писал это в какой-то почтовый ящик, и потом на 18 лет он подарил ей доступ к этому почтовому ящику. Прикольно. И она видела все счастливые моменты, папа, дочка. Я думал, блин, ну это, ну это очень большая на самом деле инвестиция, да, как бы, это крутой подарок на 18 лет, но это очень, я, например, не смог пока продолжать, может быть, продолжу когда-нибудь. Есть вещи, которые слишком большая инвестиция, может быть, играть на гитаре, может быть, тоже. Может, очень дорого, да. Поожидаемый результат может быть гораздо ниже затрат. И тут же еще тоже важный момент, вот мы сейчас говорим про эти важно несрочно, ну а что, если это важно несрочно будет у тебя красть счастье? Да. Ты говоришь, я хочу быть здоровым. У меня несколько друзей, которые там правильно питаются, там бегают, все, но не очень грустные люди. То есть он такой, а так, я даже не могу себе позволить там выпить, потому что я вот завтра мне бежать, надо утром, короче. На меня в суд смотришь. Очень, очень, они подчинены этой цели, то есть вот это вот, как ты говоришь, птичское счастье, оно вообще не садится им на плечо. То есть он реально как заложник становится, как зомби вот этих целей. Кстати, это очень важный момент, то есть мы когда говорим про вот это все достижение, мы не говорим про достигаторство, мы говорим про важные несрочные цели, которые как раз привносят счастье. И если вдруг они счастье крадут, то мы разрешаем себе от них отказываться. Да, если ты вдохновляешься только в инстаграме, да, там есть вероятность, что это какие-то там очень счастливые люди на всех картинках, а потом, ну, де-факто этого нет, да, как бы, есть такой риск. Но ты должен это быстро понять. Хотя бы ты это узнал в практике. Я считаю, намного круче пробежать марафон и понять, что это не твое, чем просто… Чем не пробежать. Да, предположить, что это не твое. Да, согласен. Ну да, но вот моя история, то есть на протяжении сорока, там, двух лет я не занимался спортом вообще. И там есть очень простой ответ, потому что мне бабушка с мамой, они мне ключевое сообщение говорили там 20 лет или 18 лет, ты не спортивный мальчик, ты не спортивный мальчик. Они боялись чего-то, да? Они чего-то боялись, не было отца, они боялись, что я там, не знаю, там, разобьюсь, сломаюсь, там еще что-то, и они мне всегда говорили, что я не спортивный мальчик, а я жил с ощущением, что я не спортивный мальчик. А потом в какой-то момент я сел и подумал, с какого хрена я не спортивный мальчик. Ну почему, кто это сказал? Где это написано у меня в паспорте, в скобках, не спортивный. Нет такого. Ну короче, все нормально. Сейчас занимаюсь спортом, бегаю, скачу, йогой занимаюсь. Надо генетику сдать, может быть, ты вообще сверхспортивный. Может быть. Там есть такой спортивный потенциал. Есть такая в генетическом тесте. Срочно сдаем. Сдаем, бегом, да. Может быть, ты там вообще потерянный олимпийский чемпион. Может быть. А у меня всегда есть ощущение, что сейчас зазвонит телефон, меня пригласят в сборную. Я всегда предупреждаю семью, что если позвонят, что я на связи. Нераскрытый талант. В школе нет такого предмета «узнай себя». Просто нет. Я не знаю, почему. Может быть, это потому, что суперсложный, нужно как раз время. Как минимум, он супериндивидуальный. На поток не поставишь. Ну, мог бы быть. Есть, на самом деле, вещи, тесты, которые можно делать, которые говорят тебе, какого ты психотипа. Есть какие-то вещи, которые можно тестированием, разными опытами выяснить, в каком виде спорте у тебя. Ну, не знаю. Мне кажется, что-то можно было делать, потому что это важно. Понимать вообще свои сильные стороны, слабые стороны. То, что в школе хорошо делают, это указывают тебе на все твои слабые стороны. Очень хорошо. Все, что недостатки, это круто. Поэтому, может быть, люди и не привыкли, что… Получается, что урока нет. Это такой, каждый делает эксперименты. Кто-то делает много опытов, а кто-то принимает родительское. Ты не спортсмен. И все. На этом опыт завершен. Я думаю, надо… Чем больше ты попробуешь, чем больше вероятность. Вот в тех вещах, где мы очень индивидуальны, надо пробовать, пробовать, пробовать максимально быстро. Вот это тоже часть системы. У меня 200 задач в субпапке. 200 целей? 200. Нет, это не такие… Что-то цель, а что-то маленькое. Там есть маленькие вещи. Есть такие маленькие вещи, которые можно сделать, которые очень классные. Да, там какие-то подарки. Я люблю подарки делать, да, там особенные. Есть какие-то вещи, которые… Но есть вещи, которые сложные, как, например, написать вторую книгу. Я хочу написать про мышление мигрантов. Ум, прикольно. Какое мышление проводит процветание. Потому что это прям моя история. Я всю жизнь мигрирую и знаю очень много мигрантов и так далее. Хотелось бы сделать это. Потому что в мире будет 1 миллиард людей, которые поменяют место жительства в следующие 25 лет. И они могут либо сделать это с процветанием, либо иначе, да, вы знаете. Да, но ты прям как автор этого самого «Секс в большом городе». Да, я именно как он. Один в один. Нет, команда креаторов, они посмотрели, как будет меняться соцдем, как будет меняться там количество там женщин, мужчин, пар разведенных и все прочее. И под это заказали сценарий. Ну, то есть, соответственно, авторы писали под будущее. И ты понимаешь, что будет много миграции и хочешь писать книгу. То есть это… Да, но здесь я не думал про спрос этой книги, а я думал про то, что у мигрантов есть два пути. Среди мигрантов, например, очень много предпринимателей и есть очень много криминальных поступков. Соответственно, у тебя есть часть мигрантов, которые попадают в майнсет, который, наоборот, очень многие хорошие вещи сделаны мигрантами. Но есть другая часть истории мигрантов. За счет окружения, за счет определенных факторов сильных, там можно уйти в другую сторону. Я когда в детстве был мигрантом первый раз, мне просто одевали старший товарищей рюкзак в магазине, туда запихивали самые дорогие вещи в этом магазине, пинали меня под зад, я убегал как можно быстрее. И так они делали с десяти детьми одновременно. Мы все бежали в разные стороны, потому что поймают максимум двоих. Я думал так, доставку вы тренировали, которую ты запустил. Это было предвещение за 10 минут. А я гордился этой работой, я такой ждал, раз пинок и побежали. Это было круто. И мне хотелось бы, чтобы было больше предпринимателей, меньше тех, кто убегает с рюкзаком из магазина. Цель благая, очень крутая. Я не совсем как секс в большом городе получается. Ну да, но подход одинаковый, но цели разные. Смотри, Оскар, что мы можем тебе предложить? Что мы можем тебе предложить, чтобы ты написал вторую книгу? Конечно же, это система штрафов. Просто за каждую ненаписанную страницу мне и Жене однозначно должна быть геометрическая прогрессия. И тут смотри, какая история. Скорее всего, ты, может быть, и не напишешь книгу, но два человека будут очень довольны. Да, у вас как минимум, еще у вас будет метеорит у каждого. Вам подарили метеорит? Нет, пообещали в конце. В конце у нас. Супер, супер. Если все пойдет не так, у вас все равно есть метеорит. Это не так уж плохо. Оскар, слушай, а по поводу целей вот этих, которые ты говоришь, у нас на нашем мероприятии мы некоторые цели хотим прям промаркировать. То есть, вот сказать, это цель от Оскара Хартмана. Вот какую из этих целей ты бы хотел передать? Подарить людям. Я думаю, вот сегодня, что я слышал, мне кажется, беспроигрышный маленький поступок с огромной ценностью проводить интервью с бабушками, дедушками своими, те, кто еще живут, которые несут в себе истории, которые уйдут вместе с ними и записать эти истории. Это круто. Просто для будущего. Да. Просто не потому, что сейчас они нужны. Мне кажется, просто записать. Да. Просто записать. Я не знаю, у них сотни историй, потому что раньше не было так много цифровых. У них сотни. Моя бабушка, например, она могла рассказывать сто плюс историй про семью нашу. Сто плюс. Большие, со всеми деталями. И память, к сожалению, очень слабая. Она вот так, знаешь, сейчас еще живут примерно 50. Я думаю, что вот такая цель каждому принесет огромное удовлетворение. Это можно записать. Из этого потом можно сделать и книгу, и видео оставить, просто видео оставить. И можно сохранить. Может быть, внуки будут интересоваться. Ваши внуки. Мне кажется, это, например, беспроигрышная цель. Она очень крутая. А еще знаешь, как можно еще расширить? Записать сначала всю историю, все, что ты сказал. А потом попросить бабушку, например, прочитать свою любимую сказку. И потом это становится аудиокнигой, которая будет передаваться по наследству. Передать ее стоит ноль. Беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Абсолютно. Сто процентов. Я думаю, вот такие маленькие вещи, которые требуют мало минут. И, во-первых, появляется проект. Ты уже к бабушке едешь, у тебя есть совместный проект. Не то, что мы просто встретимся, переешь пирожков и какие-то еще. А у тебя проект совместный. Так еще, это что рождает? Это рождает еще событийность. Вот я, например, узнал, где жили мои предки. И теперь, как только коронавирусы все эти улягутся, мы поедем в Германию и поедем в Волгоградскую область. То есть у нас есть теперь мечта побывать в тех городах, где были мои прабабушки, прадедушки. Посмотреть, может быть, как-то мы найдем какие-то концы информации, которые там не может... То есть это открывает какие-то очень интересные события для семьи. Беспроигрышного. Беспроигрышного. Там огромная опциональность плюсов и вообще нет минусов, вообще никаких. Просто ноль. Это вот такая вот сегодня из того, что я хотел бы это однозначно сделать. Иногда нам везет, иногда люди пишут, они записывают сами. Есть люди, которые пишут, но есть люди, которые не пишут. Они рассказывают нам в надежде, что мы запомним. Но у нас память уже не такая. И шансов нет, пока ты маленький и не запоминаешь. Да, также вот такая же цель. Это прекрасный тимбилдинг, вот когда про хобби с семьей. Сесть, открыть альбом вместе и писать какие-то забавные подписи к фотографиям. Ну то есть там тратить 20 минут, смешной фан, там семейный тимбилдинг. При этом эти записи потом самое ценное и интересное. Потому что сейчас я открываю там альбом, там 70-й год, там половина фотографий. Я не знаю, кто эти люди. Ну просто физически какие-то рядом с мамой там стоит какая-то женщина. Кто она, понятия не имеет. Да, это так называемая цель минимального сожаления. Никто еще на смертельной кровати не лежал и не говорил. Вот больше всего я жалею, что я тогда с бабушкой сделал проект, где я записывал ее истории. Я потерял два часа времени. Никогда я ехал туда час. В пробке просто. Никто еще не говорил. Вот больше всего, вот тогда, когда я в 40 лет начал заниматься спортом и своим телом, вот это, конечно, вот сколько часов я крутил педали, это большое сожаление. Никто так еще не говорил. Один сказал человек, один сказал. Черчилль, он говорит, я очень благодарен спорту, что его не было в моей жизни. Да, Черчилль говорил, там либо лежу, либо сижу. Но не жалел, да. Он, наверное, еще классно сказал, что я никогда не стоял, если можно сидеть, и никогда не сидел, если можно лежать. У него философия была под этим, поэтому тоже нормально. Мне кажется, он просто хайп ловил. Сто процентов, да. Но цели минимального сожаления, они очень крутые, потому что во всем есть как-то плюсы, минусы, да. Но есть вещи, действительно, в которых очень редко сожалеют. Вот реально. Я, например, у меня двоюродный брат спрашивал, учиться ли на математику? Ну, математику. Я говорил, никто еще в истории не жалел о том, что он, никто. Вот не было ни одного человека, который вот в те пять лет, которые я потратил в университете, учил математику, я хотел бы вот это вернуть. Вот нет, нет, не было такого сказано в истории. Правильно? Да, сто процентов. Ну, знаешь, наверное, про университет в целом, да. Вот именно про математику, но все-таки бывает. Бывает, когда люди идут не на ту специальность, то есть это действительно... Ну, это если я жалею, что я не послушала свое сердце. Я хотела быть биологом, а стала быть... Да, потому что мама сказала, что математика – это тупик, биология – это там... Да, это согласен. Ты знаешь, есть классная статья в интернете про австралийскую медсестру. Так. Она работала в доме, где, соответственно, там уже последние дни доживают там пенсионеры, у которых нет семьи. И вот она их интервьюировала на протяжении там многих лет. И вот, собственно, она собрала рейтинг, о чем больше всего сожалеют люди. И там они сожалеют не о том, что они что-то сделали. Там нет такого, о, дурак полез на Келеманжару, там, отморозил палец себе. Нет такого. Там сожаление о том, что не принял решение, побоялся, не попробовал, не подошел, не предложил. Не проявил доброту. Да. Не извинился. Не проявил. Не простил. Был шанс проявить доброту и не проявил, да. Люди... До 25 лет люди жалеют о сделанном. Вот тогда, когда я после 12 бутылок пива спрыгнул с моста, не зная, что там внизу, очень жалею, да, потому что там был корабль. Потом, после 25 лет, ну и жалеют там, что я кого-то обидел, там, кого-то там. Какие-то поступки. А после 25 лет это отсутствие поступков. Да. Но мне кажется, еще вот этот проект наш важный несрочно, это история, когда ты меняешь свою жизнь с реактивного подхода на проактивный. Потому что мы же привыкаем, нам, за нас принимают очень много решений в течение жизни. Сейчас алгоритмы, все, что мы смотрим. Мне уже показывают, и они правда понимают, что я люблю. Мне они музыку подсовывают, которую я не слышал никогда, а она мне нравится. Ну, то есть, и я понимаю, что вот за меня сейчас они подберут эту подборку, за меня там сериал мне выберут. И это все работает. И мне кажется, что вот когда человек понимает, что он вот, ну, наверное, уже готов вот как бы принять решение за то, как будет развиваться его жизнь, вот здесь тогда он важное несрочное вытаскивает, да, для себя начинает включать. Мне кажется, вот этот тумблер... Осознанность. Да, осознанность. Мне кажется, осознанность вот в этом вопросе, она первична. Потому что сейчас поставь сюда там 15-летнего ребенка, и мы все втроем ему расскажем все свои решения. Просто ему это не надо знать. Он просто скажет... Нет, так ему и правда это не надо. Там три калича рассказали мне какую-то хрень вообще со мной, это никогда не случится. Ему нужно делать важное срочно. Да, 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 да. Найти максимальное количество девушек. У него гормоны. Не, а кстати... А, кстати, гормоны – это отдельная тема к обсуждению, да? Да, и кстати, к обсуждению то, что ты сейчас сказала. Представляешь, вот эти алгоритмы дорастут до того, что они будут как раз говорить, что вот Борис, тебе срочно нужно заняться гитарой. Ты думаешь, таким голосом они будут... Эти алгоритмы будут... Смотри, вот это бизнес-иде. У многих есть, жена называется. Это бизнес-иде. Тебе вынести мусор, да? Смотри, вот для слушателей бизнес-идея. Алгоритмы оптимизируют рекламный доход площадок, на которых мы находимся. Соответственно, они просто берут максимальное количество времени. Их задача – максимальное количество времени. И им абсолютно наплевать на твои важные несрочные цели. Абсолютно наплевать, да? У них есть KPI. Количество часов и количество рекламных долларов – это основной их KPI, да? Мы представим себе компанию, которая этим же сволочью алгоритмам говорит. Мы тебе заплатим... Потому что за рекламу они получают примерно 3 доллара арпу в месяц примерно. Если вот все твои просмотры рекламы на Фейсбуке, они стоят... Оборот Фейсбука 6 миллиард в месяц, пользователи 2 миллиарда, 3 доллара плюс-минус в месяц с одного пользователя они снимают. Боря вообще пассивный, на нем 3 цента они зарабатывают. Ну 3 цента, да, но максимум... Его глаза 20 центов, предположим. Максимум, максимум. Но на самом деле он богат. И он говорит, что я готов заплатить 1000 долларов, если я научусь играть на гитаре. И алгоритм уже знает, что он может заработать 1000 долларов, если он вот этого человека доведет до этой цели. Представим себе будущее, где ты можешь вот эти алгоритмы, все алгоритмы... Ты можешь им больше... Кастомизировать под себя. Первое, что ты сейчас можешь сделать, ты можешь Ютубу заплатить сколько-то рублей в год, чтобы тебе больше не показывали рекламу. Это я сделал очень давно, как только можно было. Теперь представь себе, ты заплатишь еще в 10 раз больше, ты говоришь ему, мои цели такие. Вот тебе мотивационная система, я тебе готов платить деньги, теперь алгоритм учится, какие люди достигали эти цели, какие нет, и показывает тебе те... Представляешь, это скоррумпирование, ты говоришь, слушай, давай так, 1000 баксов. Это больше, чем ты заработаешь на мне за жизнь. 3 доллара в месяц, ну да. Но это идет в разрез твоей цели о бессмертии. Научи меня играть на гитаре. И алгоритм начинает тебе там... Отбирать. Прикольно. Можем мы себе такое будущее представить? Да, это вполне реально. Потому что мы сдаем свое внимание за копейки. Вот без шуток. В лентах, новостных лентах наше внимание там вообще там... Это реально копейки. Но все меняется. То есть здесь же вопрос о цифровке, да. То есть если раньше это находилось вне поля, ну сегменты в маркетинге придумали в 70-х годах. То есть это очень-очень не так давно. Ну то есть до этого очень-очень долго времени можно было просто сказать там... Моя корова, у нее самое вкусное мясо. Все. И этого было достаточно. То есть вот эта вот сама эволюция, она же подталкивается этими технологиями. То есть раньше вообще сегмент нельзя было настроить. Сейчас мы настраиваем там супер-сегменты, там супер-частоты, там вот эти все супер какие-то триггерные компании. Бизнес-процесс-менеджмент, там какие-то истории. Просто мне кажется, настанет тот момент, когда вот то, что ты говоришь, это будет вот просто абсолютная реальность. То есть я в это вот очень верю. Сейчас эти платформы превращаются в чисто развлекательные платформы. А это же источники эндорфина. Это там вот чисто развлекательные. Да, там действительно, там польза нужна только для того, вот сейчас алгоритмы думаю так, польза нужна ровно в том дозе, чтобы люди испытывали иллюзию, что иногда я здесь нахожу что-то очень полезное. Это снимает чувство вины, которое люди испытывают, когда 10 часов беспрерывно в ютубе. Соответственно, это как в магазине для алкоголиков, вот эти магазины для алкоголиков. Витамины продают. Нет, там есть детские игрушки. А мне есть детские игрушки, потому что они очень часто, когда покупают, они чувствуют вины, и они берут там барабанчик, чтобы типа я для сына что-то полезное делал. Вот мой контент в ютубе – это барабанчик в магазине алкоголя. В инстаграме, да, развлечение-развлечение, что-то полезное от Оскара. Сохраню себе на прочитать потом, да. И, ну, твой мозг говорит, иногда я здесь нахожу что-то очень полезное. Да, здесь, если я сюда не буду ходить, самообман, да, если я сюда не буду находить, я упущу что-то очень ценное, поэтому я могу себе обосновать много часов здесь нахождения, очень бесполезно, потому что иногда я могу какое-то вот сокровище, сокровище, да. Вот такой эффект есть, поэтому полезный контент все-таки на платформах тоже продвигается, да, вот, ну, как бы, но это очень мало. И теперь, пока этого сервиса нет, куда можно тысячу долларов заплатить, чтобы все тебе давали под твои долгосрочные цели, да. Ты можешь сделать это сам, да. Как сделать, чтобы у тебя постоянно всплывали? Какой инструмент, чтобы у тебя всплывали хотя бы, да? Ну, есть бадди, который тебе говорит, как это? Слушай, нет, на самом деле, вот по поводу алгоритмов-то, я могу сказать, что они все равно анализируют прежде всего, ну, если говорить про YouTube, например, то, что ты уже смотрел, интересы. И в этом смысле, вот моя линь-то YouTube, если прямо сейчас ее открыть, даже сегодня я ее открыл, чтобы посмотреть определенный ролик, но у меня там каждое второе видео, оно связано, например, с физикой. Я просто очень, я вообще от физики очень далек, но очень люблю смотреть астрофизику, все эти черные дыры, планеты, квазары, реликтовое излучение и так далее. И он знает, что я эти лекции смотрю, что у меня у них глубина досмотра огромная, что я полтора часа слушаю дядьку скучного. И он алгоритм, о, этому парню это действительно нравится, и он начинает мне подсовывать. Он на этом зависает долго. Да, он начинает мне это подсовывать, поэтому это правда работает, то есть, к чему я все это говорю? Ты реально можешь все-таки повлиять, даже сегодня, когда тебя пытаются пихать тебе котиков и людей, которые там… А просто говори, нерелеванно, нерелеванно. Да, взрывают арбуз, ты все равно можешь найти что-то хорошее. Ребята, у нас две минуты осталось. Хочется практически пошаговые инструкции дать людям. Раз, два, три, что сделать, чтобы сделать важное несрочное. Домашнее задание. Раз, два, три. Раз, два, три? Домашнее. Ну, наверное, давай я начну. Ты, вообще, это твоя тема. Да, я думаю, что максимальный результат будет от сегодняшнего нашего общения, да, если это просто будет триггер, что человек подумает о том, что… Сделать инвентаризацию. Да. Невозможно. Даже, чтобы мы сейчас не рассказали, ценность будет нулевая. То есть, но если кто-то триггернется на вот наше обсуждение и скажет, блин, слушай, мне аппарат. Как делать инвентаризацию? Инвентаризация очень просто делается. Первая опция – это прийти к нам. Да. Там будет инвентаризация. Либо вторая опция – просто прогуглить в интернете, там, важное несрочное, как найти важные несрочные цели. Есть куча методологий, куча методик, как вычленить из всего там то, что тебя окружает, то, что действительно важно несрочно. Но, как правило, это то, что мы уже знаем, но просто уже пять или шесть раз отложили. Открыть свои цели, файл предыдущего года и посмотреть, что я не убиваю и точно перенесу в следующий год. Вот это будет важно несрочно. Да, и это особенно хорошо работать на тех людей, которые уже заморочены достижениями, которые уже, на самом деле, строят классную карьеру, открыли бизнес и не один. Вот у этих людей 100% есть целая заметка вот с этими отложенными вещами. Да, это как раз те, кто нас смотрит. Надеюсь. Спасибо огромное, ребята. Носкар, спасибо тебе. Бомба. Спасибо. Будем делать. Могла не прийти, но пришла. Психолог, сертифицированный коуч ICI, преподаватель психологии в вузах, а также автор и ведущая открытых корпоративных курсов по самореализации и личной эффективности, семейный терапевт, перинатальный психолог, песочный терапевт, имиджмейкер, а также основатель первой в России академии имиджа. Опытный наставник в бизнесе и личном развитии. Дамы и господа, встречайте Анна Морозова. Нормально, пока еще все хорошо. Пока все без проблем. Я принесла свой предметик. Да? Да. Это очень круто. Ты хочешь сразу рассказать? Нет, наверное, он личный. Его надо прям в ключевой момент вставить. Нормально надел? Очень красиво, очень красиво. Я хочу вот так тебя видеть. У нас будут дебаты, Анна. Хорошо. Мне надо будет занять, одеть шапку спорщика. Ладно. Я так понимаю. Ты будешь добрый спорщик? Конечно, да. Только надо прям микрофон поставить, чтобы он как-то перед собой. Вот так? Микрофон можно двигать, не себя двигать, можно микрофон двигать. Чтобы было удобно. Главное, чтобы было удобно, Анна. Соответственно, мы уже... Мы говорим про блок здоровья. И в блоке здоровья есть ментальное здоровье. Да? Соответственно, ментальное, психологическое здоровье. Которому, кстати, выделяют... Сейчас тренд идет, огромный тренд на психологию. Традиционно этому блоку выделяли очень мало внимания, да? Соответственно, так... Это типа больные должны заниматься, у кого проблемы. Даже людей ставили на учет, потом они квартиры не могли покупать или что-то такое, да? И люди даже боялись обращаться к этой страшной специалистам. Сейчас такого уже нет, да, обращаются достаточно. Кто-то сегодня сказал... Ну, сейчас тоже много страхов есть. Мы, я думаю, немножечко тоже поговорим об этом. В профессиональном этикете. Да. Но вы говорите, что... Ну, вы топите за позицию, что все в голове. Я, да. А я буду топить тогда за позицию, что... Физика тоже влияет. Физика влияет. Но голова очень многое определяет и очень многое может дать в физике. Да. Но я тогда попробую сразу спорный вопрос, раз у нас дебаты, да? Предположим, что у человека выросла опухоль. И тут ему говорит психосоматик, что это он сам сделал. Просто он держал какую-то злость на человека долгое время. И эта опухоль выросла не потому, что там какие-то измененные клетки размножались случайно, рандомно, да? Просто как бы есть текущая как бы наука говорит, что непонятно, почему возникает такого вида опухоли. И он в науке не может найти ответ. Он идет к психосоматику. Психосоматика ему дает ответ. Нет, говорит, все в голове, ты сама себе эту опухоль сделал. Я думаю, это вредно, потому что человек должен, с одной стороны, человек должен быть ответственным за все, потому что он архитектор своей жизни. Над свою реакцию, над, я думаю, под своей властью, как ты будешь реагировать на этот факт, да? Как бы, что ты будешь дальше делать с этим, что это значит? Но не под твоей властью, что это с тобой случилось. А психосоматика говорит это, нет, все, что с тобой происходит. Автоиммунное заболевание, значит, ты себя не любишь, у тебя там ухо заболело, значит, ты не умеешь слушать людей или что-то такое, да? Вот где крайности, которые вредны? Вот смотри, крайность, мы на ты. Конечно, на ты, мы же здесь подкаст, здесь броукаст, это броукаст. Крайность в том, что, во-первых, не каждый человек готов принимать эту ответственность. Крайность в том, что не каждый человек готов будет даже услышать это. Крайность в том, что если вот так в лоб выдавать, во-первых, это непрофессионально выдавать в лоб. Какой бы ни был психолог, неважно, какая у него специальность, ставить диагнозы, ну, мягко говоря, просто неэтично. Другое дело, что для каждого человека можно создать условия, при которых он сам осознает, да, за какое-то время иногда, да, кому-то нужно полчаса, да, кому-то нужно два года. Все люди очень разные, опять-таки, есть разные технологии, есть разные техники, есть разные способы создания этого взаимного, взаимного, очень важно, да, доверия и атмосферы, и продуктивной среды для личностного развития. И если эти условия созданы, когда человек может сам прийти к этой ответственности и захотеть ее взять на себя, не потому что ему сказали, ты умрешь, если это не сделаешь, не потому что он уже вот выбирает между смертью этой ответственностью или еще какими-то ужасными, да, там, моментами, не потому что он решил отказаться от традиционной медицины, а потому что он увидел тот потенциал, который он может раскрыть, если вдруг он встанет на позицию создателя, создателя своей жизни, своего тела, своего дела, своей какой-то среды, да, которая его окружает, начиная от окружения, там, семьи, более дальнего круга, коллег, единомышленников, которых очень часто не хватает. У каждой болезни, то есть, видишь, в чем крайность, многие люди стараются делать вот это в лоб очень, если у тебя болит коленка, значит, у тебя что-то там было с мамой, если у тебя болит горло, это вот ты там держишь все в себе. Смотри, здесь это эксплуатация, эксплуатация человеческой слабости, есть очень много людей слабых, они не могут понять сложных научных исследований, они не понимают, они понимают, что что-то поломалось, но не могут понять даже те слова, которые объясняют то, что сломалось, да, и тут приходит эксплуататор и предлагает очень простое решение, просто очень простое, оно каждому простому человеку понятно, ну, просто легко, да, как бы, и вот здесь может произойти, потом еще и предлагается какое-то решение, соответственно, да, может быть, твоя мама умерла уже, но тебе этот же человек предложит некий ритуал за 100 тысяч рублей, который снимет что-то, что было связано с этой мамой. Да, да, вот и здесь происходит эксплуатация человеческой слабости, люди на эти грабли, к сожалению, наступают, да, как бы, это, это очень просто, все, что очень просто объясняется, да, вот такое-то, и там обычно самое интересное, что все очень логично, да, там, типа, ну, типа спина болит, значит, ты груз несешь лишний там какой-то, да, вот такие, как бы, очень, какие-то ментально простые концепты, которые очень привлекательны, да, просто они очень привлекательны для людей, то же самое, что сейчас там с коронавирусом, тоже эксплуатируют это, да, как бы, ну, это невидимка какая-то, да, вирус, и многие люди не могут понять, или это эксплуатируют, да. И многие люди, к сожалению, сейчас, они пытаются даже начать отличать и дифференцировать разных специалистов, потому что, вот, особенно сейчас коронавирус просто взорвал рынок современный, психологами стали все, кому не лень, люди просто подписали себе, они являются, да, они разные специалисты, есть эксперты, в том числе, например, эзотерических подходов, или верующие в какие-то альтернативные религии, да, и так далее, но почему-то они написали себе, что они психологи, и у них не спрашивают, на основе чего вы это сделали, то есть даже не задают этот вопрос, но читают их, некоторые даже пишут, у меня есть своя научная теория, но если у тебя есть своя научная теория, у тебя должна быть степень, у тебя должны быть публикации, научную теорию нельзя просто так назвать научной, она должна быть признана наукой, да, но приходят ко мне клиенты, говорят, ты знаешь, у нее такая крутая научная теория, она разработала свои психотипы, человек-дерево, человек-листик, человек-корень, я говорю, я каждый день могу такие придумывать, приходите, давайте вместе будем сочинять, это же так весело играть. И они как раз закрывают темные зоны, потому что у науки есть черные ящики, вот, например, ни в МГУ, ни в Стэнфорде, ни в Гарварде не преподают отношения и как выбрать себе партнера, да, потому что это очень индивидуально, нету научных данных, слишком длинные серии, и поэтому они не могут преподавать то, что не имеет фундамента, да, не могут. И образуется спрос, на которого нет предложения, и этот спрос удовлетворяют люди, которые говорят, а я могу, я могу. У меня есть инструкция, и она еще для всех подходит. Да, естественно, и как бы вот это такой принцип, как защитить себя от вот этих эксплуататоров, если нет отбора, очень хороший признак, если вообще нет отбора, в каждом хорошем университете есть отбор, не всем, не все могут это закончить, не всем это подходит, да, а у них почему-то нет отбора. Не все доходят до конца, более того. Да, соответственно, если ты приходишь, там, с психологической болячкой какой-то, да, и она и это может, да, вот обычно у них это становится ответом на все. Я могу помогать и рак лечить, и я могу помогать и автоиммунные заболевания, и проблемы с отношениями, и проблемы на работе, что тебя не повышают, это тоже моя специализация, вот это все красный флаг, красный флаг, красный флаг, красный флаг. Как, ну, меня, конечно, удивляет, вот, например, сумасшедшая популярность там определенных, там, вот таких эзотерических сфер, но это, видимо, человеческая слабость, что мы туда наступаем, да. Людям надо во что-то верить. Людям нужно во что-то верить и посмотреть, что происходило с нами длительное время. Нам не во что было верить. И сейчас люди начали искать. Сейчас, когда у нас нет опоры на... Даже на себя, посмотри, у многих опоры больше не стало. Когда люди теряют деньги, теряют бизнес, все это происходит за один день, без зависящих от себя причин. Вот, например, со мной это в том числе произошло, ковид, просто вот закрыли все, все мои группы, которые были набраны, вся наша полугодовая работа, вложения, все за один день просто прикрылось, и непонятно, когда мы это вообще могли бы восстановить. И в этот момент люди начинают что-то искать что-то вовне, во что уверовать. Ну и тут Инстаграм всем отлично помогает. У кого красивее картинка, у кого более дорогая машина, ты все это знаешь лучше меня, у кого больше Версачи в гардеробной. Я вот этот мир плохо знаю. Я там про другое. Меня там как раз опять отписываются каждый день, потому что я надойдаю людям своими умными мыслями. Да, они не хотят развиваться. Но при этом иногда человек, доведенный до крайности, он вот эту точку какой-то невозврата переходит, и очень часто, к сожалению, ею является болезнь. То есть смотри, как все происходит. Сейчас вот начну с банальной фразы, что все от стресса, но другое дело, то есть длительный неконтролируемый стресс, что делает? Он снижает иммунитет. Когда иммунитет снижен, любая болезнь, здравствуйте, она очень легко заходит в наше тело, начинает там очень быстро развиваться. Мы имеем... Ну, многие любят это называть психосоматикой, но это уже физиологическое... Это конкретное объяснение. Да, заболевание. Другое дело, почему и как человек себя в это состояние загоняет. То есть, возможно, перфекционист, трудоголик. У многих людей просто там просто отсутствуют навыки регулярной заботы о своем теле, о своем здоровье. Вообще, многие не умеют даже обращать на это внимание. Человек без сна, без отдыха. Некоторые приходят ко мне, плачут, и я им задаю, знаешь, такой глупый вопрос, а когда вы были последний раз в отпуске? И они сидят и думают. Потому что даже когда они были на Мальдивах, они его провели с айфоном. Практически там весь этот месяц. И такое отношение к чему приводит? К тому, что мы имеем какие-то болезни, какие-то неприятные истории, уже происходящие в теле. Что делает психолог? Психолог может помочь избавиться от того, благодаря чему ты сам себя в это загнал. Зачем ты это делаешь? Что ты хочешь получить? Почему ты не умеешь по-другому? Многие люди просто не знают, что можно по-другому. Психология намного шире, чем психосоматика. Когнитивно-поведенческая психология и поведенческая психология. Там очень много разных психоанализ. Психосоматических теорий больше 300 на данный момент. И поэтому на самом деле нет черного и белого. Я думаю, однозначно. Поэтому это и дебаты. Есть спектр. И наша задача – сориентировать человеку по спектру, что можно и стоит пользоваться. Потому что вот так списать все – это точно неправильно. Например, вот я спортом занимаюсь, и там есть доказанная наука такие ментальные тренировки. Соответственно, берут спортсменов, которые делают только физические тренировки. Берут спортсменов, большое количество, которые делают только ментальные тренировки. Они не тренируются физически, они себе в голове представляют определенные упражнения, определенные мышцы, определенные есть ментальные, визуальные упражнения. И потом делают тех, которые и физически упражняются, и визуальные упражнения делают. И у тех, кто занимается физически и визуально существенно выше результат, чем у тех, кто занимается только физически. Существенно выше. Там эти визуальные упражнения, они очень конкретные. Это не то, что ты представляешься, как ты золотую олимпиаду, медаль получаешь. Это тоже работает, потому что это настраивает, как бы ты видишь другие возможности. Там ты делаешь конкретные упражнения. Ты проигрываешь в замедленной съемке. Например, если ты играешь в гольф, ты делаешь определенные удары. Реально в замедленной съемке. То есть ты прям очень подробно представляешь. Да, ты себе представляешь, как ты попадаешь в мяч, как он летит. Ты мышцы себе представляешь. В гребле, например, у меня в спринт, это очень большая, это там 75 движений в минуту. И это надо делать... Это надо такая последовательность должна быть оптимальная. Взрывы и расслабления должны происходить очень правильный тайминг. И вот я это упражнение делал не знаю сколько сотни тысяч раз в голове. И когда ты даже готовишься к соревнованию, ты себе представляешь цифру, которую ты должен увидеть. Спринт, цифра, спринт, цифра, спринт, цифра. И это работает. Это реально. Ментальность, меня... Они потом делают замеры у этих людей, которые делали визуальные и физические упражнения. Больше мышцы выросли. Физически. Физически мозг влияет на количество мышц, которые у тебя есть. Соответственно, мозг имеет влияние. Огромное. Однозначно. На тело. Тело имеет влияние на мозг. Вот если ты делаешь определенные дыхательные упражнения, они вызывают у тебя определенное состояние. Даже если ты быстро начинаешь дышать, у тебя повышается стресс. Или наоборот, медленно. Хочешь себе стресс повысить, это имеет физиологическое последствие. Вот так дышать. Поэтому есть эта связь, и это эксплуатируется опять. Вот эти как бы... Вредное это же, когда берут что-то полезное и смешивают это с своей как бы... Либо упрощают очень. Да, и потом, да, как бы... Но обычно они всегда вмешивают в добавку что-то научно доказанное, да, вот какое-то вот что-то... Якобы там тоже проверять. На мышьях, да, там, или там... Что-то там нашли. Маленькая выборка или что-то... Да, надо проверять. Вот. Но поэтому, что можно использовать, да, соответственно, реакция... Все в голове. Все начинается от голови. Нам еще с древних времен, помнишь, еще Платон говорил, и разве можно лечить душу отдельно от тела? Разве можно тело лечить отдельно от того, как мы себя чувствуем, ощущаем и воспринимаем? Поэтому этот подкаст «60 часов». Да. Потому что вот нельзя меньше упростить. Это уже самый минимум. Это просто на наше поведение, на наше счастье влияет много факторов. И на эти факторы влияют много факторов, да. Конечно, можно упростить все для одной фразы, да, там, не знаю. Главное — иметь свой проект, который ты любишь, или что-то такое. Но это не целостное видение, да, как бы. Вот получается, наша система, психология, тело, они тесно связаны. Да? Да. Они неразрывно связаны. И получается, ментальные болезни становятся физическими болезнями. Очень часто, да, как бы, однозначно. Вот даже психологи... Вот даже есть вот тоже интересная дебата. Психологи спорят. Психологи... Представляем себе депрессию, да, там. Или какую-то психологическую заболевание, какой-то диагноз серьёзный. Какие есть самые серьёзные диагнозы? Психологические? Да. Ну, если мы... Ну, шизофрения. Шизофрения, например, да, там. Или расстройство какое-то, там, где личность забывает свою, да, там. Раздвоение, шизофрения или какие-то, там, мании, да, там. Психологи спорят, что у этих людей ужасная жизнь. У людей, у которых такие диагнозы, у них часто очень плохая жизнь. Они становятся зависимыми, наркоманами, там, ну, много всего происходит. Всё ломается, у них нет отношений нормальных. И психологи потом спорят. Это диагноз создал ужасную жизнь? Или эта ужасная жизнь создала это психологическое отклонение? Потому что, когда смотрят на стиль жизни этих людей, человек заболевает, да. Вот какой-то человек заболел, шизофрения, да. Смотришь, как он жил последние 20 лет, и когда себе представляешь, чтобы ты жил так 20 лет... То ничего удивительного. Да, можешь, я бы тоже заболел. Тут 100%, вот, 100%. Это просто ужасная жизнь. От такой жизни мозг хочет сбежать просто куда-то, да, в какую-то фантазию, да, в какой-то уход от реальности. Вот как ты думаешь, где это? Образ жизни однозначно всё решает. Почему я всегда говорю, я занимаюсь коучингом? Потому что недостаточно делать только психотерапию. Мы можем найти вот эти моменты, да, которые человека заставляют вновь и вновь разрушать себя, отказываться от себя, вести вот этот образ жизни, контрпродуктивный для здоровья даже, для долголетия и для самочувствия, и, может быть, даже для социума, да, окружающего его. Но если мы при этом не занимаемся созданием нового образа жизни, вот почему все марафоны в Инстаграме один месяц? Потому что этого времени как раз достаточно для того, чтобы создать устойчивое, хорошее настроение у человека, накачать его энергией, накачать его энтузиазмом. Что происходит дальше? Дальше начинается самое сложное, второй месяц, когда приходит время менять окружающую тебя среду. И это очень тяжело, когда нужно договариваться с близкими, когда нужно переделывать общение с детьми, когда нужно менять работу или, ну, как-то договариваться с начальством о чем-то новом, о новых проектах, о новых сотрудниках, о новых ресурсах для своих проектов. И сопровождать человека в этот период, вот это самое… Я всегда обожаю второй месяц, когда идет у тех, кто у меня в наставничестве, потому что это такое, знаешь, время чудес. Сейчас человек, вот он месяц готовился, он свои негативы, все свои камни преткновения оставил, он принял для себя решение, что он теперь создатель своей жизни, и он ее хочет, и он видит эту перспективу, и он в нее начинает верить. Многие же даже у них уходит время на то, чтобы просто поверить в то, что они могут быть счастливыми. Они верят в счастье кого угодно, только не свое. Я, знаешь, многим говорю, пожелай себе счастья, и они не могут это сказать. Они просто начинают плакать, сидеть. Хотя это потрясающие люди с образованиями, с очень крутыми проектами, с детьми уже взрослыми, классными, не просто, знаешь, каким-то, в которых много вложен. И когда я говорю 50-летней шикарной женщине, которая звезда даже в своей сфере пожелай себе счастья, а она плачет, а ей никто никогда этого не говорил. Ей никто никогда не говорил, что ее просто любят просто так, и что она достойна гораздо большего, и что это просто возможно. И когда человек привыкает к этому, потом, знаешь, наступает такой классный период, когда я становлюсь этим человеком, кто все время капает на мозг, что для тебя все возможно, все возможно, нет никаких ограничений. Они только были у тебя, теперь их тоже у тебя нет. Просто пробуй, просто делай. И вот этот второй месяц они начинают делать. Да, там бывают разные истории, да, они не всегда легкие. И иногда это что-то нужно отпустить, что-то нужно завершить, с кем-то нужно выяснить отношения, и в каких-то отношениях нужно поставить точку и разрешить себе это сделать. Потому что это страшно. И ты идешь в никуда. И это вот та самая граница, тот самый выход из зоны комфорта и так далее, которые все так боятся. Но когда этот комфорт уже тебя разрушает, зачем в нем оставаться? И начинают происходить потрясающие истории, когда предлагаются новые возможности, появляются новые друзья, доходы увеличиваются в два-три раза за две недели. И люди просто в шоке. И очень важно начать себя за это благодарить. То есть ты поверил в это, ты сделал это, и это ты сделал. А психолог или коуч, он только помог себе. То есть профессионализм психолога, на мой взгляд, заключается в умении создать для человека вот эту экологичную среду личностного развития. Не привносить свои ценности, не давать советы, не навязывать свое видение и свой опыт. Хотя он у некоторых, кто 30 лет, представляешь, консультирует по 10 консультаций в день. Там опыта очень много, много может такой человек рассказать. Истории, и примеров, и как надо, и как не надо. Он уже там все видел со всех сторон в разных уровнях развития. А там человек заходит, у нее разорвана связь с мамой, это все понятно. Сразу. Да, да, с вами все ясно. Вот вам список. Ты знаешь, некоторые так работают. Здравствуйте, с вами все ясно, вот вам мама, пап. И вот составляется вот такой длинный список, что тебе нужно вынести на терапию. И, честно говоря, такой список можно составить каждому. Он даже во многих пунктах будет плюс-минус один. То есть вот это ты себя не любишь, это каждому можно сказать. Да, ты себя не любишь, ты себя недостаточно заботишься, у тебя много стресса, тебе нужно починить это, то. У вас где-то отношения там. Я даже всем предлагаю, давайте я, может быть, как-то напишу его в Инстаграме уже этот список, вы перестанете ходить куда-то, чтобы его получать. И представляешь, человек приходит, и так его плохо. У нее там или у него и так самооценка уже там ниже, в минус бесконечности упал. А тут еще и вот это, и ты понимаешь, что это путь длиной. Это эксплойт, это эксплойтация. При этом психология — это наука. Там есть математика, есть формулы. Это очень сложное. Ой, я сейчас погружаюсь в это. Это очень красиво, но сложно. Там есть реально математические, как вычисляются определенные. Если у человека, например, нет проекта в жизни, который обменяет всю его деятельность какую-то. Там есть абсолютно точно, что можно сделать. Это наука, да, поэтому просто если что-то там случилось, да, все нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас дебаты, кстати. У нас дебаты. Мы выражаем свое видение. Поэтому в психологии есть… Я психологию использую во всем. Я плохой противник, потому что во всем, что я делаю, в спорте 80% успеха психология. В бизнесе 80% психология. В жизни, в отношениях, везде психология. Это не 100%, это 80%, на мой взгляд, да. Но я стараюсь использовать научно доказанную часть. Там, например, больше всего доказана когнитивно-поведенческая психология. Когда просто выявляется неточное мышление у человека, оно доказывает человеку в реальности, что это неверно, это неправда. И потом мозг начинает верить в другую правду, и получается, если так совсем супер упростить, да. Вот это выявить свое неложное… И создать новый. Некоторые, знаешь, они не создают вот это новое, радостное, красивое, желанное. Пусть оно даже нереальное, допустим, сначала. Но они не занимаются созданием. Они вроде как плохое куда-то даже откинули, даже с ним простились, даже завершили. Но новое, желанное, не придумали. Вот эту цель, которая будет тебя вдохновлять. И вот этот поход в глубину себя, за своими ценностями, он на самом деле, он же интересный такой. Он такой красивый, когда человек из своей души, на которую, может, он и внимания никогда не обращал, вынимает оттуда вот эти красивые формулировки, от которых у него загораются глаза. Вот так вот подтягивается все лицо за две недели, начинают просто расцветать все отношения. Подтягивается лицо. Конечно, все знаешь, как хорошее. Соответственно, психология влияет на внешность. Очень, очень, да. Получается, счастливый человек более красивый, чем несчастливый. Намного, конечно. Там же и гормональный фон меняется. То есть если мы проработали основные моменты, которые заставляли разрушать себя, свою жизнь. Если мы стараемся, по крайней мере, в меру возможностей создать образ жизни продуктивный, радостный, счастливый. Иногда это сложно. Я помню, когда мне первый раз Алексей Сергеенко, это было, наверное, уже лет 10 назад примерно, мой наставник, мой партнер по очень светлым проектам, сказал, что в жизни все должно приносить удовольствие. Вот у меня вся жизнь такая. Мне все просто... Я, знаешь, я так его слушала, сидела, думаю, ну это нереально. Ну как, прям все? Вот я спрашиваю, все, все. Конечно, это же твоя жизнь. Она должна быть для тебя классной. И я, знаешь, была в таком шоке некоторое время. Ну не может же быть такого, что прям совсем невозможно было что-то терпеть неприятное. Но я задалась целью. Я начала искать. Я увидела, что очень многие люди создали себе такую жизнь. И где-то за год я это сделала для себя. Я сделала новое дело. Я сделала новое тело. Я сделала свое здоровье. Да, я продолжаю сейчас всем этим заниматься. Но в сравнении с тем, что было, и те, кто знал меня 15 лет назад, разница колоссальная во всех сферах. Во всех. И в самочувствии, и в навыках коммуникации. А тело, оно всегда идет за твоей вот этой классной целью. Оно видит, что ему лучше становится. И, конечно, оно тебя поддерживает в этом. Но если, соответственно, еще в процессе, почему я не люблю полностью давать, я никогда не даю совета отказаться от традиционной медицины. Другое дело, что она, как и все остальное, тоже бывает разного качества. Если многие говорят, вот у нас такие плохие врачи. Кто-то другой говорит, знаете, в России бесплатно доступны такие врачи, которых в многих странах вообще никак ты бесплатно не получишь. Но человек, вот представишь, есть у него полчаса. Он за эти полчаса должен тебя послушать, понять, что-то там еще измерить, еще вот это записать. Но это нереально. Я всегда хожу к врачам, у которых прием длится час. Таких клиник очень мало. Там выше всегда стоимость, естественно, потому что для них это невыгодно. А в некоторых клиниках прием вообще идет 15 минут. Что можно за 15 минут сделать? Выписать лекарство от симптомов и заглушить все то, что и так уже сигналит изнутри. Вот это меня больше всего удивляет. Врач поставил диагноз, например, выявил у тебя какое-то там кишечное, желудочное что-то и говорит, смотри, все понятно. Тебе нужно перестроить свои пищевые привычки. Тебе вот это нельзя больше кушать, вот этого надо больше кушать. Тебе надо вот это. Тебе надо вот это принимать 4 недели, это 2 недели, это там вот еще сон. Еще жизнь немножко изменит стиль жизни. И дают листочек. И ты идешь в аптеку. Потом ты выходишь с двумя сумками. И там есть всегда рекомендации по стилю жизни. И они исходят из того, что они... Нет, к сожалению, не всегда. Ты знаешь, если бы они всегда были, было бы намного лучше. Но они исходят из того, что они теперь дали этот листочек. Да. Все это автоматически произошло. Ты перестал есть мучное, ты стал больше есть... Это не происходит. Потом через 2 года опять с ним встречаешься, он все хуже стал. Он говорит, я же тебе написал. Почему ты не сделал? А это же в голове. Почему люди... Сейчас вышла статистика в Америке. Из лекарств, которые врачи прописывают, 50% не покупают. Потому что там по рецепту все можно отследить. Бесплатных лекарств не забираются 50%. А из тех, которые забираются, 50% не допивают. Получается, только 25% людей, которые допивают курс таблеток. А если говорить про рекомендации по стилю жизни, менее 10% делают то, что врач сказал после постановления диагноза. Да. Почему? Нет привычки заботиться о себе. Нет привычки за собой ухаживать. Нет привычки идти к долгосрочной цели. То есть хочется всего и сразу, хочется все за один день. Хочется прийти, чтобы кто-то тебе что-то сказал, посоветовал. Ты пошел это все за один раз сделать, за два часа. И у тебя раз на следующий день новое тело, минус 20 килограмм, мышцы, сияние. Потом ты попробовал так один раз, два раза, вот тебе уже 45 лет, ты уже перепробовал 145 диет, и ничего не сработало. Все, только больше стало, да. Но рано или поздно должно же быть какая-то точка. Ну, хватит уже, нет? Ну, это вопрос, в том ищет человек или нет. Идет ли он ко второму врачу, к третьему, к такому психологу, к другому. Если он не видит результат. Мне, знаешь, многие приходят и говорят, а вы знаете, я вот уже хожу к психологу или ходила. Я говорю, сколько? Год-два. Я говорю, и какой результат у вас? И человек такой, знаешь, задумывается. Какой у меня результат? Я говорю, а что вы, какие вы задачи ставили? Для себя, не для специалистов. Вот для себя, когда шли первый раз. Ну, вот у меня были проблемы в отношении. Ну, сейчас как? Ну, нет отношений. Как не было, так и нет. Как не было денег, так и нет. Ну, или там они одинаковые, да? Говорю, так, а в чем смысл такой упорной работы, если нет результата? И вот уметь, не у всех есть вот этот навык. Казалось бы, это банальная история. Но ее можно сейчас бесплатно прочитать где угодно. Уже все это заберешь, большую цель, разбиваешь ее на май. Мы сегодня уже говорили об этом. Но нужно же идти. Нужно же делать. Мне очень понравилось, как ты сказал, работай с тем, что есть. То есть счастье, оно не там, оно не на яхте, не на горе. Работай с тем, что у тебя есть сейчас. И сейчас каждый из нас, неважно. Мы вот, ну, вот такое тело нам досталось. Нам досталась вот такая семья. Мы, ну, пусть там кто-то верит, что ее выбрала наша душа. Это право, да, наше, выбирать такие верования. Но она уже, мы не выбирали родственников, мы не выбирали родителей. Но когда мы взрослые, когда нам 18 лет, мы выбираем, кем мы станем, кем мы будем, кем мы хотим быть, чем мы хотим заниматься. И в этот момент, когда мы сделали свой выбор, вот очень важно начать действовать. Многие, к сожалению, даже не начинают. Либо они делают шаг, получают не тот результат, расстраиваются. Но это же психология, да? Это как бы, мне кажется, это психология, поведенческая психология. Почему ты не делаешь… Это еще менеджмент, самоорганизация. А почему ты не делаешь то, что ты хотел бы делать? И это как… У тебя что-то мировоззрение или где-то там неточное мышление, где-то ты их не хочешь, да? У меня, например, другая проблема была. Я во всем, что я делаю, меня сопровождают психологи. Во всем. Самое сложное – найти психолога, у которого есть результаты в том, что ты делаешь. Например, образно говоря, я хотел установить мировой рекорд по гребле. Мне нужен психолог, это high performance psychology, это абсолютно психология высоких достижений. Это не про счастье. Первое, что мне сказало, это счастье как бы на второе место. Ты мне поставил задачу сделать из тебя рекордсмена. Нужно найти человека, который делал рекорды. Это самое сложное для меня, потому что иначе это все так, да? Или вот если говорить про счастье, я очень долго искал психолога, который на меня хотя бы производил хотя бы немножко ощущение счастливого человека. Это прям заняло много времени. Среди психологов не так много счастливых людей, как ни странно. Ну, реально. Или людей с какой-то производительностью, да? Имеется в виду, ну, вот которые там три атлет, которые что-то делают, которые какие-то есть, ну, кроме принять себя. И как бы, да, там, я имею в виду, хочется же. Но мне не хочется, как минимум, мне страшно, да, как бы с таким психологом работать. Я очень долго искал счастливого человека и нашел. У меня психолог, который бегает ультра-трейлы по 180 километров. Это просто, ну, он делает большие, как бы, да, достижения. И он при этом, он реально, он на меня производит полностью человек, вот, как ролевая модель. Я хотел бы быть таким, как он, когда-нибудь. Вот, это самое сложное. Вот так, я правильно выбираю психолога, или это вообще неправильно? Да, я согласна с тобой. Я делаю так же. Я считаю, что хороший профессионал всегда экономит наше время. Всегда. Я своим клиентам всегда тоже говорю. Так быстрее. Да, ты заплатишь. Но ты доберешься настолько быстрее к своей цели, во столько раз, что тебе вернется все твои вложения и времени, и силы денег многократно. Ты будешь то же самое делать годами, иногда десятилетиями. Иногда у людей жизнь уходит на то, чтобы осознать, знаешь, какие-то очень простые вещи. Вот желать себе счастья каждое. Вот, о-о-о, а что, так можно было, значит? Или заниматься своим счастьем каждое. Вот прям вставать и ставить эту задачу себе. Как мне стать сегодня? Вот сегодня что я могу сделать для себя? Это банально. Но если это реально начать делать, и пусть выделять на это 5 минут, 20, 15, в промежутках между работой, детским садом, борщом, там еще чем-то, но делать это, то результаты колоссальные. У меня есть YouTube-канал, я сначала начала это для себя записывать медитации. Потом я начала записывать медитации для своих клиентов, чтобы они… Ну так как я коуч, я же всегда домашние задания задаю. Да, это сверхпопулярная сейчас вещь какая-то. Мы же проработали, потом мы закрепляем. Ты можешь не закреплять, но если это интегрировать в тело, то результат намного быстрее, намного качественнее, намного на более длительное время сохраняется. Я начала записывать медитации. Потом я подумала, надо их открыть, посмотреть, что будет. Оказывается, люди прекрасно могут медитировать сами. И ты знаешь, для меня сейчас это такая отдушина, когда я читаю, из каких жутких историй они себя выводят, делая медитации по 8 минут. По 8, по 5. У меня там самая длинная медитация 17. И некоторые на меня даже наезжают там немножко. А что у вас так быстро? Я говорю, потому что я знаю, что у вас нет на это времени. Потому что я знаю, как вы медитируете в машине, в туалете, там на работе, чтобы никто не видел. Потому что вы настолько любите многие загонять себя в такие рамки, что уже дышать даже некогда. Даже некогда на это красивое небо посмотреть. Даже некогда своими детьми полюбоваться и насладиться всем этим богатством, которое ты так много лет упорно делаешь. Получить от этого и удовольствие, и создать еще больше. Но есть ведь люди, которые не только от этого кайфуют, но еще и помогают другим расти. Другим как-то расцветать, обогащаться, развиваться, учиться чему-то. А не просто грести под себя уже там кучу бриллиантов, кучу машин, и не знать, как с этим справляться. И приходить к психологу с вопросом, о боже, как я устала от своего хозяйства, что мне делать? У меня 5 домов. Вот это основное, да? На что еще больше всего жалуются? На одиночество. На одиночество. Самая большая проблема. На одиночество. Причем независимо от того, есть семья, нет семьи. И сейчас вот эта вся онлайн-история, она в итоге все это приумножает. А у всех 5 тысяч друзей? Да, да. 50, 80, а все то же самое. Я начала сейчас, я только в начале своего научного исследования о том, как человек строит свою идентичность в сети. Но, честно говоря, я уже очень насторожилась. Потому что то, что я вижу, что люди там одни в этом пространстве. Хотя, казалось бы, это же социальная среда. Ты же идешь туда, в блогерство, в социальные сети, чтобы быть очень активным и чтобы быть с кем-то на связи. Но когда начинаю я очень глубоко с человеком разговаривать, и плюс есть проективные разные методики, чтобы достать вот это видение, ощущение себя, то они там одни. Давай запаркуем коротко эту тему, сейчас поговорим об этом. Потому что ты про медитации сказала. Медитация — это универсальный рекомендации всех курсов про счастье, которые я нашел в мире. И всех книг. Это реально можно брать и делать. При этом разные есть медитации. На Ютубе есть медитации, у которых 50 миллионов просмотров. То, что мне не нравится в этих медитациях часто, я на английском языке слушаю, они часто пропагандируют буддизм. Там всегда где-то между делом Будда. Они как бы из восточной философии. Я все жду, когда сделают медитации, какие-то более нейтральные или что ли, без какого-то подтекста. Потому что это не их универсальное изобретение. Мне кажется, медитации есть в русской культуре, в немецкой культуре. Просто медитируют по-разному. Кто-то думает медленно, кто-то читает. Или что-то есть в машине, едешь. Даже в православной традиции там столько медитаций. Огромная. Динамические медитации. Я всем говорю, а ты иди, постой на службу. Зачем? Нам не нужно буддизм принимать. Это очень тяжело. Это такой рост и физический, и духовный. Там просветление, хочешь не хочешь, наступает. А то, что в монастырях, у них же какие практики, бешеные. Просто молитва в течение суток. И потом же они там на природе делают разные. То есть, да, это выглядит по-другому, но в нашей культуре традиции очень мощные. Это повышает осознанность, это снижает стресс, это возвращает определенную. Это очень много. Кстати, у нас будет целый час про научные доказательства о медитации. У нас вот скоро, я думаю, надеюсь, будет. Спикер, который это исследовал. У меня даже подключают тоже каждые три часа, смотрят, что происходит с волнами внутри моего мозга. Интересно. Но я все-таки буду играть роль контраргумента. Мы говорим про ментальное здоровье. И действительно, это спектр. Но на мой взгляд, если мы хотим... Я думаю про себя в будущем. Я хочу сохранить ментальное здоровье. Я хочу быть психологически сильным человеком, который может все делать, что я делаю. Что я могу сделать, чтобы... Я могу ходить к психологу, да? Это, ну, как бы и работать там. Это точно надо. Я это делаю. Но самое мощное, что я могу сделать, на мой взгляд, это работать над своей жизнью, чтобы то, что со мной случается, не вызывало психологического желания ухода от реальности. Это сложно, потому что иногда то, что с нами случается, это, ну, бывает смерть близких, бывает что-то еще, да. Но если моя жизнь хорошая, если у меня хорошая жизнь, которая мне нравится, да, если я счастливый человек, просто мне нравится то, что со мной происходит, я очень, вероятно, не заболею вот разными, там, какие-то хронически депрессивными, какими-то другими. Я надеюсь, может быть, или я ошибаюсь, может быть, все равно есть там биохимический какой-то процесс, я тупо заболею, я не знаю. Смотри, конечно, всегда, ну, одинаково, в любом случае все умрут. Да. Но дойти туда, в эту точку, можно по-разному. И жизнь человека, вот нет ручки у меня, но жизнь все равно, это какая-то череда, да, эмоций. Есть взлеты, есть падения, есть периоды кристального счастья, эйфории, есть периоды более такие спокойные, есть какие-то депрессивные состояния. И с депрессией тоже можно выстрелить очень мощно вверх, в новый виток своего развития. Более того, депрессия – это, знаешь, такое крутое состояние переоценки своих ценностей, выхода на новый уровень. В ней есть польза. Да, то есть ты, но, есть такой, правда, момент, нет, если ты перекращаешь сопротивляться депрессии, а идешь в нее, идешь в свою боль, идешь в свой страх, понимаешь, что это, почему это. Многие просто боль заглушают. Они не дают себе даже поговоривать о тех, кого потеряли. Сейчас посмотри, сколько людей ушли из жизни очень быстро и неожиданно, без всякой там предыстории, с болезнью, чтобы быть хоть как-то морально, быть готов. И у многих даже нет возможности просто посидеть наедине со своей грустью. Просто отгоревать и прожить свое горе, и оно остается там внутри. Разозлиться на себя, пожалеть себя, или наоборот простить за то, что ты ничего не сделал, или не можешь сделать, или уже никак не повлияешь на эту ситуацию. Просто пережить свои эмоции. Но если идти в депрессию, если побыть в этих состояниях, они проходят гораздо быстрее, просто в разы. То есть можно затянуть сопротивлением депрессии на год, на два. А можно быть в слезах, в соплях, биться о пол в истерике, и через неделю уже выйти на работу в абсолютно адекватном, конструктивном состоянии такой высокой личной эффективности, и захотеть жить дальше. Ну за две недели, тут уже в зависимости от того, какая ситуация случилась. Это очень контринтуитивно. Хочется избегать оттуда. Да, хочется, наоборот, побыстрее от этого избавиться. На твой взгляд, горе. С психологом быстрее пережить или медленнее? Думаю, быстрее. Потому что часто у людей просто нет поддержки. Не потому, что у них нет классных отношений, даже не поэтому, а потому что многих из нас не учили поддерживать друг друга. Многих из нас не учили, как это быть вместе, когда всё плохо, когда жить не хочется. Да, пусть это длится там один вечер или один час или 15 минут, но многим настолько это тяжело, что они всячески блокируют в себе вот эти вот моменты. И им проще ехать кому-то помогать, чем со своим родным человеком, мужем, женой, ребёнком, просто вместе посидеть и погрустить на какую-то тему, обсудить, может быть, её или что-то ещё такое сделать. Да, здесь такие скрытые, например, люди, которые занимаются постоянно горем, вот психологи, например, профессиональные, они, например, один мне рассказывал, что иногда человек, который переживает горе, он не хочет выходить из горя, потому что он думает, что это будет предательство, это умер же близкий человек. Да, он не хочет отпускать. И как другие на это посмотрят, она уже через три года, через три месяца она уже там на танцы ходит, что-то там, дискотеки, да, там что-то быстро она пережила это всё, да, во-первых, бояться внешнего осуждения, что вот как ты можешь быть счастливой, у тебя только год назад, у тебя там, есть такой странный фактор, да, хотя, если подумать про это по-другому, хотел ли бы человек этот, чтобы ты была пять лет разрушена, да, вряд ли хотел бы, да, и, наверное, есть так много людей это пережили уже, наверняка есть вещи, которые можно быстрее принять. Да, и отпустить. Вот это для меня… И отпустить. Я очень надеюсь, что они есть. У меня, знаешь, какая самая популярная медитация на канале? Я не ожидала. Она называется «Разрыв связи с бывшим». Все плачут, пишут мне в директ, как они расстают, то есть внутри себя, это же медитация, медитация, они же не разрывают отношения. Это же мозг не хочет разрывать. У кого-то они уже давно закончились, у кого-то это 10 лет назад, бывший муж уже давным-давно, 10 лет. Или это мужчина, который вообще мимо шел и прошел, и даже там не взглянул, но это целый процесс отпустить. И почему мы держим? Потому что возникает ощущение, что я не одна, я не один в этот момент. Это мучительно было. Поэтому я буду держать вокруг себя вот этих призраков, еще кого-то, создавать виртуальный мир в своей голове, уходить в соцсети, уходить в алкоголизацию, или, например, социально приемлемый вариант, переедание, лишь бы сохранять это чувство, что я не одна. И побыть. На самом деле, состояние одиночества тоже очень ресурсное. Просто нужно научиться его не бояться, нужно научиться быть собой и быть с собой, уметь быть собой в диалоге, и тогда это превращается в творчество. И тогда наступает вот то самое принятие себя, когда ты знаешь свои там плюсы, минусы, перспективы, таланты, достоинства, сильные стороны, стороны, которые ты хочешь развивать, то, что было, то, что ты хочешь создать. В этот момент ты обретаешь вот эту целостность, и в этой целостности ты начинаешь быть способным создавать конструктивные и взаимные отношения с людьми. Вот пытался сейчас эту мысль к себе примерить. Я прочитала недавно книгу Lost Connection. Это разрыв связей. И в этой книге как раз было описано, что мозг, наш мозг, когда там есть нейронные связи, и путь к ним слабеет, есть какой-то объект очень важный. Мама, бойфренд, там не важно. И потом путь общения с этим важным объектом гаснет, наш мозг выбрасывает депрессию. Да. Потеря близкой связи, почему, например, иммигранты, иммигранты, которые уезжают, например, кто-то уезжает работать в другую страну, или уезжают из своей семьи, или люди, которые переехали в Москву, у них начинает... Они до этого видели важных объектов в своей жизни каждый день. И там все работало, и мозг счастлив. Они уезжают, эти связи гаснут постепенно, и это вызывает депрессию. Поэтому вот этот человек, который не разрывает связь, уже человек ушел, он не хочет испытать депрессию, потому что обрыв этой связи, это мучительно больно. Это очень больно. Это просто... Ты выбираешь либо фиктивная связь, либо депрессия. Одно из двух. Да. Но депрессию можно пережить, принять и выйти. Но это правда, это то, что случилось. Да. И принимать это иногда очень тяжело. Это то, что ты не планируешь, это то, что... Ну, видишь, в нашей культуре еще нет вот этого планирования будущего и абсолютное непринятие смерти. Да. А не страшно даже говорить. То есть, когда человеку... Вот у меня... Случай, пожалуйста, позавчера. Клиентка говорит своему отцу, ему почти 80 лет, напиши завещание, перепиши квартиру на внука. Он знает, что? Отвечает, это дурная примета. Кто-то умер там, ну, из наших родственников, когда написал, со мной все будет в порядке. Да, конечно, с тобой будет в порядке. Но жизнь заканчивается, это факт. Но мы настолько не готовы это признавать, что люди не откладывают себе на пенсию, не думают о том, как они будут жить в 70, не ставят цели на 20, 30, там, 40 лет вперед, не видят себя, не видят состояние даже своего тела. У них нет вот этой задачи, которую ты сейчас сказал. «Я хочу быть здоровым, ментальным, физически». Так вот, я не договорила про всплески эмоциональные. То есть смотри, у нас вот здесь вот время, а вот здесь вот счастье. в любом случае, да, вот мы родились, и мы как-то обычно жизнь у человека как-то вот так. Циклично, как природа. Ну, там плюс-минус, да. Здесь смерть. В какую сторону палочка, когда вверх ногами. Что такое путь счастья? Что такое путь мудрости? Это у тебя тоже взлеты и падения, но ты с каждым днем становишься счастливее. Ты тоже здесь умрешь, но ты будешь с каждым днем счастливее. И вот это я его называю путь сердца, путь любимого дела, когда ты идешь за своими ценностями, идешь за тем, что для тебя важно по-настоящему. Не боишься этого, хотя иногда это страшно. Иногда это очень тяжело признать, что дорогие мои, я свою семью люблю, но мне очень важно заниматься своим делом. И я сейчас поеду в другой город или в другую страну и, возможно, надолго. Но я хочу, чтобы вы приняли меня и мы продолжали там встречаться, общаться и были рядом, и были вместе. Пусть это будет онлайн, пусть живые встречи будут. Ну то есть придумывать конструктивный способ, как все соединить и сохранить во благо, чтобы папа или мама приходили домой с горящими глазами и учили своих детей вот этому счастью, что это все нужно выстроить. Это мы создаем сами. Но это работа на каждый день, это задача каждого дня. И поэтому это то, о чем ты сказал. Вот старость — это правило двух М. Либо мудрость, либо маразм. Ну помнишь, вот всегда бабушки, дедушки, есть вот либо они такие ресурсные, мудрые, и там с ней поговоришь про небо, пирожок или еще что-то, и прямо вот на душе хорошо становится. А есть вот эти, которые ругаются на машины, кричат матом, если ты как-то чуть-чуть там затупила на парковке, и сейчас отъедешь с дороги, ну вот буквально вот 20 секунд, но ей уже плохо от этого. Сегодня мы научились, что это надо лечить. У нас осталось совсем немножко минут. Я хотел бы еще про одиночество поговорить. Да. Парадокс. Мир становится все более и более соединенным, расстояния не имеют значения, есть видеоконференции, все, что хочешь, и одновременно идет эпидемия одиночества. Ты сказала про самый частый запрос. У нас среди наших стипендиантов в школе, в университете мы сделали опросы. Номер один проблема – одиночество. Да. Я в школьном возрасте даже не знал это слово. Я не знал, что это за слово – одиночество. Я не понимал это слово вообще, в принципе. Вот реально. Это парадокс. Как ты это можешь объяснить? Очень много онлайн-жизни. То есть смотри, вот мы сейчас видим друг друга, мы считываем язык тела, у нас идет обмен эмоциональный, энергетический, интеллектуальный. Когда это онлайн-общение, это 99% текста. Мы и так знаем, что человек во время коммуникации доносит очень маленький процент того, что он на самом деле хотел сказать. А второй человек к этому маленькому проценту очень много чего додумывает. И в онлайн-пространстве вот это все умножается, потому что ты видишь слова, ты додумываешь смысла еще больше, которого на самом деле нет. Но самое ужасное, что вроде как создается ощущение, что вокруг тебя толпа. Ты же своих подписчиков видишь? Ты же много пишешь сообщений в день, и тебе их много пишут, и по работе, и там личных каких-то. Но рядом с тобой никого нет. Физически. И поэтому у людей даже нет задачи сохранять реальное общение, выделять на него время. Вот прям ехать в гости к подруге, чем с ней созваниваться, или встречаться с ней где-то. Встречаться со своей мамой, чем говорить с ней два часа по телефону. Лучше 15 минут вместе пить чай или кофе. обнимать своих детей, чем сидеть в айфоне и говорить, ну что, поели, попили, да, вот это вот все. Посмотри, как мамы себя ведут. Сейчас многие молодые, они приходят в шикарные места со своими детьми. Дети сидят перед экраном, и родители. Вместе они в этот момент или нет. Научатся они. А дети перестают. Вот сейчас тем, кому 20 лет, у них уже эта проблема. Они не умеют создавать близкие отношения. А даже если кто-то умеет, кому-то передали такой опыт, например, в семье, они не умеют в них находиться длительное время. А им становится плохо. Им кажется, что их там сейчас кто-то разрушит, с ними что-то служит. Ну то есть прям неприятные возникают ощущения. Люди боятся любви, уважения. Они не умеют выражать даже свои эмоции. Благодарить, ценить, передать другому человеку свое восхищение. А вдруг это неприлично? Неприлично, кажется, многим говорить друг другу комплименты. А вдруг меня не так поймут? И так далее. А вдруг подумают, что есть какой-то неправильный подтекст, который я не имею в виду. И многим людям, знаешь, если у меня тренинг, например, идет, я начинаю говорить всем комплименты. Многие аж сдрагивают. Они таких слов никогда не слышали. Просто ты красивая. И очень многие отказываются от комплимента. Не говоря уже о том, что если ты говоришь человеку, я тебя очень уважаю за то, что ты делаешь. Они даже себе это сказать не могут. Хотя там столько сделано, что уже и награды, и медали, и благодарности от правительства, и чего только нет. Но человек не ценит. Это факт. Просто эпидемия одиночества. Везде. Среди престарелых, среди молодых, среди всех. Что-то точно не работает. Так это задача, понимаешь? Это такая же задача. Я хочу создавать свою часть, или я хочу создавать свое ресурсное окружение. Я хочу создавать близкие отношения. Я буду их поддерживать. Я буду звонить своей подруге, даже если я там на другом конце земли. Пусть мы редко общаемся, но мы поддерживаем эту связь, потому что для меня это важно. И мы будем говорить на важные темы, а не просто для галочки. То есть это такая же задача. А в этой суете ее даже очень сложно вычленить и сформулировать для себя. Потому что вроде как у тебя и так сотни подписчиков здесь, там чатов в WhatsApp тоже больше ста, и так далее. И на них даже нереально ответить. Ощущение же, что ты всегда на связи, что ты как бы открытый, очень там активный человек, но при этом остаешься совсем один. Я думаю, это звучит как бы у нас время заканчивается, как рекомендация, домашнее задание. Домашнее задание какое у нас? Домашнее задание — написать себе список целей. Вы же говорили сегодня уже про цели, были такие красивые слова. И сейчас как раз, кстати, коридор затмений для тех, кто в это верит. Когда нужно все себе желать, все загадывать, мечтать, ни в чем себе не отказывать и четко формулировать, что я хочу. Пусть это нереально. Пусть кажется, что это невозможно. Пусть непонятно, как это вообще можно сделать. Но если мы задались целью, мы начнем искать. Мы притянем людей, которые нам скажут правильные слова. Мы возьмем в руки верную книжку, которая тоже нас на что-то наведет. Мы окажемся в правильном месте, в правильное время, с классными людьми, кто нас поддержит на этом пути и кто даст нам еще больше. Анна, спасибо огромное. Ты победила в этих дебатах. Я за психологию. Я сдаюсь. К.О. К.О. Ты меня аргументами победила. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты создала этот проект. Это потрясающе. Сейчас время коллабораций. В этом сейчас сила. И то, что у нас есть. Такая потрясающая возможность можно столько с разных сторон посмотреть на человеческое счастье. Это очень красиво. Спасибо большое. Я благодарю, что пригласили меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok